От автора. В 1908 году Преамурский отдел Русского географического общества снарядил экспедицию для обследования части Дальнего Востока, заключенной в границах Нижний Амур на западе, пролив Невельского, Татарский на востоке, реки Хор и Самарга на юге. Цель экспедиции естественно-историческая, продолжительность 19 месяцев с 24 июня 1908 года по 20 января 1910 года. В состав экспедиционного отряда вошли следующие лица. Начальник экспедиции, автор настоящей книги Арсеньев и его сотрудники, помощник по хозяйственной и организационной части Николаев, известный флорист Десулави, естественный геолог Гусев и большой знаток охотничьего дела, сотрудник журнала «Наша охота» Дзюль. Кроме того, в экспедицию были назначены семь человек-стрелков. От 23-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Петр Вихров, Станислав Глегало, Михаил Марунич и Иван Туртыгин. От 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Михаил Курашов, Илья Рожков и Павел Ноздрин. И от уссурийского казачьего дивизиона казаки Григорий Димов и Иван Крылов. В начале июня Николаев получил задание отправиться морем в Императорскую, ныне Советскую гавань, и устроить три питательные базы при устье реки Самарги, при реке Батчи, в бухте Андреева. По прибытии в Императорскую гавань ему надлежало повидать орочских старшин и узнать, в бассейн какой реки выйдет экспедиция после перевала через ехот и олинь. И тогда по этой реке с запасами продовольствия идти ей навстречу. С Николаевым отправились все стрелки, а с автором пошли Десулави, Гусев, Дзюль, Джан Бао и оба казака Иван Крылов и Григорий Димов. Все участники экспедиции были одеты однообразно. Летняя одежда состояла из рубах защитного цвета, таких же штанов, поясного ремня, фуражки и трех смен белья. Для защиты от паразитов была заготовлена одна пара дегтярного белья, которая надевалась по очереди, когда это было нужно. Обувь была сшита в Хабаровске по форме орочских унтов. Автор рассчитывал также приобрести их у местного туземного населения. Кроме того, все имели для защиты от комаров сетки на головы, нарукавники и нитяные перчатки. Зимняя одежда состояла из меховых шапок с наушниками, полушубков, теплого белья, суконных шаровар, шерстяных перчаток и той же туземной обуви, но только большего размера. Для ног каждый участник экспедиции имел по паре суконных обмоток. Они хорошо защищают голени от ушибов и гораздо удобнее кожаных голенищ. Летние палатки, как и во время путешествия 1906-1907 годов, отсутствовали. Взамен их были взяты комарники. Зимой путешественники были лучше обставлены. Прежде всего, имелся большой суконный шатер, в котором свободно могло разместиться до 20 человек. Он имел вид шестиугольной призмы, покрытой шестиугольной же пирамидой, и держался на одном колу, поставленном посредине. К углам его были прочно пришиты кольца с длинными веревками, при помощи которых шатер и растягивался во все стороны. Свет во внутренность его проникал через два небольших окна с толстыми стеклами. Обстановка зимней палатки состояла из коллекционных ящиков, складного столика со свертывающейся доской и обрезков древесных стволов, заменяющих стулья. Чугунная печка с вращающимся флюгером на трубе давала тепла больше, чем нужно. На ней варили чай и кипятили воду для стирки белья. Обед и ужин варились снаружи. Пол в шатре прикрывался еловыми ветками и сухой травой. Все спали вместе, плотно прижавшись друг к другу и прикрывшись сверху шерстяными одеялами и полушубками. Начальник экспедиции и его спутники были вооружены винтовками системы Маузера и Винчестера и дробовыми ружьями Зауэра и Ремингтона с достаточным запасом пороха и дроби. Стрелки имели трехлинейные винтовки без штыков, патронташи и по 300 патронов на человека. Бивачное снаряжение состояло из поперечной пилы, двух лопат, нескольких топоров, котелков с дужками разной величины, входящих друг в друга, сковороды, поварешки, эмалированных чашек для еды, кружек и прочего. Необходимой принадлежностью всякой продолжительной экспедиции является комплект плотничьих и слесарных инструментов. Не забыта была также походная аптечка с достаточным запасом перевязочного материала. Особое внимание было уделено научному снаряжению экспедиции. Всем успехам своего предприятия автор обязан самоотверженной и бескорыстной службе своих младших сотрудников. Несмотря на то, что их сверстники были уволены в запас армии, несмотря на полную возможность уехать из императорской гавани во Владивосток на пароходе, они, понимая, что уход даже одного человека из отряда был бы очень чувствителен, добровольно остались до конца экспедиции. Едва ли когда стрелкам и казакам приходилось переносить большие лишения и еще большее, чем вынесли эти скромные труженики. Несмотря на постоянное переутомление и физические страдания от холода и голода, которых невозможно передать словами, они мужественно боролись с природой и не жаловались на свою судьбу. Многие из них погибли во время империалистической войны. Какая судьба постигла остальных, не знаю. Рассматривая карту Дальневосточного края, мы замечаем, что некоторые пути обследования его были особенно излюблены. Одни ученые за другими идут по протаренным дорожкам. Большинство совпадающих маршрутов мы видим в районе реки Сайфуна и около города Никольско-Уссурийского, по восточному берегу озера Ханка, по реке Сунгаче и по реке Уссури, по рекам Даубихе, Улахе, Фудзину и далее через Ихот и Олинь к морю, по нижнему течению рек Бикина, Имана и Баку. Меньше всего исследований производилось в прибрежном районе к северу от залива Ольги и в центральной части горной области Сихот и Олиня. Самым первым исследователем Нижнего Амура является казачий старшина Василий Паярков, который в 1643 году со 132 казаками, будучи послан якутским воеводой Петром Головиным, прошел в Амурский край таким путем, который после него никто не повторил. Паярков поднялся из Якутска по рекам Алдану, Учуру и Ганаму, перевалив через Становой хребет, пустился по рекам Брянти и Зея к Амуру, а по нему проплыл до устья и вышел в Охотское море. В 1646 году Паярков благополучно вернулся в Якутск после четырехлетнего путешествия, сопряженного с большими лишениями, потеряв половину своего отряда, частью в битвах с Даурами, частью от голода и болезней. Следом за ним в 1647 году казак Семен Шелковников спустился по реке Амуру и, войдя в лиман, направился на север к устью реки Охоты. Приблизительно через полтора ста лет после Паяркова на Амуре появляются два японских путешественника Магомито Кунай в 1785 году и Мамия Ринзо в 1808 году. Сыльный Гурий Васильев трижды плавал до устья реки Амура 1815-1826 года. Но всякий раз маньчжуры задерживали его на возвратном пути и выдавали нашему правительству. При допросе он дал подробные сведения о климате, природе и богатстве недр края, проверенные потом Ладыжинским в 1832 году. В 1845 году французский миссионер Делабрюкньер по поручению китайского императора Канси предпринял путешествие на реку Амур. 16 июля он отправился из города Сангина на восток по узкой тропе и, пройдя 120 миль 19 сентября, достиг реки Амура, где и зазимовал в Гольцкой деревне Фурме. 5 апреля 1846 года он поплыл к устью реки Амура и близ деревни Гутонг был зверски убит туземцами. Они вырвали у него глаза, выбили зубы и оставили тело на берегу, где оно лежало до тех пор, пока волны Амура не унесли его в море. Другой миссионер Вино, посланный викарием Манчжурии Виролем для расследования участи Делабрюньера, в 1850 году спустился по реке Амуру почти до деревни Худунь, расположенной около озера Кизин. Экспедиция Вино не дала никаких результатов, кроме печального повествования о гибели Делабрюньера. В 1849 год является знаменательным на Дальнем Востоке. Невельской при обследовании Амурского лимана установил, что Сахалин есть остров, а не полуостров, как думали раньше. Невельской, узнав, что владычество сынов Поднебесной империи не распространяется так далеко на восток, превысил данную ему инструкцию, вошел в реку Амур, основал Николаевский пост, обращенный впоследствии в город Николаевск, и проплыл по реке около ста километров до озера Кизи. 1 августа 1850 года он поднял русский флаг и салютовал ему из орудия. Лейтенант Башняк в 1852 году тоже достиг озера Кизи и оттуда сухопутьем прошел в залив Декастре. Ему принадлежит честь открытия залива Хади, который он окрестил императорской гаванью. С открытием навигации в 1854 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев с отрядом забайкальских казаков и частей 13-го и 14-го линейных батальонов спустился на баржах и плотах по реке Амуру от усть стрелочного караула до поста Мариинского, основанного им у входа в озеро Кизи. В августе того же года от устья реки Амура к усть стрелочному караулу на пароходе Надежда пришел адмирал Путятин и с ним Пасьет, впоследствии министр путей сообщения. Последний был в кругосветном плавании на фрегате «Диана», после крушения которого доставил экипаж в город Петропавловск на Камчатке, а оттуда проездом через Амур отправился в Иркутск и далее в Петербург. Следующим исследователем в хронологическом порядке будет академик Шрэнк, совершивший в 1854-56 годах путешествия по Амуру до устья и по уссури до реки Нор. Его этнографические исследования касаются главным образом Гольдов, Ольчи и Геляков. Весной 1856 года путь по Амуру от усть стрелочного караула до поста Николаевского совершил чиновник департамента уделов Пермыкин. В 1856 году 13-й линейный батальон на лодках был отправлен из поста Мариинского обратно в Забайкальскую область. Суровая зима застала солдат в походе. На несчастье баржа с хлебом, посланная им навстречу, села на мель где-то в верховьях Амура. Этот беспримерный поход плохо одетых и голодных солдат мало кому известен. Весь путь 13-го линейного батальона со времени ледостава был усеян трупами. Люди кормились мясом мертвецов, но это не спасло их от гибели. Плохо одетые и почти босые, они замерзали на привалах, не имея сил подняться, чтобы поддержать огонь угасающего костра. Как только возникли переговоры русского правительства с Китаем в 1857 году, граф Муравьев Амурский послал в уссурийский край геодезиста Усольцева, который проплыл по рекам Уссури и Сунгаче до озера Ханка. Затем он поднялся по реке Лифу, но не дошел до ее истоков и приблизительно с половины пути повернул к юго-западу. Вышел на реку Суйфун и спустился по ней до Амурского залива, названного так потому, что устье Суйфуна в то время принималось за устье Амура. Усольцев разъяснил это заблуждение. Горный инженер Аносов в том же 1857 году проплыл по Амуру до устья и в следующем 1858 году поднялся по реке Уссури до Имана и по этой последней реке до местности Картун. Затем он прошел по реке Сунгаче и по восточному и южному берегам озера Ханка до реки Мо. Последний маршрут Аносов сделал по реке Даубихе почти до ее истоков. Честь сделать первое пересечение через сихот и олень принадлежит Винюкову. В 1857 году по поручению графа Муравьева-Амурского он отправился по реке Уссури, потом по ее притоку Улахэ и по реке Фудзину, затем перевалил через хребет сихот и олень и вышел на реку Тадушу. Винюков хотел было пройти к заливу Владимира, но собравшиеся в большом количестве вооруженные китайцы преградили ему дорогу и потребовали, чтобы он возвратился. Тогда Винюков на берегу моря при устье реки Тадушу воздвигнул деревянный крест, на котором вырезал надпись «Я был здесь в 1858 году. Винюков». 18 июня он повернул назад и через 22 дня той же дорогой вернулся на Уссури. 1859 год был особенно богат исследованиями. Одна экспедиция следует за другой. Это был период ознакомления с правыми притоками Уссури и землями на юг к границам Кореи. Астроном Гамов производит ряд геодезических работ по Амуру и Уссури. Им были определены крайние географические координаты на реке Улахе между устьями рек Фудзин и Нато. Затем он прошел по реке Сунгаче до озера Ханка и вернулся той же дорогой. Один из мысов в заливе Пасьет назван его именем. В том же 1859 году уссурийский край посетил академик Максимович. Он поднялся по долине Уссури, затем по реке Улахе до устья Фудзина, прошел по долине этой последней до истоков, перевалил через водораздельный хребет Сихот и Олень и спустился по реке Вай-Фудзину к заливу Ольги. Результатом его исследований было обширное ботаническое сочинение, за которое он получил премию имени Демидова. Насколько ценной работы Максимовича, говорить не приходится. Это известно каждому, кто хоть маломальски знакомился с литературой о местной флоре. Он первый установил, что флора уссурийского края есть флора маньчжурская. Множество растений названо именем этого исследователя. Министерство государственных имуществ для исследований лесов в уссурийском крае командировало капитана Будищева и топографов Корзуна Лубинского-Петровича. Экспедиция Будищева работала до 1867 года. Эти труженики ознакомили нас с географией южной части Сихоты Алини. Прибрежный район к востоку от водораздельного хребта они назвали Зауссурийским краем. Сам Будищев осмотрел долину Уссури, реки Даубихи-Лифу, озеро Ханка, затем спустился вдоль государственной границы до реки Суйфуна, описал леса в окрестностях селений Барабаша, Никольского, Новокиевского, на полуострове Муравьево-Амурского, был на Улахе, Фудзине и через Сихоты Алинь, по Вайфудзину, ныне Авакумовка, спустился к морю. Топограф Корзун поднялся более чем до половины по Иману и Ваку и по реке Бикину до верхнего его притока Бягаму, но дойти до Сихоты Алиня ему не удалось. Недостаток продовольствия принудил его вернуться на Уссури. Третий спутник Будищева, Петрович, обследовал болотистые низины и леса по правому берегу Амура от устья реки Анюя до озера Кизи. Потом мы узнаем о его маршруте к заливу Декастре и далее по берегу моря до реки Хаи, откуда Петрович проник на реку Тумнин и спустился по ней до устья. Наконец, Лубенский описал леса по долине реки Амура от Хабаровска до поста Николаевского. Одновременно с Будищевым Уссурийский край посетил известный натуралист Маак. Совместно с этнографом Брылкиным в начале июня 1869 года он прибыл к устью Уссури и поднялся по ней до реки Сунгачи. По этой последней он проплыл до озера Ханка и обошел его с восточной, южной и западной сторон. После неудачной попытки подняться далее вверх по реке Уссури Маак возвратился на Амур. Исследования этого ученого поражают тонкостью наблюдений и громадным количеством собранного материала. Множество видов насекомых и растений названо его именем. Третий французский миссионер Жербельон отправился для обследования Амура в 1861 году. Недалеко от устья реки Сунгари он встретил русских и охотно принял их предложение доехать с ними до поста Николаевского. В том же году Жербельон возвратился. Вслед за Мааком в 1860 году в течение трех лет обследованием края занимается выдающийся геолог и палеонтолог Шмидт. С ранней весны 1860 года он занимался исследованиями берегов Амура от устья реки Сунгари до поста Николаевского заходом в озеро Кизи и залив Де Кастре. После работ на острове Сахалине Шмидт в июне 1861 года переехал морем в Владивосток. Отсюда он совершил две поездки. Первую от залива Пассиет к устью Суйфуна и озеру Ханка, а вторую по рекам Сунгаче и Уссури до селения Хабаровки. В 1867-69 годах вновь приобретенную страну посещает знаменитый впоследствии путешественник Пржевальский. Маршруты его были те же, что и у Сольцева, Будищева и Винюкова. Он поднимается по рекам Уссури и Сунгаче, работает около озера Ханка, затем идет на реку Лифу и оттуда к городу Владивостоку. Из Владивостока Пржевальский пошел по побережью моря на реку Сучан, реку Судзухэ, а далее к посту Ольги и к заливу Владимира. Свои исследования он закончил маршрутом через Сихот и Олинь на Фудзин, Аллахэ и Уссури. Еще через год, в 1870 году, горный инженер Боголюбский в поисках рудных месторождений пошел по реке Уссури к Владивостоку, оттуда тропой на реку Сучан и на реку Ванчин и побывал в заливе Ольги. Собрав сведения о землях прибрежного района к северу от Ольгинского поста, он в сопровождении китайцев сделал попытку проникнуть на реку Тетюхэ, но его проводник-китаец умышленно или нечаянно заблудился, и он, не дойдя до намеченного пункта 7 километров, повернул назад. В 1871 году Уссурийский край навещает лучший синолог того времени архимандрит Палладий. Мы обязаны ему замечательными открытиями по археологии и истории края. Он проехал по рекам Уссури и Сунгаче, был на озере Ханка, откуда перешел на реку Суйфун, посетил село Никольское и прибыл в пост Владивосток. К сожалению, из трудов этого ученого сохранились только отрывочные письма. Архимандрит Палладий умер по дороге в Россию в 1872 году. Еще через три года партия топографов под начальством Большего производит инструментальную съемку прибрежной полосы за Уссурийского края шириною от 1 до 5 километров от залива Рында к северу до залива Декастри. Тяжелые условия, при которых пришлось работать топографом на пустынном в то время берегу, дали Максимову богатый материал для его рассказов. Следующим в хронологическом порядке исследователем Уссурийского края является Нодаров. В 1882 году он поднялся по Бикину до местности Цамо-Дынза и по Иману до устья реки Тайн-Дзибери. Другой раз с реки Ваку он прошел на реку Улахе, поднялся по ней до половины и, повернув назад, вышел к урочищу Анучино и оттуда к Уссурийской железной дороге. Нодаров дал много сведений по географии края и написал очерки из жизни Уссурийских манс. Археологические и этнографические исследования Полякова относятся главным образом к острову Сахалин, но он также работал и в Южно-Уссурийском крае. В июле 1882 года он высадился во Владивостоке и направился по долине реки Суйфуна к селению Никольскому, впоследствии город Никольск-Уссурийский. Продолжателем работ Палладия является основатель общества изучения Амурского края Буссе. Работа его относится к 1883-89 годам. Разъезжая по области в качестве заведующего переселенческим делом, Буссе обратил внимание на древнее городище, оставленное в стране ее первоначальным населением и описал некоторые из них. Работы Буссе впоследствии продолжил князь Кропоткин. Гидрографическая экспедиция Великого океана не ограничивает свои работы Амурским лиманом, но распространяет их и на реку Амур. В 1886 году две шлюпки с лодки Горностай прошли с промером вверх по реке около 1175 километров до устья Сунгари. В 1888 по 1894 год горный инженер Иванов производил ряд геологических изысканий в Новокиевском и Барабашском районах и по рекам Суйфуну, Сапутинки, Майхе, Сучану и Судзухе. Потом он пошел по реке Лифу, на Улахе и далее через Сихот и Олень к посту Ольге. Остается упомянуть еще об одном его маршруте именно вдоль морского побережья от села Шкотово по рекам Таудиме, Сучану, Судзухе и Таухе. Период с 1894 по 1897 год является наиболее богатым исследованиями. В 1894 году капитан генерального штаба Леонтович производит съемку реки Тумнина и составляет орочско-русский словарь. В том же 1894 году и следующем 1895 году геолог Иванов совершает четыре маршрута. Первый по Амуру от города Хабаровска до озера Кизи и затем по реке Хаюлю через хребет Сюхот и Олень к императорской гавани. Второй по рекам Анюю, Габилли, Буту, Хуту на реку Тумнин. Третий по реке Самарге через Сихот и Олень на реку Сукпай и по этой последней на реку Хор к Уссурийской железной дороге. Четвертый вдоль берега моря частью на лодке, частью на паровой шхуне сторож от залива Ольги до императорской гавани. В том же году для обследования центральной части Уссурийского края посылаются охотничьи команды 10-го линейного батальона и 2-й стрелковой бригады. Маршруты охотничьих команд были распределены таким образом, что пути их должны были пересекаться. Одни команды должны были проникнуть как можно дальше вглубь страны, а другие нести службу связи и доставлять им продовольствие, но согласовать движение их в тайге было невозможно, и потому каждая из охотничьих команд действовала самостоятельно, вследствие чего перевалить через сихот и олень и выйти к морю им не удалось, и после неимоверных лишений до человеческих жертв включительно они возвратились. В период между 1895 и 1897 годами Южно-Уссурийский край посетил известный ботаник Комаров. Он работал к западу от Никольско-Уссурийского в бассейне реки Суйфуна, затем углубился в Маньчжурию и на юг прошел до урочища Новокиевского. В области этнографической литературы мы встречаем имя Брайловского, объехавшего в 1896 году долины рек Сучана и Судзухе, а в следующем 1997 году по поручению губернатора Приморской области, занимавшегося переписью туземного населения по побережью Татарского пролива от бухты Терней к югу до залива Ольги. Этот переезд Брайловский совершил на лодках и частью на пароходе. Из исследователей северной части Уссурийского края укажем еще на горного инженера Эдельштейна. В 1897-1901 годах он совершил следующие маршруты озера Кизи, река Хоюль, река Тумнин. Реки Тумнин, Мулида-Та, Хунгари, Амур. Реки Анюй, Дымби, Копи-Дамуря. Реки Самарга, Сукпай, Хор-Доуссури. Реки Нахтаху, Бикин, Доуссурийской железной дороги. С 1898 по 1900 год ряд геологических изысканий производит горный инженер Иванов, однофамилец горных инженеров, ранее работавших в Южно-Уссурийском крае. Он обследовал реку Бикин до местности Цамо-Дынза и Иман до Картуна с ходом в сторону между реками Нейцухэ и Вакам. Затем он поднялся по Уссури и Улахэ до Натохайза. Другой его маршрут был от места слияния Уссури с рекой Сунгачей к югу вдоль Уссурийской железной дороги до города Никольско-Уссурийского и затем круговой маршрут к озеру Ханка и Китайско-Восточной железной дороги. Работы геолога Еворского относятся к Амгунскому бассейну, граничащему с Уссурийским краем, и потому мы отметим один только его маршрут в 1903 году по Амуру от города Хабаровска до озера Удиль. Этот перечень исследователей края был бы неполным, если бы мы не упомянули еще двух пионеров, прибывших в край в то время, когда по Владивостокской бухте еще плавали лебеди, а в горах бродили тигры. Я говорю о Янковском и Шевелеве. Первый много работал по орнитологии и энтомологии в Северной Корее и в Пасьетском районе. Второй был кабинетным работником и жил большей частью в бухте Кангаус. Имя его тесно связано с изучением истории края. Он владел китайским языком и совершенно свободно разбирался в иероглифах. В его распоряжении было много древних рукописей. Вину ему можно поставить только то, что он своевременно не позаботился опубликовать свои знания и унес их с собой в могилу. До нас дошли только кое-какие обрывки его работ, но и те оказались весьма ценными. Они в значительной степени способствовали установлению, что Бахайское царство VII-XII века было на берегах Великого океана в Восточной Манчжурии, Северной Кореи и в Уссурийском крае. В заключении отметим работы военных топографов, заснявших в 1888 году в одноверстном и двухверстном масштабах весь южно-уссурийский край от китайской границы по сьет озера Ханка к востоку до рек Улахэ и Судзухэ включительно. Планшеты их также тянутся по долине реки Уссури до Амура, расширяясь в бассейне Бикино до 60 и суживаясь около Ланчакова до 20 километров. Параллельно с военными топографами съемочные работы производили землемеры Уссурийской межевой партии. Теперь попробуем нанести на карту Уссурийского края памятники старины, оставленные маньчжурскими племенами в период между VII и XIII столетиями. Отметим на ней места, которые занимали китайцы, земледельцы до прихода казаков. И, наконец, нанесем на ту же карту русские поселки. Мы увидим, что все три площади совпадут. Три народа, один после другого, селятся на одних и тех же местах. Доступными для культуры будут долины рек Амура и Уссури, нижнее течение их правых притоков, бассейны рек Даубихе и Улахе, южно-уссурийский край и узкая полоса прибрежного района до императорской гавани. А вся центральная и северная часть горной области Сихоты-Олинь, как раньше была пустыней, такой она и есть теперь. Дикость тайги, бездорожье и полное отсутствие жилых мест были главными причинами, почему Сихоты-Олинь и земли к востоку от него оставались так долго неизвестными. Для исследования этой нетронутой части Уссурийского края я и предпринял свои экспедиции. Настоящий труд заключает в себе повествование о третьем моем путешествии, совершенном в 1908-1910 годах. Глава первая. Амур в нижнем течении. В полдень 23 июня 1908 года наш небольшой отряд перебрался на пароход. Легко и отрадно стало на душе. Все городские недомогания сброшены, бегание по канцелярии кончено. Завтра в путь. В сумерки мои спутники отправились в город в последний раз навестить своих знакомых, а я с друзьями, пришедшими проводить меня, остался на пароходе. Мы сели на палубе и стали любоваться вечерним закатом, зарево которого отражалось на обширной водной поверхности при слиянии Амура с Уссури. Был тихий летний вечер. Янтарное солнце только что скрылось за горизонтом и своими догорающими лучами золотило края облаков в небе. Сияние его отражалось в воздухе, в воде и в окнах домов какого-то отдаленного поселка предвещая на завтра хорошую погоду. Против Хабаровска левый берег Амура неизменный. Бесчисленное множество проток, слепых рукавов и озерков создают такой лабиринт, из которого безопытного провожатого выбраться трудно. Когда-то все пространство, где Амур течет в широтном направлении, от станицы Екатерины Никольской до озера Болонь отжал на протяжении около 500 и шириной в 150 километров, представляло собой громадную впадину, заполненную водой. Высоты у слияния реки Уссури с Амуром являются древним берегом этого обширного водоема. Город Хабаровск основан графом Муравевым-Амурским 31 мая 1858 года на месте небольшой гольдской деревушки Бури. Отсюда получилось искаженное китайское название Вали, удерживавшееся в Маньчжурии до сих пор. Первым разместился здесь 13-й линейный батальон, который расположился как военный пост. В 1880 году переведены были из Николаевска все административные учреждения и деревушка Хабаровка переименована в город Хабаровск. Тогда это было глухое и неустроенное поселение среди тайги, остатки которой долго еще были видны в самом центре города. Естественным путем сообщения был Амур. Осенью и весною во время ледостава и при вскрытии реки Хабаровск оказывался отрезанным от других городов на несколько месяцев. Эта изоляция называлась почтовым стоянием. На палубе парохода было тихо и пусто. Только со стороны города доносился неясный шум, которого обычно не слышно днем. Можно подумать, что с наступлением тьмы воздух делается звуконепроницаемее. На западе медленно угасала заря, а с другой стороны надвигалась теплая июньская ночь. Над обширным водным пространством Амура уже витал легкий сумрак, облака на горизонте потускнели, и в небе показались первые трепещущие звезды. В это время шум весел привлек мое внимание. Из-за кормы парохода вынырнула небольшая лодка с двумя грибцами. Молодой Гольд работал веслами, а старик сидел на корме и направлял свою утлую ладью кустью Уссури. Он что-то говорил своему юному спутнику и, протянув руку по направлению к югу, дважды повторил слово Хихцир. Машинально я перенес свой взор на величественный горный хребет, протянувшийся в широтном направлении от озера Петропавловского до реки Уссури и носящий название, которое только что упомянул старик Гольд. Хихцир имеет наибольшую высоту 860 метров. Железная дорога пересекает его в самом низком месте в 34 километрах от Хабаровска. В исторической литературе этот хребет называется Хохцким, также Хихцир, а в китайской географии Шуй-Дао-Тиган имеется глава Абу-Ссури, переведенная академиком Васильевым, в которой означенные горы названы Хухгир, Хурчин. На западном склоне хребта Хихцир у самой реки Уссури расположилась казачья станица Казакевичева, а раньше здесь была небольшая ходзинская деревушка Фурме, Турме, состоявшая из четырех фанц. В 1859 году Маак застал здесь уже русских. От Гольдской деревни не было следа, но у туземцев о ней сохранились воспоминания. Давным-давно в одинокой фанзе жил Гольд Хе-Чир Фаингуни. Он был хороший охотник и всегда имел достаточный запас юколы для своих собак. Хе-Чир был однажды в Сансине на реке Сунгари и вывез оттуда белого петуха. После этого он начал тяготиться своим одиночеством, потерял сон и стал плохо есть. Как-то раз ночью он вышел на улицу и сел у крыльца своего дома. Вдруг он услышал слова «Хозяин, закрой окна, перед светом будет гроза». Хе-Чир обернулся и увидел, что это петух, говорил ему человеческим голосом. Тогда он пошел на берег реки, но тут услышал шепот над своей головой. Это говорили между собой деревья. Старый дуб шелестел листьями и рассказывал молодому ясеню о том, чему довелось ему быть свидетелем за двести с лишним лет. Хе-Чир испугался. Он вернулся в свою фанзу, лег на кам, но как только начал дремать, опять услышал шорох и голоса. Это говорили камни, из которых был сложен очаг. Они собирались треснуть, если их еще раз накалят. Тогда Хе-Чир понял, что он призван быть шаманом. Он отправился на реку Нор, и там маньчжурский шаман вселил в него духа Тенку. Хе-Чир скоро прославился. Он исцелял недуги, находил пропажи и отводил души усопших в загробный мир. Слава о нем пошла по всей долине Уссури, Амуру и реке Сунгари. Вскоре около его фанзы появились другие домики. Так образовалась деревня Фурме. Потом потеснили хадзенов. Последние должны были оставить насиженные места и уйти от неспокойных лодца вверх по реке Уссури. Деревня Фурме исчезла, а название Хе-Чир превратилось в Хихцир. Впоследствии казаки этим именем стали называть не только то место, где раньше была Ходзенская деревня, но и весь горный хребет. В этом сказании чувствуется влияние юга. Как попало оно на Амур Гольдом из Маньчжурии? За разговорами незаметно прошло время. Я проводил своих друзей на берег и вернулся на пароход. Было уже поздно. Последние отблески вечерней зари погасли совсем, и темная ночь спустилась на землю. Где-то внизу слышались меланхолические всплески волн, пахло сыростью и машинным маслом. Я ушел в свою каюту и вскоре погрузился в глубокий сон. На другой день рано утром мы оставили Хабаровск. С момента отхода от пристани все на пароходе начали жить судовой жизнью. Вместе с нами ехала публика самая разнообразная чиновники играющие в вист по маленькой, коммерсанты говорящие о своих торговых оборотах и крестьяне возвращающиеся из города с покупками. Кто читал, кто сидел и смотрел вдаль, а кто просто забился в каюту и под ритм машины уснул как убитый. В третьем классе очень людно, там пассажиры вплотную лежат на нарах и не встают, чтобы не потерять место, добытое с такими усилиями при посадке. Все дальше и дальше позади остается Хабаровск. Широкую полосою растилается Амур и кажется он большим озером и вовсе не похож на реку. О происхождении названия Амура существуют различные показания. Его производят от слова Амур, что по-тунгусски означает добрый мир, от маленькой речки Ямур, впадающей в правой стороны около Албазина, и от геляцкого слова Гамур, Ямур, что значит большая вода. Историк Миллер Мамуром называет реку, на которой живут натканы, натки. Маньчжуры называли Амур Сахалян-Ула, река черной воды, а китайцы Хунь-Тунцзян, после соединения с рекой Сунгари. Также Гелонг-Кианг, река черного дракона, и Хейшуй, что значит черная вода, а по-якутски Кара-Туган, черная река. Современное туземное население называет его Дай-Мангу, а Ольчий Мангунами. Общее направление течения Нижнего Амура северо-восточное. С левой стороны в него впадают реки Тунгуска, Дарги, Гай и Галка, а с правой протока из озера Петропавловского. Последнее длиною около 20 и шириною около 8 километров. В недавнем прошлом оно было значительно больше и простиралось на юг и юго-запад до предгорев Хихцира. Сета была небольшой речкой и обор впадал в озеро самостоятельно. Возвышенность, где ныне расположено селение Волконское, представляет собой древний берег большого озера, а обширное болото с западной стороны указывают места, которые совсем недавно освободились от воды. Процесс дренажирования еще не закончен. Нынешнее озеро Петропавловское быстро мельчает и недалеко время, когда оно тоже превратится в болото. Широкая долина Амура наполняется наносами его притоков, ила и песка, обычных спутников наводнений. В местах обвалов у подмытых берегов видно, как располагаются они в последовательном порядке. В самом низу лежит песчано-галечниковый слой, над ним нижняя алювиальная глина, а выше слои песка, потом опять глина, и поверх нее почвенно-перегнойный гумусовый слой, поросший высоким вейником и тростником, длинные корни которых в белых и фиолетовых чехликах прорезывают всю толщу наносов. Около протоки из озера Петропавловского находится много песчано-илистых островов. Некоторые из них едва выступают из воды, другие имеют вид плоских релок, поросших травой и кустами лозняка. Пески перемещаются летом водою, а зимой ветрами. Иногда зимой можно видеть поверх снега слой песка, который при вскрытии реки переносится вместе со льдом на значительные расстояния. К вечеру наш пароход дошел до селения Вятского, расположенного на правом на горном берегу Амура. Здесь на несколько часов была сделана остановка для погрузки дров. Я тотчас сошел на берег, чтобы осмотреть селение. Невеселый вид имело оно. Прежде всего мне бросились в глаза бесчисленные штабеля дров. За ними выше на берегу виднели жилые дома и дворовые постройки, сделанные основательно и прочно. Даже заборы были сложены из бревен. Все указывало на достатки населения и вместе с тем в глаза била неряшливость. На дворах развал, груды конского навоза и непролазная грязь. Вдоль деревни идет одна улица. Две тощие гнедые лошади лениво плелись по дороге. Они часто останавливались, хлопали губами, подбирая травинки и подымали пыль. Следом за ними шел пожилой человек. Он ругал лошадей, кричал на них и размахивал руками. Амурские жители не имеют телег и ездят по Амур летом на лодках, а зимой по льду на санях. Вот почему в каждом дворе было по две-три пары саней. На возвратном пути я опять увидел того же крестьянина. Он сидел на скамейке у ворот одного из домов и с кем-то переговаривался через дорогу. Нехотя ответил он на мое приветствие и спросил меня, не я ли буду новый учитель? Мой отрицательный ответ, видимо, его успокоил. Он подвинулся на скамейке и предложил мне присесть. От него я узнал, что крестьяне переселились сюда из Вятской губернии около полустолетия назад. Живут они с достатком и занимаются зимним извозом и доставкой дров на пароходы. Земледелие не в почете, потому что нигде поблизости нет хорошей земли, а также потому, что есть и другие более выгодные заработки. И в самом деле, один пуд осетровой рыбы продавался по 40 рублей, а пуд черной икры по 320. Если ход киты был удачный, то средняя семья из четырех взрослых душ могла поймать столько рыбы, что продав ее в посоленном виде, за вычетом всех расходов на соль, бочки, фракт и прочее, она не только вполне обеспечивала себя до нового улова, но даже откладывала значительную сумму денег на черный день. Поговорив немного с вятским сторожилом, я пошел к берегу. Пароход, казалось, был насыщен электричеством, ослепительные лучи его вырывались из всех дверей, люков и иллюминаторов и отражались в черной воде. По сходням взад и вперед ходили корейцы, носильщики дров. Я отправился было к себе в каюту с намерением уснуть, но сильный шум на палубе принудил меня одеться и снова выйти наверх. Был второй час ночи. По небу плыла полная луна, серебрившая своим трепетным светом широкий плес амура. Впереди неясно вырисовывались контуры какого-то мыса, селение Вятское отходило на покой, кое-где в избах еще светились огни. И вот в эти ночные часы из воды вышло и поднялось на воздух бесчисленное множество эфемерит. В простонародье их называют паденками. Их личинки живут в воде и ведут хищнический образ жизни. Но потом вдруг все разом они поднимаются на поверхность воды и превращаются в изящное крылатое создание бледноголового цвета с прозрачными крылышками и тремя хвостовыми щетинками. Паденок было так много, что если бы не теплая летняя ночь и не душный запах рано скошенной где-то сухой травы, их можно было бы принять за снег. Их было тысячи, тысячи, миллионы. Они буквально наполняли весь воздух, бились в освещенные окна кают, засыпали палубу и плавали по воде. Эфемериды торопились жить. Их век короток, всего лишь двадцать четыре часа. Из темной пучины вот они поднялись на воздух для того, чтобы произвести здесь подобных и умереть. Я не мог долго быть на палубе. Насекомые буквально облепили меня. Они хлистали по лицу, заползали в рукава, набивались волосы, лезли в уши. Я пробовал отмахиваться от них. Это оказалось совершенно бесполезным занятием. В каюте было жарко и душно, но нельзя было открыть окон из-за тех же самых прелестных эфемерит. Долго я ворочался сбоку на бок и только перед рассветом немного забылся сном. Когда на другой день я проснулся, пароход уже был в пути. Между озером Катар и селением Вятским Амур некоторое время течет в широтном направлении, но затем вновь поворачивает на северо-восток. Здесь правый берег состоит из ряда плоских возвышенностей, изрезанный глубокими оврагами. Он слагается из базальтовой лавы и древнейших горных пород. Около селения Елабужского возвышенности отходят от Амура вглубь страны и вновь появляются после Гассинской протоки, вытекающей из озера того же наименования. По показаниям Паяркова, от устья Уссури вниз по Амуру на четыре дня плавания жили дючеры, а далее натки. Такого самоназвания туземцев в указанных местах мы теперь нигде не находим. Позднейшие писатели говорят о хадзенах и гольдах. Наиболее крупные гольдские селения по правому берегу Амура от Хабаровска до села Троицкого расположились в следующем порядке. Чепчики, Хаванда, Сакачиалян, Люмами, Хоохолю, Муху, Гасси, Дады, Дэрга, Найхин, Джари. Около Сакачиаляна на берегу Амура есть писанные камни, затопляемые во время половодия. На одном камне схематически изображено человеческое лицо. Можно ясно различить глаза, нос, брови, рот и щеки. На другом камне два человеческих лица, глаза, рот и даже нос сделаны концентрическими кругами, а на лбу ряд волнообразных линий, отчего получилось выражение удивления, как бы с поднятыми бровями. Рядом профиль какого-то фантастического животного с длинным хвостом и семью ногами. Оно изображено при помощи четырех концентрических кругов, из которых задний наибольший, потом два малых и на месте головы круг среднего размера. Линия, объемлющая круги, частью ломаная, частью кривая, изображает контур животного. На последнем камне довольно верное изображение в профиль оленя. Круп животного тоже разрисован концентрическими кругами. На боках видны ребра в виде кривых линий, а на шее и спине ближе к холке какие-то непонятные завитки. Часам к десяти утра пароход дошел до села Троицкого, расположенного также на правом берегу Амура. От Вятского оно отличалось разве только размерами. Общий колорит старожильческий. В давние времена здесь было гольдское селение Толчека. Несмотря на то, что пароходы ходят по Амуру довольно часто, для амурских крестьян это всегда событие. Заслышав свистки, все селение бросает дома и устремляется к берегу для того, чтобы принять доставленное из Хабаровска продовольствие, посмотреть, не едет ли кто из знакомых, а то и просто посмотреть на публику. Так было и на этот раз. В толпе на берегу я узнал Косякова, приехавшего из селения Найхин на двух гольдских лодках, для того, чтобы встретить нас и в последний раз сделать кое-какие закупки. Покончив с делами, мы забрали свой багаж и отправились к лодкам. Около них на прибрежной гальке сидело пять человек гольдов. Все они были среднего роста и хорошо сложены. Они имели овальные лица, слегка выдающиеся скулы, небольшие носы и темно-карие глаза. Длинные черные волосы их были заплетены в косы по маньчжурскому образцу. Костюм наших новых знакомых состоял из короткой нательной рубашки белого цвета и одного или двух пестрых халатов длиною до колен, полы которых запахивались одна на другую и застегивались сбоку на маленькие металлические пуговицы, похожие на бубенчики. Рукава около кистей рук были стянуты нарукавниками. На ногах гольды носили короткие штаны, сшитые из синей дабы, на коленнике, привязываемые к поясу ремешками, и мягкую обувь в виде олочи из толстой замшевой кожи. Ни одна из народностей на Амуре не любит так украшать себя, как гольды. Вся одежда их от головы до пяток орнаментирована красивыми нашивками. Добавьте к этому тяжелые браслеты на руках и несколько колец на пальцах, и вы получите представление о внешнем виде молодых гольдов, щеголяющих в своих нарядных костюмах в праздничные дни и в будни. Когда принесли наш багаж, гольды принялись укладывать лодки и размещать пассажиров. Гольдская лодка состоит из трех досок, одной донной и двух бортовых. Корма имеет фигуру трапеции. Донная доска выгнута, она длиннее других и значительно выдается. Нос прикрыт двумя короткими досками под углом в 60 градусов. При таком устройстве встречная волна не может захлестнуть лодку, но зато бортами она сидит глубоко в воде. Грибцы помещаются спереди на маленькой скамеечках, грузы в лодке располагаются посредине, а корм чей свеслом находится позади. Часов в 11 утра мы оставили село Троицкое и поплыли вверх по протоке Дерен к Гольдскому селению Найхин. Был один из тех знойных и душных дней, которые характеризуются штилем, ясным безоблачным небом и зеркальной гладкой поверхностью воды. Солнечные глаза и утомляли зрение, а долгое сидение в лодке в неподвижной позе вызывало дремоту. Часа через два Гольды причалили к берегу, чтобы отдохнуть и покурить. Воспользовавшись остановкой, я решил размять немного ноги и пошел прогуляться по берегу. Слева тянулись обширные луга, поросшие высокой травой. Главную массу поемной растительности составлял все тот же вейник до полутора метров высотою с недеревенеющими стеблями в виде соломы. Он растет чрезвычайно обильно, почти без примеси других трав, занимая обширное пространство. Места по суше были заняты обыкновенной полынью с перистыми листьями, издающими приятный запах, если их потереть между пальцами, и тростниками, вполне оправдывающими свое видовое название и вытеснившими почти всякую растительность. Оригинальный вид имеют заросли тростников с длинными листьями, легко вращающимися в ту сторону, куда дует ветер. Точно их кто-нибудь нарочно расчесывает и расправляет. Дальше виднелась какая-то полудревесная, полукустарниковая растительность. Я направил туда свои шаги. Это оказались стальники и ольшанники, словно бордюром, окаемляющие берега проток и озерков со стоячей водой. Луга, поросшая столь буйной растительностью, довольно богато населены пернатыми. В этот знойный день большая часть их попряталась в траве, но все же некоторых, наиболее прожорливых, голод заставлял быть деятельными. Прежде всего я заметил восточную черную ворону, всеядную полуоседлую общественную птицу. От своей европейской товарки она отличается оперением черного цвета с фиолетово-синим оттенком. Ворона сидела на земле и кого-то караулила, должно быть мышь. При моем приближении она испугалась, снялась с места и торопливо полетела к кустам лозняка. Тут же поблизости на жиденькой ольхе сидела сорока. Она вела себя неспокойно, все время вертелась, задирая хвост кверху, прыгала с одной ветки на другую и вдруг совершенно неожиданно камнем упала в траву, но вскоре опять появилась на одной из нижних ветвей дерева. При моем приближении трусливая птица бросилась на утек и, оглашая воздух сухими резкими криками, полетела вслед за вороной. Затем я увидел большого восточного веретенника, типичного обитателя сырых лугов. Веретенник неожиданно вынурнул из тростников, подлетел ко мне вплотную, затем быстро свернул в сторону и вновь спрятался в траву. Это, вероятно, был самец, старавшийся отвлечь все внимание от того места, где самка высиживала яйца. На обратном пути я еще вспугнул зеленую овсянку, небольшую птичку, ведущую одиночный образ жизни среди болот и глухих проток. Она села на куст, очень близко от меня и совершенно не выражала беспокойства. К сумеркам лодки наши дошли до Гольцкого селения Найхин, расположенного около самого устья Анюя. На ночь мы устроились в туземной школе. После ужина казаки принесли свежей травы. Мы легли на полу с намерением соснуть, но комары никому не дали сомкнуть глаз до рассвета. Часов в девять утра мы с Косяковым пошли осматривать Гольцкое селение Найхин. Прежде всего мне бросился в глаза целый лес жердей, увешанных сетями, и сушила для рыбы. Немного в стороне выселись бревенчатые амбары на сваях, в которых хранится все ценное имущество Гольдов. Чтобы мыши не могли проникнуть в амбар, на каждую сваю надевается кверху дном старый испорченный эмалированный тазик. На берегу протоки лежало множество лодок. Те, которые находились в употреблении, были просто вытащены на песок и во всякое время могли быть снова спущены в воду. Другие были опрокинуты кверху дном и, видимо, давно уже покоились на катках. Сотни собак встретили нас злобным лаем, Гольды пригрозили им палками, и собаки с неохотой снова улеглись на прежние места. Спасаясь от мошек и комаров, они зарывались в землю. Песок сыпался им на голову. Собаки терли свои морды лапами так сильно, что совершенно выскоблили шерсть вокруг глаз, отчего получилось впечатление, будто на их головы надели очки. Гольдское селение Найхен тогда состояло из 18 фанз, в котором проживало 136 человек, мужчин и женщин. В конце его из одной фанзы вышел им навстречу Николай Бильды, мужчина лет 30, с которым я впоследствии подружился. Он приветствовал нас по-своему и предложил войти в его дом. Гольдская фанза по внешнему виду похожа на китайскую. Это четырехугольная постройка с двускатной крышей. Остов ее состоит из столбов. Пространство между ними, кроме тех мест, которые предназначены для окон и дверей, заполнено ивовыми прутьями и с обеих сторон обмазано глиной. Крыша тростниковая, а чтобы траву не сорвало ветром, нижние слои ее также обмазаны глиной, верхние прижаты жердями. Перешагнув через порог, мы попали в довольно просторное помещение. Вдоль стен с трех сторон тянулись каны, сложенные из камней. Они имели ширину в рост человека и покрыты были чистыми циновками, сплетенными из тростника. Свет в жилище проникал через три окна с одинарными рамами и с частыми решетинами, оклеенными тонкой китайской бумагой. Потолка фанзи нет вовсе. Крыша поставлена прямо на стены, а вверху над самым коньком сделано небольшое отверстие для выхода дыма. Зимой его затыкают тряпицей или сухой травой. Пол земляной, плотно утрамбованный. Очагов два. Один находится у самых дверей, другой у противоположной стены, где кончается кан. Что такое очаг? Это низкая печка, сложенная из дикого камня, в которую сверху вмазан довольно большой котел. Дымовые ходы проложены под канами и выведены наружу в трубу, сделанную из дуплистого дерева и стоящую несколько поодой от фанзы. Обыкновенно топится та печь, которая находится ближе к дверям. Вторую печь топят только зимой, во время больших морозов. Естественно, что каны ближе к топке нагреваются сильнее, чем те места, где дымоход выходит наружу. Иногда каны нагреваются так сильно, что без достаточных подстилок спать на них невозможно. Около очагов имеются полочки, на которых всегда можно увидеть одну или две бутылки, деревянная корыца, берестяную посуду, поварешку, нож и коробку с палочками для еды. Немного в стороне прямо на полу стоит большой глиняный сосуд для воды. Он высотою в метр и вместимостью ведер на 20. Эту глазированную и хорошо обожженную посуду раньше гольды приобретали в Маньчжурии. Посредине фанзы устроены на стойках в два ряда полки, на которых сложены разные охотничьи принадлежности. Рыболовные крючки, остроги, копья, луки и стрелы. На жердях, протянутых через всю фанзу, над канами лежат лыжи, весла от лодок, большие куски бересты и свертки рыбьей кожи. Вследствие того, что дымовые ходы очень длинные и расположены горизонтально под канами, тяга в них не всегда равномерна в печи и печи часто дымят. Поэтому все предметы, находящиеся в фанзе, выше роста человека, так закопчены, что не всегда удается узнать, что именно находится под слоем копоти. Неосторожный человек при малейшем прикосновении к ним осыпается в изобилии серой пудрой. Почетным местом считается средняя часть каны. Иногда здесь можно видеть одну или две цветные подушки в виде валиков и перед ними резные столбики в 30 сантиметров высотою и с отверстиями в верхних частях, в которые вставлены курительные трубки. Здесь, по поверьям Гольдов, место обитания душ усопших родственников, ожидающих, когда шаман отведет их в загробный мир. В углу прислонен к стене большой деревянный идол, грубо изображающий худотелого человека на длинных согнутых ногах без рук и средкообразной головой. Это колгама, дух, охраняющий жилище от злых духов. Две маленькие скамеечки, небольшой столик на низеньких ножках, нечто вроде шкафа или комода в углу на кане и сундук, ярко окрашенный с медным замком, дополняют убранство гольдской фанзы. Наблюдателя поражает обилие орнаментов не только снаружи, но и внутри жилища. Все вещи, большие и малые, покрыты резьбой. Стойки, фанзы, деревянные корыца, оружие, весла, ложки, палочки для еды и в особенности берестяные изделия, коробки, миски, подносики, словом, решительно все украшается при помощи красок и ножа. В фанзе мы застали двух женщин и старика. Одна женщина, которая была помоложе, варила обед, а другая постарше сидела на кане и что-то шила. Около нее стояла детская зыбка, в ней спал будущий рыболов и охотник. Гольдская зыбка состоит из двух половинок, сложенных под углом в 120 градусов, так что ребенок находится в ней в полулежачем положении. К накладной стенке зыбки привешиваются в качестве побрякушек бусы, пустые ружейные гильзы, копытца кабарги и кости рыси, тоже охраняющие мальчика от посягательства злого духа. Насколько гольды мужчины удаляются от монгольского типа, среди них можно нередко встретить овальные лица без выдающихся скул и с правильными прямыми носами. Настолько женщины сохраняют его. Лица обеих женщин были типично монгольские, которые характеризуются плоским скуластым лицом, вдавленной переносицей и узкими глазными щелями с явно выраженной монгольской складкой век. Все гольдячки невысокого роста и имеют маленькие руки и ноги. Женский костюм отличался от мужского только длиною халатов и обилием вышивок и украшений. Кроме того, халаты их по подолу еще обшиваются медными бляшками. Кроме браслетов и колец на руках, они имели в ушах серьги с халцедоновыми и стеклянными бусами. Особого же внимания заслуживают серьги в носу. Молодая женщина носила одну серьгу, продетую сквозь носовую перегородку так, что бляшка серьги, свернутая спиралью из тонкой серебряной проволоки, лежала на верхней губе. Старая женщина имела две такие серьги, продетые по сторонам в крылья носа. Хозяин усадил нас на почетное место и велел подать угощение. Та женщина, которая шила около ребенка, постелила с неудачно разрисованным на нем тигром и поставила низенький резной столик на маленьких ножках, а другая женщина принесла на берестяном подносе сухую рыбу, пресные мучные лепешки, рыбий жир с кабаньем салом и ягоды, граненые стаканы из толстого стекла и чайник с дешевым кирпичным чаем. Тотчас фанзу стали собираться и другие гольды. Они расселись на канах и молча стали ждать конца нашей трапезы, чтобы принять участие в разговорах. Я обратил внимание на старика Седого Коклунь из Горбленова годами. От него я узнал, что реки Дондона нет вовсе. Дондон это название острова, селение на нем и смежные с ним протоки. А та река, по которой нам следовало идти, называется Анюй. Орочи называют ее Найхин, по имени Гольдского селения Приусти. Что значит Анюй? Гольды к названиям правых притоков Амура прибавляют слово Аней, например, Аней Хунгуры, Аней Бера, Анюй, Аней Пихца и так далее. Этимологию этого слова выяснить мне не удалось. Любопытно, что и на севере, именно в Колымском крае, мы встречаем два притока Колымы с тем же названием Большой Анюй и Малый Анюй. Удегейцы Дондон называют Уни. Возможно, отсюда произошло Анюй, У легко переходит в О, искаженное впоследствии в Анюй. Когда Гольда узнали, что мы хотим идти по Анюю, они начали рассказывать про реку всякие страхи. Говорили о том, что плавание по ней весьма опасно вследствие быстрого течения и множества завалов. Идти к истокам они отказались наотрез, и даже такие подарки, как ружье с патронами, не могли соблазнить их на это рискованное предприятие. Далее из расспросов выяснилось, что в нижнем течении Анюя живут Гольды, а выше Удыхейцы. Видно было, что амурские Гольды боятся Анюя. Оно и понятно, лодки их, приспособленные для плавания по спокойным протокам Амура, совершенно непригодны для быстрых горных речек. Уговаривать их на эту поездку я не стал, это было бы и бесполезно, но мы условились, что они доставят нас до ближайшей фанзы Дуля-ля, а оттуда мы найдем новых проводников. Так и будем передвигаться от стойбища к стойбищу. После этого Николай Бельды велел назначенным для сопровождения нас Гольдом расходиться по домам и готовиться к походу. Посидев еще немного, мы начали прощаться с хозяином. Он взял с нас слово, что вечером мы придем к нему еще раз. На самом краю между школой и селением находилась одна развалившаяся фанза. Глинобитные стены ее обрушились, и соломенная крыша, почерневшая от времени, лежала на земле. Вся местность вокруг фанзы заросла высокой, сорной травой. Вышло как-то так, что я ушел вперед, а косяков отстал немного. Проходя мимо фанзы, я вдруг услышал жалобный писк котенка. Сначала я не обратил на него внимания, но когда я подходил ближе к фанзе, до слуха моего донеслось опять тоже жалобное мяуканье, в котором слышались нотки страха. Полагая, что котенок куда-то завалился и не может выбраться наверх без посторонней помощи, я свернул с тропы и сквозь бульян направился прямо к развалинам фанзы. По мяуканью я скоро обнаружил котенка. Он был обычного серого цвета с белой мордочкой и белыми передними лапами. Котенок был чем-то напуган. Он изогнул спину дугой, поднял кверху свой хвостик и весь ощетинился. Сперва я не мог найти причину его страха. Тут были груды мусора, из которого торчало много палок. Как я не напрягал зрение, я ничего не видел. В это время котенок опять пескливо замяукал и прыгнул вправо. Тотчас одна из палок качнулась вправо. Котенок метнулся влево, палка тоже двинулась влево. И так несколько раз. Я осторожно приблизился к котенку и увидел большую рыжую змею. Судя по той части ее тела, которая была приподнята над землей, присмыкающейся было длиною метра полтора и толщиною около пяти сантиметров. Голова змеи была обращена к котенку и изо рта высовывался черный велообразный язычок. Котенок казался парализованным и вместо того, чтобы спасаться бегством, он пищал и в испуге делал прыжки, а змея, не спуская с него глаз, раскачивалась вправо и влево, постепенно приближаясь к своей жертве. Как раз в это время проходил мимо косяков. Я стал делать ему знаки рукой. Увидев, в чем дело, он схватил палку и с силой ударил змею. Последняя метнулась в заросли, как раз по направлению к крыше. В траве послышалось шипение и шорох убегающего присмыкающегося, а затем все стихло. Я взял на руки котенка и стал его гладить. Он все еще продолжал жалобно мяукать и дрожал, как в лихорадке. Случайно мимо развалившейся фанзы проходили две гольдские девушки. Косяков крикнул им, чтобы они позвали людей, а сам принялся разбрасывать крышу и поднял большую пыль. Одна девушка взяла у меня котенка, а другая побежала в деревню. Через несколько минут из Найхина пришло четверо гольдов с лопатами и топорами. Они перевернули всю развалившуюся фанзу, не оставив на земле ни одного камня, но змеи не нашли. Меня несколько удивила настойчивость, с которой гольды искали змею. Удивила также неприязнь, которую они питали к ней. Это было тем более странно, что к другим змеям они относились довольно равнодушно. Признаться, и на меня рыжая змея произвела очень неприятные впечатления. Такого большого присмыкающегося на Амуре я нигде не видывал. Известно, что полозы глотают мышей, брундуков и разных птиц, но никогда еще не было случая нападения их на щенка или котенка. Когда выяснилось, что змея ускользнула и надежды найти ее никакой нет, гольды забрали свои лопаты и через бурьян пошли к берегу. Они сели на опрокинутые вверх дном лодки и стали курить. По выражению их лиц я видел, что они чем-то встревожены. На мой вопрос, что случилось, один из гольдов ответил, что это была не простая змея, а шаманка, которая служит черту, и теперь надо в селении ждать какого-нибудь несчастья. Я сразу понял, что появление рыжего полоза связано с каким-то событием и решил вечером расспросить гольдов подробно. Докурив трубки, гольды пошли в селение, а мы с Косяковым направились в школу, в которой остановились. Когда начало темнеть, я вместе с Косяковым отправился в дом старшины. Гольды только что кончили ужинать. Женщины выгребли жар из печки и перенесли горящие уголья в жаровню. Мы подсели к огню и стали пить чай. Разговор начался о родах. Говорил наш хозяин, а старик внимательно слушал и время от времени вставлял свои замечания. Все гольдские роды территориальные, и названия их в большинстве случаев указывают место, где тот или иной род обитал истори. Так род Деонка родился на ключике того же имени, впадающем в реку Эльбин. Перминка получил свое название от местности Пермин, Актенка с реки Мухиня, Саянка от местности Саян, ниже села Троицкого, Кафынка от местности Кафынь, Морянка из Марья, что на левом берегу Амура против села Сарапульского. На месте последнего было стойбище Уксяма, отсюда и произошел род Уксаменка. Люди Аджал родились и жили на берегах озера Болонь, где в давние времена добывалось серебро свинцовая руда. Утес с рудой назывался Аджал Ханкани, а озеро Болонь Аджал. Род Хадзяр повел свое начало от протоки Атуа, немного выше Серебряного Утеса, Дзахаури из местности того же имени, а Удынка и Юкамика жили на реке Тунгурске. До русских гольды платили Ясак Маньчжурам, причем разные роды вносили его в разное время, вследствие чего в самом выгодном положении оказался род Бильды, а в наиболее тяжелом род ДНК. Тогда очень многие гольды из родов ДНК Перминка, Актенка, Саянка, Целицанка и Кафынка при опросе их Маньчжурами назвались Бильды. Остальные роды Марян, Пасар, Оджал, Хадзяр, Маляр, Цахур и Экаммика остались прежними названиями. Самыми старыми поселениями на Амуре были Найхин, Дерен и Баоца. До прихода русских гольды имели торговое сношение с маньчжурами. Последние на больших лодках спускались по течению реки один или два раза в год, привозили с собой разные товары и выменивали их на пушнину. Тогда все было дорого, в особенности железные котлы и огнестрельное оружие. Старик рассказывал, что когда он был еще мальчиком, на всем Амуре гольды имели только два фитильных ружья, за которые было заплачено сто отборных соболей. Котел стоил около десяти соболей, а фунт пороху четыре соболя. Достойно удивления, что чай пить гольды научились не от маньчжуров, а от русских. Раньше у них было значительно больше спирта, чем теперь. Затем старик рассказал о первом появлении русских на Амуре. Весть о страшных белоглазых лоца, которых боялись даже маньчжуры, принес им шаман из селения Баоца. От них так сильно пахло мылом и прогорклым салом, что с людьми делалось дурно. Тогда все окрестные шаманы собрались на совещание в селе Найхин и решили, что лоца черти, и отогнать их можно только камланием. Было приказано по всем стойбищам в первую же новолунную полночь погасить в фанзах огни и камлать. Так и поступили. А наутро увидели на реке пароход, буксирующий две баржи. Гольды испугались и, побросав свои жилища, убежали кто куда мог. Найхин на лодках ушли вверх по Анюю. Хозяин фанзе сообщил, что от старых людей он слышал, будто бы русские в первый раз пришли со стороны моря, и никто не знал, какие это люди и зачем они пришли на Амур. А на другой год лодца приплыли сверху и остановились около озера Кизи. Некоторые гольды, ушедшие вверх по Анюю, остались там жить навсегда. Так образовались стойбища Дулюля, Сера и Токсале. Другие гольды ушли на озеро Болонь отжал и тоже не вернулись. С той поры на Амуре гольдов стало меньше, а русские все увеличивались в числе, и остановить движение их было невозможно. Лет пятьдесят назад, 1883 год, селение Найхин выгорело от пожара во время грозы. Гольды не особенно горевали, потому что по их представлению гром всегда бьет в то место, где долго сидит черт. Иногда молния поражает черта, скрывшегося в человеке. Если бы не случилось пожар от грозы, черт своими кознями погубил бы много людей. Обсудив этот вопрос, старики сказали, что пожар от грозы принес им избавление от несчастий, и все остались довольны. Деревня была выстроена вновь на том же месте. Старик замолк и, уставившись глазами в одну точку, погрузился в воспоминания о временах давно прошедших. Тогда я обратился к старшине с просьбой рассказать мне о рыжей змее, которую связывают с именем какой-то шаманки. Сначала он отмалчивался, но потом разговорился и рассказал мне следующее. Лет шестьдесят назад в большом Гольцком селении Хавын на берегу озера Гасси родилась девочка с рыжими волосами. Уже это одно обстоятельство встревожило туземцев. Еще в детском возрасте она стала проявлять свой скверный характер, не хотела работать, выказывала старшим явное неповиновение и всегда дралась с другими ребятишками, пуская в дело ногти и зубы. Когда она достигла совершеннолетия, с ней стали делаться припадки, которые кончились буйным помешательством. Она бегала по деревням, бросалась на людей, била окна в фанзах, рвала рыболовные сети и отнимала у собак пищу. Неоднократно Гольды связывали ее, но она всегда находила возможность освободиться от ремней и тогда бесчинствовала еще больше. Напрасно приглашали шаманов, напрасно они комлали и сгоняли злого духа. Ничего не помогало. Тогда Гольды решили отвезти ее подальше в лес и там привязать к дереву. Так и сделали. Через несколько суток они пошли посмотреть, не умерла ли рыжая девка с голоду или не съел ее какой-нибудь дикий зверь. Но велико было их удивление, когда они увидели, что женщина исчезла, а веревки, которыми она была привязана, остались на месте и все узлы были целы. Как раз на том месте, где стояла она, на земле лежала шкурка большой змеи. Тогда все люди поняли, что женщину с рыжими волосами взял черт. Вскоре после этого в селении Гасси стали один за другим умирать люди. Через год из ста домов осталось только сорок, потом двадцать. Напуганные Гольды стали разбегаться по другим селениям. На Гассе остались только два старика, но и они поплатились жизнью. В один прекрасный день их обоих нашли мертвыми. С той поры это место было заброшено, и на нем никто не решался селиться вновь. Тогда мертвая шаманка стала бродить по другим селениям, появляясь то красным волком, то какой-нибудь невиданной птицей, то странной рыбой в неестественно яркой окраске, то рыжей змеей, и каждый раз появление ее приносило какое-нибудь несчастье. В это время заплакал ребенок. Я взглянул на часы. Была уже полночь. Все обитатели фанзы и кое-кто из гостей спали на каннах. Старшина кликнул в свою жену. Она поднялась, зевнула, почесала себе голову, и полусонная стала кормить грудью ребенка. Попрощавшись с хозяином, я надел шляпу и вышел на улицу. Собиралась сходить луна, и от этого на небе было светлее, чем на земле. Неподвижно теплый и влажный воздух был наполнен поденками и комарами. Где-то очень далеко должно быть на другом берегу Амура виднелся огонь. Темная вода в протоке блестела холодным блеском стали. Отдаленный собачий лай, крик какой-то птицы будили чуткую тишину ночи. В школе мои спутники давно уже спали. Я пробрался на свое место, но не мог уснуть. Меня беспокоили сведения, сообщенные Гольдами. Они знали только стойбище своих сородичей и ничего не могли сообщить об удыхейцах, а также не знали в бассейн какой реки мы попадем после перевала через Сихот и Олинь и скоро ли найдем туземцев по ту сторону водораздела. Наконец усталость начала брать свое, мысли стали путаться, и я незаметно погрузился в сон. Двадцать девятого утром явились Гольды. Утренний чай не отнял у нас много времени. Собрав все имущество, мы перешли на берег и разместились в лодках. Когда имущество было уложено и все пассажиры сели на свои места, лодки отчалили от берега. Река Анюй в устье разбивается на шесть рукавов, образуя дельту, причем чистая его вода с такой силой входит в протоку Дерен, что прижимает мутную Амурскую воду к противоположному берегу. Протока Дерен мелководна. Во многих местах на отмелях виднелись стволы деревьев с обломанными ветвями, принесенные сюда Анюем во время наводнения. Берега Амура и островов его состоят из чередующихся слоев песка и ила, но от села Найхин вплоть до Троицкого в основе строения берегов и на дне Деренской протоки лежат мощные слои окатанной гальки, нанесенной Анюем. Этой галькой заполнено также все неизменное пространство правого берега в глубину метров на пять вплоть до возвышенностей Манэму. Раньше Анюй впадал около села Троицкого, а тустья Манэму он поворачивал к северо-востоку и некоторое время тек вдоль хребта того же имени. Здесь можно видеть многочисленные его старицы, расположенные параллельными рядами и перпендикулярно к протоке Дерен. Между старицами также параллельными рядами расположились длинные орелки, поросшие редколесьем из Ильма. По ним видно, как Анюй постепенно отодвигался к юго-западу, пока не дошел до возвышенности Найхинского берега. Тогда началось заполнение Деренской протоки. Недалеко то время, когда она совсем заполнится галькой. Бесчисленные множества отмелей кос, выступающих на поверхность воды, уже налицо. Тогда Анюй пойдет по протоке к селению Таргон и будет впадать в Амур где-нибудь около острова Дандон. Едва мы отчалили от берега, как вдруг откуда-то сбоку из-под кустов вынурнула Амурочка. В ней стояла женщина с острогой в руках. Мои спутники окликнули ее. Женщина быстро оглянулась и, узнав своих, положила острогу в лодку. Затем она села на дно лодки и, взяв в руки двухлопастное весло, подошла к берегу и стала нас поджидать. Через минуту мы подъехали к ней. Читатель, пожалуй, и не знает, что такое Амурочка. Это маленькая лодочка, выдолбленная из тополя или тольника. Русское название Амурочка она получила от двух слов Ома один и Орочь человек. Буквальный перевод значит будет одночеловечка. Кроме того, русские иногда в шутку называют ее душегубкой. Она очень неустойчива. От одного неосторожного движения она перевертывается и неопытный человек падает в воду. Нашей новой знакомой было лет сорок пять. Она принадлежала к роду Камедига. Немного скуластое, смуглое, загорелое лицо, темно-карие, почти черные глаза и такие же черные волосы, заплетенные в две косы, острый подбородок, прямой нос с низкой переносицей. Таков был ее облик. Движения ее были спокойны. Она держала себя с достоинством и на вопросы отвечала коротко. Одета она была, как и все другие женщины ее племени, но без украшений. От своих спутников я узнал, что она была вдова и имела двух взрослых сыновей, из которых один пошел по делам на хор, а другой отправился на охоту за сахатым. Узнав, кто я такой, она только мельком взглянула на меня и не проявила ни малейшего любопытства. Поговорив немного, Гольды взялись за шесты и пошли дальше. Женщина тоже оттолкнула свою оморочку от берега и затем встала на ноги. Легкая суденушка качалась и прыгала на волнах. Вдруг женщина подняла свой трезубец, метнула им воду и тотчас подняла на воздух большую рыбину. Она сбросила ее в лодку и снова уперлась острогой в дно реки. Еще удар и вторая рыбина запрыгала в лодке, а за ней последовала третья, четвертая. Вот так женщина, подумал я, любуясь ловкостью ее движений, плыть через перекаты реки, стоя в оморочке, да еще бить острогой рыбу, на это не всякий мужчина способен. Видимо, эта женщина прошла суровую жизненную школу. За это время лодки разделились. Мы перешли к правому берегу, а женщина свернула в одну из проток. К сумеркам мы достигли устья реки Леон-Дани, по соседству с которой немного выше, стояли две юрты. Дальше мы не пошли и тотчас стали устраивать бивак. Было уже совсем темно. Мы сидели в односкатной палатке и смотрели на огонь, который весело пожирал сухие дрова. В это время на реке послышали стихи всплески и вслед за тем вынурнула женщина на оморочке. Она пристала к берегу и втащила оморочку на берег. Подойдя к окну, она подала мне две большие рыбины и пару уток, которых тоже заколола острогою. Я поблагодарил ее и обещал дать ее сыновьям ружейных патронов, в которых, как я узнал, они очень нуждались. Женщина покурила у нашего огня, потом пошла к своей лодке и скрылась в темноте. С минуту слышны были всплески двухлопастного весла. Глава вторая «Вверх по анюю». Мы плыли по таким узким протокам, что лодку в них нельзя было повернуть обратно. Они пересекали одна другую и делали длинные петли. Скоро я потерял ориентировку, так что мне уже не помогал и компас. Наконец протоки кончились и мы вошли в реку как-то сбоку, с южной стороны. Здесь течение было настолько быстрое, что о продвижении на веслах нечего было и думать. Гольды взялись за шесты. Такой способ передвижения тяжелый труд. Работать приходится стоя. Для этого нужна сила, выносливость и умение. Положение лодки очень неустойчивое. Она все время качается. Надо соблюдать равновесие и внимательно смотреть вперед. С непривычки у новичка кружится голова, и всякое неосторожное движение может вызвать катастрофу. Поэтому Гольды просили нас сидеть спокойно и не мешать им работать. Трудно сказать, какой здесь ширины анюй, потому что он разбивается на протоки, отходящие в сторону иногда километров на десять. Там, где несколько рукавов сливалось вместе, ширина реки была от 200 до 300 метров при быстроте течения около 6 километров в час. Как и у всех горных рек, фарватер проходит то у одного берега, то у другого, вследствие чего и отмели располагаются по сторонам реки в шахматном порядке. Древесная и кустарниковая растительность Нижнего Анюя не может похвастаться разнообразием. По обе стороны реки расстилаются поемные луга с одиночными деревьями и высокими кустами по берегам проток. Десулави отметил в своем дневнике амурскую липу с дуплистым корявым стволом с узловатыми ветвями и с цветками издающими довольно сильный аромат. Затем пробковое дерево с серой морщинистой корой бархатистой на ощупь. Оно имеет ярко-желтую заболонь и листву по внешнему виду похожую на ивовую. Там и сям виднелась амурская сирень растущая кустарником но такой величины что каждую ветвь выходящую из земли можно было назвать деревом. Сирень имела темную с белесоватыми пятнами гладкую кору и сильно пахучие белые цветочные кисти. Рядом с сиренью на солнцепеках росла калина имеющая вид развесистого куста с крупными черешковыми листьями и цветками двух сортов чашообразные плодонесущие в середине и снежно-белые бесплодные по краям. Здесь также много было дикого винограда цепляющегося за другие растения. Иногда он так разрастался что под ним совершенно скрывалось листва того дерева которое он избрал своей опорой. Наши гольды все время лавировали от одного берега к другому выбирая где было не так глубоко и течение слабее. Когда лодка у поворота попадала в струю быстро идущей воды где шесты недоставали дна они брались за весла и гребли что есть силы. Течение сносило лодку назад к другому берегу. Тогда гольды на шестах опять выбирались против воды до следующего поворота и опять переплывали реку. Время от времени они приставали к отмелям чтобы отдохнуть и покурить трубки. В этот день мы прошли только 8 километров и рано около протоки реки Сырен-Катани. Со стороны леса все время неслись какие-то протяжные звуки похожие на крики Коростеля только более мелодичные. Я спросил Гольдов не знают ли они кто их издает. Они ответили что это кричит Микки то есть змея. Судя по описаниям их это должен быть полос. Они говорили с такой уверенностью что я решил пойти по направлению услышанных звуков. Шагов через сотню я вышел на какую-то небольшую полянку. Звуки неслись как раз отсюда. Однако живое существо издававшее их было очень строгим и обладало хорошим слухом. Оно замирало или понижало крики и видимо прислушивалось к моим шагам. Это заставляло меня часто останавливаться и двигаться с большой осторожностью. Наконец я подошел к самым камышам и увидел что внизу на земле толстым слоем лежала прошлогодняя трава. Как раз такие места любят большие полозы. И я и змея были осторожными. Оба прислушивались. Микки замерла совсем но я вооружился терпением и долго стоял на одном месте не делая никакого движения. Вдруг совсем близко справа от меня я услышал шорох и действительно увидел какое-то большое присмыкающееся. Оно ползло под сухой травой и только иногда части его тела показывались наружу. И тотчас немного впереди опять раздался такой же звонкий звук похожий на певучее хрипение. Затем все стихло. Долго я стоял но криков более не повторилось. Я вернулся назад. Уже смеркалось совсем. Ночь обещала быть ясной и тихой. По небу плыли редкие облачка и казалось будто луна им двигалась навстречу. Со стороны высохшего водоема по-прежнему неслись те же тоскливые мелодичные крики, а на другом берегу дружным хором им вторили лягушки. Пока варился ужин я успел вычеркить свой маршрут. Когда стемнело, Крылов, Джан-Бао и Косяков пошли ловить рыбу. Небольшим неводком они поймали одного тайменя и одного сазана. Сопровождавшие нас Гольды сообщили, что таймень в Аюне вообще попадается редко, а сазан довольно обычен в нижнем течении реки. Около устья в тихих заводях держатся щуки крупных размеров и самы. Из лососевых по анюю в массе идет только кита, горбуши нет вовсе. Когда мы вернулись с рыбной ловли, было уже темно. На биваке горел большой костер, ярким трепещущим светом были освещены стволы и кроны деревьев. За день мы все устали и потому рано легли спать. Окарауливали нас собаки. На другой день Гольды подняли всех на ноги при первых признаках приближающегося утра. Они торопили нас и говорили, что будет непогода. Действительно по небу бежали большие кучевые облака с разорванными краями. Надо было ждать дождя. В низовьях на протяжении 30 километров Анюй течет с юго-востока к северо-западу. Потом он делает большую петлю и поворачивает на запад каковое направление и сохраняет до впадения своего в Амур. На этом участке в последовательном порядке от устья вверх по реке можно отметить следующие протоки и ориентировочные пункты. С правой стороны реки по течению река Муламу и недалеко от нее река Мынэму. Затем протока Перегдыма и местность Хохтаоса. А с левой стороны небольшие протоки Далеко и Кутэ. Затем протоки Сырен-Катани и Яука и местность Суарен с пустым балаганом и протокой Хао-Ласу. В том месте где Анюй делает поворот с востока к северо-западу местность называется Баган по-русски Балаган. Восточнее ее находятся устья протоки Кан. Гольды хорошо знали реку и где можно сокращали путь, пользуясь протоками, иногда же наоборот предпочитали идти с Тарицей, хотя она и была длиннее нового русла, но зато течение в ней было спокойнее. Туземцы не пропускали ни одной галичниковой отмели, которые они называли песками, и вели им счет до фанзы дуля-ля, конечного пункта их плавания по Анюю. Низовья Анюя считаются самым ошкариным местом на Амуре, и действительно, этих крылатых кровопийц здесь было так много, что решительно нельзя было смотреть и дышать. Они лезли в глаза, в рот, набивались в уши. Без предохранительных сеток на лице и без нарукавников и перчаток работать на открытом воздухе решительно невозможно. Машка принадлежит к двукрылым. Она имеет вид маленькой мухи, но с более длинными крыльями, чем у последней. Кроме того, голова-грудь у нее явственно отделяется от брюшка, отчего она имеет некоторое сходство с осою. По-видимому, машка сгрызает эпидермус кожи и пьет выступающую наружу кровь, чем и объясняется сильнейший зуд и в пораженных местах. Приблизительно через час плавания мы достигли фанзы дуля-ля. Она ничем не отличалась от других гольдских фанз Найхена, разве только меньшими размерами и более замысловатой резьбою. Когда лодки причалили к берегу, из дверей фанзы выбежали двое ребятишек пяти-шести лет. Они были в расстегнутых рубашках, без штанов и босиком. Трудно сказать, отчего их кожа имела такой смуглый оттенок от загара, от копоти, от грязи или это была ее естественная пигментация. Узнав, что в лодках сидят лодца, мальчишки вдруг сделали испуганные лица и убежали назад. Через минуту появился сам хозяин. Он протянул мне руку и помог выйти на берег. В фанзе обитало трое мужчин, две женщины и трое детей. Опять началось угощение чаем и сухой юколой. Гольды говорили, что на завтра надо ждать ненастья, потому что появилось много мошки и она больно кусалась. Они заметили также, что рыба в протоках всплывала на поверхность воды и хватала ртом воздух. Уже после полудня небо стало затягиваться паутиной слоистых облаков. Когда стемнело, небо было совсем заволочено тучами. Пошел дождь, который не прекращался подряд двое суток. Видя, что ненастья принимает затяжной характер, я решил идти дальше, невзирая на непогоду. Отсюда амурские гольды возвратились назад, а на смену им взялись провожать меня обитатели фанзы дуля-ля. Они говорили, что вода в реке может пребывать, и тогда плавание на лодках станет невозможным. Это были убедительные доводы. Узнав о нашем решении, гольды точно стали собираться. Но тут произошло курьезное событие. Хозяин фанзы, да то ли веселый и разговорчивый, вдруг рассердился. Он достал унты, которые вчера надел только один раз, и на подошве их уже оказались дырки. Он начал ругаться, потом схватил обувь и швырнул ее в угол. Скоро все разъяснилось. Унты бывают различной прочности. Обычно летом они носятся неделю-две, но эти проносились в один день. Плохая примета. Унты разбираются в людях. Если человек, надевший их, пришелся им по душе, они будут носиться долго. Если же нет, скоро сносятся. Хозяин фанзы был вне себя. Жена подала ему новые унты, и затем серьезным видом подняла на палку продырявленную обувь, вынесла ее из фанзы и бросила с руганью в сторону собак. Наконец все было улажено. Как будто и дождь начал стихать. Гольды уложили грузы в лодки, указали места пассажирам, разобрали весла шесты и тронулись в путь. Но погода нас обманула. После короткой передышки снова пошел дождь, и в завершение несчастья случилась авария. В одной из проток Гольды подошли к плавнику и как-то по неосторожности поставили лодку боком против течения. Вода тотчас хлынула через борт и в счастью тут было мелко. Мы выскочили из лодки, на руках подтащили ее к берегу. От этой аварии особого несчастья не случилось, но весь груз наш промок, что вынудило нас раньше времени встать на бивак и просушивать на огне всю одежду. Пройдя протоки Ерга и Каузаса, Гольды причалили к берегу. Они стали оправлять лодки и распределять запасные шестые весла так, чтобы они всегда были под рукой. Гольды были чем-то озабочены. Когда мы поплыли дальше, один из Гольдов, находившийся впереди лодки, часто вставал и подолгу всматривался вперед. Я спросил его, в чем дело. В ответ на это он сделал мне знак, чтобы я молчал. Я стал вслушиваться и тотчас же ухо мое уловило какой-то шум. Он становился явственнее и определеннее. В это время Гольд, стоявший в носовой части лодки, протянул вперед руку и произнес одно только слово «ИОКа». Я тоже поднялся на ноги и увидел огромный сулой в той месте, где две протоки сливались вместе. Сулой ИОКа имел вид большого водяного бугра, высотою до полутора метров и в диаметре около восьми метров. Здесь сталкивались два течения, идущие друг другу навстречу. Громадное количество воды, выносимое обеими протоками, не могло вместиться в русло реки. Ее вздымало кверху большим пузырем, который все время перемещался и подходил то к одному, то к другому берегу реки. Вода точно кипела и находилась в быстром вращательном движении, разбрасывая по сторонам белую пену. На вершине водяного бугра время от времени образовывалась громадная воронка. Она появлялась сразу, быстро увеличивалась в размерах, производила всасывающий звук и затем также неожиданно исчезала. Гольды причалили к берегу и начали разгружать лодки. Часть гольдов принялась переносить грузы, а другая пошла осматривать и исправлять просеку, устроенную для переволока. Старые порубки и сильно потертый на земле колодник указывали, что переволок этот существует давно, и не мы впервые и последние пользуемся им, чтобы обойти опасный сулой стороной. У гольдов были две охотничьи собаки. Мы заняли их места в лодках, и четвероногие пассажиры должны были теперь бежать по берегу и часто переплывать протоки. Первая встреча гольдских лаек с нашими собаками носила враждебный характер. Они недружелюбно поглядывали друг на друга, скалили зубы, но потом подружились и побежали вместе догонять лодки, успевшие уйти уже далеко вперед. Лайки бежали впереди, а наши собаки сзади. Последний раз мы видели всех их на левом берегу Анюя и рассчитывали, что они прибегут после переволока. Но когда мы принялись перетаскивать лодки в обход сулоя, собаки появились на другой стороне. Лайки и две наши собаки побежали дальше, а одна легавая поплыла прямо прочь и бросали камнями. Она не замечала опасности и едва отделилась от берега, как сильная струя воды подхватила ее и понесла к сулою. Несчастное животное попало в водоворот и на наших глазах утонуло. В этот день мы прошли только 8 километров и заночевали в стойбище Котофу-Датани, состоявшем из трех юрт, в которых жило 6 человек, мужчин, 5 женщин и двое детей. Перед сумерками я хотел было пройтись вдоль берега с ружьем, но обилие мошкары принудило меня вернуться в фанзу. Рассчитывали мы отдохнуть и подкрепиться сном, но подверглись нападению несметного количества блох, не давших ни на минуту сомкнуть глаз. Когда стало светать, я оделся и вышел из фанзы. Было холодно и сыро, серое небо моросило дождем. В сухой протоке позади Гольцкого жилища, которую я вчера перешел, не замочив ног, появилась вода. Значит, Анюй начал выходить из берегов. Я вернулся назад и стал будить Гольдов. Часа через полтора мы покинули стойбище Катафу Датани и опять пошли на шестах против воды. В этих местах Анюй имеет широтное течение с легким склонением к северу. С левой стороны находятся два урочища, а выше их протока Колдани. Около устья последней приютилась еще одна гольцкая фанзочка Сера. Я думал, что мы пройдем дальше, но усиливавшееся ненастье позволило дойти до последней гольцкой фанзы Тахсале. Спустя часа полтора после нашего прибытия, когда мы сидели на канах и пили чай, в помещение вошла женщина и сообщила, что вода в реке прибывает так быстро, что может унести все лодки. Гольды немедленно вытащили их подальше на берег, однако этого оказалось недостаточно. Поздно вечером и ночью еще дважды оттаскивали лодки. Вода заполнила все протоки, все старец реки и грозила самому жилищу. Это наводнение принудило нас просидеть на одном месте целую неделю. Томительно долго тянулось время. Я занимался этнографией и собирал сведения о Гольдах и соседях их утехейцах. Между прочим, здесь я узнал, что Анюй в Верховьях течет некоторое время вдоль западного склона Сихоты Алиня, охватывая истоки хора, а после принятия в себя притока Габели, текущего ему навстречу, поворачивает на запад, уклоняясь то немного к северу, то к югу и впадает в протоку Дерен. От Гольдов я также узнал, что сородичи их живут только по нижнему течению реки, а утехейцы выше до местности Улема, а в верхней половине Анюй совершенно необитаем. Далее те же Гольды сообщили, что для того, чтобы достигнуть моря, нам потребуется времени по крайней мере суток тридцать. Впоследствии я узнал, что не только наводнение являлось причиной нашей задержки, но были и другие обстоятельства. Дело в том, что Гольды боятся Анюя и выше Фанза Тахсале никогда не заходят. Им было известно, что утехейцы собирались спускаться на батах вниз по реке, и они решили ждать их здесь, в Тахсале, чтобы передать нас, а самим ехать домой. Они не ошиблись в расчетах. Действительно, 9 июля сверху пришли утехейцы на двух лодках. В тот же день утром мы попрощались с Гольдами и вручили судьбу свою в руки настоящих лесных людей, тогда еще мало затронутых цивилизацией. Наши новые знакомые принадлежали к роду Келандига. Старший из них был 40 лет, а другим было от 20 до 25 лет. Лица их были настолько загорелые, что имели даже несколько оливково-красный оттенок. Удехе носили по две короткие косы, туго обмотанные красными шнурами и украшенные золочеными пуговицами. Пожилой удехеец имел в левом ухе небольшую серебряную серьгу. Головных уборов ни у кого не было. Одежда их состояла из длинных рубах, сшитых из китайской синей дабы застежками сбоку и подпоясанных тонкими ремешками с напуском по талии. На ногах у них были надеты короткие узкие штаны и наколенники из той же дабы. В общем, костюмы удехейцев, орнаментированные спиральными и волнистыми линиями, напоминающими рога оленей, имели вид красивый и элегантный. Лодка лесного жителя представляет собой нечто вроде длинного долбленого корыта с плоским дном, скошенной кормой и прямой стенкой на носу. От этой стенки, составляющей одно общее с днищем, выдается вперед нос в виде большой деревянной лопаты. Он имеет несколько овальную форму и от воды поднимается кверху так, что конец его приходится на уровне с бортами лодки. Такая лодка называется Улимагда и долбится из тополя. Она легка, удобо управляемая и сконструирована так, что не режет, а взбирается на воду и может проходить через самые мелкие перекаты. Длина Улимагды среднего размера 5-6 метров, высота 50-60 сантиметров и грузоподъемность при двух пассажирах около 30-35 пудов. Кладь распределяется равномерно по всей длине лодки. Пассажиры садятся на берестяную подстилку, положенную прямо на дно. Чтобы борта не распирала, они в нескольких местах скреплены поперечинами. Удыхейцы помещаются на носу и на корме. Грозный вид имела теперь река. Все острова и мели были покрыты водою, течение усиливалось до 10 километров в час. После столь длительного ненастья, как будто установилась хорошая погода. Теплые солнечные лучи оживили природу. На листве деревьев и в траве искрились капли дождевой воды, которую еще не успел встряхнуть ветер. Насекомые носились по воздуху и прекрасные бабочки с нежно-фиолетовой окраской реяли над цветами. Казалось, они совершенно забыли о вчерашнем ненастье, вынудившем их, как и нас, к бездействию в течение семи долгих суток. Удыхейцы работали шестами сильно и настолько позволяла большая вода, довольно скоро подвигались вперед. После Фанзы Тахсале с правой стороны по течению реки будут лесистые местности Канко и Ади, немного выше небольшая протока Дуйдальдо и против нее речка Хаскан-Диони с урочищем Мазампон. В полдень мы сделали большой привал. Хорошая погода, красивая река, встреча с тудехейцами подняли настроение моих спутников. Вчерашние невзгоды были забыты. В ожидании, когда сварится обед, я немного углубился в тайгу, чтобы ознакомиться с растительностью. Прежде всего мне в глаза бросился маньчжурский ясень, ствол которого легко узнать по правильно расположенной вдоль коры трещиной в ватости и полонцетовидным остроконечным листьям. Тут же рос вяз с характерной светло-синеватой корой. Древесина вяза содержит в себе по-видимому много воды. Пуля ружья, пробивающая два-три сухих дерева насквозь, редко пройдет сквозь один вяз, если он имеет полтора-два обхвата в окружности. Потом я увидел амурскую липу. Я узнал ее по толстому приземистому стволу, большим угловатым сучьем и блестящей темной листве. Несколько в стороне от нее виднелся прямой ствол маньчжурского ореха. Крупные отчего каждая из них похожа на пальму. Вероятно, здесь росли и другие представители маньчжурских широколиственных пород, но я вынужден был прекратить свою ботаническую экскурсию, побуждаемый к тому окриками моих спутников, приглашавших меня вернуться на бивак поскорее. Подлесок здешней тайги состоял из сарбарии. Она только что начинала цвести. В тех местах, куда проникали солнечные лучи, произрастала сибирская Вероника с шестью сидячими розеткой, продолговато ланцетовидными листьями и бледно-фиолетово-синими цветками, вроде остроконечных султанчиков. Я торопился и замечал только то, что случайно мне бросалось в глаза. В одном месте я заметил какую-то крупную чимерицу с большими остроконечными плойчатыми листьями и темными цветками. В стороне мелькнули папоротники сваями, весьма похожими на страусовые перья, и всюду в изобилии росамурский виноград с шелушащейся корой коричневого цвета. Он окутывал кустарники и взбирался на деревья повыше к солнцу. На привале все уже было готово. Задержка была только за мной. Наскоро я выпил кружку полугорячего чая и велел укладывать вещи в лодки. Удыхийцы шли больше протоками и избегали главного фарватера. Иногда они проводили лодки через такие узкие места в колоднике, что лодки задевали сразу обоими бортами. Я любовался их находчивостью и проворством. Они часто пускали в ход топоры, прорубали в плавнике узкую лазеечку и неожиданно выходили снова на анюй. По словам наших проводников, река часто выходит из берегов и затопляет лес. Тогда удыхийцы бросают свои юрты и стараются спуститься к Амуру. Случается, что в течение целого дня они не могут найти сухого места, чтобы развести огонь. Спать и варить пищу приходится в лодках. Вскоре мы миновали речку Мади и местность Хельдиани. Потом прошли протоки Сюада, Кузыгзе и Чугудаани и засветло прибыли в стойбище Ханко, расположенное около сопки, носящей тоже название. Пользуясь свободным временем, я оставил своих спутников устраивать бивак, а сам поднялся на гору. Я шел по прекрасному смешанному лесу с примесью кедра. Вершина сопки Ханко казалась плоской, это вынудило меня взобраться на дерево. Прежде всего я увидел, что гора Ханко была конечной вершиной длинной гряды, которая шла к юго-западу и, по-видимому, служила водоразделом между рекой Хор и бассейном части Нижнего Амура от Хабаровска до Анюя. С этой стороны в поле моего зрения была небольшая долина реки Мади с притоком Чу. От горы Ханко Анюй сильно забирает к северо-востоку и подмывает правый берег этой долины. К западу, насколько хватает глаз, растелалось море лесов. Кое-где между деревьями блистала вода. Внизу у подножия сопки приютился наш отряд. Лодки были вытащены подальше на отмель, чтобы ночью не унесло их водою. На биваке горел костер, от него тонкой струйкой кверху поднимался дымок. Я спустился с дерева и хотел было идти назад, как вдруг увидел какую-то большую птицу и тотчас узнал в ней скопу. Она была белого цвета с черными концами крыльев и темными пятнами по всему телу. Скопа держала в лапах рыбину и летела к сухостойному дереву, на вершине которого было ее гнездо. Желая получше рассмотреть птицу, я стал осторожно продвигаться вперед, но птица бросила свою добычу и полетела прочь. Рыба стала падать с ветки на ветку и застряла на одном сучке. Когда я подошел к дереву, то увидел, что корни его сильно запачканы птичьими экскрементами и на земле валялись еще четыре дохлые рыбы, издававшие зловоние. Как я не старался разглядеть молодых скоб, они не показывались. Птенцы видели из пух матери и притаились. Потом я заметил большого ворона. Наподобие хищной птицы он парил в воздухе. Я узнал его по мелодичному карканью. Ворон описывал спиральные круги и поднимался все выше и выше. Скоро ветви деревьев заслонили небо и я совсем потерял его из виду. Около небольшой проточки из зарослей вылетели два рябчика. С характерным шумом поднялись они с земли и спрятавшись чаще стали перекликаться между собой. Скоро я нашел одного рябчика. Он медленно ходил по ветке ясеня, вытягивал шейку, прислушивался и начинал свистеть. Я спугнул рябчика неосторожным движением и он улетел дальше в чащу леса. Когда я подходил к реке, то вдруг увидел что-то яркое и синее, мелькнувшее около самой воды. Отлетев немного, он опять уселся в лозняке. Здесь я мог его хорошо рассмотреть. Небольшая птичка казалось сгорбилась и как будто спрятала голову в плечи, выставив вперед только длинный клюв. Общая окраска ее была буровато-красная с синевой по бокам. Я сделал еще два шага и спугнул птичку. В воздухе опять мелькнула изумрудно-синяя спинка. Зимородок издал слабый крик и исчез в прибрежных кустах. Когда я подходил к биваку, солнце только что скрылось за горизонтом. За горами его не было видно, уже чувствовалось приближение сумерек. Мои спутники были все в сборе. После ужина меня стало клонить ко сну. Завернувшись в одеяло, я лег около огня и сквозь дремот услышал, как Джан Бао рассказывал казакам о великой китайской стене, которая тянется на 7000 ли и которой нет равной во всем мире. По ассоциации я вспомнил вал Чакири-Мудун, который начинается где-то около Даубихе в Уссурийском крае и на многие десятки километров тянется сквозь тайгу с востока на запад. Вот он поднимается на гору, дальше контуры его становятся расплывчатыми, неясными и, наконец, он совсем теряется в туманной мгле. На утро я проснулся раньше других. Костер погас. Казаки спали в повалку, прикрывшись одним полотнищем палатки. Удыхейцы устроились на ночь под лодками. Часа через полтора мы снова плыли вверх по Анюю. Теперь горы подошли к реке с правой стороны. Здесь находится перевал в долину реки Мнему, о которой говорилось выше. С другой стороны тянется длинная и живописная протока Пунчи. В нее впадает речка Аджу, против устья которой находится небольшое стойбище удыхейцев того же названия. Пунчи местами разбивается на несколько мелких рукавов, заваленных колодником и весьма опасных во время наводнения. Левый берег протоки скалистый. У подножия береговых обрывов в глубоких водоемах держится много рыбы, преимущественно ленков. 24 июля мы достигли местности Улема, где были расположены пять юрт. Здесь от удыхейцев я узнал, что санюя на реку Хади попасть нельзя, что верховья первой соприкасаются на севере с бассейном Хуту, а на юге с реками Копи и Самаргой. Хади же небольшая речка, по которой никто не передвигается ни летом, ни зимою. Передо мной встал вопрос, идти на Копи или же на Хуту. Я выбрал последнее. На другой день я хотел было идти дальше, но в это время с одним из наших проводников сделался припадок. Он валялся на земле и кричал «Анана! Анана!» То есть «Больно! Больно!» Все остальные удыхейцы отнеслись к больному очень сочувственно и всячески старались облегчить его страдания. Тотчас на Джу были посланы два человека. В сумерке они вернулись и привезли с собой у шамана из рода Кимунка. Это был мужчина среднего роста лет пятидесяти от роду, весьма молчаливый. Загорелое лицо его смуглое с красноватым оттенком было лишено усов и бороды. Он носил длинные волосы, заплетенные в одну косу, и был одет в свой национальный костюм, лишенный вышивок и каких бы то ни было украшений. Женщины встретили старика на берегу и отнесли в юрту его вещи. Войдя в помещение, шаман сел на циновку и закурил трубку. Удыхейцы стали ему рассказывать о больном. Он слушал их бесстрастным лицом и только изредка задавал вопросы. Потом он велел женщинам принести несколько камней, а сам пошел тихонько вдоль берега. Я стал следить за ним глазами. Шаман часто останавливался, как будто что-то искал на земле, всматривался в воду и озирался по сторонам. Первое живое существо, какое он заметит, должно быть сивоном, изображением духа, который может бороться с недугом. Спустя несколько минут он воротился и сообщил, что видел саксани, коршуна. Затем он взял принесенные камни и высыпал их на землю раз в другой и смотрел, как они располагаются по отношению к юрте, где находился больной, и по отношению друг к другу. Это был своего рода гороскоп. Выбрав один из камней, он перевязал его жильной ниткой, конец которой взял в правую руку. Потом шаман сел на землю, скрестив ноги. Один из удыхейцев накрыл ему голову какой-то тряпицей. Шаман поднял камень с земли и дал ему успокоиться. Долго он сидел в неподвижной позе и, казалось, задремал. Впоследствии я узнал, что в это время он мысленно перебирал всех известных ему сивонов, в образе которых злой дух мог вселиться в человека. При упоминании виновного сивона камень должен прийти в движение. Прошло несколько минут, и вот камень в опытной руке шамана шевельнулся. Шаман так ловко устраивал свои фокусы, что камень стал медленно поворачиваться сначала в одну, потом в другую сторону. Сивон злого духа был найден. Это лисица чигали. Шаман встал и направился к юрте больного. Когда последний увидел приближающихся людей, он стал еще более метаться и кричать. Началось камланье. Старик надел на себя пояс с позвонками, в левую руку взял большой бубен, а в правую колотушку, имеющую вид выгнутой пластинки, обтянутой мехом выдры и оканчивающейся ручкой, украшенной на конце резной головой медведя. Шаман стал петь свои заклинания, сначала тихо, а потом все громче и громче. Он неистово бил в бубен и потрясал позвонками. Больной пришел в сильное волнение. Несколько человек держали его за ноги и за руки. В это время один из удыхейцев принес в юрту грубое изображение лисы, сделанное из травы, и поставил его около огня. Шаман с пляской подошел к больному. Он наклонился к нему и стал колотушкой как бы снимать со своего пациента болезнь и переносить ее на травяное чучело, а затем вдруг закричал громко и протяжно «Эхе-хе-э». Тогда чагали вынесли из юрты и спрятали где-то в лесу, а около больного воткнули в землю палочку, к концу которой было привязано изображение коршуна, вырезанное из бересты. Минут через двадцать больной, очевидно ослабевший после острого нервного возбуждения, стал успокаиваться и скоро погрузился в сон. На другой день он был так слаб, что не мог нам сопутствовать. Нечего делать, пришлось продневать еще один день. Тогда я решил отправиться на экскурсию по правому берегу реки. Отойдя от стойбища шагов триста, я вышел на отмель, занесенную песком. Здесь мое внимание привлекли к себе небольшие жуки светло-шоколадной окраски с белыми пятнышками на надкрыльях. Они хорошо летали, проворно бегали по песку и ловко прыгали. Жуки были все время настороже. При каждой моей попытке приблизиться к ним, они поднимались на воздух и, отлетев немного в сторону, снова садились на песок. Тогда я решил не двигаться и ждать, когда они сами приблизятся ко мне. Так и случилось. Жуки двигались порывами, останавливались и делали неожиданные прыжки в стороны. Они охотились за насекомыми, которых тут же и пожирали. Вдруг около моих ног кто-то с размаху ударился о землю. Большая оса-охотница напала на паута. Повалив его на землю, она подогнула брюшко и дважды уколола его своим жалом. Мгновенно паут был парализован. Затем оса схватила свою жертву челюстями и, придерживая ее лапками, поднялась на воздух. Парализованный паут предназначался на корм личинки. Около самой воды над какой-то грязью во множестве держались бабочки средней величины кирпично-красного цвета с темными пятнышками на крыльях. Они все время то раскрывали, то закрывали крылышки, и тогда чешуйки на них переливались синими и лиловыми тонами. Иногда над рекой пролетали дивные красоты махаоны с черно-синими передними и изумрудно-синими с металлическим блеском задними крыльями. Последние имели длинные отростки на концах. Все же здесь, на Анюе, они не достигали таких размеров, как в южно-уссурийском крае. Из царства пернатых я заметил крохолей. Было как раз время линьки. Испуганные птицы не могли подняться на воздух. Несмотря на быстроту течения реки, они удивительно скоро перебегали вверх по воде, помогая себе крыльями, как веслами. Случайно я поднял глаза к небу и увидел двух орлов. Они плавно описывали большие круги, поднимаясь все выше и выше, пока не превратились в маленькие точки. Трудно допустить, чтобы они совершали такие заоблачные полеты в поисках корма. Трудно допустить, чтобы оттуда они могли разглядеть добычу на земле. По-видимому, такие полеты являются их органической потребностью. На обратном пути я увидел тресогуску. Миловидная птичка стояла на камешке около самой воды и грациозно помахивала своим хвостиком. Вдруг она поднялась на воздух и как-то странно стала летать, то бросаясь вперед, то держась на одном месте и трепеща крыльями. Тресогуска ловила какое-то насекомое. Видно было, как она старалась схватить его и как будто клевала воздух. По-видимому, тресогуска или поймала насекомое, или испугалась меня, потому что вдруг бросилась в сторону и полетела вдоль берега, то снижаясь к воде, то снова поднимаясь к верху. Около полудня я возвратился на бивак и занялся вычерчиванием съемки. Выйдя из палатки, я увидел, что Джан Бао и Удэхейц куда-то собираются. Они выбрали лодку поменьше и вынесли из нее на берег все вещи, затем положили на дно ее корье и охапку свеженарезанной травы. На вопрос мой, куда они идут, Джан Бао ответил, фан-чан ладу, оленя стрелять. Я высказал желание присоединиться к ним. Он передал мою просьбу Удэхейцу, тот мотнул головой и молча указал мне место в середине лодки. Через минуту мы уже плыли вверх по Анюю, придерживаясь правого берега реки. Смеркалось. На западе догорала последняя заря. За лесом ее не было видно, но всюду в небе и на земле чувствовалась борьба света с тьмою. Ночные тени неслышными волнами уже успели прокрасться в лес и окутали в сумрак высокие кроны деревьев. Между ветвями деревьев виднелись звезды и острые рога полумесяца. Через полчаса мы достигли протоки Аджу. Здесь мои спутники остановились, чтобы отдохнуть и покурить трубки. Удэхеец что-то тихонько стал говорить китайцу, указывая на протоку и дважды повторил одно и то же слово «кэнга». Я уже начинал понемногу овладевать языком удэхейцев, обитающих в уссарийском крае, и потому без помощи переводчика понял, что дело идет об охоте на изюбра, который почему-то должен был находиться в воде. За разъяснениями я обратился к Джан Бао. Он сказал, что в это время года изюбры спускаются с гор к рекам, чтобы полакомиться особой травой, которая растет в воде по краям тихих лесных проток. Я попросил показать мне эту траву. Удэхеец вылез из лодки и пошел искать ее по берегу. Через минуту он вернулся и на палки принес довольно невзрачное растение с мелкими листочками. Это оказался водяной лютик. Покурив трубку, Джан Бао и Маха нарезали ножами древесных веток и принялись укреплять их по бортам лодки, оставляя открытыми только нос и корму. Когда они кончили эту работу, последние отблески вечерней зары погасли совсем, воздух заметно потемнел и на землю стала быстро спускаться. Темная ночь. Капитан обратился ко мне Джан Бао, твоя сиди тихо, говори не надо. Затем мы разместились так. Сам он сел впереди с ружьем, я посредине, а у дыхеец на корме с веслом в руках. Шесты были положены по сторонам, чтобы они во всякую минуту были под руками. Когда все было готово, Маха подал знак и оттолкнул веслом челнок от берега. Лодка плавно скользнула по воде. Еще мгновение, и она вошла под темные своды деревьев, росших в перемешку с кустарниками по обеим сторонам протоки. У дыхеец два раза грибнул веслом и затем предоставил нашу утлую ладью течению. Не вынимая весла из воды, он легким, чуть заметным движением руки направлял ее так, чтобы она не задевала закоряжины и ветви деревьев, низко склонившихся над протокой. Сначала мне показалось, что лодка стоит на месте, но вскоре я заметил, что берег медленно двигается нам навстречу. Темные силуэты кустов и бурелом нанесенный бог знает откуда водою один за другим появлялись из темноты и бесшумно, словно привидения проходили, скрываясь снова за поворотом протоки. Ночь была необычайно тихая. В великом безмолвии чувствовалось какое-то напряжение. Джан-Бао весь превратился в слух и внимание. Я сидел неподвижно, боясь пошевельнуться. У дыхейца совсем не было слышно, хотя он и работал веслом. Лодка толчками продвигалась вперед и легонько покачивалась на воде. Впереди ничего не было видно, и в тех случаях, когда мне казалось, что протока поворачивает направо, у дыхейца направлял лодку в противоположную сторону или шел прямо в кусты. У дыхейца хорошо знал эти места и вел лодку по памяти. Один раз Джан-Бао сделал мне какой-то знак, но я не понял его. Вслед за тем Маха положил мне весло на голову и слегка надавил им. Я тогда сообразил, в чем дело, и едва успел пригнуться, как совсем близко надо мною пронесся сук большого дерева, растущего в сильно наклоненном положении. Лодка нырнула в темный коридор, одна ветка больно хлестнула меня по лицу. Я закрыл глаза, кругом слышался шум волн, и вдруг все сразу стихло. Я оглянулся назад, и среди зарослей во мраке не мог найти того места, откуда мы только что вышли, на широкий спокойный плес. Он показался мне сначала озером, но потом я ясно различил оба берега, покрытые лесом. В это время Джан Бао легонько толкнул челнок рукою в правый борт. Уде Гейтс понял этот условный знак и тотчас повернул лодку к берегу. Через минуту она тихонько скрипнула дном по песку. Я хотел было спросить, в чем дело, но, заметив, что мои спутники молчат, не решился говорить, и только осторожно поправил свое сиденье. Берег, к которому мы пристали, был покрыт высокими травами. Среди них виднелись какие-то крупные белые цветы, должно быть пионы. За травой поднимались кустарники, а за ними таинственный и молчаливый лес. Вдруг направо от нас раздался шорох, настолько явственный, что мы все трое сразу повернули головы. На минуту шум затих, затем опять повторился, на этот раз еще явственнее. Я даже заметил, как колыхалась трава, словно кто шел почаще, раздвигая густые заросли. При той тишине, которая царила кругом, шум этот показался мне очень сильным. Джан Бао приготовил ружье и караулил момент, когда животное покажется из травы. Но удыхеец не стал дожидаться появления непрошенного гостя. Он проворно опустил весло в лоду и, опершись им в песчаное дно, плавным, но сильным движением оттолкнул лодку на середину протоки. Течение тотчас подхватило ее и понесло снова вдоль берега. Отойдя метров двести от места первого причала, мы опять подошли к зарослям. Только что лодка успела носом коснуться берега, как опять послышался шорох в траве. Тогда Джан Бао два раза надавил на левый борт лодки. По этому сигналу удыхеец, отведя немного лодку от берега, стал бесшумно сдерживать ее веслом против воды, время от времени отдаваясь на волю течения. Шум по берегу в зарослях следовал параллельно нам. Стало ясно, что таинственный зверь следил за нашей лодкой. Потом он стал смелее, иногда забегал вперед, останавливался и поджидал, когда неизвестный предмет, похожий на плавник с зелеными ветвями, поравняется с ним, и в то же время он чувствовал, быть может, и видел, что на этом плывущем дереве есть живые существа. Я не спускал глаз с берега и по колыхающейся траве старался определить местонахождение зверя. Один раз мне показалось, что я вижу какую-то длинную тень, но я не уверен, что это действительно было животное. Вдруг Джан Бао шевельнулся и стал готовиться к выстрелу. Впереди шагах в двухстах от нас кто-то фыркал и плескался в воде. Широкая протока здесь делала поворот, и потому на фоне звездного неба, отраженного в воде, можно было кое-что рассмотреть. Китаец быстро поднял вверх руку, и удыхеец сразу поставил лодку в такое положение, чтобы удобно было стрелять. В это мгновение я увидел изюбра. Благородный олень стоял в воде и время от времени в холодную и темную воду погружал свою морду, добывая со дна водяной лютик. Лодка, влекомая тихим течением, медленно приближалась к животному. Но вот изюбр насторожился, поднял голову и замер в неподвижной позе. Слышно было, как с морды его капала вода. Вдруг в кустах, как раз против нашей лодки, раздался сильный шум. Таинственное животное, все время следившее за нами, бросилось в чащу. Испугалось ли оно, увидев людей, или почуяло оленя, не знаю. Изюбр шарахнулся из воды, и в это время Джан-Бао спустил курок ружья. Грохот выстрела покрыл все другие звуки, и сквозь отголосок эха мы все трое ясно услышали треск сучьев. С песчаной отмели сорвались кулички и с жалобным писком стали летать над протокой. Когда все смолкло, Махан отправил лодку к тому месту, где был Изюбр, но там оказалось мелко. Пришлось спуститься еще на несколько метров, и только тогда явилась возможность пристать к берегу. Оба охотника тотчас пошли за берестой, а я остался около лодки. Прошло несколько минут, а они все еще не возвращались. Вдруг влево от меня зашевелилась трава. Мне стало жутко, но в это время послышались голоса. Я поборол чувство страха и пошел навстречу своим спутникам. Из принесенного березового корья удыхеец сделал факел. Разжегши его, мы пошли посмотреть, нет ли крови на оленьих следах. Крови не оказалось, значит, Джан-Бао промахнулся. Придя назад к берегу, Маха положил факел на землю и бросил на него охапку сухих веток. Тотчас вспыхнуло яркое пламя и тогда все, что было в непосредственной близости, озарилось колеблющимся красным сиянием. Джан-Бао и удыхеец набили свои трубки и принялись обсуждать происшедшее. Оба были того мнения, что зверь, следовавший по берегу за лодкой, был тигр. Китаец называл его Ламаза, а удыхеец Куты-Мафа. Благодаря ему Изюбр сорвался с места, прежде чем Джан-Бао выследил его как следует, потому что и пришлось стрелять раньше времени. Он был недоволен, ругал тигра и в сердцах сплевывал на огонь. Удыхеец волновался, но не потому, что охота была неудачной, а по другой причине. Ругань по адресу тигра и плевки в огонь казались ему двойным святотатством. Ататете манга мангала би, то есть ай-яй, совсем плохо, говорил он не то со страхом, не то с ожелением, поправляя огонь и как бы своим вниманием к нему, стараясь парализовать оскорбления, нанесенные плевками китайца. Джан-Бао не унимался, а удыхеец был не на шутку встревожен поведением своего товарища. Я увидел, что пришло время вмешаться в разговор. Ничего, сказал я Джан-Бао, не надо сердиться. На этот раз неудача, зато в другой раз будет успех. Не убили изюбра, зато если не видели, то слышали близкое присутствие тигра. Мои слова, видимо, успокоили китайца. Он перестал ругаться и начал шутить. Развеселился и маха. Через полчаса мы стали собираться домой. Удыхеец охапкой у мокрой травы прикрыл тлеющие уголья, а сверху засыпал их песком. Затем мы сели в лодку. Маха толкнул ее от берега и на ходу сел на свое место. Мои спутники взялись за весла. Теперь мы плыли скоро и громко разговаривали между собой. Я оглянулся назад. Тонкая струйка беловатого дыма от притушенного костра поднималась еще кверху. На гладкой и спокойной поверхности воды виднелись след от лодки и круги, оставленные испуганными рыбами. Большая ночная птица бесшумно летела вдоль протоки, но догнав лодку, метнулась в сторону и через мгновение скрылась в тени прибрежных кустарников. Приблизительно с километра мы еще плыли широким плесом. Затем течение сделалось быстрее, протока стала суживаться и, наконец, разбилась на два рукава. Один большой поворачивал направо, другой меньший шел прямо в лес. Лодка, направляемая опытной рукой маха, нырнула в заросли, и мы сразу очутились в глубокой тьме. Впереди слышался шум воды на перекатах. «Анюй!» лаконически сказал удыхеец. И действительно, мы вдруг совершенно неожиданно вышли на Анюй. Теперь нам предстояло подняться против воды. Мои спутники оставили весла и взялись за шесты. Несмотря на неудачу, я был очень доволен поездкой. Скоро мы миновали какие-то утесы, обогнули галичниковую отмель, а за ней опять подошли к берегу, заросшему низкорослыми ивниками. Дальше за кустами на фоне темного неба, усеянного миллионами звезд, вырисовывались кроны больших деревьев с узловатыми ветвями. Тополь, клён, осокорь, липа. Все они стали теперь похожи друг на друга. Все приняли однотонную, не то чёрную, не то буро-зелёную окраску. На правом берегу показался громадный кедр, он был единственным в этой местности и, словно гигантский часовой, охранял порядок в лесу. Кедр смотрел величаво и угрюмо, точно он был недоволен сообществом лиственных деревьев и через вершины их всматривался вдаль, где были его сверстники и собратья. Наконец показался огонь. Это был наш бивак. Он то скрывался в чаще леса, то появлялся вновь и как будто перемещался вдоль берега. Ещё один поворот и от огня по воде навстречу нам побежала длинная колеблющаяся полоса света, верный признак, что бивак был недалеко. Минут через пятнадцать мы причалили к берегу. На биваке все уже спали и покой уснувших людей охраняли собаки. Моя Альпа лежала, свернувшись недалеко от костра. Она узнала нас по голосам, но всё же для вида, не подымая головы, лениво тявкнула два раза. Я погладил её, подбросил дров в огонь, прошёл в свою палатку и, завернувшись в одеяло, крепко уснул. На другой день мы выступили очень рано. Погода опять испортилась. Небо заволокло случаями появился густой туман. По обилию влаги он не уступал дождю и также был докучлив. Чем выше мы поднимались по реке, чем больше углублялись в горы, тем сильнее становилось течение. Шум воды на перекатах был слышен издалека. В таких случаях удыхейцы приставали к берегу, чтобы посоветоваться и собраться с силами. Они заранее уславливались, как идти, и напрягали лодку против воды. Шесты гнулись, дрожали и выбивали барабанную дробь оборта лодок. Каждый раз, пройдя через порог, я видел по лицам спутников удыхейцев, что мы пережили несколько опасных минут. За эти дни, недели, мои спутники привыкли к лодкам и там, где было не так опасно, помогали удыхейцам проталкиваться на шестах. С непривычки у них на руках образовались водяные пузыри и болели суставы. По ночам слышно было, как стонали мои соседи от того, что неосторожно повернулись и придавили больной локоть или плечо. Высоко в небе парит орел, плавно описывая круги. Ему все видно, он зорко смотрит вниз и выискивает добычу. Последняя протока кончилась около сопки Уба. На отмеле с левой стороны Анюя расположились люди на отдых. Рядом горит костер. Минут через тридцать люди зашевелились. Одни разбирают шесты, другие несут чайники, посуду и всякий скарб. Потом они сели в лодки и поплыли дальше. Едва ушли люди, как тотчас явились вороны. Озираясь по сторонам, они начали подбирать остатки и ссориться из-за всякого пустяка. Вдруг все вороны разом поднялись в воздух и рассеялись по соседним деревьям. Их напугала енотовидная собака, небольшое лохматое животное. Она двигалась в развалку, суетливо обнюхивала землю и подбирала то, что не успели утащить вороны. Орел увидел еще большую тучу, надвигающуюся с запада и поднялся выше. Туча быстро неслась по небу, разрастаясь вглубь и вширь. Люди тоже заметили приближающуюся грозу и торопятся спрятаться под навесом скалы, прикрываясь полотнищами палаток, шинелями и чем попало. Вот упали первые дождевые капли, сверкнула молния и загремел гром. От сотрясения воздуха хлынул ливень, затем послышался еще какой-то шум. Это шел по лесу крупный град, маленькие кусочки льда отскакивали от камней и прыгали по земле. На воде появилось бесчисленное множество воздушных пузырьков. С деревья всыпалась листва, никла трава, как подкошенная. Какая-то бабочка, застегнутая врасплох грозою, искала защиты под леском клёна, но ледяшка ударила как раз в ее убежище и раздробила ей одно крыло. Бабочка сделала попытку спрятаться в траве, но порывом ветра ее отнесло к реке. Мутная вода подхватила изуродованное насекомое и понесла его на пороге, где всего более пенилась вода. Как быстро нашла гроза, так же быстро она и рассеялась. Дождь перестал, выглянуло солнце и появилась роскошная радуга. Земной мир снова принял ликующий вид. На ветвях деревьев и на каждой былинке дрожали капли дождевой воды, превращаемые лучами солнца выскрящиеся алмазы. На лодках тоже заметно движение. Люди снимают с себя намокшее покрывало, разбирают шесты и снова идут вперед, вверх по анюю. После улема к широколиственным породам понемногу стали примешиваться кедровники. Одни тельники имели вид пирамидальных тополей, другие росли кустарниками на галичниковых островках. Пучки сухой травы и всякий мусор, застрявший на них, свидетельствовали о том, что места эти ежегодно затопляются водою. Первым большим притоком Анюя будет Тармасунь или Танмасу, как его называют удыхейцы. По их словам, это будет самая быстрая река Анюйского бассейна. По ней можно подниматься только в малую воду. Тармасунь течет под острым углом по отношению к своей главной реке. В истоках ее находится низкий перевал на реку Хор, через который перетаскивают лодки на руках. После Тармасуня Анюй течет одним руслом. Кое-где посредине реки встречаются небольшие островки, еще не успевшие покрыться растительностью. Эта часть Анюя очень живописна. Горные хребты, окоявляющие долину, увенчаны причудливыми скалами, издали похожими на руины древних замков с башнями и бойницами. Местные жители называют их шаманскими камнями и говорят, что в давние времена здесь жили крылатые люди. 11 июля наш маленький отряд достиг реки Габили, впадающей Ванюй с правой стороны, как раз в том месте, где он меняет свое направление. Непрекращающиеся дожди и постоянная прибыль воды в реке весьма обеспокоили удыхейцев. Они опасались за своих жен и детей и начали проситься домой. Я обещал не задерживать их и отпустить тотчас, как только они доставят нас к подножию Сихот и Алине. Около устья Габили мы устроились биваком в Тальниковой роще. Незадолго до сумерек тяжелая пелена туч, покрывавшая небо, разорвалась. Сквозь них пробился луч заходящего солнца. Воздух, находившийся до сих пор в состоянии покоя, пришел в движение. Лес зашумел, деревья ожили и закачались, стряхивая на землю дождевые капли. Тогда я кликнул свою собаку и пошел по берегу реки Габили, покрытому высокими тополями и ясенями. За ними ближе гора виднелись кедровники, а еще выше лиственница, ель и пихта. Подлесье из жасмина, калины, смородины и элеутерокока, переплетенных актинидиями и виноградником, образовало непролазную чащу, в которой зверье протоптало хорошую тропу. Я шел осторожно, иногда останавливался и прислушивался. Собака моя плелась сзади. Тропа стала забирать вправо, и я думал, что она заведет меня в горы, но вот впереди показался просвет. Раздвинув заросли, я увидел быстро бегущую воду в реке, по которой стремительно неслись клочья пены и всякий мусор. Дождь перестал совсем, температура воздуха понизилась, и от воды стал подниматься туман. В это время на тропе я увидел медвежий след, весьма похожий на человеческий. Альпа ощетинилась и заворчала, и вслед за тем кто-то стремительно бросился в сторону, ломая кусты. Однако зверь не убежал, он остановился вблизи и замер в ожидательной позе. Так простояли мы несколько минут. Наконец я не выдержал и повернулся с намерением отступить. Альпа плотно прижалась к моим ногам. Едва я шевельнулся, как неизвестный зверь тоже отбежал на несколько метров и снова притаился. Напрасно я всматривался в лес, стараясь узнать, с кем имею дело, но чаще была так непроницаемая и туман так густ, что даже стволов больших деревьев не было видно. Тогда я нагнулся, поднял камень и бросил его в ту сторону, где стоял неведомый зверь. В это время случилось то, чего я вовсе не ожидал. Я услышал хлопанье крыльев. Из тумана выплыла какая-то большая темная масса и полетела над рекой. Через мгновение она скрылась в густых испарениях, которые все выше поднимались от земли. Собака выражала явный страх и все время жалась к моим ногам. Меня окружала таинственная обстановка, какое-то странное сочетание лесной тишины, неумолчного шума воды в реке, всплесков испуганных рыб, шороха травы, колеблемой ветром. В это время с другой стороны послышались крики, похожие на вопли женщины. Так кричит сова в раздраженном состоянии. Немедля больше я ободрил собаку и пошел назад по тропинке. Ночь быстро надвигалась на землю. Туман сгущался все больше и больше, но я не боялся заблудиться. Берег реки, зверовая тропа и собака скоро привели меня к биваку. Как раз к этому времени вернулись с охоты удыхейцы. Вечером после ужина я рассказал удыхейцам о том, что видел в тайге. Они принялись очень оживленно говорить о том, что в здешних местах живет человек, который может летать по воздуху. Охотники часто видят его следы, которые вдруг неожиданно появляются на земле и также неожиданно исчезают, что возможно только при условии, если человек опускается сверху на землю и опять поднимается на воздух. Удыхейцы пробовали за ним следить, но он каждый раз пугал людей шумом и криками, такими же точно, какие я слышал сегодня. Удыхейцы замолчали, но в это время вмешался в разговор Джан Бао. Он сказал, что в Китае тоже встречаются летающие люди. Их называют Ли Джэн Цзы. Они живут в горах вдали от людей, не едят ни хлеба, ни мяса, а питаются только растением Ли Джэн Пао, которое можно узнать только в лунные ночи, потому, как на нем располагаются капли росы. Джан Бао даже сам видел такого человека. Дело было давно, когда он был еще мальчиком. Однажды зимой к ним в Фанзу пришел китаец, очень легко одетый. Он сел на кан и отказывался от пищи, которую ему предлагали. Когда перед сном все стали раздеваться, пришедший человек снял с себя куртку и накрыл ею спину. Он старался занять такое положение, чтобы никто не видел его плеч. Потом он вышел из Фанзы и долго не возвращался. Опасаясь, как бы он не простудился, кто-то пошел за ним и стал его окликать. Но на дворе никто не отзывался. Тогда мужчины оделись, взяли фонари и пошли искать этого человека. Следы по снегу привели к забору и здесь пропали. На другой день узнали, что к утру его видели в расстоянии двухсот ли от поселка в другой Фанзе, где он неожиданно появился и также таинственно исчез. Ли Джиндзи, сын молнии и грома, он младенцем падает на землю во время грозы. Это сильный божественный человек, заступник обиженных, герой. Посещение им людей приносит удачу в промыслах и в тяжбах при решении спорных вопросов. По мнению Джан Бао, летающий человек на реке Габели был один из Ли Джиндзи, китайцы уж никак не удыхеец. Из этого я вывел заключение, что сказания удыхейцев о людях с крыльями позаимствованы ими от китайцев в древние времена. На другой день удыхейцев стали рано, они хотели поскорее доставить нас на условленное место, я понимал их торопливость и шел им навстречу. С восходом солнца туман стал рассеиваться и подниматься кверху. Это был хороший признак, обещавший хорошую погоду. Ни медля, ни мало мы тронулись в путь. Удыхейцы оказались правы. Они нисколько не сгустили красок, а наоборот, даже недостаточно ярко изобразили все трудности в плавании по реке Габели. Выражение «поплыли» пожалуй, будет неподходящим. Правильнее было бы сказать, мы стали карабкаться по порогам и каскадам. Несколько раз лодки наши попадали в весьма опасное положение, из которого выходили только благодаря ловкости и находчивости у дыхейцев. Пусть читатель представит себе узкий коридор с совершенно отвесными стенами, по которому вода идет с головокружительной быстротой, шестыни достают дна, и упираться надо в выступ из скал или подтягиваться на руках, хватаясь за расщелины камней. В другом месте путь нам преградил на всю ширину реки водопад в метр шириною. Посредине его была лазейка, через которую по наклонной плоскости стремительно сбегала вода. Когда лодка стала входить в нее, вода фонтаном взвелась кверху. Тогда я оценил лопатообразный нос у Лимагды. Без него лодка была бы мгновенно залита водою. На второй день пути погобели, мы, наконец, достигли конечного пункта нашего плавания. Небольшой горной речки, которую впоследствии удыхейцы назвали Джанге-уаляни, что значит ключик на перевал, по которому прошел Джанге. Так называли они меня в 1908 году. Вечером у огня я расспрашивал удыхейцев о гобели и местности в верховьях реки Хуту по ту сторону водораздела. Один из них начертил мне даже план на бересте, из которого я понял, что река гобели течет вдоль хребта сихоты олень и несколько под углом к нему. Все правые нижние притоки ее имеют перевалы на Анюй, а верхние на Хунгаре. В самых верховьях гобели никто из удыхейцев не бывал. Как всегда в таких случаях про истоки ее ходят нехорошие слухи. Там темно, всегда идут дожди, дуют холодные ветры. Там царство голода и смерти. Потом они говорили, что до сихоты олиня мы дойдем вдвое суток, а через семь или восемь дней доберемся до реки Хуту, где, наверное, найдем людей. Глава третья. Перевал. На следующий день мы расстались. Удыхейцы вошли в лодки и, пожелав нам счастливого пути, отчалили от берега. Когда обе улемагды достигли порога, удыхейцы еще раз послали нам приветствие руками и скрылись в каменных ловушках. Мы остались одни и сразу почувствовали себя отрезанными от мира, населенного людьми. Теперь нам предстояло выполнить самую трудную часть пути. Я не хотел тратить напрасно время и предложил моим спутникам собираться в дорогу. Наладив тяжелые котомки, мы пошли по ключику Джанге-уаляни, представляющему собой горный ручей километрах в двадцать длиной и протекающему по распадку между двумя отрогами главного водораздела. Западный склон Сихот и Алиня, обращенный к реке Габели, покрыт смешанным лесом, носившим на себе следы огня. На местах пожарищ выросли тонкоствольные березняки в возрасте от 15 до 20 лет. Деревья росли как-то странно, в сильно наклонном положении, иные вершинами совсем пригнулись к земле, что, вероятно, можно объяснить обледенением их зимой. В самых истоках речка разбилась на три небольших ручейка. Пометуя указания, данные удыхейцами, мы пошли вправо. Подъем на гребень Сихот и Алиня был настолько крут, что вынуждал нас двигаться зигзагами и карабкаться на четвереньках, хватаясь руками за корни деревьев. Самый перевал представлял собой седловину высотою 1200 метров над уровнем моря, покрытую лесом, состоящим из ели, пихты, березы и лиственницы. Добравшись до вершины, мы сели отдыхать. Джанбао лег на землю и тотчас же поднялся. «Суиню, вода есть», сказал он уверенно. Мы стали прислушиваться и действительно, где-то неглубоко под землей тоненькой струйкой лилась вода. Мы поспешно стали разбрасывать камни и через несколько минут открыли источник с чистейшей ледяной водой. Здесь мы и заночевали. На другое утро все встали раньше солнца и разделились на три части. Я и Джанбао пошли на юг по водоразделу. Сихот и олинь представляют собой высокую гряду, которая тянется по направлению от северо-востока к юго-западу и слагается из ряда плоских вершин, покрытых осыпями. Обломки каменной породы лежат так ровно и плотно, что можно подумать, как будто нарушены и кто-нибудь пригонял друг к другу. На гребне водораздела леса нет. Лишь по обширным ягельным тундрам разбросаны одиночные кусты багульника и кедрового стланца. Я ожидал, что после дождей атмосфера очистится, но сверх всякого ожидания воздух был наполнен мглою. В ней тонули не только дальние сопки, но и те, что были в непосредственной близости. По небу проходили большие облака и то открывали, то закрывали солнце, отчего панорама принимала то веселый, то мрачный вид, сообразно с этим вселяя в нас то надежду, то сомнение. Я сел за камень и стал зарисовывать профили виднеющихся вдали горных цепей. Некоторое время я сидел неподвижно и смотрел на планшет. Когда я поднял голову, то вдруг увидел на соседней вершине животное аспидно-бурого цвета со странной удлиненной головой и большими ветвистыми рогами. Это был северный олень. Он, видимо, учуял меня и пустился на утек. Через минуту животное скрылось в лощине, заросшей кедровым стланцем. Кстати, два слова о северном олене. Южная граница его распространения в уссурийском крае проходит от реки Соласу через верхнее течение Хунгари, потом Анюя, верховья Коппи и выклинивается у моря около мыса Успения. Но и в этих местах он немногочислен и держится на гольцах по вершинам гор, где есть достаточно корма. Орочи называют его Ию и убивают его только тогда, когда он случайно попадает под выстрел. В пятницу 27 июля мы начали спуск с водораздела. На следующий день я определил поправку хронометра, а в полдень взял высоту солнца. Тишина в лесу, гулкое эхо и хмурое небо предвещали непогоду. Когда мы выступили с бивака, начал накрапывать дождь. Несмотря на ненастье, все были бодро настроены. В сознание, что мы перешли сихот и олень и теперь спускались по воде, бегущей к морю, радовало моих спутников. Но радость их была преждевременной, потому что успех нашего предприятия зависел от многих причин и главным образом от того, как скоро удастся найти орочи на реке Хуту. Восточный склон сихот и олень был более пологий, чем западный и слагается как бы из нескольких больших террас. Горный ручей, служивший нам путеводной нитью, то низвергался вниз мелкими каскадами, то просачивался под мхом, заболачивая почву, иногда на значительном протяжении. 2 августа наш маленький отряд достиг места, где Наргами впадает в Буту. Перед нами открылась большая болотистая котловина, со всех сторон обставленная невысокими сопками, имеющими вид размытых холмов. Такой ландшафт типичен для предгорьев психот и олиня. Широкая, слабо схолмленная равнина была покрыта сфанговым мхом и редкою лиственницей. Здесь не было видно ни зверей, ни птиц, ни насекомых. Свист ветра, пробегающего по вершинам полузасохших деревьев, еще более усугублял впечатление лесной пустыни. Переходя болото, я как-то отделился от отряда и, взглянув со стороны на своих спутников, увидел, что каждый из них окружен как бы облаком легкого тумана. Это велись над ними мошки и комары. К вечеру мы достигли устья реки Наргами. После дождей она разлилась и во многих местах затопило болото. Километров через пять мало-помалу начал вновь вырисовываться характер горной страны. Сделалось суши, но зато стали встречаться непропуски. Читатель, пожалуй, не знает, что значит непропуск. Это горный отрок, подходящий к реке вплотную. У подножия его образовались глубокие водоемы, и потому обойти его со стороны реки нельзя. Надо с тяжелыми котомками взбираться на круче. Чтобы взять один непропуск, иной раз уходит полдня времени и много сил. Этот переход показался всем очень утомительным. В особенности он трудно дался Гусеву, попавшему в тайгу впервые. Почтенный геолог совершенно не обладал чувством ориентировки, часто отставал, терял наши следы и уходил в сторону. Каждый раз надо было разыскивать его и напрасно терять дорогое время. Близорукий он плохо видел без очков, да и очки терял, и тогда он уже совершенно ничего не видел. Сухую ель Гусев принимал за утес, разговаривал с пнем и прыгал через канаву там, где ее не было вовсе. Самым же большим недостатком его была полная беспомощность. Есть такие люди, с которыми случаются всякие неприятные истории. Палатка обвалится не на кого другого, а именно на него. Однажды он попал босой ногой в котел с кашей, другой раз уронил мыло в реку, а потянувшись за ним, сам упал в воду. Не замечая, что одна лямка вытянулась, Гусев долгое время нес котомку на одном плече, отчего страдал физически. Однажды мы дали ему нести алюминиевый котелок. Гусев привязал его так, что крышка болталась и звенела. Я рассчитывал убить какого-нибудь зверя в пути, но Гусев своим звоном мешал охоте. Он шел впереди, а я производил съемку и немного отстал. Я попросил казака догнать Гусева и привязать его котелок как следует. Не надо, ответил казак, пусть идет так. Если он потеряется, легче найти его будет в лесу. По рассеянности Гусев, собираясь в путешествие, захватил с собой неравные комплекты белья, трое кальсон и одну старенькую рубашку, которая скоро изорвалась. Тогда он проявил инициативу и ухитрился надеть на себя кальсоны вместо рубашки. На груди у него получился косой крест с пуговицами, а сзади пузырь, надуваемый ветром. Штрипки белых панталон он разрезал и завязал около кистей рук, вследствие чего получились рукава с буфами. В этом странном одеянии Гусев походил на Ланск Хнехта. Сначала мы все помирали с осмеху, но потом привыкли к его наряду. Пусть читатель не подумает, что Гусев был посмешищем моих спутников. Мы все относились к нему с уважением, сочувствовали его неприспособленности и всячески старались ему помочь. Больше всего был виноват я сам, потому что взял с собой человека, мало приспособленного к странствованиям по тайге. 5 августа мы дошли до впадения реки Аделами в Буту. Отсюда уже можно было плыть на лодках. Мы решили долбить две улемагды, нашли подходящие деревья, свалили их и оголили от коры. На изготовление лодок ушло четверо суток. Потому как начался рассвет по тишине в лесу и по быстро бегущим облакам на небе, видно было, что опять собирается ненастье. И действительно, часов 8 утра первые дождевые капли упали на землю. Недостаток продовольствия заставлял нас торопиться. Вода в реке была мутная и стояла на прибыли, а лодки были сделаны недостаточно умело, тяжелые, неповоротливые. В первый же день малая улемагда разбилась о камни. Люди успели выбраться на бурелом, а палатки, фотографический аппарат и значительная часть продовольствия погибли. Тогда мы разделились на две группы. Одна с грузами следовала на лодке, а другая шла пешком. К вечеру 11 августа мы дошли до какой-то высокой скалистой сопки. Казаки принялись устраивать бивак, и я пошел на гору, чтобы посмотреть, нет ли где дыма, указывающего на присутствие людей. Сверху мне хорошо была видна долина реки Буту. Около левого скалистого берега на камнях пенилась вода. Правый низменный берег выступал вперед мысом. Здесь река делала поворот. На самом конце низменного берега, наклонившись, росла большая старая ель. Возвратившись на бивак, я сказал Крылову, чтобы завтра он держал лодку поближе к старой еле и подальше от левого берега, где много опасных камней. Надо сказать, что путешествие по Уссурийскому краю и в особенности плавание по горно-таежным рекам сопряжено с такими неожиданностями, что заранее быть уверенным в выполнении намеченного маршрута невозможно. Так случилось и с нами. Ночью старая натулившаяся ель упала в воду и вершины застряла на камнях у левого берега, а мы, ничего не подозревая, сели в лодку и поплыли вниз по течению реки, стараясь держаться правого берега. На повороте у Лемагду подхватила сильная струя воды и в это время я увидел злополучную ель. Комель ее лежал на берегу, а ствол почти касался воды. Сучья были загнуты по течению. Не успели мы схватиться за шесты, как ель со скоростью быстро бегущего поезда сразу надвинулась на нас. Дальше случилось что-то такое, в чем я совершенно не мог отдать отчета. Помню воду кругом себя, затем пошли какие-то зеленые полосы и камни, точно бочки, поставленные друг на друга. Что-то зацепило меня за рубашку, но вскоре отпустило. Потом я всплыл на поверхность и вдохнул полной грудью. Впереди из воды показался обломанный нос лодки, рядом плыли шесты и еще какие-то вещи. Я сообразил, что надо плыть по течению, направляясь к берегу. Скоро руки мои коснулись дна, и я встал на ноги. Авария обошлась без человеческих жертв. С большим трудом мы вытащили лодку из-под плавника. Она была пуста и так изломана, что не годилась для плавания. Все имущество погибло. Ружья, продовольствие, походное снаряжение, запасная одежда. Осталось только то, что было на себе. У меня поясной нож, карандаш, записная книжка и засмоленная баночка со спичками. Весь день употребили на поиске утонувшего имущества, но ничего не нашли. Печальную картину представлял собой наш бивак. Все понимали серьезность положения. Обратный путь отрезан. На гобели не было ни лодок, ни людей. Оставалось одно – идти вперед без всякой надежды найти помощь. Надо было решить, какой стороны реки держаться. Несомненно, дальше река сделается шире и многоводнее, и переправа будет затруднительной. Почему-то всем казалось, что удобнее идти левым берегом. В одном месте бутура сбилась на два рукава, заваленных плавником, по которому мы и перешли на другую сторону реки. Это была ошибка, как выяснилось несколько дней спустя. Левый берег оказался гористым, частые непропуски вынуждали нас взбираться на круче и тратить последние силы. Трудно передать на словах чувство голода. По пути собирали грибы, от которых тошнило. Мои спутники осунулись и ослабели. Первым стал отставать Гусев. Один раз он долго не приходил. Вернувшись, я нашел его лежащим под большим деревом. Он сказал, что решил остаться здесь на волю судьбы. Я уговорил Гусева идти дальше, но километра через полтора он снова отстал. Тогда я решил, чтобы он шел между казаками, которые за ним следили и постоянно подбадривали. На третий день к вечеру Джан Бао нашел дохлую скверно пахнущую рыбу. Люди бросились к ней, но собаки опередили их и в мгновение ока сожрали падаль. Измученные, голодные люди уныло и молча шли друг за другом. Только бы добраться до реки Хуту, в ней мы видели свое спасение. Мы все ужасно страдали от мошки. Ее особенно много появлялось во вторую половину дня, когда солнце начинало склоняться к горизонту. С радостью мы встречали вечерний закат. Сумерки и ночная тьма давали отдых от ужасного гнуса. На четвертые сутки мы дошли до Топкова болота. Пришлось опять взбираться на круче. В это время Альпа поймала молодого рябчика и стала его торопливо есть. Я бросился к ней, чтобы отнять добычу. Собака отбегала и старалась скорее съесть рябчика. Я крикнул на нее, отнял изжеванную птицу и в первый раз в жизни толкнул свою Альпу ногой. Она отошла в сторону и нехорошо посмотрела на меня. В этот день вечером мы убили ее и мясо разделили на части. Бедная Альпа Восемь лет она делила со мной все невзгоды походной жизни. Своей смертью она спасла меня и моих спутников. Между тем с Гусевым стало твориться что-то неладное. То он впадал в апатию и подолгу молчал, то вдруг начинал бредить с открытыми глазами. Дважды Гусев уходил, казаки догоняли его и силой приводили назад. Цингей я не боялся, потому что мы ели стебли подбила и черемуху. Тифозной бактерии тоже не было в тайге, но от истощения люди могли обессилить и свалиться с ног. Я заметил, что привалы делались все чаще и чаще. Казаки не садились, а просто падали на землю и лежали подолгу, закрыв глаза руками. На конец 16 августа мы дошли до места слияния рек Хуту и Буту. Ни через ту, ни через другую переправиться было нельзя. У нас не было ни топоров, ни веревок, чтобы сделать плод, не было сил, чтобы переплыть на другую сторону реки. Один раз понадобилось перебросить через маленькую проточку жерть длиною в 7 метров и толщиною в обыкновенную пивную бутылку. Вшестером мы не в силах были перенести ее на расстояние шестидесяти шагов. Она выскальзывала из рук и казалась невероятно тяжелой. 17 августа поднялись на ноги только я, Джан Бао и Дзюль. Мои спутники находились в каком-то странном состоянии, сделали суеверны, начали верить снам, приметам и ссориться из-за всякого пустяка. Все мы были как нервно больные. Какая-то ворона летела над рекой и, увидев на берегу лежащих людей, села на соседнее дерево и каркнула два раза. Вдруг гусев сорвался с места. Ворона, ворона, дико закричал он и бросился в лес за птицей. Следом за ним вскочили Косяков и Димов и с теми же криками «Ворона, ворона!» побежали вдогонку за Гусевым. Я тоже было побежал, но вдруг опомнился. «Стойте, сумасшедшие!» закричал я, что было силы. «Куда вы бежите?» Косяков остановился и стал звать Димова. Мало-помалу все успокоились и пошли искать Гусева. Они нашли его в кустах среди бурелома. Он лежал на земле ничком и что-то шептал. На глазах его были слезы. Гусев не сопротивлялся и дал привести себя обратно на бивак. Прошло еще трое суток, но людей было страшно смотреть. Они сильно исхудали и походили на тяжелых тифозно больных. Лица стали землистого цвета, сквозь кожу явственно выступали очертания черепа. Машка тучами велась над невстававшими в земли людьми. Я и Дзюль старались поддерживать огонь, раскладывая дымокуры с наветренной стороны. Наконец свалился с ног Джан Бао. Я тоже чувствовал упадок сил. Ноги так дрожали в коленях, что я не мог перешагнуть через Валежину и должен был обходить стороною. На берегу рос старый тополь. Я оголил его от коры и на самом видном месте ножом вырезал стрелку, указывающую на дупло, а в дупло вложил записную книжку, в которую вписал все наши имена, фамилии и адреса. Теперь все было сделано. Мы приготовились умирать. Было начало сентября. Осень властно вступила в свои права. Ночи стали холоднее, днем мы страдали от мошки, а ночью от холода. Одежда наша износилась до последней степени, а обувь была в еще более печальном состоянии. В ночь на 4 сентября никто не спал, все мучились животами. От того, что мы ели все, что попадало под руки, желудки отказывались работать, появлялись тошнота и острые боли в кишечнике. Можно было подумать, что на отмеле устроен перевязочный пункт, где лежали раненые, оглашая тайгу своими стонами. Я перемогал себя, но чувствовал, что делаю последние усилия. Вдруг где-то далеко внизу по реке раздался выстрел, за ним другой, потом третий, четвертый. Все заволновались и начали спорить. Одни настаивали на необходимости как-нибудь дать знать людям, стреляющим из ружей, о нашем бедственном положении. Другие говорили, что надо во что бы то не стало переплыть реку и идти навстречу охотникам. Третьи советовали развести большой огонь, но выстрелы больше не повторялись. Ночь была очень холодная, никто не смыкал глаз. Я смотрел на огонь и думал. Если стреляли у дыхейцы, то, вероятно, они били медведя, а присутствие медведя на берегу реки указывает на начавшийся ход рыбы. Если охота туземцев была удачной, они вернутся назад, и мы погибли. Если нет, они пойдут дальше, вперед по реке, и мы спасены. Потом я вспомнил про Альпу, и мне стало жаль ее. С этими мыслями, сидя на в Олежине, я задремал. Мне грезился какой-то бал, где было много людей. Танцующие пары вертелись у меня перед глазами и постоянно закрывали собой огонь. Вместо музыки слышалось какое-то пение, похожее на стоны. В зале открыты окна, и оттого было так холодно. Вдруг среди пляшущих людей появилась ворона. Она прыгала по земле, воровски озираясь по сторонам. Я потянулся, чтобы схватить ее, качнулся, чуть было не упал и открыл глаза. Светало. Костер догорал. Над рекой повис густой туман. Сквозь него неясно были видны горы по ту сторону хуту. В это время на самой середине реки появился какой-то темный предмет. Это была улемагда и в ней два туземца. Не спуская глаз с лодки, я протянул руку и тронул спящего рядом со мной человека, думая, что это дзюль, но это оказался Гусев. Он вскочил на ноги и дико закричал. Тогда поднялись все остальные и тоже начали кричать. Я видел, как туземцы задержали лодку, проворно повернули ее назад и скрылись в тумане. Возбуждение моих спутников сменилось отчаянием. Они стали кричать и в одиночку, и все разом, спорили и укоряли друг друга. Только дзюль и джань бао сохранили самообладание. Минут через двадцать туман стал подниматься кверху. Река была совершенно пустынна. Я просил моих спутников успокоиться и подождать восхода солнца. Была слабая надежда, что лодка, может быть, еще вернется. Я уже начал терять надежду. Вдруг Крылов сделал мне какой-то знак. Я не сразу его понял. Казак пригибался к земле, стараясь, возможно, больше скрыть свое присутствие и шепотом повторял одно слово «Собака». Я взглянул в указанном направлении и действительно увидел собаку. Она сидела на противоположном берегу и, насторожив уши, внимательно смотрела на нас. На душе у меня сразу отлегло. Значит, туземцы не ушли, а спрятались где-то в кустах. Тогда я вышел на берег и закричал «Би джанге, нюгу лоца анге и ни будь зяпты май макэ», то есть «Я джанге, шесть русских, много дней ничего не ели». Через несколько минут из заросли поднялся человек. Я сразу узнал в нем ороча. Мы стали переговариваться. Выслушав меня, он сказал, что их лодка находится ниже по течению, что он отправится назад к своему товарищу и вместе с ним придет к нам на помощь. Ороч скрылся. Собака тоже побежала за ним, а мы на берегу с нетерпением стали отчитывать минуты. «Идут», вдруг сказал джюль. Действительно, одна лодка показалась из-за поворота. «Еще лодка», заметил Крылов. «Третья», крикнул Косяков. «Люди много ходили», сказал, поднимаясь на ноги, Джан Бао. «Действительно, плыли три лодки, на которых люди усиленно работали шестами. Через четверть часа они подошли к нашему биваку. Это был встречный отряд Николаева. Тогда случилось то, чего я вовсе не ожидал. Меня, Дзюля и Крылова оставили силы, и мы опустились на землю, а те, кто лежал, не вставая уже несколько дней на гальке, поднялись на ноги. Наши спасители привезли с собой жидкий отварной рис. Мы с жадностью набросились на пищу, но с первых же глотков почувствовали себя дурно. Началась сильная рвота. Несколько раз мы принимали за еду, и каждый раз с тем же результатом. Из расспросов выяснилось, что Николаев по прибытии отправился на поиски нас вверх по реке Ходи, поднялся по ней километров на сто и, не найдя наших следов, возвратился к морю. Спустя две недели он возвратился сорочем с реки Тумнина. Старшина селения Хуту Дата Федор Бутунгари, прослышав, что я пошел конюю и что Николаев ищет нас на реке Ходи, послал к нему гонцов с извещением, что надо идти вверх по Хуту, Буту и Наргами. Судя по времени, говорили Орочи, Джанге должен был давно уже выйти к морю, значит, случилось какое-то несчастье и потому надо торопиться. Мой помощник тотчас выступил в путь. Федор Бутунгари подробно рассказал ему, где и как нас искать и дал переводчиков. Николаев поднимался по реке Хуту очень быстро, сокращая ночевки и время на отдых. Последняя ночь застала его в пути километрах в трех от нашего бивака. Случайно впереди него шла еще одна Улимагда с двумя орочами-охотниками, которые ничего не знали о нашем путешествии. Каждый вечер Николаев делал в воздух три-четыре выстрела, их-то мы и слышали, а на рассвете увидели орочей, которые приняли нас за Челдона в бродяг и спрятались в прибрежных зарослях. После такого сильного нервного напряжения появилась необычайная слабость. Едва я вошел в лодку и лег на приготовленное мне место, как почувствовал, что веки мои слепаются сами собой. Мне стало трудно говорить и ни о чем не хотелось думать. Когда лодки отходили от берега, я в последний раз взглянул на бивак, который едва не стал нашей могилой. Дуплистое дерево с затеской, примятая трава и груда золы на месте угасшего костра, все это так запечатлелось в моей памяти, что потом, хотя прошли многие годы, никакие другие образы не могли заслонить собою воспоминаний об этом случае. Река Хуту течет сначала с севера на юг, а после принятия в себя реки Буту круто поворачивает на северо-восток. Наш голодный бивак, как помнит читатель, находился у слияния обеих рек. Каждая из них близ устья принимает в себя по большому притоку Садолинго и Аделами. Местность эта называется Джауса. Отсюда на значительном протяжении правый берег Хуту высокий, нагорный и слагается из пород массивно-кристаллических. С левой же стороны выступают речные террасы новейшего образования, состоящие из обломков горных пород, перемешанных с глиной, песком и илом. Лодки, управляемые опытными руками орочей, быстро плыли вниз по течению. Туман рассеялся окончательно, было тепло и светло. Порой я приходил в себя, открывал глаза и видел красивые горы, чистые плесы реки и лес по берегам ее. Какие-то пестрые птицы порхали и, вытянув длинные шеи, торопливо проносились над лодкой. Гусев каждый раз пугался их, принимая за ворон. В самой долине леса состоят из пород широколиственных. Мельком я увидел маньчжурский ясень, тополь максимовича, белую березу и какие-то высокоствольные тайники. Лиственницы взбирались на более возвышенные места, постоянно смешиваясь елью и пихтой, которые по вершинам горных хребтов царили безраздельно и в своем сообществе терпели только каменную березу. Река Хуту и все ее притоки по справедливости считаются богато населенными зверем. В верховьях Буту держатся лось, кабарга, соболь и росомаха. По среднему течению в горах с левой стороны обитают северные олени. По правым притокам орочи иногда видят изюбров, кабанов и изредка тигров. Когда начало смеркаться, мы пристали к острову в местности Лелю. Одеяние Гусева и странное поведение его обратило на себя внимание орочей. Они долго смотрели на него и затем спросили, таким ли он был на Анюе. По их словам, местность, где мы долбили лодки, считается нечистой. Орочи боятся туда ходить и всегда рассчитывают свой маршрут так, чтобы ночевать выше или ниже. Там неоднократно были случаи, когда люди вдруг беспричинно чего-нибудь пугались и после этого становились душевно больными. То же случилось, по их мнению, и с Гусевым. Вот почему он и блуждал по лесу, а мы потерпели аварию и чуть не погибли от голода. Нам все время хотелось есть, и мы жадно набрасывались на пищу, но каждый раз после еды появлялись головокружение и тошнота. Всю ночь напролет мы лежали у огня, страдая приступами болезни. Когда рассвело, я не узнал своих спутников. У всех нас оказались распухшие лица и ноги. Пересилив себя, я еле добрался до лодки. Солнечный восход застал нас уже в дороге. Красивая и спокойная в верхнем течении река Хуту становится бурливой и быстрой около устья. Здесь она разбивается на несколько проток, иногда таких узких, что в них едва могли повернуться лодки, иногда очень широких, порожистых и заваленных валежником. «Тумни ходи есть», сказал один из орочей и указал на горы, расположенные под прямым углом к реке Хуту. Протока по которой мы плыли стала забирать вправо, а слева подошла еще какая-то другая большая протока. Солнечное сияние, широкий водный простор, даль, открывающиеся на необозримое пространство и душевное равновесие после пережитых страданий благотворно действовали на истомленный организм и вызывали дремоту. Проехав километра три по Тумнину, орочи свернули в одну из правых проток, на берегу которой расположилось селение Хуту-Дата. Несколько ребятишек сновало по воде в разных направлениях. Это орочские дети забавлялись в лодках. Веселые крики и смех оглашали воздух. Мальчики со строгами в руках приучались колоть рыбу. Самые маленькие ребятишки, полуодетые, стояли по колено в грязи и что-то доставали из воды. Завидев нас, они пустились бежать к селению. Через минуту из домика вышли взрослые люди. Некоторое время они стояли неподвижно, но потом, узнав сородичей, не торопясь, пошли к берегу. «Ну, здравствуй», говорили орочи, протягивая нам руки. Как при первом свидании на Хуту, так и теперь, когда я ближе присмотрелся к ним, я не нашел их однотипными. Одни из них имели овальные лица без усов и бороды, небольшой нос, смуглую кожу и правильный разрез глаз. У других было плоское скуластое лицо, обросшее черной бородой, широкий выгнутый нос и глаза с монгольской складкой век. Первые были небольшого роста, с поразительно маленькими руками и ногами, вторые роста выше среднего, широкие в костях и с хорошо развитыми конечностями. Все орочи были одеты в костюмы, представляющие собой точные копии у дыхейских, только без вышивок. Мужчины носили волосы, заплетенные в одну косу, а женщины в две косы. Прибавьте к этому браслеты и кольца на руках и большие серебряные серьги в ушах, и вы получите ясное представление об орочском прекрасном поле. Только старые женщины имели в носу маленькие сережки – тематыни. Орочский старшина Федор Бутунгари принадлежал ко второй антропологической группе. Это был крупный человек лет сорока с черной окладистой бородой. Наделенный от природы живым и проницательным умом, он имел большое влияние на всех тумнинских жителей. Я поблагодарил его за оказанную мне помощь. «Спасибо, не надо!» «Спасибо, не надо!» ответил Бутунгари смущенно и тотчас распорядился отнести наши вещи к себе в дом. Пока разгружались лодки, я стал осматривать деревушку. Селение Хуту-Дата, что в переводе значит «Устье реки Хуту», расположено по обе стороны Тумнинской протоки и состояло из бревенчатых домиков и нескольких юрт. Орочские домики имеют вид русских построек, но плохо сколочены с маленькими окнами и дощатыми дверцами. Они расположены как попало, без всякого порядка. За домиками ближе к лесу стояли амбары на высоких сваях. Несколько лодок валялось на берегу. Собаки были на привязи. Тучи мошкары, словно серый туман, вились над ними. Чтобы укрыться от гнуса, собаки вырыли глубокие норы в земле и залезли в них так, что снаружи остались видными только хвосты. У большинства их гноились глаза. Скоро все селение приняло свой обычный вид. Люди разошлись по домам, собаки забились в ямы еще глубже, а ребятишки снова побежали на берег. Глядя на этих малышей, я невольно поражался умению и ловкости, с которой они плавали на оморочках и бросали острогами в небольшие кусочки дерева, которые должны были изображать рыб. Если бы наши дети очутились в лодке на середине реки, какой переполох подняли бы матери? А здесь орочки спокойно поглядывали на своих ребят. Одна женщина закричала своему сыну, чтобы он съездил зачем-то на другую сторону реки. Тут же я видел маленьких девочек, которые носили на спине большие связки хвороста, значительно превосходящие их размерами. Бутунгари пригласил нас к себе. Его дом состоял из одной большой комнаты с дверьми, отворяющимися прямо на улицу, и с двумя окнами, обращенными на реку. В одном углу стояла небольшая железная печка с коленчатыми трубами. У двух других стен тянулись деревянные нары, на которых вместо подстилок лежали кожи сахатых и шкуры медведей. Около окон стояла скамья и стол с двумя табуретками. Простая лампа с закопченым стеклом, четыре старые фотографии неизвестных лиц, сундучки, берестяные коробки, лучки, стрелы, два ружья, копье и шаманский бубен дополняли убранство помещения. Пол и потолок были сколочены плохо, множество комаров, мух и слепней, жужжанием билось в стекла. Тотчас женщины поставили на стол закопченый чайник, стаканы из толстого стекла, белое блюдце и купленный хлеб. Ожидался ход рыбы. Весенний ход киты был очень слабый и на несчастье совпадал с большой водой. Наша шибко боится, говорил Бутунгаре. Рыба нету, собака пропади, собака пропади, охота ходи не могу, охота ходи нету, чего-чего купи не могу. Вечером я опять почувствовал себя плохо и вышел из дома пройтись по берегу реки. На небе не было ни звезд, ни луны, дул ветер с моря, начинал накрапывать дождь. На той стороне реки горел костер и свет его ярко отражался в черной, как смоль воде. Вдруг я увидел какую-то фигуру, приближающуюся ко мне быстрыми шагами, без головного убора, завернутую в одеяло и с палкой в руках. Это был Гусев. Он остановился, посмотрел на огонь и, протянув вперед руку, медленно сказал, «Так вот оно что!» Я крикнул его. Гусев вздрогнул и мелкими шажками подбежал ко мне. «Знаете, куда мы попали?» заговорил он скороговоркой. «Мы снова пришли на анюй. Я узнаю это место. Вот и река, вот и остров, и сопка знакомая». Я стал его уговаривать и спать. «Куда?» спросил он. «Где наш бивак? Он на той стороне. Видите огонь? Как мы теперь туда попадем?» Бормотал он в беспамятстве. Я взял его под руку и привел в дом Бутунгари. Когда Гусев успокоился, я снова вышел на берег реки и долго сидел на опрокинутой вердном лодке. Сырость, проникшая под складки одежды, давала себя чувствовать. Я вернулся домой и лег на Кан. Но сон бежал от моих глаз. Меня беспокоило душевное состояние Гусева. Я решил как следует одеть его в императорской гавани и на пароходе отправить во Владивосток. Снаружи слышался какой-то шорох, словно крадучись накрапывал дождь. Капли его били в стекла окон. По соседству ворчали неполадившие между собой собаки, и кто-то бредил во сне. На другой день, несмотря на ненастье, мы распрощались с Бутунгари и отправились к морю на двух лодках. Ветер дул нам навстречу, и потому орочи шли на шестах, придерживаясь мелководья. До устья реки было километров сорок пять. После принятия реки Хуту Тумнин разливается на несколько рукавов. С левой стороны главного русла тянутся обширные торфяные мари, поросшие редкостойной лиственницей, а за ними виднеется большая гора Иодо с магнитной аномалией на 16 градусов. Самые низовья Тумнина представляют собой обширную заводь. Раньше это был залив, глубоко вдающийся в сушу. Потом он отделился от моря широкую песчаную косою и превратился в лагуну, постепенно заполняемую выносами рек. Современная лагуна наиболее глубокое место залива. Многочисленные острова в устье реки совсем недавнего образования. Они еще не успели покрыться растительностью. Границами древнего залива является базальтовая гряда, которая в настоящее время образует правый край лагуны, а слева такой же длинный базальтовый язык около реки Улике. Последняя раньше непосредственно вливалась в море, а теперь впадает в лагуну устья Тумнина. Уже смеркалось, когда мы достигли селения Дата. В нем была полная тишина. Ночные тени неслышными волнами обволакивали горы, лес и орочские домики. Точно серые невзрачные зверьки, испугавшиеся чего-то, они сбились в кучу и притаились около высокого утеса. В неподвижной и зеркально гладкой воде лагуны отражались отблески вечернего заката. Слышался запах моря. Вот и улика. Орочи повернули лодки. Учуяв наше приближение, собаки начали выйти все разом. Из ближайшей юрты вышел мужчина. Это был ороч Антон Сагды, с которым впоследствии я подружился. Он позвал свою жену и велел ей помочь нам переносить вещи. Здесь мы узнали, что все мужское население ушло на охоту за морским зверем и дома остались старики, женщины и дети. Через несколько минут мы сидели в юрте по обе стороны огня и пили горячий чай. Первый маршрут от Амура к морю был окончен. После ужина Ороч и его жена ушли к соседям, предоставив в наше распоряжение всю юрту. Вследствие болезненного состояния я опять не мог спать. Я лежал на жестком ложе с открытыми глазами и ни о чем не хотел думать. Слышно было, как снаружи доносился шум морского прибоя, слышно было, как квакали лягушки в воде и стрекотали ночные кузнечики. На рассвете в юрту вошел что море разбушевалось, ехать нельзя и потому вставать не надо. Я воспользовался его советом и повернувшись на другой бок уснул тяжелым сном. Когда я проснулся было уже поздно. При дневном освещении селение Датта имело совсем иной вид. Семь бревенчатых домиков и десять юрт из корья растянулись вдоль берега улике. Юрты орочей больше размерами чем у родственных им УДХ. Кроме крыш они имеют еще боковые стенки. Люди помещаются на полу по обе стороны огня, женщины ближе к дверям. Тут же на полках связанных лыком помещалась деревянная и берестяная посуда, среди которой я заметил несколько белых тарелок. Орочки женщины трудолюбивы и молчаливы. Весь день они работают, носят дрова, скоблят шкуры зверей или мнут рыбью кожу, варят обед или шьют обувь и подчиняют одежду. Они много курят и как будто совершенно не замечают посторонних людей у себя в доме. В глазах их нельзя прочесть ни испуга, ни гнева, ни любопытства, ни радости. Орочи любят держать около своих домов разных птиц и животных. В селении Дата был настоящий зверинец. Близ юрты Сагды в особом помещении, сложенном из толстых бревен, сидел медведь. Его убьют на празднике, когда он достигнет полного возраста, как это делают геляки и айны. Медведь был злой и сквозь щели в бревнах старался лапой схватить любопытных, заглядывающих в его темницу. В другом домике я увидел молодую лису. В движениях ее было что-то порывистое собачье и что-то по соседству на сушилках привязанный за ногу сидел орел. Он успел уже свыкнуться со своей неволей, равнодушно поглядывал по сторонам и только время от времени клювом перебирал перья у себя на груди. Около крайнего дома в деревянном ящике сидели только что пойманные две молодые уточки. Они пищали и просовывали свои неуклюжие головы между решетинами клетки. Тут же внутри юрты по полу прыгала привязанная за ногу озорница сойка. Она издавала резкие крики и согнув на бок голову поглядывала в дымовое отверстие в крыше где виднелись небо и солнце. После осмотра селения я хотел перебраться на другую сторону реки Улике. Антон Сагды охотно взялся проводить меня к морю. Мы сели с ним в лодку и переехали через реку коса, отделяющая ее от моря оказалась шире, чем я предполагал. Она заросла лиственницей в возрасте от 100 до 150 лет. За перелеском широкой полосой тянулись пески, на которых во множестве валялись творки раковин. Самое устье тумнина узкое. Огромное количество воды, выносимое рекою, не может вместиться в него. С берега видно, как сильная струя пресной воды далеко врезается в море и кажется, будто там еще течет тумнин. Навстречу ему идут волны, темные с острыми гребнями. Они вздымаются все выше и выше, но, столкнувшись со стремительным течением реки, сразу превращаются в пенистые буруны. И вот в такую-то ветреную погоду орочи селения Дата выходят в море на охоту за нерпами. Я сел на берегу и стал любоваться прибоем, а мой спутник закурил трубку и рассказал, как однажды 17 человек орочей на трех больших лодках отправились за морским зверем. Дело было весной, в марте. Надо было дойти до сплошного льда, где они рассчитывали найти много тюленей. Погода была хорошая, море тихое, мыс, где ныне стоит Николаевский маяк, чуть виднелся на горизонте. После полудня орочи заметили лед и на нем много нерп. Они принялись за охоту с увлечением. В короткий срок они убили 91 животное. Вдруг с северо-восточной стороны надвинулся холодный туман и пошел снег. Старики уговаривали молодых орочей бросить убитых животных и спешно идти назад к берегу, которого теперь уже не было видно. Тяжело нагруженные лодки не могли скоро двигаться. Небо все больше и больше заволакивало тучами. Орочи потеряли ориентировку и гребли наугад до самых сумерек, а ветром их относило в сторону. Так промаялись они всю ночь, а наутро, когда стало светать, опять увидели перед собой ледяное поле и на нем трупы убитых ими тюлений. Тогда они вытащили на лед лодки, укрепили на веслах палатки и стали выжидать конца бури. Двое суток бушевало море. Опасаясь, что волнение может взломать лед, старики велели держаться около лодок. За неимением дров они жгли в котлах нерпичи сало. На растопку шли палки и доски от сидений. Огонь раскладывали только тогда, когда надо было согреть воду. На третий день ветер начал стихать, море понемногу стало успокаиваться. Когда туман рассеялся, они увидели землю. По очертаниям гор старики узнали, что находятся против устья реки Коппи. Уезжая с Альдины, они побросали всех тюленей в воду, отдав их жертву хозяину морей Тэму в глубоком убеждении, что это он наказал их за убой такого большого количества дали обет на будущее время бить зверя ровно столько, сколько надо для прокормления. Велика была радость женщин селения Дата, увидевших своих мужей и братьев, которых они считали погибшими. Солнце стояло высоко на небе и светило ярко по-осеннему. Вода в реке оказалась неподвижно гладкой и блестела как серебро. Несколько длиноносых куликов ходили по песку. Они не выражали ни малейшего страха, даже тогда, когда лодки проходили совсем близко. Белая, как первый снег, одинокая чайка мелькала в синеве неба. С одного из островков, тяжело махая крыльями, снялась серая цапля и с хриплыми криками полетела вдоль протоки и спустилась в соседнее болото. Орочи взялись за весла, направляя лодку к тому берегу, где течение было быстрее. Протоки становились шире, многоводнее и казались длинными озерами. Но вот и сам Тумнин. Удыхийцы называют его Томди, а Орочи Тумни к последнему названию прибавили букву Н. Большая величественная река спокойно текла к морю. Левый берег ее нагорный, правый частью низменный и поимный и слагается из невысоких террас. Кое-где виднелись небольшие островки, поросшие древесной растительностью. Они отражались в воде, как в зеркале. До мельчайших подробностей, словно там под водою, был другой мир, такой же реальный, как и тот, в котором мы обитали. Глава четвертая. Смотритель маяка. В ночь с 11 на 12 сентября ветер начал стихать. Антон Сагды несколько раз ходил на берег моря, смотрел вдаль и по движению облаков старался угадать погоду. Глядя на него, можно было подумать, что обстоятельства складываются неблагоприятно. Я уже хотел было идти на экскурсию к горе Иодо, как вдруг орочи засуетились и стали готовить лодки. Нам с читателем придется совершить длинное путешествие вдоль берега моря и потому необходимо познакомиться с конструкцией орочской мореходной лодки Тамтыга. Она очень легка и сшивается из тонких досок. Вместо железных гвоздей орочи употребляют деревянные лиственничные колышки. Будучи плоскодонной, Тамтыга сидит в воде главным образом своей средней частью, имея нос и корму приподнятыми. Такая конструкция делает ее очень удобной и позволяет приставать к берегу в любом месте, лишь бы не было острых камней. Грузы в лодке распределяются так – две трети в корме между грибцами и рулевым и одна треть в носу. Так как дно лодки выгнуто, то вся вода, просачивающаяся сквозь щели, стекает к середине и легко выкачивается за борт берестяными ковшиками. Грибное весло состоит из рычага с рукояткой, отверстием для уключенной и лопастью, дискообразной у основания и суживающейся к концу. Уключены делаются из еловых сучков, которые привязываются лыками к бортам лодки в вертикальном положении. Вместо паруса употребляются четырехугольные полотнище палатки, прикрепленные к нему жердями, косо-крестообразно привязанными к одной из скамеек. Мореходная орочская лодка среднего размера при четырех грибцах, одном рулевом и двух пассажирах может поднять до 30-40 пудов полезного груза. Часов десять утра мы вошли в лодки и тронулись в путь. Главным старшиной и руководителем был Антон Сагды. Я удивился той дисциплине, которая царила в отряде. Все его распоряжения молодые орочи выполняли быстро. Они работали молча, проворно, не было ни споров, ни пререканий. Таков закон у всех мореходов. Только при соблюдении строжайшей дисциплины можно успешно бороться с водной стихией. Сухопутные люди не всегда это понимают. Когда мы вышли из реки Улике, течение подхватило нашу лодку и понесло ее в море. Навстречу шли большие волны, увенчанные белыми гребнями. Одна другой выше, одна другой страшнее. Антон Сагды велел гребцам сдерживать лодку на веслах, а сам встал на корму и пытливо всматривался вперед. Казалось, он выжидал удобного момента. Улучив минуту, он крикнул «Га!» Орочи дружно навалились на весла. Как только лодка поравнялась с внешним краем песчаной косы, Антон Сагды круто повернул ее вправо. Тотчас слева выросла громадная волна. Она неслась прямо на нас, всплескивалась, пенилась и шипела. Повинуясь кормовому веслу рулевого, лодка пошла ей навстречу и немного наискось. Вслед за тем она взметнулась кверху и накренилась на правый борт. Волна прошла, гребцы сильнее налегли на весла. Опять волна и опять тот же маневр. На мгновение там тыга очутилась в водяной котловине, потом сразу взлетела на гребень, грузно осела кормой и вслед за тем зарылась носом в белой пене. Это был девятый вал. Потом лодка выправилась, бар и прибойное волнение остались позади. Тогда Антон Сагды дождался второй лодки, дал несколько советов рулевому и велел грести. Все пространство между реками Хуту, Тумнином и Коппи заполнено базальтом. Этот лавовый поток двигался с запада к востоку и вклинился в море длинными языками, благодаря чему здесь образовалось много полуостровов, бухт и заливов. Императорская гавань представляла собой глубокий провал. Берега ее тоже слагаются из базальтов. Лес, состоящий из лиственницы, аянской ели и белокорой пихты, густо покрывает все мысы и по распадкам спускается до самого моря. Я сидел рядом с Антоном Сагды и старался запомнить все, что он говорил. Первая бухточка называлась Намшука, искаженная Намука, от слова Наму, что означает море. За ней дальше на юг между мысами Шинаку и Джуанка вытянулась большая бухта Силантьева. В нее впадает небольшая речка Джуанка, которая получила свое имя от слова Джу, что значит домик. Джуанка в переводе на русский будет деревушка. И действительно, в глубине самой бухты приютилось небольшое орочское селение. Затем следует бухта Тона с мысом Тона и с рекой Тона, и за ними небольшая, но уютная бухточка Сякта с безымянной речкой. На ней есть водопад Сыдю, около которого живет черт. Там часто трясется земля. Кто-то ходит по лесу, кричит, свистит и не дает людям спать. Еще отметим выдающийся мыс Ая. Слово это значит «хорошо». Такое странное название он получил, потому что сейчас же за ним находится большая бухта Ванина. Если во время непогоды орочам удается на лодках достигнуть этого мыса, они кричат «Ая, Ая». Антон Сагды тоже издал это традиционное восклицание, налег на кормовое весло и свернул в бухту Ванина. Высокие скалистые берега ее, темная неподвижная вода и никем не нарушаемая тишина создавали обстановку неприветливую, угрюмую. В глыбах камней, хаотически нагроможденных на берегу, в покачнувшихся старых деревьях и в мрачных утесах чувствовалась какая-то настороженность. Точно кто-то неведомый, страшный прятался в лесу и наблюдал за нашими лодками. В глубине бухты впадала небольшая речка Уй, около устья которой находился один орочский домик. Присутствие людей несколько смягчало суровую красоту бухты Ванина, и жуткое чувство, навеянное с той странной обстановкой, понемногу стала рассеиваться. Когда орочи пристали к берегу, они пошли по своим делам. Мне наскучило сидеть в лодке на одном месте, и я пошел пройтись по намывной полосе прибоя. Она суживалась все более и более, и, наконец, сошла на нет. Я обратил внимание на большую глубину бухты. Слева была высокая стена, а справа вода. Если бы море вдруг отступило, я почувствовал бы себя на карнизе, повисшем над пропастью. Дойдя до конца тропы, я сел на один из камней и стал осматриваться. Взор мой остановился на медузе. Она то развертывала свою мантию, то быстро сжимала ее, выталкивала воду и толчками подвигалась вперед. Вдруг несколько в стороне на воде появились круги, и вслед за тем над поверхностью ее показалась большая голова какого-то страшилища буро-серого цвета с маленькими ушами, черным носом и щетинистыми усами. Голова была больше человеческой раза в четыре. Животное глубоко вздохнуло и потом раскрыло свою пасть, показав большие зубы. Вслед за тем оно повернуло голову и уставилось на меня своими черными выпуклыми глазами. Если бы оно вздумало залезть на низкую намывную полосу прибоя, то отрезало бы мне путь назад и я очутился бы прижатым к береговому обрыву. Тогда я решил опередить его и спрыгнул с камня, но зверь сам меня испугался. Он еще раз шумно вздохнул и скрылся над водою. Вернувшись назад, я рассказал Орочам, что, по-видимому, видел Сивуча. Этот крупный представитель ушастых тюленей в недавнем прошлом был весьма распространен, но вследствие постоянного преследования человеком он почти совсем исчез около императорской гавани. Ныне Сивучи встречаются южнее мыса Туманного. Орочи считают Сивуча морским медведем, находящимся в антагонизме с его наземным братом. Появление его в бухте Ванина означает, что он был или ранен, или напуган косаткой гладиатором. Орочи также сообщили мне один из их многочисленных предрассудков, а именно ножом, которым хоть раз пришлось снимать шкуру Сивуча, нельзя резать мясо медведя, и вообще брать его с собой на охоту не следует. Лучше всего такой нож бросить в море. Через полчаса мы поплыли дальше. Между тем погода опять испортилась. Юго-восточный ветер принес туман и море взволновалось. К счастью, до императорской гавани было недалеко. Обогнув мыс туманной, лодки вошли в открытую бухту безымянную. Слева был большой остров Меньшиково, недавно соединившийся узкою песчаной косой с материком. Орочи перетащили лодки через косу и сразу попали в бухту Уая, северную, составляющую часть императорской гавани. Последняя длиной 11 и шириной до 3 километров и отделена от моря высоким горным хребтом Доко, слагающимся из массивно кристаллических пород. Императорская гавань расположена в направлении с юго-запада к северо-востоку и, в свою очередь, имеет несколько заливов и бухт с орочскими названиями, которые впоследствии были вытеснены русскими. Если идти от входа в гавань по восточному берегу и обогнув в конце продолжать путь по-западному к полуострову Меньшиково, то эти бухточки располагаются в следующем порядке. Первая Цапкой маячная. Здесь выгружаются грузы, предназначаемые для маяка. Следующая бухточка Даянькая японская. В глубине ее приютилось несколько домиков русских рыбопромышленников. Далее две бухточки рядом Чабакая и Окача. Тут были постройки австралийской лесопромышленной компании. Как раз напротив них находится мелководная бухта Хади, в которую впадает река того же имени. По соседству с ней и севернее бухта Баудя Костарева и далее к северо-востоку Агэ, залив Константиновский, о котором речь будет ниже, и, наконец, Уайя, в которую мы попали через переволок из бухты Безымянной. Против Маячной бухты есть небольшой островок Сеогобяцани, ныне называемый Ковришкой. В сумерки мы дошли до концессии и стали биваком на самом берегу моря около обильного водою источника. Наши стомленные виды, наши изношенные костюмы привлекли общее внимание. Вести о маршруте экспедиции и тяжелой голодовке разнеслись по всем окрестностям. Служащие концессии приходили к нам расспрашивать о том, как мы шли и приглашали к себе на чашку чая. Это было весьма стеснительно, но ничего нельзя было поделать и приходилось отдавать дань популярности приобретенной такой тяжелой ценою. От новых знакомых я узнал, что в конторе концессии имеются для нас письма и деньги, а в складах хранятся ящики с одеждой, продовольствием и научным снаряжением, высланным из Владивостока. Следующий день был воскресный, но, несмотря на это, для нас открыли склады и выдали все, в чем мы нуждались. Мы вымылись в бане, сбросили себя лохмотья и надели новые костюмы и чистое белье. Через неделю прибыл пароход, на котором я отправил Гусева. Он тоже отдохнул, и душевное равновесие его стало восстанавливаться, чему мы были все очень рады. Впоследствии я узнал, что он выздоровел совершенно. Первую экскурсию я совершил в залив Константиновский. Пусть читатель представит себе изломанную трещину 8 километров длиною, заполненную водой. В самом конце залива впадает небольшая речка Ма. Высокие скалистые берега, покрытые густым хвойным лесом, очень живописны и выступают то с одной стороны, то с другой, как кулисы в театре. Первый мыс на северном берегу носит название Сигнальный. За ним расположилась красивая бухточка Путаки, постовая, глубиною в 30 метров. Здесь был потоплен фрегат Паллада. В 1854-55 годах во время Севастопольской кампании, когда военные суда были уведены к Николаевску на Амуре, фрегат Паллада вследствие своей глубокой осадки не мог пройти через бар Амура и остался в императорской гавани. Я велел пристать к берегу. До сумерек было еще далеко, и потому, предоставив своим спутникам устраивать бивак, я взял ружье и пошел осматривать местность, которая на картах носит название Поста Константиновского. Здесь мечтали построить город Константиновск, и все это рухнуло как-то сразу. Большой корабль погребен на дне бухты, над ним стоит неподвижная и черная как смоль вода, на берегу кладбище с развалившимися могилами, истлевшими изгородями и упавшими крестами, на которых кое-где сохранились надписи. От казарм и цейгаузов следов не осталось. От батарей, спешно выстроенных тогда же, в 1855 году, сохранились валы, разрушенные временем и размытые водой. На опушке леса, на самом краю берегового обрыва, стоит покачнувшийся чугунный памятник, на котором сделана следующая надпись погибшим от цинги в 1853 году транспорта «Иртыш», штурману, Чудинову и двенадцати матросам, с ним и российско-американской компанией, четырем матросам и двум рядовым. Над бухтой и в лесу над кладбищем царила мертвящая тишина. Погибли люди, погибли надежды, погибло все, только смерть оставила свои следы. Я задумался над бренностью людского существования. Как бы в подтверждение моих слов один крест, стоявший в наклонном положении и, видимо, подгнивший у самого основания, с глухим шумом упал на землю. Испуганный паучок, притаившийся за дощечкой, на которой когда-то было написано имя погребенного, пробежал по дереву и проворно скрылся в траве. У основания креста копошились муравьи. Грустные чувства навеяли на меня развалины поста. Мне захотелось к людям. Я забросил ружье на плечо и медленно пошел к биваку. День клонился к вечеру. Солнце только что скрылось за горами и посылало к верху свои золотисто-розовые лучи. На небе в самом зените серебрились мелкие барашковые облака. В спокойной воде отражались лесистые берега. Внизу у ручейка белели две палатки и около них горел костер. Опаловый дым тонкой струйкой поднимался кверху и незаметно таял в чистом и прохладном воздухе. На биваке я застал своих спутников в сборе. На другой день мы рано вернулись в концессию. Через два дня я отправился на маяк Николая, где намеревался привязать свои съемки к астрономическому пункту и произвести поправки хронометра. Путь от концессии идет лесом вдоль восточного берега императорской гавани. Эта конная тропа очень грязная и ею можно пользоваться только при дневном свете. Километров через шесть она выходит на дорогу, проложенную от маячной бухты по всхолвленной местности и пересекает несколько горных ручьев. По сторонам ее на местах старых пожарищ тянутся пустыри, поросшие молодой лиственницей и белой березой. Самый маяк построен в 1897 году на оконечности хребта Доко, слагающегося из гранита и имеющего несвойственную ему столбчатую отдельность. Орочи в торчащих из земли утесах видели окаменевших людей и боялись ходить туда. В дальнейшем при постройке маяка эти страхи рассеялись. Смотрителем маяка был старый боцман русского флота Майданов. Он встретил меня на крыльце и протянул руку. Я увидел перед собою полного человека лет сорока с лысиной на голове, с крупными чертами лица и слабой растительностью на верхней губе. Он был одет в черную флотскую тужурку с медными пуговицами, такие же черные штаны и высокие сапоги. Старые моряки имеют особую походку. Так и Майданов при ходьбе покачивал корпусом и как-то странно держал руки, точно хотел схватиться за что-нибудь. Он постоянно улыбался и серьезная мина совсем не шла к его лицу. Это был весьма добродушный человек и исправный служака. Надо отдать ему справедливость. Маяк он содержал в образцовом порядке. Всюду была видна рука заботливого хозяина и чистота такая, какую можно встретить только на военном судне. Полы были вылащены и блестели как полированные. Стены, выкрашенные масляной краской, спорили в чистоте с печами, которые не только красились, но еще и мылись еженедельно. Все металлические части были вычищены, стекла протерты мелом. Приятно было видеть весь этот порядок, и я не мог отказать себе в удовольствии пробыть на маяке трое суток. Перед сумерками мы с Майдановым сели за стол. В это время в помещение вошел матрос и доложил, что с моря идет густой туман. «Заведи граммофон», сказал ему смотритель маяка. «Есть», ответил матрос и удалился. Через десять минут страшный рев всколыхнул пропитанный морскими испарениями тяжелый воздух. Звук был настолько силен, что от него зазвенели стекла в окнах. От неожиданности я даже вскочил с места. «Что это такое?» спросил я своего собеседника. «Граммофон», ответил он мне. «Какой граммофон?» вновь спросил я его в недоумении. «А сирена?» сказал он простодушно. Через две минуты звук повторился еще и еще. И так весь вечер, всю ночь, и весь следующий день до вечера. Скоро ухо мое привыкло. Я перестал замечать ритмический рев сирены. Она не мешала мне не только работать, но даже и спать. На другое утро Майданов разбудил меня и объявил, что погода туманная и дождливая. Это подтверждала и сирена, которая гудела, не переставая, посылая мощные звуковые волны в туманную даль. Первую половину дня я провел за своими путевыми дневниками. Покончив с работой, я спросил смотрителя маяка, нет ли у него какой-нибудь книжки. Нет, ответил он, этого у нас не водится. Я выразил удивление, что на маяке, где от скуки, казалось бы, умереть можно, нет книг. Нам некогда читать, ответил Майданов, днем и ночью работы много. Я посоветовал ему выписать несколько книг и обещал дать их список, но Майданов предупредил меня. Он списал заглавия всех тех книг, которые я имел с собою. Впоследствии мне рассказывали, что книги эти он получил и поставил их на видном месте. Каждому посетителю он показывал их и говорил, что это я посоветовал ему приобрести их для чтения гостям, которых судьба случайно закинет на маяк. В сумерки мы поднялись с ним на башню для осмотра фонаря. Когда я вышел на мостик с перилами, окружающими фонарь, я был поражен громадным количеством ночниц, налетевших на свет, и тотчас же стал собирать их в морилку с цианистым калием. Вечером я укладывал насекомых в конвертики и делал надписи на них. Часов восемь с половиной Майданов, сидя за столом, стал дремать. «Идите спать», сказал я ему. «Нельзя», ответил он. «Почему?» спросил я опять. «Надо в девять часов фонарик, снова сел на свое место и стал поглядывать на часы. Когда было без пяти минут девять, я сказал, что теперь можно производить наблюдение. Нет», отвечал он, «надо минута в минуту». Затем он оделся и вышел во двор. Я видел через окно, как он остановился перед метеорологической будкой с часами в руках и ждал, когда минутные и секундные стрелки укажут ровно девять. У него был вид человека, который исполняет чрезвычайно важное и ответственное дело, в котором ничтожное нарушение во времени может принести к весьма серьезным последствиям. Покончив с наблюдениями, смотритель маяка лег спать, но зачем-то позвал меня к себе. Войдя в его каюту, как он называл свою комнату, я увидел, что она действительно обставлена как каюта. В заделанное окно был вставлен иллюминатор, графин с водой и стакан стояли в гнездах, как на кораблях, кровать имела наружный борт, стол и стулья тоже были прикреплены к полу, тут же висели барометр и несколько морских карт. Майданов лежал в кровати одетый в сапогах. «Почему вы не разденетесь?» спросил я его. «Что вы, что вы?» отвечал он торопливо, как бы испугавшись чего-то. «Нельзя, никак нельзя». «Почему?» спросил я. «А вдруг судно покажется?» ответил он, садясь к койке. «Ну так что же?» сказал я ему. «Пусть себе идет мимо». «Нет, нельзя», ответил Майданов. «Если раздеваться, то какая же эта служба будет? У нас бывало на Корвите только ляжешь и закроешь глаза, как кричат боцмана наверх. Где тут раздеваться и одеваться?» Я понял. Ему непременно хотелось придать своей службе серьезные значения. Он считал себя часовым на посту. В этом был весь смысл его жизни. Это сознание важности дела наполняло его всего, одухотворяло его и делало жизнь прекрасной. Разве можно разбивать иллюзии в таких случаях? На другой день я встал чуть свет. Майданов лежал на кровати одетый и мирно спал. Потом я узнал, что ночью он дважды подымался к фонарю, ходил к сирене, был на берегу и долго смотрел в море. Под утро он заснул. В это время в каюту вошел матрос. Я хотел было сказать ему, чтобы он не будил смотрителя, но тот предупредил меня и громко доложил «На траверсе судно!» Майданов мгновенно вскочил на ноги. Он принял важный вид, надел головной убор и вышел на берег моря. Я последовал за ним. Ветер переменился и дул уже с материка. Внизу над водой держался туман отдельными клочьями. Было такое впечатление, будто мы находились высоко в горах, а там внизу проходят облака. За дальностью расстояния волн не было видно, и только по белой кайме у берега можно было догадаться, что море неспокойно. Майданов поднял бинокль к глазам и долго смотрел на горизонт. Затем он вернулся в свою каюту, и все с тем же важным видом в простой ученической тетради с клеенчатым вахтенным журналом отметил день, час и минуты, когда судно, чуть заметное на горизонте, прошло мимо его маяка. «Разве это надо записывать?» спросил я его. «А как же?» ответил он. «В вахтеном журнале все записывается, и погода, и все, что делается на судне, и какие другие суда встречаются на пути, и какой курс они держат». Я проникся уважением к этому старому боцману. Часов восемь вечера я стал собираться домой. Майданов засуетился и проводил меня до первого ручейка. Двумя руками он пожал мою руку и очень просил следующий раз, как только я приду в императорскую гавань, непременно остановиться у него на маяке. Мы расстались. Было уже поздно. На небе взошла луна, и бледным сиянием своим осветило безбрежное море. Кругом царила абсолютная тишина, ни малейшего движения в воздухе, ни единого облачка на небе. Все в природе замерло и погрузилось в дремотные состояния. Листва на деревьях, мох на ветвях старых елей, сухая трава и паутина, унизанная жемчужными каплями вечерней росы. Все было так неподвижно, как в сказке о спящей царевне и семи богатырях. Минут двадцать пять я шел целеною, но потом действительно нашел тропу, которая, по-видимому, шла на лесную концессию. Около тропы лежала большая плоская базальтовая глыба. Я сел на нее и стал любоваться природой. Ночь была так великолепна, что я хотел запечатлеть ее в своей памяти на всю жизнь. На фоне неба, озаренного мягким сиянием луны, отчетливо выделялся каждый древесный сучок, каждая веточка и былинка. Полный месяц с небесной высоты задумчиво смотрел на уснувшую землю и тихим густым светом озарял мохнатые ели, белые стволы берез и большие глыбы лавы, которые издали можно было принять за гигантских жаб или окаменевших допотопных чудовищ. Воздух был чист и прозрачен, кусты, цветковые растения, песок на тропе, сухую хвою на земле. Словом, все мелкие предметы можно было так же хорошо рассмотреть, как и днем. Поблизости от меня рос колючий кустарник даурского шиповника, а рядом с ним поросли рябины, за ней ольховник и кедровый стланец, а дальше жимолость и сорбария. Еще не успевшая остыть от дневного зноя земля, излучало в воздух тепло, и от этого было немного душно. Эта благодатная тишь, эта светлая лунная ночь как-то особенно успокоительно действовали на душу. Я вдыхал теплый ночной воздух, напоенный ароматом смолистых хвойных деревьев, и любовался природой. Какой-то жук, должно быть навозный, с размаху больно ударил меня в лицо и упал на землю. Слышно было, как он шевелился в траве, видно, стараясь выбраться на чистое место. Это ему удалось. Он с гудением поднялся в воздух и полетел куда-то в сторону. Я встал и пошел своей дорогой. Примерно через полчаса сплошной лес кончился, и я вышел на пригорок. Впереди передо мной расстилался широкий и пологий скат, покрытый редколесьем, состоящим из березы, ели, осины и лиственницы. Тут росли кустарники и высокие травы, среди которых было много зонтичных. Справа была какая-то поляна, быть может гарь, а слева стеной стоял зачарованный и молчаливый лес. На минуту я остановился и в это время увидел впереди себя какой-то странный свет. Кто-то навстречу мне шел с фонарем. Вот чудак, подумал я, в такую светлую ночь кто-то идет с огнем. Через несколько шагов я увидел, что фонарь был круглый и матовый. Вот диво, снова подумал я, кому в голову могла прийти мысль лети по тайге при свете луны с бумажным фонарем. В это время я заметил, что светлый предмет был довольно высоко над землей, значительно превышал рост человека. Еще не доставало, сказал я почти вслух, кто-то несет фонарь на палке. Странный свет приближался. Так как местность была неровная и тропа то поднималась немного, то опускалась в выбоину, то и фонарь, согласуясь, как мне казалось, движениями таинственного пешехода, то принижался к земле, то поднимался к верху. Я остановился и стал прислушиваться. Быть может, шел не один человек, а двое. Они, несомненно, должны разговаривать между собою. Но тишина была полная. Ни голосов, ни шума шагов, ни покашливания, ничего не было слышно. Не желая пугать приближающихся ко мне людей, я умышленно громко кашлянул, затем стал напевать какую-то мелодию, потом снова прислушался. Абсолютная тишина наполняла сонный воздух. Тогда я оглянулся и спросил «Кто идет?» Мне никто не ответил. И вдруг я увидел, что фонарь двигается не по тропе, а в стороне влево от меня кустарниковой зарослью. Мне стало страшно от того, что я не мог объяснить, с кем или с чем имею дело. Это был какой-то светящийся шар величиной в два кулака матового белого цвета. Он медленно плыл по воздуху, приноравливаясь к топографии места, то опускаясь там, где были на земле углубления и где ниже была растительность, то поднимаясь кверху, там, где повышалась почва и выше росли кустарники. И в то же время он всячески избегал соприкосновения с ветвями деревьев, с травой и старательно обходил каждый сучок, каждую веточку и былинку. Когда светящийся шар поравнялся со мной, он был от меня шага в десяти не более, и потому я мог хорошо его рассмотреть. Раза два его внешняя оболочка как бы лопалась, и тогда внутри его был виден яркий белосиний свет. Листки, трава и ветви деревьев, мимо которых близко проходил шар, тускло освещались его бледным светом и как будто приходили в движение. От молниеносного шара тянулся тонкий, как нить огненный хвостик, который по временам в разных местах давал мельчайшие вспышки. «Я понял, что имею дело с шаровой молнией при абсолютно чистом небе и при полном штиле. Должно быть, каждая из травинок была заряжена тем же электричеством, что и молниеносный шар. Вот почему он избегал с ними соприкосновения. Я хотел было стрелять в него, но побоялся. Выстрел несомненно всколыхнул бы воздух, который увлек бы за собой шаровую молнию. От соприкосновения с каким-либо предметом она могла беззвучно исчезнуть, но могла и разорваться. Я стоял как прикованный и не смел пошевельнуться. Светящийся шар неуклонно двигался все в одном направлении. Он наискось пересек мою тропу и стал взбираться на пригорок. По пути он поднялся довольно высоко и прошел над кустом, потом стал опускаться к земле и вслед за тем скрылся за возвышенностью. Странное чувство овладело мною. Я и испугался и заинтересовался этим явлением. Очень быстро чувство страха сменилось любопытством. Я быстро пошел назад, взошел на пригорок и пробрался к тому кусту, где последний раз видел свет. Шаровая молния пропала. Долго я искал ее глазами и нигде не мог найти. Она словно в воду канула. Тогда я вернулся на тропу и пошел своей дорогой. Луна немного переместилась. Длинные черные тени деревьев, словно гигантские стрелки, показывали, что месяц передвинулся по небу к той точке, в которой ему надлежит быть в девять часов вечера. Кругом все спало. Сквозь ветви деревьев на тропу ложились кружевные тени листвы. Я ступал на них, и они тотчас взбирались ко мне на обувь и на одежду. Впереди меня мелькнуло что-то темное, и невозможно было разобрать, что это, зверь или птица. Я весь находился под впечатлением виденного. Все время мне представлялась шаровая молния, и я очень сожалел, что не пошел за нею следом, и не проследил до момента ее исчезновения. Через час пути я вышел на проселочную дорогу. Она привела меня прямо к концессии. Озаряемые сиянием луны, палатки нашего бивака казались и сине-белыми, около них чуть теплился огонь. Мои спутники уже спали. Из палатки доносился дружный храп. Кто-то бредил во сне. Я тихонько пробрался на свое место и скоро заснул крепким сном. Глава пятая Орочи Когда на другой день утром я вышел из палатки, то увидел трех Орочей с реки Хэда. Они явились с приглашением приехать к ним в селении Дакты-Буачани. Старшим среди них был Чочо-Бизанка. Это был удалый охотник, смелый мореход и кузнец на славу. Только он один умел подчинять замки уружей. Когда он был юношей, какой-то проезжий миссионер крестил его и назвал Иваном. В молодые годы он был известен под именем Ваньки Кузнецова. Когда же Чочо перевалило за 30 лет, его стали опять звать Иваном. Крестным отцом его был тоже какой-то случайный русский Михаил. Годы шли, в волосах Чочо заблестели серебряные нити и с тех пор его начали величать Иваном Михайловичем Бизанка. Мы будем по-прежнему называть его орческим именем Чочо. Старику было около 70 лет, но на вид ему нельзя было дать этого возраста. Он был невысокого роста, круглая его голова с жиденькой косичкой посидевших волос, мелкие черты лица, но без глубоких морщин, смуглая кожа, небольшая темная растительность на верхней губе и подбородке, маленькие руки и ноги дадут читателю некоторое представление о человеке, с которым впоследствии мне суждено было очень сдружиться. Тембр голоса его был выше обыкновенного с хриплыми нотками. Нельзя сказать, чтобы он был речист, но говорил он охотно и немного подшучивал над неудачами молодых охотников. Тем не менее, они любили и уважали старика. Я велел казакам угостить орочий чаем и выдать им сухарей, которые они считали большим лакомством. Вечером я пригласил к себе в палатку Чо-Чо и узнал от него много интересного. На другой день утром я написал письма в концессию с просьбой отправить их во Владивосток с ближайшей к Азией и затем поехал с орочами на реку Хади. Как и надо было ожидать, приусте река разбивается на несколько мелководных рукавов, разделенных наносными островами недавнего образования, еще не успевших покрыться растительностью. Селение Дакты Буачани находится в лесу на правом берегу реки в пяти километрах от моря. Тогда было здесь шесть юрт, в которых мы застали всех орочей, съехавшихся сюда с рек Ма, Ай, Хади и Тутто, юрты из скорья, амбары на сваях, сушила для рыбы, опрокинутые вверх дном лодки, собаки и разные животные и птицы на привязи. Все было уже знакомо мне и напоминало селение Датта при устье реки Тумнина. Чочо пригласил меня в свою юрту. Она была больше и опрятнее других. Сюда пришли и другие орочи. Мы сели по обе стороны огня. Тотчас на маленьких столиках появились сухая рыба, черемуха и чай с мучными лепешками испеченными у костра. У этих обездоленных судьбой людей свои нужды. Они просили меня помочь им советами. Я объяснил орочам также, зачем я пришел сюда, куда иду и какие цели преследует экспедиция. Рассказал им о своем маршруте Санюя на Хуту, о крушении лодок и о том, как мы все едва не погибли с голода. Среди орочей было несколько стариков. Поджав под себя ноги, они сидели на корье и слушались большим вниманием. Потом я в свою очередь стал расспрашивать их о том, как жили они раньше, когда были еще детьми. Старики оживились, начали вспоминать свою молодость, время давно прошедшее, почти забытое, былое. Вот что они рассказывали. Раньше орочей было очень много. По всему побережью моря, от мыса Хой, что южнее залива Де Кастре до Аку, который теперь называется мысом Успения. Всюду виднелись их юрты. Те, что жили на берегу татарского пролива к северу от Тумнина, назывались Пяка, Фяка. В 1903 году от этих Пяка оставалось только три человека. Пингау и Цатю из рода Агамунка и Танчи из рода Бачинка. Первые двое умерли в том же году. Последний представитель Пяка еще жив и поселился на реке Хунгари. Орочи императорской гавани туземцев, живших южнее мыса Аку на реках Бачи и Самарге называли Кяка. В давние времена несколько орочей отправилось за нерпами, но лед, на котором они охотились, оторвало от берега и унесло в море. Родные считали их погибшими, но судьба распорядилась их жизнью иначе. Лед прибило к острову Сахалин. Орочи высадились на берег и поселились на реке Куйни. По другим версиям, люди эти были на лодке, но во время тумана заблудились в море и попали на остров Сахалин, где остались навсегда. Тогда же с того же острова Сахалин бурей принесло в лодке семь человек каких-то людей с женщинами. Эти невольные переселенцы высадились в бухте Беза, которая находится рядом и немного севернее Маечного мыса и ныне называется Фальшивой. Тут они жили долго. Потом часть их поселилась на острове Сеачо. Так получились роды Сеачонка и Безанка, которые впоследствии выделили из себя еще два рода Асынка и Няняньку. Так, по мнению Орочей, Боэндули, высшее божеское существо, менял людей. Орочей он послал на Сахалин, оттуда прислал других людей. По словам Орочей, все пека были бородатые. Среди тумнинских орочей я тоже видел некоторых людей с большими бородами. Несомненно, здесь была примесь айнской крови. Раньше орочи слышали, что где-то за морем и за горами есть другая земля и другие люди. Очевидно, речь шла о японцах, о байнах на острове Сахалин и маньчжурах на Амуре. Эти другие земли казались им так далеко, что добраться до них простому смертному невозможно. Орочи ловили рыбу, охотились со стрелами, зимой на лыжах догоняли зверей и кололи их копьями. Одевались они в звериные шкуры и шили одежду из рыбьей кожи. Самые старые селения были на реке Хади и на реке Тумнини Хуту Дата и Дата. В те времена в императорской гавани, которая также называлась Хади, царила полная тишина, изредка нарушаемая только печальными криками Гагары. Тогда не было слышно ни шума лесопилок, ни свистков пароходов, ни топоров дровосеков. Порой только одинокая лодка охотника мелькнет где-нибудь у берега и снова скроется за мысом. Орочи знали о существовании геляков и видели Ольчей. С последними иногда они вступали в сношение и через них получали железные котлы, которые ценили чрезвычайно дорого. Так жили Орочи до тех пор, пока эти чужие люди не пришли к ним самим. Первыми появились маньчжуры. Они привезли с собой ханшин, спирт, выгнанный из кукурузы, но им не торговали, а только угощали Орочей. Прибытие маньчжуров наделало много шума. Весть об этом разнеслась по всему побережью. Орочи приезжали, чтобы посмотреть на новых, до сего времени невиданных людей. С тех пор у них появились фитильные ружья. Маньчжуры жадно набрасывались на соболей. Орочи не считали их мех дорогим и ценили больше росомаху. Прошло много лет. Они привыкли к маньчжурам, привыкли ждать их ежегодно зимою и даже начали брать у них в кредит порох, свинец, котлы, топоры, бусы, пуговицы, иголки и прочее. Но вот однажды с берега прибежал испуганный человек и сообщил, что в море что-то неладно. Это было рано утром. Орочи вышли на прибрежный песок и увидели что-то странное, большое, не то рыбу, не то птицу, не то морское животное. Оно прошло мимо и скрылось за мысом Гэджу. Всю ночь Орочи шаманили и отгоняли злого духа. На другой день повторилось то же самое, а на третий день Орочи с ужасом увидели, что крылатое чудовище идет прямо к берегу. Это был корабль. Первые русские моряки. Орочи видели, как от корабля отделилась маленькая лодка, в которой сидело шесть человек. Орочи испугались и убежали в лес, и тогда только вернулись назад, когда убедились, что это не выходцы с того света, а люди такие же, как и они, но только из другой земли и говорящие на неизвестном языке. Новые люди объяснили Орочам, что хотят взять рыбу. Орочи дали им несколько штук киты, а русские, в свою очередь, дали им деньги. Не имея понятия, что такое монеты, Орочи повертели их в руках и дали играть ребятишкам. Тогда русские дали им несколько кусков цветного мыла. Орочи попробовали его есть, но, видя, что оно невкусное, побросали собакам. Те понюхали и тоже отошли прочь. Между тем в море разыгралась буря. Парусное судно ушло в императорскую гавань, а высадившиеся на берегу русские остались ночевать. Орочи не спали всю ночь и караулили страшных лодца, так они называли русских. Утром буря стала стихать. Корабль вернулся. Моряки забрали у Орочи еще рыбы и совсем ушли в море. Вскоре в императорскую гавань пришло сразу три корабля. Один большой, фрегат Паллада, и два поменьше, и долго стояли в заливе Агу Константиновском. Потом что-то случилось, русские взволновались. Они стали рыть длинные канавы, окопы, и насыпать валы, береговые батареи. Два судна ушли, а большое осталось. Далее они рассказывали о том, как русские потопили свое судно. Рассказы эти полны интересных подробностей. Это было зимой. Сперва вокруг корабля был взломан лед, пушки, которые они называли Сагды Чикта Мяоцани, большое медное ружье, и все ценное русские закопали в землю, но где никто не знает. Затем на корабле был пожар, и корабль, объятый пламенем, пошел ко дну. Будучи народом совершенно чуждым в войне, орачи никак не могли понять, зачем это русские ломают, жгут и топят свое судно. Моряки ушли, а на том месте, где раньше красовался корабль, виднелась только большая промоина. На ней плавали лед и обгоревшие куски дерева. Весной пришло сразу одиннадцать кораблей. Это были опять другие люди, иначе одетые, и говорили совсем на другом языке соединенная англо-французская эскадра. Они сожгли русские постройки в заливе Константиновском и пустили большой пал, отчего сгорело много леса. Спустя несколько лет в императорской гавани снова появились русские. На месте разрушенного поста были построены две казармы и два склада. Зимой у русских не хватало продовольствия, и многие из них умерли. С той поры лодца оставили залив Константиновский навсегда. Время шло незаметно, часы летели за часами, а старики все вспоминали былое и как бы снова переживали свою молодость. Голос их стал звучнее и вид маложавее. В это время в юрту вошел молодой Ороч и сообщил, что подходит лодка с русскими рабочими, которые с пилами и топорами шли вверх по реке Ходи рубить и плавить лес. Старики оживились, поднялись со своих мест и потихоньку стали расходиться по домам. Я оделся и вышел наружу. Туманная темная ночь повисла над землею. Из отверстия в крыше юрты вместе с дымом, освещенным огнем вылетали искры. На реке были слышны русская речь и брань. Ветер с моря донес протяжные низкие звуки. Это гудел какой-то пароход. Когда я вернулся в юрту, в ней уже все спали. Мне была послана медвежья шкура. Я снял обувь, положил под голову тужурку и, прикрывшись одеялом, заснул. Глава шестая Вдоль берега моря на лодках С 10 сентября мы стали собираться. Собранные коллекции этикетировались и укладывались в ящики для хранения их на зиму. Отбиралось необходимое для осеннего пути морем. Люди сшили палатки, снаряжали обувь. Переводчик пошел нанимать уорочей лодки. День выступления был назначен 17 числа независимо от погоды. Дня задва до выступления к нам на бивак явился ороч. Вошел он тихо в палатку и попросил разрешения сесть. На вид ему было лет 40. Он был невысокого роста, коренаст и хорошо сложен. Круглая голова с плоским теменем и широким затылком, высокий лоб, немного выдающиеся скулы и редкая растительность на лице. Вот первое, что мне бросилось в глаза. Головного убора он не носил. Густые, как смоль, черные волосы, заплетенные в толстую косу, служили ему шапкой и прикрывали голову и от дождя и от солнца. Он постоянно прищуривал один глаз. Это была привычка, приобретенная им с детства. Одет он был так же, как и все другие орочи, и потому останавливаться на описании его костюма не стоит. На задаваемые вопросы пришедший отвечал тихо, не торопясь и часто короткими да и нет. Из его слов я узнал, что он живет на реке Коппи и в императорскую гавань пришел нарочно, когда услышал о нашем прибытии и узнал, что на реке Хади Чо-Чо Бизанка собирает всех людей, но опоздал. Теперь он шел обратно на Коппи и предложил свои услуги в качестве проводника. «Дело в том, что я имел только одну лодку и вторую должен был найти где-нибудь по пути. Мой собеседник посоветовал мне лодку с грузами послать морем, а самим идти на реку Коппи пешком через горы. Он сказал, что дома у него есть одна лишняя лодка, которую он может уступить. «Как тебя зовут?» спросил я его. «Карпушка», отвечал он, еще более прищуривая глаз. «Так вот это кто? Это тот самый Карпушка, который сливет лучшим мореходом, лучшим ходоком на лыжах. Никто лучше его не знает побережья моря до самой реки Самарги. Никто лучше его не умеет ходить под парусами на утлых Тамтыга. Он знает, где можно приставать лодкам, где есть опасные камни, где есть бухты, удобные для ночевок и где можно наколоть острогой рыбу. У Карпушки своя метеорология, свои приметы. Он знает, какая завтра будет погода, какое будет волнение, какой подует ветер и можно ли выходить в море. Среди орочей Карпушка слыл и самым искусным каюром. У другого собаки бегут сперва хорошо, а во второй половине пути еле волочат ноги. У него же они всю дорогу бегут ровно. Он как-то умеет влиять на собак, и они сразу привыкают к нему и не грызутся между собою, точно понимают, что ими правит каюр Карпушка. 27 сентября мы оставили императорскую гавань. День был серый, пасмурный, собирался дождь. Еще с вечера туман, лежавший доселе неподвижно над мысами, вдруг стал подыматься кверху и собираться в тучи. Они шли низко над землей, скрывая сопки более чем наполовину. Барометр падал. «Однако худо будет», говорил Карпушка. «Может быть, остаться и переждать ненастье?» спросил я его. «Нет», отвечал он, «лодку надо послать в бухту Мафаца, пусть там нас дожидается». Я понял его. Он хотел воспользоваться затишьем и сколько можно продвинуться с грузами на юг по воде. Надо сказать, что в прибрежном районе к востоку от Сихот и Алиня осень всегда длинная. В то время, как в бассейне правых притоков Уссури выпадают снега и начинаются морозы, в прибрежном районе вода еще не замерзает. Днем бывает настолько тепло, что можно идти в одной рубашке, но как только солнце скроется за горизонтом, роса превращается в иний и лужи покрываются тонким слоем льда. Вскоре после равноденствия летний муссон начинает сменяться северо-западным ветром. Так как он дует с материка, то под защитой береговых обрывов море сравнительно спокойно, но зато около устьев рек, там, где долины совпадают с направлением ветра, порывы его бывают так сильны, что приходится выжидать затишья иногда двое и трое суток подряд. Очень опасно. Советы Карпушки я принял к сведению и решил идти, соблюдая все меры предосторожности. Путевой нитью нам служила тропа. Идти по ней тяжело. Угловатые камни, грязь и ямы с водою делают дорогу эту тернистым путем. Навстречу нам попались двое полисовщиков с тремя худотелыми конями. Их лошади то и дело отступались, падали на передние колени, тяжело вздыхали, с трудом вытаскивали ноги из решетин между корнями и спотыкаясь шли дальше. Если подняться на мыс Николая и посмотреть по направлению к реке Тумнину и затем перенести свой взор на юг, то наблюдателю бросится в глаза разница в строении берега. К северу от гавани он слагается из базальтов. Один за другим мысы наподобие длинных языков вытягиваются в море. Отсюда они кажутся низкими и столообразными. Там береговая линия развита хорошо, где между мысами образовались весьма удобные бухточки и заливы. К югу рисуется другая картина. Большой гранитный хребет Доко тянется параллельно берегу и местами омыт вдоль оси своего простирания. Границей, где базальтовый покров соприкасается с гранитным хребтом, является бухта Труженик. Сверху, насколько позволяет прозрачность воды, видно, что широкая подводная терраса тоже состоит из гранита. Белесоватый цвет массивно кристаллической породы и на поверхности суши и в воде настолько характерен, что ошибиться нельзя. Растительный слой земли по склонам хребта Доко незначителен. Тущая чахлая растительность едва находит в земле себе пищу. Корни деревьев стелятся поверху, оголяются и подсыхают. Ветры раскачивают деревья, отчего они рано гибнут и в таком виде остаются стоять, венчая прибрежную опушку широкой полосой сухостоя. Точно с замаячным мысом имеется небольшой изгиб береговой линии, образующий нечто вроде бухты, названной базарной. Здесь в обрывах над гранитами залегает большой пласт конгломератов, а над ним тонкий, но плотный слой базальтовой лавы, ненасыщенной газами. Тропа шла среди хвойного леса. Я обратил внимание, что ветви елей росли не горизонтально, а под острым углом по отношению к стволу, и спросил корпушку, отчего они так свесились. «Когда дует Саула северо-восточный ветер, падает много мокрого снега, потом он замерзает и давит ветку вниз, так постоянно, каждый год», отвечал Ороч. Объяснение было верное и простое. Часам к пяти пополудни мы дошли до зимовья. Оно было старое, полуразрушенное, грязное и сырое. Отсюда тропа поворачивала на запад, а нам следовало держаться морского берега и идти к югу. С наступлением сумерек пошел дождь. Плохо сколоченная из накатника крыша зимовья протекала всюду. Мы не спали всю ночь, переходили с одного места на другое и искали где по суше, но всюду было одинаково сыро. Так мы промаялись до утра и рады были, когда явилась возможность снова тронуться в путь. Погода была ненастная и туманная. Карпушка шел впереди и с легкостью лесного человека прыгал с одной валежины на другую. Вода по его черным волосам сбегала на спину и плечи, но он мало обращал на это внимание. Чем выше мы поднимались, тем сильнее дул ветер. За перевалом начался спуск по крутому косогору. С левой стороны сквозь туман стал доноситься шум морского прибоя. С каждым шагом он становился явственнее и громче. Хватаясь руками за кусты и стволы деревьев, мы с трудом спустились в какой-то ключик и по нему вышли кустью речки Мафаца, что значит почтенный старичок. Грозный вид имел взбудораженный океан. Огромные волны с ревом бросались на берег, усеянный створками раковин и обрывками ламинарий. Вода захлестывала до самого верхнего края на мывной полосы прибоя. Следующая волна, встреченная отливным течением первой, вспевнивалась как кипяток и с еще большим озлоблением бросалась на берег. На мгновение наступала тишина, но когда морская вода начинала скатываться вниз, камни громким ропотом снова выражали свой протест. И так из года в год, из века в век. Орочи вытащили лодку подальше на берег. Из весел и жердей они сделали остов двускатной палатки и покрыли его парусами. Мокрый плавник горел плохо и сильно дымил. Собаки забились под лодку и, свернувшись, старались согреть себя дыханием. В такую погоду ночь кажется темнее, дождь сильнее и шум прибоя еще более грозным. Во вторую половину ночи ветер стал немного стихать, но дождь пошел с удвоенной силой. Сквозь сон я слышал, как он барабанил в туго натянутые полотнища палаток. Орочи не спали и все время по очереди подкладывали дрова в костер. На другой день дождь перестал, но опять задул свежий ветер. По морю снова заходили беляки. На грех мы забыли в концессии походную аптеку и весь формалин, столь необходимый для зоологических сборов. Что делать? Выручить нас взялся Карпушка. Невзирая на непогоду, он решил отправиться в гавань морем на лодке. Два ороча, которых он пригласил собою, тотчас стали собираться. Вместе с ними поехал и Вихров. Меня беспокоил вопрос, как они отойдут от берега во время столь сильного прибоя. Прежде всего, Карпушка велел орочам принести десяток крупных камней, но не окатанных, а угловатых, а сам принялся собирать плавник и очищать его топором от сучков. Когда все было готово, он стал укладывать камни на дно лодки, возможно, плотнее. Потом он разложил на берегу плавник, посадил грибцов на свои места, а сам остался на берегу. Выждав момент, когда самый большой вал с грохотом обрушился на намывную полосу прибоя и вслед затем наступило короткое затишье, он сразу ослабил канат. Вследствие своей тяжести лодка быстро покатилась по валькам к воде. В момент, когда она готова была совсем отделиться от берега, он уперся веслом в песок и прыгнул на ее корму. Но в это время нашла вторая большая волна. Лодка взметнулась носом кверху и приняла положение более чем на 45 градусов. Ничего, руль был в опытных руках. Несмотря на сильный толчок, карпушка удержался на ногах. Ветер трепал его длинные волосы, брызги и пена слепили ему глаза, а он как будто не замечал их. Опять нос лодки поднялся кверху, потом поднялась корма. Фигура карпушки то появлялась на гребнях волн, то совсем скрывалась в воде. Он махнул нам рукой и что-то стал говорить гребцам. Один из орочей начал выбрасывать из лодки камни, а другой налаживать парус. Лодка стала быстро удаляться. Мы долго следили за ней глазами. Минут через пять она сделалась едва заметной точкой и затем совсем пропала в волнах. Накрапывающий дождь заставил меня вернуться в палатку. К вечеру опять разыгралась буря. Опять пошел сильный дождь. Успел ли карпушка обогнуть маечный мыс? Море бушевало всю ночь. Дня через два орочи вернулись благополучно и привезли аптеку, свежего хлеба и целый ящик с овощами. 20 сентября мы распрощались с рекой Мафаца и, пользуясь легким попутным ветром, направились к бухте Андрея, в которую впадает река Коппи. От устья реки Мафаца берег делает поворот к юго-востоку и тянется в этом направлении до мыса Песчанова. На этом протяжении массивно-кристаллические породы уступают туфом. Слои их большей частью лежат горизонтально и только местами делают небольшие уклоны в ту и другую сторону. Они резко окрашены и хорошо видны, в особенности, если немного отойти от берега. На половине пути между Императорской гаванью и озером Гэджу выделяется река Ахровая, также состоящая из гранита. Несмотря на прочность пород, составляющих этот берег, он все-таки разрушается, о чем свидетельствуют береговые ворота недавнего образования. Их трое, двое близ реки Мафаца и третье недалеко от горы Ахровой. Около реки Гэджу было много птиц, шла рыба. Большие морские чайки и тихоокеанские клуши стаями сопровождали ее. Они поднимались все разом с криками, кружились некоторое время в воздухе, потом опять опускались на воду и то и дело перелетали друг через друга. Их было так много, что поверхность моря казалась запорошенной снегом. Чайки удивительно стройные птицы. С изумительной легкостью они садятся на воду и также легко поднимаются на воздух. Они превосходно летают и, подобно хищникам, могут парить, не производя движений крыльями. Они плавают кокетливо и мелко сидят на воде, чуть только брюшком касаясь поверхности моря, и не менее они изящны, когда на своих стройных ножках стоят на камнях и равнодушно поглядывают на проходящие мимо лодки. Какой-то большой ястреб гнался за одной из чаек. Как только она садилась на воду, он не трогал ее и начинал парить, но лишь только чайка поднималась на воздух, он опять бросался вслед за нею. Тогда чайка опять опускалась на воду, и ястреб снова принимался описывать круги. Почему он не трогал ее, когда она сидела на воде, и, наконец, почему все прочие чайки не выражали испуга. Очевидно, пернатый хищник боялся воды, но тогда почему он преследовал только одну чайку, тогда как другие свободно перелетали по воздуху, не обращая на него никакого внимания. Мартын и рыболовы держались несколько подаль. Они сидели спокойно и, по-видимому, мало интересовались рыбой. Мартын кажется птицей средней величины, и только когда убьешь его и возьмешь в руки, то поражаешься его размером. Среди чаек я заметил и буревестников. С удивительной легкостью они держались в воздухе и при полетах постоянно поворачивали свои красивые головы то в одну, то в другую сторону. Для этих длиннокрылых казалось и встречный ветер не мог явиться помехой. Буревестников что-то влекло к югу. В течение целого дня летели только в одном этом направлении и не было ни одного, который шел бы им навстречу. После полудня ветер переменился и задул нам навстречу. Он стал крепчать и развил большую волну. Тогда мы подошли к берегу и высадились около речки Гэджу. Непогода вынудила нас продневать еще один день. Во время солнечного заката Карпушков забрался на прибрежные утесы и долго смотрел на горизонт и небо. Когда совсем стемнело, он вернулся назад и сказал, что завтра с рассветом можно будет ехать дальше, а поэтому надо раньше ложиться спать. После ужина я лег на козью шкурку, заменявшую мне постель, и прикрылся одеялом. Снаружи доносился неумолчный ритмический шум прибоя. Слышно было, как горели дрова в костре. Карпушка рассказывал о землетрясении, которое произошло три года назад. Оно ощущалось и на реке Тумнине, и в императорской гавани, и на реке Копи. Сначала послышался подземный гул, потом закачалась земля так, что вода расплескалась из котлов. Во многих местах на берегу моря произошли обвалы, потом он еще рассказывал что-то интересное, но я не мог преодолеть свой сон. Глаза закрывались сами собой. Храп моего соседа заразительно повлиял и на других людей. Через несколько минут на биваке водворилась тишина. Собаки тоже уснули. Костры угасли совсем. На другой день Карпуша действительно разбудил нас очень рано. Еще не рассветало, но уже по звездам можно было видеть, что солнце приближается к горизонту. За ночь море заметно успокоилось. Волны ласково сплескивались на камни и почти бесшумно скатывались назад. После чая мои спутники проворно стали укладывать лодки и охотно взялись за весла, а я плотнее завернулся в одеяло и стал наблюдать, как просыпается жизнь на море. Справа от лодок был высокий скалистый берег, состоящий все из тех же цветных туфов и лав, а слева сонный океан. Он дышал могучей грудью и на мертвой зыбе легонько подымал и опускал наши лодки. Около реки Гэджу пласты туфов приняли наклонное положение. С некоторого отдаления можно проследить сельклинали и ясно представить себе воздушные седла антиклиналий. Огибаем мы с Чумаки наша лодка подошла ближе к берегу. Теперь можно было рассмотреть и детали. Под влиянием атмосферных явлений в песчанике образовалось множество глубоких каверн, разделенных тонкими перегородками. В них ютились морские птицы, преимущественно чистики и топорки. Ниже произошли разрушения другого порядка. Волны выбили в горной породе нечто вроде пещеры и исполиновых котлов. Вода сгладила острые грани камней и придала им разные причудливые очертания, давшие столь богатый материал фантазии туземцев. После мыса Чумаки прибрежные сопки принимают характер широких и пологих увалов, состоящих из кварцевого порфира. Я хотел сфотографировать берег и велел вынуть весла из воды. Минут десять я провозился, пока наладил аппарат. Несмотря на то, что мы не гребли, лодки наши продолжали двигаться вдоль берега. Нас несло течением. Было ли оно ветвью общего кругового течения в Японском море или следствием мусона, нагонявшего морскую воду в бухты, откуда она направлялась на юг вдоль берега моря, я так и не понял. После полудня мы достигли бухты Иннокентия и сделали в ней большой привал. При высадке на берег Вихров он имел вид как бы половинки удлиненно-овального плода величиной в детскую руку. Карпушка назвал его Памо и сказал, что его можно есть сырым. Вслед за тем он вырезал ножом брюха ногу хитона, имеющую вид розовато-белого длинного тельца и с аппетитом стал ее жевать. Спинка животного состоит из нескольких плоских косточек, надвигающихся одна на другую и сверху прикрытых шершавой кожицей. По словам нашего проводника, эти косточки очень остры и ими очень легко порезать руку, в чем я имел случай тут же лично на себе убедиться. Отдыхать нам пришлось недолго. Северо-восточная часть моря начала темнеть, шел ветер нунелла, который в это время года всегда бывает очень резким. По совету Карпушки мы не стали дожидаться, когда закипит вода в чайнике, вылили ее на землю и направились к лодкам. От бухты Иннокентия до Копи не более 7 километров. Это расстояние мы прошли под парусами очень скоро. Издали устья реки Копи не видно. Оно хорошо маскируется лесом, только прибой на баре указывает место, где пресная вода вливается в море. Копи со стороны бухты Андреева, если можно назвать бухтой небольшое углубление береговой линии, кажется пустынной. Около моря орочи живут только летом во время хода рыбы, а осенью с наступлением холодов они уходят вверх по реке. Там у них есть зимнее жилище, там они занимаются охотой и соболеванием. К сумеркам ветром нагнало туман, опять стал моросить дождь. Непогода заставила нас простоять двое суток. За это время я совершил две небольшие экскурсии. Время года было переменное, уходить от моря далеко не рекомендовалось, надо было караулить погоду и для продвижения вперед на лодках надо было пользоваться всяким затишьем. В первый день я пошел по берегу моря вместе с Карпушкой и Джан-Бао. Около усть реки Копи береговые валы состоят из мелкого и сыпучего песка, приходящего в движение при небольшом ветре. Там, куда всплески волн не достигают, выросли грубая осока и кусты шиповника, а выше низкорослые лиственницы. Под сенью их стоят два столба с аэроглифическими письменами. Это могилы японских рыбаков, умерших на чужбине. Уродливо выродившиеся деревья, листопад, засыхающая трава и пасмурное небо, грозившее дождем, навевали грустные мысли. Мы не стали здесь задерживаться и вышли прямо на намывную полосу прибоя. Первое, что мне бросилось в глаза, многочисленные створки ракушника. Мелкие, ракообразные очистили их от моллюсков, а ветер, солнце и дождь постарались выбелить. Внутренний, перламутровый слой сохранился хорошо, но внешний, роговой, начал шелушиться. В перемешку с этими раковинами встречались створки большого гребешка величиной с малую тарелку. Между ними попадались крышечки другого гребешка, более мелкие, но с нежной розовой окраской. В одном месте Джан Бао нашел две раковины, в просторечии известные под названием морских кубышек. Они имели бело-серо-зеленоватый цвет и снаружи поросли мелкими водорослями. Тут же на отмеле валялся плавник, вынесенный рекою в море и выброшенный обратно волнением на берег. Некоторые древесные обломки лежали на поверхности, другие были занесены песком в перемешку с морской травой. Один из обломков привлек наше общее внимание. В нем было больше отверстий, чем древесины. Я узнал ажурную работу древоточца. Это была красивая и оригинальная вещица, достойная быть помещенной в музей. Среди плавника попадались и кости кита, огромные челюсти, ребра и массивные позвонки весом по 15-16 килограммов каждый. Джан Бао взял один из обломков к руку. К нему поспешно подошел карпушка и стал просить не трогать костей на песке. Не понимая в чем дело, китаец бросил ребро в сторону. Ороч поспешно поднял его и бережно положил на прежнее место, старательно придав ему то положение, в котором оно находилось ранее. «Почему не следует трогать костей кита?» спросил я Ороч «Ими нельзя играть», отвечал карпушка, «нельзя даже трогать, потому что рассердится море, оно будет бушевать долго, и если не теперь, то потом непременно накажет виновного». Джан Бао отошел в сторону и сел на камень. По выражению лица его я понял, что он недоволен, и мне немало стоило труда уговорить его не сердиться на карпушку. На обратном пути мы разговорились о страшных бурях на море, которые северные китайцы называют Дафын, а южное тайфун. Обыкновенно они зарождаются в Южно-Китайском море, идут по кривой через южные японские острова, иногда захватывают Корею и Владивосток, и редко заходят к острову Сахалин и в Охотское море. Ураганы эти ужасны, они разрушают города, топят суда и всегда сопровождаются человеческими жертвами. Причиной этих бурь, по мнению китайца, являются вовсе не киты, а черепахи. Черепахи есть маленькие и большие. Первые живут 200-300 лет и вызывают только ненастье, вторые живут тысячелетиями и являются причинами бурь. Где-то на юге обитает громадная черепаха, возраст которой определяется более чем в 100 тысяч лет. Она-то и вызывает тайфуны. Вот почему черепахой нельзя играть, нельзя ее перевертывать на спину. Люди примечали, что каждый раз, как только кто-нибудь позволял фамильярное отношение к черепахам, непременно налетала буря, и виновный так или иначе был наказан. К вечеру ветер усилился до шторма. Небо было покрыто тучами, и пошел дождь. Юрта Карпушки была построена довольно прочно и нигде не протекала. Снаружи завывала буря, дождь, по-видимому, шел полосами и христал по стенам примитивного жилища. Я хотел было еще раз спросить Карпушку о дороге вдоль берега моря, но он рано завалился спать. Его примеру последовали и мои спутники. Рассвет застал меня в состоянии бодрствования. Месяц был на исходе. Все мелкие звезды, точно опасаясь, что солнечные лучи могут их застать на небе, торопливо гасли. На землю падала холодная роса, смочив, как дождем, пожелтевшую траву, опавшую листву, камни и плавник на берегу моря. Мои спутники еще спали тем сладким утренним сном, который всегда особенно крепок и с которым так не хочется расставаться. Огонь давно уже погас. Спящие жались друг другу плотнее, завертывались в одеяло. На крайнем восточном горизонте появилась багрово-красная полоска зари. Она все увеличивалась в размерах, словно зарево отдаленного пожара отражалась в облаках. Первые живые существа, которые я увидел, были каменушки. Они копошились в воде около берега, постоянно ныряли и доставали что-то со дна реки. На стрежне плескалась рыба. С дальней сухой лиственницы снялся белохвостый орлан. Широко распластав свои могучие крылья, он медленно полетел над рекой в поисках добычи. Откуда-то взялась черная трясогуска. Она прыгала с камня на камень и все время покачивала своим длинным хвостиком. В юрте первым проснулся карпушка. Стряхнув со своего халата, налетевший от костра пепел, он наскоро обулся, и, ежась от холода, стал усиленно раздувать уголья и подкладывать дрова в костер. Тотчас появился дымок, а вслед за ним и огонь. Ороч повесил над костром чайники, стал будить моих спутников. Услышав шум и заметив людей, уточки перестали нырять. Оглядываясь назад, они торопливо переплыли на другую сторону реки, где опять занялись купанием, но уже не так беззаботно, как раньше. Вынырнув из воды, они каждый раз встряхивались и с беспокойством озирались по сторонам. В других юртах тоже проснулись. Из дымовых отверстий в крышах появился дымок. Около соседнего балагана орочская женщина, сидя на корточках, чистила на весле рыбу. Две молодые собаки сидели против нее и, наклонив на бок свои в остроухие головы, внимательно следили за движением ее рук и ловко подхватывали на лету брошенные им подачки. После чая мы принялись укладывать лодки. Дальше Карпушка с нами не поехал, а послал вместо себя ороча Савушку, человека лет 35, молчаливого и тихого. Когда солнце взошло, мы были уже далеко от реки Копи. Не подходя к берегу, Савушка дал людям короткий отдых. Широкая мертвая зыбь чуть заметно колебала спокойную поверхность океана и также тихо подымала и отпускала лодки на одном месте. Стрелки и казаки стали закуривать, передвигать сиденья, перекладывать поудобнее грузы и меняться веслами. Побережье, освещенное лучами только что взошедшего солнца, было очень красиво. Между устьем реки Копи и мысом Сандома тянется высокий скалистый берег, слагающийся из глинистых сланцев. За ним километра на полтора выступает в море другой тип берега, плоский, с двумя пресными озерами, из которых северное, более южного. Он оканчивается мысом песчаным и затем делает поворот к юго-западу. Еще одна маленькая географическая подробность. Сейчас же за мысом с левой стороны устья реки Чалгиенса на дневную поверхность выступают прослойки горючей серы. Около берега кое-где уже держался туман. Он таял и прятался в распадках между гор. Савушка мало обращал внимание на красоты природы. Он давно уже привык к ним. Его занимало другое явление. Темная полоска на горизонте это ветер и волнение. Около полудня мы прошли мыс Аку. До следующего мыса Успения конечного пункта нашего сегодняшнего плавания недалеко, но надо было торопиться. Темная полоска захватывала все большее и большее пространство. Гребцы налегли на весла и лодка пошла быстрее. Через полчаса ветер слегка пахнул в лицо, нос лодки начал хлюпать по воде и тотчас по сторонам стали подниматься волны. Встречный ветер начал крепчать и грести становилось труднее. Вскоре волны украсились белыми гребнями и начали захлестывать лодку. Вот и мы с Успения еще 200 шагов и мы в безопасности. Люди употребляли все усилия, чтобы скорее пройти это небольшое расстояние. Отбойные волны от берега и волны идущие с моря сталкивались и образовывали толчаю. Я взглянул на Савушку, но на лице его не прочесть ни беспокойства, ни тревоги. Наконец мы поравнялись с мысом и вдруг глазам нашим представилось удивительное зрелище. Большой разбитый пароход был около самого берега. Еще несколько минут, еще несколько ударов веслами и лодки подошли к погибшему судну Хедвинг и стали под его прикрытием с подветренной стороны. Пароход стоял носом к северо-востоку несколько под углом к берегу. Под защитой его мы спокойно высадились на берег. Хедвинг разбился лет 15 назад. Это был норвежский пароход, совершавший свой первый рейс и только что прибывший в дальневосточные воды. Зафрахтованный торговой фирмой Чурин и компания он с разными грузами шел из Владивостока в город Николаевск. Во время густого тумана с ветром он сбился с пути и врезался в берег около мыса Успения. Попытки снять судно с камней не привели ни к чему. С той поры оно и осталось на том месте, где потерпело аварию. Пока мы осматривали Хедвинг, кто-то из стрелков успел сварить обед. Это было очень кстати, так как мы проголодались и с аппетитом поели каши, а затем стали греть чай. День выпал на редкость теплый. Нагретая солнцем земля излучала теплоту настолько сильно, что даже в непосредственной близости можно было видеть, как реял горячий воздух над камнями. Мои спутники старались укрыться куда-нибудь в тень. Кто залез в кусты шиповника, кто спрятался за камни, а Вихров пристроился за пароходной трубой. Один Марунич долго не мог найти себе место. Он слонялся по берегу, садился то здесь, то там и, наконец, решил залезть в самую трубу. Там он лег на бок и, держа в руке кружку, приготовился пить чай. В это время случилось событие, которое развеселило Стрелков на весь день. Оттого лишь, что Вихров толкнул трубу или сам Марунич неосторожным движением качнул ее, но только труба вдруг повернулась вдоль своей продольной оси и затем покатилась по намывной полосе прибоя, сначала тихо, а потом все скорее и скорее. С грохотом она запрыгала по камням, с того и другого конца ее появились клубы ржавой пыли. Когда труба достигла моря, ее встретила прибойная волна и обдала брызгами и пеной. В это время из нее вылез Марунич. Взрыв оглушительного хохота встретил его появление. Надо было видеть его мокрую одежду и испуганную физиономию, вымазанную ржавчиной. По его растерянному взгляду видно было, что он сам не мог отдать себе отчета в том, что случилось и как он очутился в воде. Марунич сердито посмотрел на пароходную трубу и толкнул ее ногой. Но в это время другая, более сильная волна швырнула трубу обратно на намывную полосу прибоя. Марунич испугался и отбежал в сторону. Он не знал, что физиономия его выпачкана ржавчиной и сердито молчал. Затем он разделся, выполоскал свою одежду в пресной воде и разложил ее на гайки, чтобы она просохла. Вечером мы вспоминали подробности этого приключения и потрунивали над Маруничем. Около мыса Успения есть небольшое озерко с топкими и болотистыми берегами. Орочи называют его Аку. Оно, отделенное от моря узкою косою, имеет не более одного километра в окружности. Две маленькие речки впадают в дальнем его углу. В озере держатся кита и кунжа. Обилие морской птицы, убой морского зверя, соболевания и охота на лосей издавна привлекают сюда орочей с реки Хади. На Аку мы застали одну семью орочей. Они тоже недавно прибыли с копьи и жили в палатке. Когда выяснилось, что дальше нам плыть не удастся, я позвал Савушку и вместе с ним отправился к орочскому жилищу. Привязанные на цепь собаки встретили нас злобным лаем. Из палатки поспешно выбежал человек. Это был пожилой мужчина с окладистой бородой. Узнав Савушку, он прикрикнул на собак и, приподняв полу палатки, предложил нам войти в нее. Я нагнулся и прошел вперед. Посредине палатки горел огонь. Дым не успевал выйти через отверстие в крыше, ел глаза и принудил меня лечь на землю. В котле, подвешенном на сучковатой палке, варилась рыба. Вся семья Ороча Игнатия, так звали нашего нового знакомого, состояла из него самого, его сына и двух женщин, из которых одна приходилась ему женою, а другая невесткой. У последней на руках была маленькая собачонка японской породы с уродливой головой. Она выходила из себя, лаяла, хрипела и старалась схватить зубами край моей одежды. От савушки я узнал, что мыс Успения является южной границей распространения Орочей на берегу моря и что дальше на юг живут Кяка, которые сами себя называют Удехэ. В это время пришли стрелки и начали проситься на охоту. Ороч Игнатий не советовал им идти на речку, потому что там у него поставлены самострелы на медведей, которые каждую ночь выходят к озеру лакомиться с неткой мертвой рыбой. Тогда стрелки решили заняться охотой на птицу. На озере держалось два табуна уток. Они все время перелетали с одного места на другое. То они уносились так далеко, что казалось не возвратятся вовсе, то вдруг снова неожиданно появлялись откуда-нибудь сбоку и шумом все разом опускались на воду. Это подзадорило стрелков. Они взяли у Орочей лодку и поехали на охоту, но утки не подпускали близко. Едва лодка подходила к ним на расстоянии ружейного выстрела, как они снимались все разом и, отлетев в сторону, садились на воду у противоположного берега. Охотники выпускали заряды в воздух и чем больше они горячились, тем меньше шансов имели на успех. Все же одна из уток была ранена. Она поднялась было и хотела лететь к морю, но тотчас должна была опуститься вновь на воду. Бросив остальную стаю, стрелки поплыли за ней. Тогда утка стала нырять. Неизвестно, долго ли продолжалась бы эта погоня за подранком, если бы на выручку не пришел Игнатий. Заметив, куда плывет утка, он схватил острогу и через кусты побежал к протоке. Как только утка ныряла, он подвигался вперед. Как только она всплывала на поверхность воды, он припадал на одно колено, ждал и не шевелился. Раненая птица направлялась в протоку, намереваясь выйти в море. Тут-то ее и ждал Игнатий. Заметив врага, утка нырнула в последний раз и быстро пошла по течению. Сверху, с крутого берега, сквозь чистую прозрачную воду, хорошо было видно, как она, вытянув шею и сложив крылья вдоль тела, торопилась проскочить в опасное место. Она думала, что под водой ей удастся скрыться от человека. В это мгновение Ороч поднял острогу и силой бросил ее в воду. Мелкие пузыри вспенились на поверхности протоки. Через несколько минут острога всплыла, и на острие ее беспомощно билась птица. Моим спутникам пришлось довольствоваться рыбой, благо в ней не было недостатка. Я думал, что на другой день мы рано поедем дальше. Однако Игнатий советовал обождать восхода солнца. Приметы были какие-то неопределенные. Одни облака шли на восток, другие им навстречу, иные оказались неподвижными, по морю кое-где кружились вихри. Ничего нет хуже, когда приготовишься к отъезду, снимешь палатки, уложишь вещи, и вдруг надо чего-то ждать. Время тянется удивительно долго. Мои спутники высказывали разные догадки, и в десятый раз спрашивали Орочей о причинах задержки. Поэтому можно себе представить, с какой радостью они приняли заявление, что к вечеру море будет тихое, но придется плыть ночью, потому что неизвестно, какая завтра будет погода. Около пяти часов пополудни мы оставили Аку. Море было сравнительно спокойно, только короткие порывы ветра неожиданно набегали то спереди, то сзади и мешали грести. Здесь мы впервые встретили нерп. Выставив на поверхность воды свои мокрые блестящие головы, они с любопытством разглядывали лодки, плыли сзади, ныряли и вновь появлялись иногда очень близко. Одна из нерп вынырнула так близко от лодки, что грибцы едва не задели ее веслом по голове. Она сильно испугалась и поспешно погрузилась в воду. Глегала схватил ружье и выстрелил в то место, где только что была голова животного. Пуля булькнула и вспенила воду. Через минуты две-три нерпа снова появилась, но уже дальше от лодки. Она с недоумением глядела в нашу сторону и, казалось, не понимала, в чем дело. Снова выстрел и снова промах. На этот раз нерпа исчезла совсем. Она поняла об угрожающей ей опасности. Кстати, два слова об этом животном. Встречающиеся у берегов нерпа по-орочски хаата, причем первая буква О произносится с явственным оттенком буквы И, хаата, относится к семейству так называемых ушастых тюленей. Пусть считатель не подумает, что нерпа имеет большие уши. Наоборот, они маленькие и едва выдаются в виде двух кожаных придатков. Взрослое животное весит от 50 до 80 килограммов и имеет длину полтора-два метра. Тело молодых нерп покрыто густой мягкой шерстью серебристо-белого цвета. Через полгода после появления на свет детеныша под кожей его появляется жир, предохраняющий тело от холода. Тогда белая шерсть выпадает и на месте ее вырастают грубые, жесткие, редкие волосы. Обычно нерпы держатся около устьев рек. В погоне за рыбой они входят в большие реки и поднимаются по ним очень высоко. Тело животного приспособлено к жизни в морской воде. Вес его немногим больше вытесняемой жидкости, вследствие чего оно находится в родной ему стихии, как бы во взвешенном состоянии. Когда нерпа убита в морской воде, если в легких ее находится некоторое количество воздуха, она плавает на поверхности. В пресной воде нерпа тяжелее такого же объема воды, и потому в реке она должна все время употреблять некоторые усилия, чтобы не опуститься на дно. Вот почему нерпа, убитая в пресной воде, всегда тонет. Орочи знают это, и потому если им случается охотиться за нерпой около устья реки, они стараются загнать ее на мелкое место. Убитые животные поднимаются со дна острогою. Жир нерпы идет в пищу. Мясо орочи едят только в том случае, если нет другого. Орочи употребляют кожи, наторбоза, шаманские юбки, чехлы для ружей и прочее. К закату солнца мы успели уйти далеко от мыса Успения. Приближались сумерки. В атмосфере установилось равновесие. Море дремало. Дальние мысы, подернутые синеватою мглою, как будто повисли в воздухе. Казалось, будто небо узкою полосою вклинилось между ними и поверхностью воды. Это явление рефракции весьма обычно здесь в сухое время года. пологий берег к юго-западу от мыса Аку слагается из невысоких холмов, спускающихся широкими и пологими скатами к морю и местами переходящих даже в равнины. На этом протяжении в море впадают небольшие речки Нагача, Ичача, Ича, Уо и река спасения. К югу от Айчи в море выдвигается небольшой мыс из Авгитового Андезита с тем же названием, а между реками Уо и Спасения мыс Пещерный, получивший свое название по обилию пещер и исполиновых котлов, выбитых в нем морским волнением. Стало вечереть. От прибрежных утесов потянулись по воде длинные тени. Температура воздуха начала быстро снижаться. Морские птицы также рано засыпают, как и лесные пернатые. Первыми успокоились чистики и каменушки. Как-то вдруг их не стало видно. Они залезли в трещины скал и завтра на заре проснутся первыми. Затем перестали летать бакланы. Местами отдохновения и сна они избрали камни, одиноко торчащие из воды, и такие карнизы, куда не могут забраться хорьки. Эти птицы имеют издали вид узкогорлых кувшинов. Их так много, что кажется, будто кто-то нарочно увенчал ими прибрежные камни. Тут же среди бакланов можно было заметить и чаек. Своей белизной они резко выделялись среди черных кармаранов. Бакланы их не трогали и как будто совсем не замечали присутствие посторонних птиц. Одни только стрижи с криками носились около берега, и чем ниже спускалось солнце, тем выше они поднимались на воздух. Был один из тех чудных осенних вечеров, которые в прибрежном районе обычно следуют друг за другом подряд несколько суток. Часов восемь вечера мы сделали второй привал. Через минуту вспыхнуло веселое пламя и разом осветило лица людей, собак и нос лодки, вытащенной на берег. Едва чаепитие было окончено, как приказано было снова укладываться. Люди, ослепленные резким переходом от света к темноте, идут, вытянув вперед руки и ощупывая ногами землю, чтобы не наткнуться на камень или не оступиться в воду. Через несколько минут лодки стали отходить от берега. Некоторое время слышны были разговоры, шум разбираемых весел, а затем все стихло. На месте костра остались только красные уголья. Легкий ветерок на мгновение раздул было пламя и понес искры к морю. Лодки зашли за мысок и огня не стало видно. Савушка не хотел приближаться к берегу, чтобы не наткнуться на камни, но в то же время не решался и уходить далеко в море, чтобы не заблудиться. Морской берег ночью. Темные силуэты скал слабо проецируются на фоне звездного неба. Прибрежные утесы, деревья на них, большие камни около самой воды, все приняло одну неопределенную темную окраску. Вода, черная как смоль, кажется глубокой бездной. Горизонт исчез. В нескольких шагах от лодки море сливается с небом. Звезды разом отражаются в воде, колеблются, уходят вглубь и как будто снова всплывают на поверхность. В воздухе вспыхивают едва уловимые зорницы. При такой обстановке все кажется таинственным. Лица Савушки не видно. Как мраморное изваяние, он стоял на корме лодки, вперев глаза во тьму ночи, и, казалось, совсем не замечал того, что вокруг него происходило. Фигура Ороча с веслом в руке, лодка с людьми среди мрака напоминали мне картину Доре из мифологии греков, на которой был изображен хором, перевозящий на лодке умерших через подземную реку Стикс. В такие тихие ночи можно наблюдать свечение моря, как клубы пара бежала вода от весел, позади лодки тоже тянулась длинная млечная полоса. В тех местах, где вода приходила во вращательное движение, фосфорисценция делалась интенсивнее. Точно светящиеся насекомые, яркие голубые искр кружились непонятной быстротой, замирали и вдруг снова появлялись где-нибудь в стороне, разгораясь с еще большей силой. Все очарованы этой картиной, у каждого свои мысли. К югу от реки спасения на протяжении 12 километров берег опять становится возвышенным и состоит главным образом из рогово-обманкового индезита и мелкозернистой базальтовой лавы. По распадкам между отрогами сбегает к морю несколько горных ручьев. Наибольший из них называется Тахала. Река Батчи была недалеко. Там, где она впадает в море, береговая линия немного вдается в сушу, и если бы не мыс Крестовоздвиженский, то никакой здесь бухты не было бы совсем. Это небольшое углубление берега носит название бухты Грассевича. Так вот, это то самое место, с которым связана трагическая судьба молодого топографа Грассевича. История этого дела такова. В 1870 году в город Иркутск, где было сосредоточено все управление Восточной Сибирью, прибыли из Петербурга два топографа, только что выпущенные со школьной скамьи. Один из них был Грассевич. Надо представить себе юношу 19 лет, который первый раз в жизни уехал так далеко от родительского дома. По прибытии в Иркутск Грассевич узнал, что весной он должен отправиться на Амур, затем подняться вверх по Уссури до озера Ханка, а оттуда в пост Владивосток и явиться на шхуну Восток, который тогда командовал штурман Бабкин. Он узнал также, что на него возлагается производство съемки по берегу Японского моря между мысами Туманным и Успения. Этот берег впервые наносился на карту. Как только солнце пригрело землю и деревья стали одеваться листвой. Молодой Грасевич, запасшись всем необходимым, отбыл в командировку. Путешествие до поста Владивосток он совершил благополучно. Во Владивостоке местное начальство назначило в его распоряжение двух солдат от местной команды. Тут Грасевич узнал, что вдоль берега ему придется идти пешком, а все имущество его и продовольствие будут перевозить на лодке, которую он должен был раздобыть сам. Ему повезло, и он действительно нашел у кого-то из жителей старую килевую лодку, которую и купил за довольно большие деньги. Лицо, продавшее лодку, обязалось до отплытия шхуны привести ее в исправный вид и приготовить весла и все необходимое для путешествия. В начале июня шхуна восток снялась с якоря и направилась вдоль берега моря. Одного топографа тоже с двумя солдатами Бабкин высадил в заливе Рында, а другого Грасевича севернее реки Самарги у мыса Туманного. Матросы спустили лодку в воду, Грасевич погрузил в нее свои вещи и сел сам. В октябре Бабкин должен был опять прийти на побережье, взять обоих топографов и доставить их обратно во Владивосток. Первые дни работ для Грасевича были благоприятные. Он довольно быстро подвигался вперед, местами съемка его выражалась только одной линией, там, где был обрывистый и скалистый берег, но там, где открывалась долина, он углублялся в нее на несколько километров и вновь возвращался к морю. Но вот однажды случилась буря. Море разбушевалось, непогода застала его на лодке. Долго пришлось искать какого-нибудь укрытия в виде бухточки или речки, но ни того, ни другого не было. Высокий скалистый берег тянулся на много километров вперед. Тогда Грасевич решил пристать к нам и вной полосе прибоя, потому что дальше в море держаться было невозможно. Вот тут-то и сказалась неудачная конструкция его лодки с килем. Лишь только они дошли до полосы мелководья, и лодка царапнула килем по придонным камням, как нашедшая волна в мгновение ока перевернула их и выбросила на берег. К счастью, все кончилось благополучно. Путешественники ничего не потеряли, но все решительно, в том числе и спички, промокло насквозь. Как ни старались они разжечь огонь, им это не удавалось. Всю ночь они просидели на берегу и очень страдали от холода. К утру туман рассеялся, небо очистилось. Они приветствовали рассвет с такой же радостью, как это делали первобытные люди, потерявшие огонь. Когда взошедшее солнце пригрело землю, Гросевич снял с себя верхнюю одежду и разложил ее на камнях для просушки, а сам остался в одних кальсонах и рубашке. У него было около трехсот рублей денег ассигнациями. Он тоже разложил их на гальки и сверху каждую бумажку придавил еще камешком, чтобы деньги не унесло ветром в море. Затем он сам прилег на камни и как-то сразу уснул. По-видимому, Гросевич спал долго. Он проснулся от того, что в лицо моросил дождь. Он поднялся и окликнул своих солдат, но на его зов никто не отозвался. В то же мгновение он заметил, что исчезли лодка, палатка и продовольствие. Кругом было пусто. Деньги исчезли тоже. Гросевич бросился к берегу и стал кричать, но на его зов отвечали только эхо в прибрежных утесах и волны, с шумом набегавшие на намывную полосу прибоя. Гросевич вернулся назад, чтобы одеться, и к ужасу своему увидел, что солдаты увезли с собою всю его одежду и даже обувь. Он понял, что погиб, и почти без сознания повалился на берег. Между тем надвигались сумерки и ночь обещала быть ненастной. Несчастный решил спрятаться в камнях, но скоро он здесь так прозяб, что решил залезть в густую траву. Ужасную ночь провел он под дождем и до самого рассвета не смыкал глаз. Когда стало совсем светло, он решил идти вдоль берега, но куда? Вперед или назад? Безотчетно, сам не зная почему, он пошел дальше к северо-востоку в том направлении, в каком вел работы. Ити по намывной полосе прибоя и хорошо одетому человеку трудно. У подножия обрывов берег завален глыбами камней с острыми краями. Всюду валяется бурелом, заросший осокой и колючими кустами шиповника. Между камнями во множестве валяются обломки раковин, которыми легко поранить ноги. Можно себе представить, в каком состоянии был Гроссевич после одного такого перехода. В первый же день рубашка и кальсоны разорвались. Он набрал много занос и сильно изранил ступни ног. К утру у него опухли руки. Перемогая себя, он потащился дальше вдоль берега и ел, что попало. Слоевища морской капусты, мелких крабов, мелких моллюсков, береговичков. На третий день он почти голый, еле-еле передвигал ноги, падал в бессилии, подымался, шел несколько шагов, опять падал и подолгу лежал без движения. Наконец он дошел до того, что стал терять сознание. Он не знает, был ли то сон или состояние бодрствования. Он потерял способность мыслить и потерял всякое представление о времени и месте. Иногда на него вдруг находил ужас. Он вскакивал и с криком бросался вперед и бежал до тех пор, пока обессиленный опять не падал на камни. Гроссевич полагает, что он был болен, потому что его мучили кошмары днем и ночью. Мысль, что этот берег будет его могилой, мало его беспокоила. Лишь бы скорее пришло это и прекратило его душевные и физические страдания. Он вспомнил свою мать, близких друзей, слезы застилали глаза. Он лег на землю и долго-долго плакал, пока не впал в забытье. Очнулся от того, что кто-то приподнимал его голову и вливал в рот воду. Когда Гроссевич открыл глаза, то увидел около себя каких-то сильно загорелых и странно одетых людей. Дикари мелькнуло в его мозгу и он испугался. Это были удыхейцы. Они проезжали мимо на лодке и вдруг увидели человека, лежавшего на камнях. Сначала они полагали, что это труп, выброшенный волнением на берег и хотели проехать мимо, но в это время Гроссевич шевельнул рукой и простонал. Удыхейцы тотчас причалили к берегу и стали приводить его в чувства. Затем они дали ему кое-что из одежды и помогли добраться до лодки. Незадолго до сумерек они прибыли кустью какой-то реки и под руки дотащили его до своих балаганов. Гроссевич полагал, что он в плену и не знал, ухудшает ли это его положение. На другой день он был крайне удивлен, что две женщины занялись извлечением занос из его ног. Потом они перевязали ему раны, положив на них мелкие стружки шиповника. Он увидел, что с ним обращаются ласково, дают есть то, что едят сами. Наконец он решил сделать опыт и без ведома своих спасителей поплелся к берегу. Его никто не задерживал. Он вернулся в юрту и встретил тот же прием. Убедившись, что он не находится в положении пленника, Гроссевич воспрянул духом и повеселел. Мало по малу ноги его стали заживать. Пришла пора рыболовства. Удыхийцы отправились на реку и Гроссевич пошел с ними. Он помогал им ловить киту, вытаскивал из лодки рыбу, помогал ее чистить и вешать на жерде. Женщины добродушно смеялись над его неумением и в свою очередь помогали ему в том случае, когда он попадал в просаг. Гроссевич рубил дрова, собирал ягоды и старался всячески помочь своим спасителям. Наконец пришла осень и выпал первый снег. Удыхейцы пошли на соболевание и он отправился вместе с ними. Между тем два солдата, оставив Гроссевича на произвол судьбы, поплыли назад вдоль берега моря. Они были уверены, что он непременно погибнет и кости его растащат дикие звери. Дня через четыре наткнулись на отряд другого топографа. На вопрос последнего, где их начальник, они ответили, что он утонул и в доказательство представили его одежду, документы и даже небольшую часть денег. Топограф прикомандировал их к своему отряду и по окончании работ на шхуне отбыл в пост Владивосток, оттуда в Иркутск, где и подал рапорт обо всем случившемся. В конце года, незадолго до увольнения в запас армии, оба солдата поссорились из-за денег и один на другого донес. Началось следствие. Солдаты сознались в том, что они бросили Грасевича, но не могли сказать, где именно. К счастью, сохранилась съемка береговой линии и видно было, где она оборвалась. На следующую весну оба преступника под конвоем были доставлены в город Владивосток. На той же шхуне их повезли вдоль берега с приказанием указать место, где они оставили своего начальника. Может быть, солдаты показывали и правильно, но ни севернее, ни южнее, никаких следов Грасевича найдено не было, и экспедиция ни с чем возвратилась в город Владивосток. Солдаты были осуждены на каторжной работы, а Грасевич был вычеркнут из списка автопографов как пропавший без вести. Ни у начальствующих лиц, ни у родных и знакомых, ни у кого не было сомнения в том, что он погиб. Прошел год. Грасевич совсем жился с удыхейцами, стал понимать чужой язык, помогал им в работах и не чувствовал себя тунеядцем. Он увидел, что люди эти живут мирно, тихо и не ссорятся между собой. Его поразил тот патриархально-родовой строй, при котором все заботились о вдове и ее детях, как о своих родных. Он неоднократно видел собрания стариков, на которых они спокойно и терпеливо выслушивали реплики подростков. Он видел, что молодежь в то же время слушалась советов стариков. Его одноплеменники искали его смерти, бросили его на произвол судьбы, а эти люди спасли его, вылечили и одели. Он решил никогда не возвращаться к своим и навсегда остаться судыхейцами. Между тем, через китайцев, скупщиков, мехов стали распространяться слухи о том, что на реке Бачи у одыхейцев живет один русский. Слухи эти дошли до Владивостока, потом пробрались и в Иркутск, а там решили, что это никто иной, как Гроссевич, и что он находится в плену у одыхейцев. Весной, когда растаяли снега и реки вскрылись ото льда, была снаряжена вторая экспедиция на той же Шхуне Восток. Но когда она подходила к мысу Крестовоздвиженскому, ее заметил один одыхеец. Он прибежал на Бачи и сообщил сородичам, лодца гуны, то есть русские идут. Удыхейцы побросали свои юрты и убежали в горы. Вместе с ними убежал и Гроссевич. Начальник десанта нашел балаганы пустыми. Он решил, что удыхейцы увели с собой у Гроссевича. Тогда Шхуна произвела демонстрацию. Она сделала вид, что уходит совсем, а на самом деле спряталась за одним из мысов, а когда совсем стемнело, высадила на берег вооруженную команду. Матросы прошли несколько километров и перед рассветом напали на стойбище удыхейцев. Когда Гроссевич увидел, что матросы арестовывают удыхейцев, он вступился за них и пробовал оказать сопротивление. Тогда арестовали и его. Экспедиция с Гроссевичем и двумя пленниками вернулась на судно. Их доставили во Владивосток, где удыхейцев держали под стражей до производства следствия. Вскоре один из них получил скоротечную чахотку и умер в тюрьме, а другой был отпущен на свободу, но долго не мог выехать из Владивостока. Он тоже заболел и на реку Бачи попал незадолго до своей смерти. Гроссевич был предан суду и отправлен в Иркутск, а оттуда после следствия припровожден в Николаевский военный госпиталь для испытания его умственных способностей. Там его держали около года и признали душевно больным, что избавило его от суда. Затем он выздоровел и снова стал проситься на службу в Восточную Сибирь. Назначение состоялось. Когда он приехал во Владивосток, он тотчас стал искать случая съездить на реку Бачи, чтобы навестить своих друзей у дыхейцев. По службе попасть туда он не мог. Тогда он взял отпуск и отправился на шхуне сторож, которой командовал капитан Гек. Прибыв на место, он поспешил на берег. Вот и тропинка, вот и речка, где они ловили рыбу. Он побежал по дорожке через кусты. Печальное зрелище представилось его глазам. От стойбища остались только развалины. Все люди, взрослые и малые дети, погибли от какой-то эпидемии, занесенной из города. Никто не спасся. Там и сям валялись человеческие кости и предметы домашнего обихода, успевшие уже зарасти травою. Убитый горем, он вернулся в город Владивосток, где снова попал в больницу. Удыхейцы на реке Бачи вымерли, но среди соседей их на Копе и Самарге долго еще ходили рассказы о том, как о молодца один русский попал кудыхейцам и как от него погибло все стойбище. Прошло более пятидесяти лет. Гроссевич умер в городе Хабаровске в 1917 году, а бухточка, в которую впадает река Бачи, сохранила его имя и по сие время. Я погрузился в воспоминания, и предо мною встала сагбенная фигура старика Гроссевича без усов, без бороды, с короткими седыми волосами на голове. Я пришел к нему расспросить о побережье моря, которое намеревался посетить во время своего путешествия. Он достал карту и по ней стал делать описание каждого мыса и каждой бухты в отдельности. Когда Гроссевич дошел до реки Бачи, он вдруг поднял руки кверху, затем закрыл глаза и опустил голову на стол. Я услышал судорожные всхлипывания, стал его успокаивать и постарался перевести разговор на другую тему. Я так ушел в эти воспоминания, что не заметил даже, как прошло время. Лодка наша стояла неподвижно. Грибцы, вынув весла из воды, отдыхали. Через минуту к нам подошла вторая лодка. Стрелки стали закуривать и посматривать по сторонам. Что это там? Я взглянул в указанном направлении и увидел какой-то черный предмет на воде. Он передвигался немного, делал спиральные круги и вновь возвращался на прежнее место. Что бы это могло быть? Спросил я Савушку. Не Сааук, да, маленькая лодка, отвечал он равнодушно. Действительно, минут через двадцать ясно можно было рассмотреть оморочку и в ней человека. Вскоре мы поравнялись с ним. Это был Ороч с черную бородою. Он сидел в лодке, поджав под себя ноги и длинною острогой ощупывал дно моря. Савушка окликнул его, он отвечал короткой фразой, которую я не понял. Что он делает? Спросил я Савушку. Нерпу ищет, ответил последний, указывая на большое кровавое «Би-би!» закричал наш новый знакомый, стараясь удержать лодку около остроги, которой он нащупал мертвые животные. Савушка отправился к нему на помощь. Через несколько минут нерпа была поднята из воды. Голова ее оказалась пробитой пулей насквозь. Я предложил охотнику ехать вместе с нами. Он тотчас согласился. У него было одно весло с двумя лопастями. Ороч умело управлял оморочкой. Он переговаривался с нами, но сам зорко следил за волнами, чтобы они не накрыли его с наветренной стороны. Звали его Вандага. Наконец мы подошли к реке. Белая пена отмечала бар, то место, где пресная вода смешивалась с морскою. Ороч на оморочке, немного не доходя устья реки, свернул к берегу. Улучив момент затишья, он быстро поплыл вперед и в мгновение ока вместе с пеной выбросился на прибрежный песок. В тот момент, когда отливное течение хотело утащить его лодку назад, он выскочил из нее и, схватив свое легкое суденышко за носовую часть, оттащил его подальше от воды. Все это было проделано удивительно быстро. Неопытный человек сломал бы оморочку, утопил бы ружье и непременно выкупался бы как следует. Теперь настала наша очередь. Не без труда мы преодолели буруны, правда, черпнули воды одним бортом, но все же вошли в реку. Батчи была первой нашей питательной базой, где были сложены запасы продовольствия, привезенные на пароходе Николаевым. Согласно уговору, здесь я обещал отпустить Савушку и взять другого проводника, поэтому была назначена дневка. Я пошел на ближайшую сопку, чтобы сверху взглянуть на окрестности. Река Батчи по-орочски Ики длиной около 70 километров и впадает в море на 47 градусов северной широты и 139 градусов восточной долготы. Северо-западный край бухты Гросевича образует небольшая сопка Джаари, с которой я и производил свои наблюдения, а юго-восточный ограничен мысом Крестовоздвиженским. Батчи в Низовьях с правой стороны принимает в себя два притока реку Масаеву и реку Ихе. Здесь она разбивается на два рукава, образующие узкий остров в 4 километра длиною. По воде на туземной лодке можно подниматься 6 суток, дальше до водораздела надо идти пешком еще один день. В средней части ее течения в трех днях пути от устья есть теплый минеральный источник с температурой в 28,6 градуса Цельсия. Зимних путей с реки Батчи есть два на реку Коппи и на реку Самаргу. Первый идет по речке Мукпа через перевал на реку Тепты приток Коппи. Берегом моря никто не ходит, потому что местность здесь пустынная и очень пересеченная, то надо подниматься несколько раз в гору, то спускаться вниз, что очень утомляет. Второй путь с реки Батчи идет по правому верхнему притоку ее Дулингья на Исиме верхний левый приток Самарги. На тот и другой путь времени потребуется 3-4 дня в зависимости от количества собак и состояния дороги. В 1908 году на Батчи было 6 юрт с населением 46 человек, 15 мужчин, 11 женщин, 12 девичек и 8 мальчиков. Через два года туда переселился старовер Долганов. Его примеру последовали другие старообрядцы. Так образовалась деревня, сохранившая название Гроссевичи. В 1927 году в ней было до 100 человек обоего пола. Горы, окаймляющие нижнюю часть долины реки Батчи, покрыты густым хвойным лесом. Места эти являются, по-видимому, северной границей распространения монгольского дуба, который, как и кедр, встречается здесь весьма редко. Недалеко от устья реки Батчи, за первой протокой, жил наш новый знакомый Ороч Вандага. У него-то и хранились ящики с экспедиционным имуществом. Все Орочи ушли на соболевание. Один Вандага задержался. Он знал, что мы приедем осенью и решил дождаться нас. Это был мужчина среднего роста, лет сорока, с густой черной бородой, что указывало на родство его с сахалинскими туземцами. Одет он был, как и все Орочи, но прическу носил удыхейскую. В палатке Вандага были кое-какие японские вещи. Из расспросов выяснилось, что дед его действительно родился на Сахалине. Отец жил одно время в заливе Де Кастре, потом в бухте Джуанка, а сам он перекочевал на реку Батчи еще в молодые годы. Утром следующего дня Орочи мне сказали, что у одной из наших лодок треснуло дно. Надо было хорошенько ее починить и проконопатить. Часам к двум дня все было в порядке. Дальше вместо Савушки поехал с нами Вандага со своим братом. На вопросы не порали в путь, они отрицательно качали головами. Я уже хотел было готовиться ко второй ночевке, как вдруг оба Ороча сорвались с места и побежали к лодкам. Они велели стрелкам спускать их на воду и торопили скорее садиться. Такой переход от мысли к делу весьма обычен у Орочей. То они откладывают работу на неопределенный срок, то начинают беспричинно торопиться. С Вандага никто не стал спорить. Через четверть часа мы уже плыли к морю. Обогнув мыс Крестовоздвиженский, лодки опять взяли курс на юго-запад. Здесь береговая линия развита слабо. Мысов много, но они мало выдаются в море. Намывная полоса прибоя завалена глыбами, свалившимися сверху. Они так велики, что в щелях между ними свободно может укрыться крупные животные. Такое разрушение берегов происходит от действия пресной воды. Ручьи, стекающие сверху в виде маленьких каскадов с высоты в 60 и 80 метров, не достигая подошвы обрывов, превращаются в дождь, развиваемый ветром. Первый мыс Бахамаумни слагается из базальтов с характерным для них столбчатым распадением. Некоторые столбы стоят прямо, другие изогнуты, третьи приняли совсем наклонное положение. Через полчаса мы достигли горного ручья Афа и мыса Бакланьева по-орочски Хо-и, что значит морской таймень. Бакланьи мыс вполне оправдывает свое название. Этих птиц здесь очень много. От их помета белела вся скала, точно ее вымазали известью. Грузные черно-серые гагары и длинно шеи синеватым металлическим отливом морские бакланы сидели по карнизам всюду, где можно было поставить ноги. Они были на стороже и, подавшись вперед, готовы были слететь при первом намеке на опасность. Когда мы поравнялись со скалой, бакланы сидели, но когда лодка прошла мимо, они вдруг все разом ринулись вниз и полетели в море. 1 октября мы дошли до небольшой горной речки Кальма, берущей начало с возвышенностей слагающихся из известкового песчаника и из каких-то древних сильно метаморфизированных осадочных пород. Южнее Бакланьего утеса выступает острый мыс Сядауни, а за ним в одну линию тянутся четыре конические сопки, покрытые осыпями. Между речками Ящу и Кальма берег рисуется в виде невысокого горного кряжа, омытого вдоль оси простирания. Река Кальма тоже невелика, большая часть ее воды просачивается под прибрежной галькой. Когда лодки подходили к берегу, на гребне одной из сопок появилось большое животное. Я думал, что это лось, но Вандага отрицательно покачал головой и назвал его Багиду, северный олень. По-видимому, животное заметило нас, потому что бросилось бежать и быстро скрылось за гребнем. По словам Орочей, в уссурийском крае обитают два вида северных оленей. Один маленький, с большими рогами, темной спиной, белым брюхом и темными ногами. Другой вид более крупный, буросерой окраски, с белесоватыми боками и небольшими маловетвистыми рогами. Это и есть Багиду. Удыхейцы называют его Игдака. Первый обитает к северу от императорской гавани, второй южнее и спускается до реки Бачи. Этот олень не боится снежных сугробов. Он протаптывает хорошие дороги, которыми пользуются и другие животные. На Бачи северный олень заходит только поздней осенью и зимой, а весной, как только начинают таять снега, он отодвигается к северу. Здешний олень – животное альпийское. В поисках за кормом он взбирается на высокие горы. В жаркие дни он держится в самых истоках рек, где всегда сыро и прохладно. Питается он не только ягелем, но и листьями брусники. Северный олень в большинстве случаев входит в одиночку и никогда не собирается в табун. Орочи не охотятся за ним, но стреляют, если зверь случайно попадает под ружье. Бьют они его для получения кожи. Мясо обычно бросают, потому что оно чем-то пахнет. Надо сказать, что в пище орочи очень разборчивы. Многие из них брезгуют мясом скота, зато с наслаждением едят мясо барсука, филина и выдры. На этот раз бивак был устроен неудачно. Резкий холодный ветер дул с материка и забивал дым в палатку. Я всю ночь не спал и с нетерпением ждал рассвета. Наконец ночная тьма стала редеть. Я поспешно оделся и вышел из палатки. От воды в море поднимался пар. Словно его подогревали снизу. Кругом было тихо. Занималась кроваво-красная заря. Сегодня мы имели случай наблюдать деформированное солнце. Сначала показался из воды только краешек его, багрово-красный и сильно растянутый. Поднявшись над горизонтом, оно приняло четырехугольную форму с закругленными углами. Потом нижняя часть его стала суживаться, а само оно приняло эллипсаидальную форму, отчего стало похоже на гриб. Ножка этого гриба, сначала короткая и толстая, начала утоньшаться, одновременно с тем у основания ее появилась короткая светло-золотистая полоса. Теперь солнце стало походить на печать. Еще мгновение и рукоять печати оторвалась и стала подниматься кверху. Ножка тоже стала сокращаться и вся ушла в светлую полоску на горизонте и затем вместе с нею яркой полосой все разрастаясь вширь побежала по воде к нам навстречу. Вслед за тем эллипсаидальная форма солнца начала выправляться в круглый диск, вместе с тем стало теплее. Около берега еще кое-где держались обрывки тумана, они прятались в теневатых распадках между гор, но солнечные лучи находили их всюду и не уничтожали без остатка. Вдали виднелся высокий мыс туманный. Казалось, он отделился от воды и повис над морем. Этот мыс был конечным пунктом нашего путешествия. Вернувшись в палатку, я стал поднимать моих спутников, что было нетрудно, потому что они зябли и, завернувшись в одеяло, ждали только сигнала. После чая туземцы проворно уложили лодки. Холод подбадривал людей и заставлял их энергичнее работать веслами. С восходом солнца воздух немного согрелся. От реки Кальмы берег меняет юго-западное направление на южное. От прибрежного хребта отходит к морю множество отрогов. Распадки между ними послужили путями для стока воды. Так образовались мелкие речки, Кальги, Бегиси и Генугу. Кальма длиною около 10 километров. По ней идет в большом количестве горбуша. Вот почему места эти охотно навещаются орочами с реки Батчи. Заготовив здесь запасы юколы на год, они складывают ее в амбары и оставляют в тайге до соболевания. От Батчи к югу горные породы, собранные мною в последовательном порядке распределяются так. Сперва идет андезитовая лава с кальцитом, затем диабазовый туф и туф кварцевого парфира, за ним опять туф доцитовый и выветренная пузыристая лава и, наконец, базальт. Во время привала я поднимался на одну из сопок, покрытых растительностью, состоящей главным образом из ели и пихты. Здесь на солнцепеках произрастают дуб, даурская черная береза и изредка кедр. Долинные места были заняты лиственницей и белой березой, а на каменистых местах около моря в массе разрослись шиповник и низкорослая рябина с безвкусными водянистыми ягодами. В километрах в семи от реки Генугу на самом берегу моря стоит коническая сопка, своим внешним видом напоминающая сахарную голову. С правой стороны ее есть небольшой красивый водопад, а слева широкая полоса прибоя, заваленная каменными глыбами. Некоторые из них скатились в море, образовав нечто вроде маленькой бухточки, защищенной от волнения. Мы воспользовались ею и высадились на берег. Вандага велел вытащить лодки подальше от воды на гальку. Здесь мы стали устраивать бивак. Устанавливая походную метеорологическую станцию, я обратил внимание на быстрое падение барометра. Надо было ожидать сильного шквала, признаки которого были уже налицо. Тучи спустились совсем низко и, казалось, бежали над самой водой. Горизонт исчез, море приняло грязно-желтую окраску, волны пенились и неистово бились о берег, вздымая водяную пыль. Вдруг завеса туч разом разорвалась. На короткое время показался неясный диск солнца. Через минуту-две налетел сильный ветер. В одно мгновение он сорвал нашу палатку. За ней бросились в догонку. В это время меня так больно стегнуло песком по лицу, что я закрыл глаза рукою и повернулся спиной к ветру. Подхваченные с камней слоевища морской капусты, мелкие ветки и сухая листва. Все это неслось куда-то с сумасшедшей быстротой. Какая-то чайка тщетно пыталась лететь к югу. Ее сначала подняло к верху, потом кинуло в сторону. Она хотела было лететь назад, но не смогла сохранить равновесие и упала в кусты. В это время раздались крики «Лодки, лодки, держите лодки!» Я открыл глаза и увидел, что ветер опрокинул одну из лодок и грозил сбросить ее в море. За борт ее держались Вандага и Джанбао. «Веревки! Давайте веревки поскорей! Кладите камни!» Люди бегут, падают, опять бегут и стараются собрать веревки. Наконец лодки привязаны, палатка поймана. В это время с моря нашла такая одна большая волна. С ревом она рванулась на берег, нагроможденный камнями. Вода прорвалась сквозь щели и большими фонтанами взвелась кверху. Одновременно сверху посыпались камни. Они прыгали словно живые, перегоняли друг друга и, ударившись о гальку, рассыпались в прах. На местах падения их, как от взрывов, образовывались облачка пыли, относимые ветром в сторону. К сумеркам буря стихла совсем. Равновесие воздушной стихии восстановилось. Я вспомню деформированное солнце утром. Около сахарной головы надо было произвести астрономические наблюдения и вычислить ход хронометра. Чтобы не задерживать лодку, я отправил ее вперед, а сам с несколькими спутниками остался для работ. Мы условились, что все сойдемся на реке Нельми. Для поправок хронометра я взял абсолютные высоты солнца над горизонтом и в час дня вычислил широту места. Затем мы собрали свои котомки и пошли по намывной волне прибоя. Тропа, до сих пор придерживавшаяся берега, вдруг круто повернула в сторону и по одному из распадков встала взбираться в горы. Мы остановились в недоумении. Куда идти? Держаться ли намывной полосы прибоя или следовать за тропою? В это время подошел Вандага и сказал, что надо идти по тропе, потому что здесь ходят люди. Мы послушались его совета и, немало не смутясь, стали карабкаться на кручу. Тропа шла зигзагами, но, несмотря на то, что проложена она была весьма искусна, все же подъем на гору был длинный и утомительный. Мы с Орочем взобрались на вершину прибрежного хребта, а шедшие со мной стрелки немного отстали. Ороч присел на землю, чтобы поправить обувь, а я стал осматриваться. Мы находились в хвойном лесу, состоявшем из ели и пихты, с примесью лиственницы и каменной березы. Лес был старый, деревья тонкоствольные, со множеством сухих веток, густо украшенные седыми прядями бородатого лишайника. Был прохладный осенний день. Вверху между остроконечными хвойными вершинами виднелось безоблачное голубое небо. Солнце посылало ослепительные лучи свои и как будто хотело воскресить растительность на земле. В лесу стояла такая глубокая тишина, что всякий шум, производимый человеком, казался святотатством. Я кликнул стрелков, но эхо тотчас свернуло мой возглас обратно. Случайно я перевел глаза на моего спутника и увидел, что он замер в неподвижной позе. Вандага имел вид человека, который заметил что-то важное и тревожное. «Что случилось?» спросил я и оглянулся. Но в лесу было по-прежнему спокойно. Тогда я повторил свой вопрос. Ороч сделал мне знак, чтобы я молчал. Потом тихонько поднял руку и указал на соседнюю пихту. А так как я все-таки ничего не видел на ней, то он осторожно придвинулся ко мне и, указав прутиком на лишайник, шепотом сказал, «Его живой!» Я удвоил внимание и тогда заметил, что некоторые из лишайников вследствие своей необычайной легкости и чувствительности ко всякому ничтожному движению воздуха то поднимались, то снова медленно опускались книзу. «Слушай!» сказал мне Ороч шепотом. Я напряг слух и, как мне показалось, действительно услышал тихие, едва уловимые ухом звуки, похожие на заглушенные крики зайца, только тоном выше и много слабее. Откуда исходили они? Сверху с деревьев или снизу с земли? В лесу всегда можно слышать их в самых разнообразных сочетаниях шепота, подавленного стона, глубокого затаенного вздоха и так далее. «Его говори», сказал Ороч, указывая снова на лишайник, «только люди, понимай, нету, не знаю, хорошо это или худо». Я понял, что от моего ответа зависит успех нашего предприятия и потому сказал, что погода нам благоприятствует, что наиболее трудную часть пути мы уже прошли и теперь остается только начать спуск в долину. Слова мои как бы убедили его. Как раз в это время подошли стрелки. Ороч поднялся с земли и нехотя пошел вперед. Наша тропа шла некоторое время по хребту. Она все время кружила, обходя колодник то с одной, то с другой стороны. Мы иногда теряли ее, но потом снова находили там, где меньше было травы. Мы шли молча. Вандага впереди, за ним я, за мною стрелки Ноздрин и Глегала. Вдруг одна из старых елей, стоящих впереди, покачнулась, стала клониться к земле, сначала медленно, потом быстрее, и с сильным шумом упала поперек тропы. Наш провожатый остановился, как вкопанный, затем медленно повернулся ко мне и тоном недопускающим возражения сказал, дальше ходи не могу, дорогу закрывай. Напрасно мы уговаривали его сообща. Он стоял на своем и приводил следующие доводы. Первое предостережение было от лишайников, которое никто из нас не понял. Теперь упала ель, которую в таких случаях нельзя не перерубить, не обходить. Идти дальше значит подвергнуться явной опасности. Ноздрин стал над ним подтрунивать. Тогда Вандагар рассердился и сказал, «Ваша сам дорогу смотри, моя надо назад ходи». Вслед за тем он повернулся и быстро пошел по тропе обратно. Задерживать его было бесполезно. Некоторое время между деревьями мелькала его фигура, дальше тропа снижалась за гребень. Через минуту он скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы решили продолжать наш путь без проводника. Но к великой нашей досаде мы совсем потеряли тропу и не могли ее найти вторично. Тогда, чтобы не заблудиться, мы направились к морю. Но тут попали в глубокие овраги с очень крутыми склонами. Один раз Глегала чуть было не сорвался. К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. Значит, надо было держаться от берега в таком расстоянии, чтобы резать овраги в самых их верховьях. Но так как они были разной величины, то на обход их тратилось много времени. До вершения несчастья мы попали в такой бурелом, из которого еле-еле выбрались, сделав значительный крюк назад. Взвесив все за и против, мы решили тогда идти прямо к морю и продолжать путь по намывной полосе прибоя. Когда мы вышли на берег, солнце было совсем уже низко над горизонтом. Температура воздуха быстро понижалась. Почему-то нам казалось, что река Нельма находится за мысом, который имел вид человеческой головы в профиль, погрузившийся в воду до самого рта. Мы передохнули немного, затем надели свои котомки и пошли по самому берегу, имея с правой стороны скалистые обрывы высотой до 300-400 метров и слева море. Намывная полоса прибоя была завалена каменными глыбами величиной с человеческий рост. Я полагал, что эти груды камней занимают небольшое пространство и за следующей кулисой мы вновь выйдем на морскую гальку. Через час мы дошли до мыса Амадауни. Надежда, что за ним мы увидим наш бивак, придавала энергию. Еще сотни-две шагов, и мы взобрались на скалу. Впереди был все тот же пустынный берег, те же камни, а дальше еще какой-то высокий мыс. Между тем стало смеркаться. Пора было остановиться на ночлег. Но где? Для бивака нужны дрова и пресная вода. Но здесь среди камней ни того ни другого не было. Летом в теплую погоду можно как-нибудь скоротать ночи без огня, но теперь, поздней осенью, когда к утру вода покрывается льдом, без теплой одежды и с мокрыми ногами, это было опасно. Обыкновенно на берегу моря вблизи рек всегда можно найти сухой плавник, но здесь, как на грех, не было дров вовсе, одни только голые камни. Мои спутники стали уставать, я и сам почувствовал себя очень утомленным. Мы пробовали садиться, но холод и сырость вынуждали нас идти дальше. Через час мы добрались до второй кулисы. За ней были опять скалы, все тот же едва заметный изгиб берега и все та же пустынная полоса прибоя, заваленная камнями. Недалеко от берега на большом плоском камне сидело несколько гагар. Птицы собрались на ночлег, но, услышав людские голоса, повернули головы в нашу сторону. Теперь они плохо видели, и потому еще более насторожились. Наконец одна гагара не выдержала. Тяжело взмахнув крыльями, она поднялась в воздух. Тотчас вслед за нею снились все остальные птицы и низко над водой полетели к тому мысу, который остался у нас позади. Чем больше сгущались сумерки, тем труднее становилось идти. В темноте невозможно было отличить ребро камня от щели. Мы все чаще оступались и падали. Береговые обрывы, лишенные растительности, быстро излучали теплоту. Стоячая вода в лужах покрылась тонким слоем льда, мокрые водоросли замерзли и начали хрустеть под ногами. К ночи море совершенно успокоилось. Ни малейшего волнения, ни малейшего всплеска у берега, мертвящая тишина вместе с мраком неслышными волнами обволакивала землю. Незаметно ночь вступила в свои права. Земля и море погрузились в глубокий мрак, так что в нескольких шагах нельзя было увидеть рядом идущего человека. Яркие звезды мерцали на небе всеми цветами радуги, а мы все еще карабкались через камни, ощупывали их руками, куда-то лезли, падали, теряли друг друга и после невероятных усилий забрались наконец на высокий мыс. Но здесь непропуск совершенно преградил нам дорогу. Пусть читатель представит себе теснину, ограниченную с одной стороны высокими отвесными скалами. Что делать? Я собрал маленький совет. Нам предстояло решить вопрос, возвращаться ли к сахарной голове или попытаться обойти непропуск вброд по воде и потом продолжать свой маршрут дальше. У всех нас болели ноги, руки были покрыты ссадинами, колени побиты. А что если по ту сторону мыса мы опять не найдем дров, если до бивака еще далеко, если нам всю ночь придется карабкаться через камни, да мы не выдержим, усталость возьмет свое, тогда можно жестоко прозябнуть и опасно заболеть. Неизвестность того, что находится по ту сторону непропуска и надежда на счастье решили в пользу последнего предположения. Мы решили идти на риск и стали раздеваться. Чтобы сохранить одежду сухую, мы привязали ее на плечи позади головы. Прибрежные камни слегка обледенели. В темноте не видно, насколько было глубоко. С опаской я вошел в воду по колено. Кости заныли от холода и боли. Придерживаясь за выступы скал, медленно и осторожно я подвигался вперед. За мною шел ноздрин, а за ним глеголо. У подножия непропуска на дне были такие же большие камни и с такими же острыми ребрами, такие же щели и провалы, как и на берегу. Темная, как чернила вода, казалась страшной. В одном месте была глубокая выбоина. Нам удалось обойти ее после долгого ощупывания дна ногами. По мере того, как мы подвигались вперед, становилось глубже. Вот вода уже поднялась выше пояса. Еще шагов десять, и непропуск обойден. Впереди в темноте виднелись два больших камня, как бы положенных один на другой. Дальше острый кекур, а за ним плоский берег. Вдруг один из камней верхний шевельнулся, и сильным шумом рухнул в воду. От него пошла большая волна, которая окатила меня с головой и промочила одежду. Это оказался огромный сивуч, морской лев. Он спал на камне, но, разбуженный приближением людей, бросился в воду. В это время я почувствовал под ногами ровное дно и быстро пошел к берегу. Тело горело, но мокрая одежда смерзлась в комок и не расправлялась. Я дрожал, как в лихорадке, и слышал в темноте, как стрелки щелкали зубами. В это время Ноздрин отступился и упал. Руками он нащупал на земле сухой мелкий плавник. «Дрова есть!» закричал он радостным голосом. «Давайте скорее спички!» Читатель помнит, что я имел при себе спички в засморенной баночке. Через несколько минут мы стояли около большого костра и сушили одежды. В это время Глегало зачем-то отошел в сторону. «Огонь!» крикнул он из темноты. «Вон наш бивак!» Действительно на юге недалеко как маленькая звездочка мелькал огонек. Судя по расстоянию на котором мы увидели огонь до реки Немми было еще около пяти километров. Поэтому я решил остаться на том месте где нашли дрова. Здесь море наметало так много плавникового леса что мы могли его сжечь до утра сколько угодно. Стрелки из одного костра разложили три а сами поместились посредине между ними. Они то и дело подбрасывали в костры охапки хвороста. Пламя весело прыгало по сухому валежнику и освещало усталые лица людей, одежду, развешанную для просушки, завалы морской травы и в беспорядке нагроможденные камни. Мои спутники стояли у костров и отвернувши в сторону свои лица сушили белье на руках и делились впечатлениями пройденного пути. Вспомнили мы и выругали вандагу, покинувшего нас в трудную минуту. Досталось и сивучу, вымочившему наши одежды. Спать было негде. Всю ночь мы просидели у камней и клевали носами до самого рассвета. Не дожидаясь восхода солнца, мы обулись как следует и пошли дальше. Заря занималась во мгле, ночью был крепкий мороз. На поверхности земли все заиндевело. Вода, скопившаяся в трещинах между камней, промерзла насквозь. Берег моря, заваленный камнями, показался еще более пустынным. Я чувствовал себя еще более разбитым и усталым, чем вчера. Кружилась голова, болели ноги, ломила спину. Однако утренний мороз подбадривал нас и заставлял двигаться скорее. Недалеко от Нимми мы видели одну кабаргу, по чрезвычайно крутому оврагу она спускалась на берег моря. Земля ехала у нее под ногами и дождем сыпалась вниз. Глядя на нее, я невольно подумал, до какой степени животные эти приспособились и не теряют равновесия. И делается это легко, непринужденно, без всякого страха, как будто обрывы и осыпи в горах являются ее родной стихией. Услышав посторонний шум, кабарга остановилась в ожидательной позе, но затем вдруг повернула назад и сильными прыжками стала подниматься назад в гору. Достигнув вершины, она опять остановилась, еще раз посмотрела вниз, два раза крикнула пронзительно и скрылась в лесу. Ноздрин хотел было стрелять, но я остановил его. Правда, у нас не было мяса, но убитую кабаргу пришлось бы нести на себе, а мы сами еле тащили ноги. К восьми часам утра мы перебрались через последний мыс и подошли к реке Нельми. На другой ее стороне стояла юрта, из отверстия в ее крыше выходил дым. Рядом с юртой на песке лежали опрокинутые вверх дном лодки, а на самом берегу моря догорал костер, очевидно, он был разложен специально для нас. Его-то мы и видели ночью. Из юрты вышел человек и направился к реке. В левой руке он держал я окликнул его. Человек остановился, посмотрел в нашу сторону, затем бросил рыбу и побежал в юрту. Через минуту из нее вышли два туземца и подали нам лодку. В юрте было тепло. Я с наслаждением переоделся, умылся, напился чаю и лег спать. Все невзгоды ночного маршрута, холод, купание в морской воде, испугавший нас Сивуч, все это осталось теперь только в воспоминаниях. Ночью не было заволокло тучами и пошел сильный дождь, а к утру ударил мороз. Вода, выпавшая на землю, тотчас замерзла. Плавники камни на берегу моря, трава на лугах и сухая листва в лесу, все покрылось ледяной корою. Люди сбились в юрту и грелись у огня. Ветер был неровный, порывистый, он срывал корье с крыши и завивал дым обратно в помещение. У меня и моих спутников разболелись глаза. К утру дождь перестал, тяжелая завеса туч разорвалась, живительные солнечные лучи осветили обледенелую землю. Людям надоело сидеть в дымной юрте, все вышли наружу и стали шумно выражать свою радость. «Атате!» закричал один из туземцев, указывая на запад. «Небязи дуанис агды о имана агде би», то есть в вершинах этой реки, в больших горах, выпало много снега. Интересное явление. В то время, как кругом небо имело густую синюю окраску, на западе оно было бледно-зеленым и точно светилось. Я понял, там в горах выпал снег, отраженные от него солнечные лучи освещали небо. Этот снег на сихотой олине уже не растает до весны. Он будет снижать температуру и захватывать все большее и большее пространство. На реке Нельме у нас опять вышла дневка. На этот раз виною были лодки. Старенькие и слабые от частого вытаскивания их на камни, они разошлись по швам и дали во многих местах течь. С утра туземцы занялись их починкой, а я вместе с Джанбао пошел в экскурсию вверх по реке. Нельма длиною около 4 километров и принимает в себя три притока с правой стороны и один с левой. Ближайшим к морю будет река Ульгадуани. Истоки Нельмы охватываются с одной стороны притоками Самарги, с другой Бачи. По правым ее притокам в один день можно дойти до перевалов на реках Чафи, Джалу и Акза, впадающих в Самаргу в 10-25 километрах от моря. Левый приток реки Меу приведет на Бачи в 30 километрах от моря. На туземных лодках по Нельме можно подниматься на 8 километров. Около Устья река разбивается на несколько мелких проток и образует много заводей и слепых рукавов. Бара нет и вход в реку вполне доступен. Течение тихое и спокойное. Острова между протоками поросли березой, ольхой и лиственницей. На одном из них каким-то шаманам поставлено фигурное дерево тун, и ствол и сучья его были украшены резьбою. Туземцы ни за что не хотели туда идти. После длительных уговоров они высадили на остров нас обоих, а сами отошли к противоположному берегу, заявив, что подадут лодки снова, когда будет нужно. Пробираясь через заросли, Джан Бао спугнул сову. Она вылетела из-под самых его ног, села на фигурное дерево и издала резкий крик. Джан Бао остановился и посмотрел на меня с таким видом, будто я говорил, вот так неприятный сюрприз. В чем дело, спросил я его. Емао дза, то есть ночная кошка, ответил он с досадой. В это время сова, услышав наши голоса, испуганно снялась. Пухау, пухау, худо, худо, говорил Джан Бао, делая нетерпеливые жесты рукой. Вслед за тем он повернул назад к реке, сказав, что удачи нам сегодня не будет и поэтому не стоит напрасно тратить время. Я уступил. На обратном пути я спросил его, почему он так странно назвал сову. На это Джан Бао ответил, что птицы делятся так же, как и четвероногие животные, на диких и домашних, наземных и ночных, хищных и некровожадных, причем каждому четвероногому соответствует птица. Например, собаки ворона, кошки сова. Сова имеет такую же голову, как кошка, также хорошо видит ночью, летает бесшумно, как бесшумно ходит кошка, ловит мышей и крик ее похож на кошачье мяуканье. Сова плохая птица, встреча с ней всегда предвещает ссору, вражду. Так, рассуждая, мы незаметно подошли к реке. У другого ее берега в лодке сидели удыхейцы. Джанбао окликнул их. Они тотчас подали у Лемагду. Через 10 минут мы были на биваке. На следующий день мы расстались с рекой Нельмой. Холодный западный ветер, дувший всю ночь с материка в море, не прекратился. Он налетал порывами, срывая с гребней волн воду и сеял ею, как дождем. Из опасения, что ветром может унести наши лодки в открытое море, удыхейцы старались держаться под защитой береговых обрывов. Около устьев горных речек, там, где скалистый берег прерывался, ветер дул с еще большей силой, и нам стоило многих трудов пройти от одного края долины до другого. Пока речки были маленькие, мы плыли довольно благополучно, но когда достигли реки Санье, это стало небезопасно. Два раза мы пытались пройти мимо ее устья и дважды вынуждены были возвращаться под прикрытие скалистого берега, состоящего из индезита. Левый край реки Санье крутой, правый пологий. Однообразно желтый ковер кислых трав и тощие одинокие лиственницы свидетельствуют о заболоченности почвы. Здесь, около устья реки, мы просидели до полудня. Наконец, нам показалось, что ветер немного стих. Последнее время мы тащились крайне медленно. Перспектива дневать на реке Санье не улыбалась никому, и мы решили в третий раз попытать счастье. Едва наши лодки вышли из-за своего укрытия, так сильным порывом ветра их накренило на один бок. Вода, вздываемая при гребле веслами, как душем обдала людей с ног до головы. Скоро я заметил, что мы не столько плывем вдоль берега, сколько удаляемся от него. Мои спутники поняли, что если нам не удастся пересилить ветер, то мы погибли. Никто не сидел сложа руки, все гребли, кто лопатой, кто доской, кто сломанным веслом и всем, что попало в руки. Так продержались мы два часа. Наконец, люди стали уставать. Меньше всех растерялся наш удыхеец-проводник. О дыби на му то а я, то есть ветер есть, но море тихое, сказал он. Его спокойствие передалось нам. Удыхеец указал рукой сначала на восток, а потом на мыс Туманный. Действительно, лодка перестала удаляться в море и двигалась теперь вдоль берега, хотя и в значительном от него расстоянии. Причина этого явления скоро разъяснилась. Ветер, пробегающий по долине реки Санье, сжатый с боков горами, дул с большой силой. В эту струю и попали наши лодки, но как только мы отошли от берега в море, где больше было простора, ветер подул спокойнее и ровнее. Это заметили удыхейцы, но умышленно ничего не сказали стрелкам и казакам, чтобы они гребли энергичнее и чтобы нас не унесло далеко в море. Мало-помалу лодки начали приближаться к берегу и через полчаса подошли к мысу, представляющему собой прекрасные образцы столбчатого распадения базальтов. В уссурийском крае самые большие обнажения можно наблюдать на берегу моря. Здесь прибрежные горные хребты часто отмыты вдоль оси, а отроги поперек их простирания и раскрывают перед наблюдателем тайны своего строения. У безымянного базальтового мыса трое береговых ворот. Самые большие из них южные. Они стоят не в воде, а на намывной полосе прибоя. Раньше это был мыс, прорезанный вдоль жилой из весьма плотной изверженной породы. Со временем туфы с обеих сторон жилы обрушились, а сама она осталась. Потом в наиболее слабом ее месте волнением пробила брешь, произошел внутренний обвал и образовались ворота. Впоследствии море к подножию их наметало песок и гальку и ворота очутились в стороне от воды. Дальше опять тянутся базальты. Около реки Ниме они видны в двух ярусах. Их столбчатая отдельность распространяется и на средний пласт, состоящий из песчаника. Я хотел было идти до самого вечера, но наши проводники сказали, что здесь надо ночевать непременно, потому что дальше два больших мыса далеко выдвигаются в море, и на протяжении 30 километров приставать негде, и ночь застанет нас раньше, чем мы успеем дойти до реки Адеми. Доводы были убедительны, я не стал противоречить и велел направить лодки кустью реки Ниме. Войдя в реку, мы пристали к правому ее берегу и тотчас принялись устраивать бивак в лесу, состоящим из ели, пихты, березы и лиственницы. Время года было позднее. Вода в лужах покрылась льдом, трава и опавшие с деревьев листва, смоченные дождем, замерзли, и мох хрустел под ногами. Натаскали много дров и развели большой костер. Наши туземцы долго ходили по берегу реки и часто нагибались к земле. Спустя некоторое время они пришли на бивак и сообщили, что на Ниме есть удыхейцы и среди них одна женщина. Несмотря на позднее время, они решили идти на розыске своих земляков. Я не стал их задерживать и просил только завтра прийти пораньше. Туземцы ушли, а мы принялись устраиваться на ночь. Односкатная палатка была хорошо поставлена, дым от костров ветер относил в сторону, мягкое ложе из сухой травы, кусок холодного мяса, черные сухари и кружка горячего чая заменили нам самую комфортабельную гостиницу и самый изысканный ужин в лучшем городском ресторане. После чая я оделся потеплее и вышел на берег моря. Приближались сумерки, на западе пылала вечерняя заря. К югу от реки Ниме огромную массою поднимался из воды высокий мыс туманный. Вся природа безмолвствовала. Мауровая поверхность моря, испещренная матовыми и гладкими полосами, казалась совершенно спокойной, и только слабые всплески у берега, говорили о том, что оно дышит. В это время я заметил Джан Бао. Он шел по окраине леса и, видимо, направлялся на бивак. Я окликнул его и предложил ему подняться со мной на одну из возвышенностей, образующих непропуск на берегу моря. Через несколько минут мы взобрались с ним на вершину ближайшей сопки. По одну сторону ее была река Ниме. Там виднелась палатка, двигались люди, горел огонь. По-другую небольшая сухая бухточка. В ней намывная полоса прибоя шла прямо, а береговые обрывы описывали полукруг. У самой воды я заметил какой-то темный предмет, который принял сперва за обгорелый пень. Черный предмет шевельнулся, и я тотчас узнал в нем медведя. Он стоял на задних лапах, а передними делал какие-то странные движения и качал головой. Потом он сел на камень и стал смотреть в море. В движениях зверя было так много человеческого, что я невольно попросил Джанбао не стрелять в него. Медведь, по-видимому, услышал мой голос, и стремглав бросился на утек. Раза два он останавливался, оглядывался и бежал дальше. Вскоре он скрылся в расщелине между скал. Глядя на медведя, я понял, почему многие народности Сибири очеловечивают его, и почему он фигурирует у них в сказках. Эти мысли я высказал своему спутнику. На это Джанбао ответил мне, что не один медведь, а всякое животное хочет делаться человеком. Некоторым это удается. Так есть люди, в которых можно узнать обезьяну, в других лису, черепаху, какую-нибудь птицу или паука. Такие люди при желании могут принимать свой первоначальный вид и затем опять делаться человеком. Чаще всего они видят себя во сне в зверином образе. Подражание людям у некоторых животных столь велико, что они устраивают себе жилища, мягкие ложа для спанья и делают запасы продовольствия на зиму. Когда мы пришли на бивак, уже смерклось совсем. Наши орочи еще не возвращались, по-видимому, они нашли своих земляков и остались у них ночевать. После ужина, когда стали укладываться на ночь, вдруг из соседних кустов неожиданно вынырнула человеческая фигура, за ней другая, третья и четвертая. Это были удыхейцы, совершенно нам незнакомые. Пришедшие молча подошли к огню и сели на корточки, потом достали свои трубки и стали курить. Я предложил вновь пришедшим чаю и сухарей. Минут через десять вернулись наши проводники и с ними женщина. Сараде, Сараде, стали они приветствовать друг друга. Оказалось, что удыхейцы разошлись. Услышав звуки топоров и увидев зарево огня на берегу моря, местные удыхейцы пошли на разведку. Подойдя почти вплотную к нам, они стали наблюдать. Убедившись, что они имеют дело с людьми, которые их не обидят, удыхейцы вышли из засады. Вскоре явились и наши провожатые. Они нашли юрту и в ней женщину. Узнав, что мужчины отправились на разведку, они позвали ее с собой и пошли прямо на бивак. Крылов встал и подбросил дров в огонь. Теперь я мог хорошо рассмотреть наших новых знакомых. Все четверо были братья из одной и той же семьи из рода Коза. Ландыка, Янгуй, Венза и Неодыга. Женщину звали Кимани. Она была женой Ландыка. Удыхейцы сказали мне, что они живут по другую сторону Туманного мыса на реке Самарге и сюда пришли только на охоту. Пока варился чай для гостей, наши проводники успели объяснить удыхейцам, кто мы, куда идем и какая от них требуется помощь. Решено было, что дальше с нами пойдет один только Янгуй, а остальные три брата останутся на реке Ниме, чтобы готовиться к соболеванию. На ночь разложили большой костер. Нагретый воздух быстро поднимался кверху и опаливал сухую листву на деревьях. Она вспыхивала и падала на землю в той стороне, куда относил ее легкий ветерок. «Наша так нету», говорили удыхейцы, «наша маленький огонь клади, ночью спи, огонь не надо». Действительно, удыхейцы никогда больших костров не раскладывают и, как бы ни зябли, никогда ночью не встают, не поправляют огня и не подбрасывают дров. Так многие спят и зимою. На ночь удыхейцы устроились в стороне от нас. Они утоптали мох ногами и легли без подстилки, где кому казалось удобнее, прикрывшись только своими халатами. Когда еще было темно, удыхейцы начали будить моих разоспавшихся спутников. Густой туман неподвижно лежал на земле, ни малейшего движения в воздухе. Дым от костра поднимался спокойно кверху. Море было тихое, как пруд. Пока разбирали вещи на биваке, Джан Бао успел согреть воду в чайнике и захватил ее собою в лодку. После реки Ниме берег тремя высокими мысами, туманным, суфен и золотым, значительно выдвигается вперед. Вся эта часть побережья оголена от леса пожарами. Серые стволы деревьев, лишенные ветвей, поваленные ветром сухостой и обгорелые пни придают местности чрезвычайно унылый вид. Мы плыли вдоль берега и иногда опустив весла в воду отдыхали, любуясь Вот скалистая сопка, похожая на голову великана, украшенную мохнатой шапкой. Дальше каменная баба, как бы оглядывающаяся назад, а за ней из воды торчала верхняя часть головы какого-то животного с большими ушами. Когда мы подъезжали к ним вплотную, иллюзия пропадала. Великан, зверь и каменная баба превращались в обыкновенные кекуры и совершенно не были похожи на то, чем казались издали. Во многих местах береговые обрывы были разрушены деятельностью пресной воды, стекающей сверху. Другие факторы, как то ветры, разность температур днем и ночью, летом и зимою, морские брызги и прочее играют второстепенную роль. В дождливое время года здесь происходят большие обвалы, изменяющие физиономию берега до неузнаваемости. Сопровождавшие нас удыхийцы не узнавали многих мест. Там, где раньше была одинокая скала, лежала груда обломков, где был высокий отвесный берег, образовалась расщелина. Вода промыла в ней глубокое ложе и вынесла на намывную полосу прибоя груды щебня. И все это произошло в какие-нибудь 10-12 лет. Удыхийцы объяснили это по-своему. Здесь был как заму. Он разбил каменного человека куда ни и разрушил берег. Весь день погода была пасмурная. Густой туман наподобие тяжелой скатерти повис над морем и закрывал вершины гор. Наиболее сильная конденсация пара происходит около мыса туманного, отчего он и получил свое название. Мыс золотой гораздо ниже его и состоит из эпидетизированного порфирита, который под влиянием атмосферных явлений принимает желтую окраску. Осенью вершина мыса покрывается блестящей золотисто-желтой травой. Вероятно, оба этих обстоятельства и дали повод окрестить его таким поэтическим названием. Мыс Суфрен со стороны моря имеет вид конусообразной башни, прорезанной наискось какой-то цветистой жилой. Море пробило в ней береговые ворота, к которым на лодке из-за множества подводных камней подойти трудно. За этим мысом берег делает крутой изгиб на запад. Отсюда открывается вид на низменный продольный берег, идущий на протяжении 30 километров к юго-западу и вдали оканчивающейся мысом Гиляк. В углу, где скалистые обрывы мыса Суфрен соприкасаются с низменным берегом, впадает небольшая речка Адеми. Пройдя от реки Адеми еще два километра, мы стали биваком на широкой косе, отделяющей длинную Самаргинскую заводь от моря. До сумерек было еще часа два. Я воспользовался этим временем, и пока мои спутники устраивались на бивак, поднялся на ближайшую возвышенность. Сверху мне хорошо был виден весь берег на значительное протяжение. Между морем и горным хребтом Саркатуем располагается широкая и низменная полоса земли. Здесь суша сделала захват у моря. Продукты разрушения гор, выносимые реками Самаргой и Единкой, а также и другими мелкими речками отлагались между мысами Суфрен и Геляк, составляющими оконечность хребта Камуран. Море тоже принимало участие в образовании этой полосы земли. В течение многих веков оно наметывало вал за валом и выравнивало берег. Первые валы давно уже заросли лесом, но чем ближе к морю, тем растительность была моложе. Последний вал еще не успел зарасти травою. По одну сторону его было море, по другую заводь в виде длинных озерков, слепых рукавов с пресной водой. На прибрежной растительности сказалось губительное влияние моря. Деформированные и обезображенные деревья, преимущественно лиственницы, имели ветви загнутыми в одну сторону. Это были своего рода флюгеры, указывающие преобладающее направление ветра. Некоторые из них производили впечатление однобокой метелки с мелкими ветками, растущими густыми пучками, образующими по опушкам непроницаемую чащу. На склонах, обращенных к солнцу, произрастал дуб, нечто среднее между кустом и деревом. Одеяние его, пораженное листоверткой, пожелтело, засохло, но еще плотно держалось на ветвях. Когда-то дуб был вечно зеленым деревом, и потому листва его опадает не от холода, а весной, когда надо уступить место новому наряду. Среди подлеска я заметил багульник. Он рос здесь слабо, листья его были мелкие, и запах не так силен, как в других местах, вдали от моря. По берегу виднелись кусты шиповника, но уже лишенные листвы. Не менее интересной является рябина. Это даже не куст, а просто прутик, вышиною не более метра, с двумя-тремя веточками и безвкусными водянистыми, хотя и крупными плодами. Днем мне удалось подстрелить трех птиц. Китайскую малую крачку в осеннем наряде с желтым клювом и светло-серыми ногами, потом сибирскую темноголовую чайку белого цвета с сизой мантией на спине. У нее были оранжевые ноги, красный клюв и темно-синие глаза. И, наконец, Савку Марянку. Она за исключением головы и шеи, украшенных снежно-белыми перьями. Перелетных птиц было мало. Главная масса их направляется по долине реки Уссури. Здесь же, вдоль берега моря, изредка пролетают только казарки и небольшими стайками черки. Последние держатся по речкам до поздних заморозков. Возвращаясь на бивак по намывной полосе прибоя, я обратил внимание на органические остатки, валявшиеся среди песка и гальки. Это были морские звезды, ракообразные, створки съедобного ракушника и кости панцирно-щеких рыб. На следующий день, 28 октября, мы достигли устья реки Самарги. Погода по-прежнему была пасмурная. Дважды принимался идти дождь редкими крупными каплями. До сих пор спокойное море начало волноваться, опасаясь, что прибой при устье Самарги не позволит нам войти в реку, мы перетащили лодки через косу и продолжали наш путь по заводям реки Самарги. Последние дни плавание вдоль берега моря всех очень утомило, и потому, когда мы увидели Удыхейскую юрту на берегу одной из Самаргинских проток, все единодушно решили в ней заночевать. Здесь я узнал, что вверх по реке в пяти километрах от моря есть деревянный домик, который называется Фанзе Кивета. Выстроил его Удыхеец Дандибу, но почему-то не хочет жить в нем, и даже в ненастные дни проходит мимо. Я тотчас решил сделать его своей штаб-квартирой. Вечером с юга надвинулся шторм, и море разбушевалось. Я думал о грузе экспедиции. Пароход, на котором Николаев вез грузы экспедиции, вследствие непогоды, не мог выгрузить их на Самарге и оставил где-то около реки Кузнецовой. Там были наша зимняя палатка, теплая одежда, обувь и запасы продовольствия. Доставить их сюда вызвались Янгуй и Тимофей Косяков. Они решили не откладывать это дело в долгий ящик и ехать на другой же день, если позволит погода и волнение в море, а я со своими спутниками должен был пешком отправиться к Фанзе Кивета. На другой день утро было ясное, морозное, все заиндевело, вода в лужах покрылась льдом, по синему небу бежали обрывки туч, западный ветер принес стужу, проводить нас до Фанзе Кивета вызвался удыхеец Винзи. Самаргинская коса представляет собой два, а местами три береговых вала и скатанной гальки и песка, наметанных морским прибоем. Сверху она заросла грубой осокой с некоторой примесью тростника и морского горошка. Вдоль по косе была протоптана еле заметная тропинка, которой мы и не замедлили воспользоваться. Был один из тех приятных прохладных дней, которыми отличается осень в Зауссурийском крае. Светлое, но не жаркое солнце, ясное голубое небо, полупрозрачная синеватая мгла в горах, запах моря и паутины, затканной поборо-желтой траве. Все говорило за то, что уже кончилось лето и приближаются холода, от которых должна будет замерзнуть вода в реках и закоченеть деревья. После вчерашней бури море еще не успокоилось. Большие волны с неумолимой настойчивостью одна за другой двигались к берегу стройно, бесшумно, словно на приступ, но достигнув мелководья, вдруг приходили в ярость, вздымались на дыбы и с ревом обрушивались на намывную полосу прибоя, заливая ее белой пеной. Вода тотчас отбегала назад, но новые волны встречали ее и увлекали обратно на берег. С шипением она взбегала еще дальше, чем в первый раз, и достигнув каймы и сбора зеленых водорослей и мелких древесных обломков, свежевыброшенных прибоем раковин, просачивалась сквозь песок, словно в перегонки, а на ее место набегали новые пенистые языки. В воздухе пахло гарью, вегетационный период кончился, и чем больше высвечивались лиственные деревья в яркие осенние тона, тем резче на фоне их выступали ели пихта своей темно-зеленой хвоей. Лес начинал сквозить и все больше и больше осыпал листву на землю. Мы шли гуськом друг за другом. Справа и слева была вода, а посредине, где мы шли, узкая коса в 30-40 метров шириною, заросшая грубой и жесткой осокой. Когда мы дошли до того места, где заводь дважды прерывается узкими перешейками, Джан Бао с собакой отделился от нас и переправился на другую сторону протоки. Он хотел поохотиться на уток, которые держались ближе к лесу. Около последнего озерка, немного не доходя до реки Адеми, кончалась коса и местность становилась возвышенной, густо поросшей различными кустарниками и полынью. Как раз здесь шел пал. Огнем охватило широкую полосу сухой растительности. Желтовато-белый дым клубами поднимался кверху и относился ветром в море, на юго-восток. Пал шел нам навстречу и быстро приближался к косе. Нас это мало беспокоило. Справа была намывная полоса прибоя, лишенная растительности, которая, правда, дальше суживалась до трех-четырех метров и поэтому покрывалась водой каждый раз, когда волна набегала на берег, но все же здесь можно было обойти огонь стороною. Скоро стало ясно, что пал выйдет на косу раньше, чем мы пройдем ее. Уже видно было, как огонь перебегал с одного места на другое и как по воздуху в клубах дыма летела горящая сухая трава. Вероятно, можно было слышать и треск горящих сучьев, в особенности в тех случаях, когда пал добирался до сухого куста, опутанного ползучими растениями, но шум морского прибоя заглушал все другие звуки. В это время Намука заметил впереди лису. Она уходила от нас по тропе и, видимо, торопилась добраться до материка, пока огонь еще не вышел из косы. Однако расчет ее не оправдался. Тут были особенно густые травянистые заросли. Как только пал достиг их, сразу взвелось длинное пламя. Вместе с жаром кверху взлетела горящая ветошь, которую забросила в нашу сторону, и тотчас же зажгло траву на косе сразу в нескольких местах. Путь лисе был отрезан. Тогда она бросилась к морю в надежде обойти пал по намывной полосе прибоя, но здесь уже стоял удыхеец делюнга. Словно сговорившись, мы втроем рассыпались в цепь по всей ширине косы. Заметив наш маневр, лисица побежала влево к озерку с намерением переплыть на другую его сторону, но в это время к берегу подошел Джанбао с собакой. Последняя, увидев лису, бросилась в воду и поплыла к ней навстречу. Таким образом, лисица оказалась окруженной со всех четырех сторон. Тогда она вновь вышла на косу. Теперь перед ней была дилемма. Или она должна была бежать через огонь и опалить свой пушистый мех, или броситься навстречу охотникам с малым числом шансов уцелеть под обстрелом из трех ружей. Лиса стала метаться. Потом вдруг решилась. Она быстро погрузилась в воду, так что оставила на поверхности ее только нос, глаза и уши. Собака была от нее уже в нескольких шагах. Тогда немало немедля лиса вылезла вновь на косу и не отряхиваясь бросилась в пал, где огонь был слабее. Выбрав момент, она прыгнула через пламя. Я хорошо видел ее, потому что по ту сторону начинался подъем лишенной растительности. Отбежав от пала шагов двадцать, лиса отряхнулась, оглянулась в нашу сторону и, увидев, что собака выходит из воды на берег, пустилась на утек. Еще мгновение, и она скрылась в чаще леса. Глава седьмая по реке Самарге Река Самарга около Устья разбивается на несколько проток. Острова между ними заросли ольхой и тольником. С правой стороны ее расстилается обширное пространство с хорошей плодородной землей, весьма удобной для земледелия. Сначала идут великолепные луга. Ближе к горам видны рощи из вязок лена, липы, березы и тополя. Река придерживается левой стороны долины. Там, где она подходит к правому ее краю, около устья горного ручья Кын-Гато, на возвышенном месте стояла фанза кивета. Это было деревянное здание с полом и потолком, с одними дверями, открывающимися на улицу, с двумя окнами, из которых одно смотрело на реку, а другое в лес. Против дверей была глухая стена с широкими нарами. Здание отапливалось железной печкой, поставленной в левом углу около дверей. Я нарочно так подробно описал фанзу кивета, потому что здесь нам пришлось прожить довольно долго в ожидании грузов, без которых мы не могли двинуться в путь. Первые дни я посвятила ознакомлению с ближайшими окрестностями. Прежде всего меня заинтересовал вопрос, откуда получилось такое странное название Самарга. Китайцы называют реку Умидагоу, то есть Большая долина Уми. Удыхейцы Дата, что в переводе на русский язык значит Устье, и потому должно быть относимо только к низовьям реки. По Емельянову река называется Ню-И-Гэй. К сожалению, он не дает толкования этому слову. Оно весьма похоже на Нингой. Н-Гэ произносится вместе с носовым звуком, что значит красный волк, который вовсе не водится в этих местах. В русской литературе об этой реке впервые упоминает Башняк, а затем Максимов. Первый называет ее Самальги, второй Самальга. На реке Чоло около Большого Хингана в Манчжурии есть орочский род Маргын. Название Са собственное родовое имя. Орочи с реки Чоло называют себя Самаргын. Мы знаем случай, когда семья Солонов пришла через Ихот и Олень на реку Тахабе, где я и застал их в 1907 году. Могли также и Орочи перекочевать сюда из Маньчжурии и принести с собой свое родовое название, но это только предположение. Во всяком случае, происхождение названия Самарга остается загадочным. На Самарге я застал двух стариков, которые еще помнили о том, как появились русские. Первые сведения о Лоца пришли от Гольда Самура. Спустя некоторое время они видели в море корабли, которые без дыма под парусами медленно ходили вдали от берега. Туземцы тихонько наблюдали за ними и не зажигали огней. Потом трое Лоца пришли к ним с юга. Двое ехали на лодке, а третий шел пешком, что-то смотрел и рисовал на бумаге. Не был ли этот опограф Грассевич? Из среды самаргинских удыхейцев выдвинулся Ингину из рода Камедига. Он был пожизненным джанге, то есть судьею и старшиною по всему побережью от Бачи до реки Амагу. По-видимому, это был умный и авторитетный человек, о котором у удыхейцев сохранилось много рассказов. Он умер лет сорок назад и был похоронен на возвышенном левом берегу реки, немного ниже фанзы Кивета. Первые русские скупщики Пушнины появились на реке Самарге в 1900 году. Их было три человека. Они прибыли из Хабаровска через Сихот и Олинь. Один из них в пути отморозил себе ноги. Двое вернулись назад, а больного оставили в юрте удыхейца Бога. Этот русский болел около двух месяцев и умер. Удыхейцы были в большом затруднении, как его хоронить и в какой загробный мир отвести его душу, чтобы она не мешала людям. По-видимому, это им удалось, потому что дух погибшего Лоца не проявил себя ничем. Мне нужно было привязаться к какому-нибудь астрономическому пункту. Ближайшим к реке Самарге был пункт на мысе Суфрен. Я решил воспользоваться хорошей погодой и в тот же день после обеда отправился туда, чтобы переночевать на месте работ и на другое утро при восходе солнца произвести поправки хронометра. В помощь себе я взял китайца Джан Бао и двух удыхейцев Вензи и Янгуя из рода Коза. Я плохо рассчитал время и кустью реки Самарги прибыл поздно. Как-то незаметно прошло лето и осень властно вступила в свои права. Вся растительность поблекла и земля покрылась опавшей с деревьев листвой. Осень, победившая лето, теперь сама неохотно уступала место зиме. Когда мы подходили к реке Адеми, солнце только что скрылось за горизонтом. Лесистые горы, мысы, расположенные один за другим, словно кулисы в театре и величаво спокойный океан озарились розовым сиянием, отраженным от неба. Все как-то изменилось. Точно это был другой мир, угасающий мир безмолвия и тишины. Тропа, по которой мы шли, немного не доходя до мыса Суфрен, повернула влево к лесу. Мы оставили ее и направились было прямо к речке Адеми. В это время у дыхийца Винзи и Янгуй вдруг заволновались. Они стали замедлять шаг, сжаться друг к другу. Что случилось? Обратился я к Янгую. Тун, сказал он и указал рукою на отдельно стоявшее сухое дерево. Его все равно черт, добавил Винзи испуганным шепотом. Я хотел было подойти поближе к страшному дереву, но они стали говорить, что это место худое и ходить туда не следует. Я взглянул на Джанбао. Презрительная улыбка играла на его губах. Он смотрел на удыхийцев, как на людей, зараженных глупым суеверием. Я пробовал было настаивать. Тогда Винзи и Янгуй положили на землю свои котомки и заявили, что уйдут назад. Пришлось уступить. Мы вернулись опять на тропу и пошли к лесу. Здесь через речку было переброшено большое дерево, порубленные сучья и другие признаки указывали, что и до нас кто-то уже пользовался им как мостом. Вышло не худо. Сначала тропа немного углубилась в чащу, но затем начала забирать вправо и подыматься на мыс Суфрен. Мы воспользовались ею, пока она шла в желательном для нас направлении, а затем оставили тропу и прямо целиной подошли к береговым обрывам, где было небольшое место, свободное от древесной и кустарниковой растительности. Приближались сумерки. Огненной рекой разливалась заря по горизонту. Точно там на западе произошло страшное вулканическое извержение и горела земля. Горы в отдалении стали окрашиваться фиолетовые тона. Океан погружался в дремотные состояния. Как только мы устроились на биваке, я пошел побродить по окрестностям. Провожать меня вызвался Джан Бао. Мы пошли сначала старой дорогой, а затем, перейдя речку Адими, направились к дереву, которое так напугало удыхейцев. Толстый коренастый ствол его на грудной высоте разделялся на четыре части. Словно ветви гигантского кактуса, они прямо подымались кверху. Мелких сучков не было вовсе. На вершине одной ветви было прикреплено деревянное изображение птицы, на другой грубое подобие человека, на третьем какой-то зверь, вроде толстого крокодила, и на четвертом что-то вроде жабы. Все дерево было оголено от коры, и кроме того по стволу на равном расстоянии друг от друга до самой вершины правильными кольцевыми вырезами в два сантиметра глубиной была снята древесина, и на комле как раз там, где главный ствол разделялся на четыре ветви, были еще вырезаны четыре человеческих лица. Немного в стороне валялись чьи-то кости, судя по размерам, лося, а может быть и медведи. В это время по воздуху промелькнула какая-то большая тень. Я поднял голову и увидел крупную ночную птицу. Она бесшумно сделала крутой поворот, снизилась к земле и сразу пропала из глаз. Джан-бао поспешил к тому месту, где он только что видел эту птицу. «Ю, есть!» сказал он. Я побежал к нему. Джан-бао стоял около другого сухого дерева, имеющего вид толстого пня с двумя наростами. Верхняя часть ствола его лежала на земле. Я тотчас узнал березу Эрмана. «Где?» спросил я, думая, что Джан-бао поймал птицу. «Здесь!» отвечал он, положив руку на пень. Я думал, что коренастый ствол был дуплистым и птица сидела внутри него, но так как я никакого отверстия в нем не обнаружил, то снова спросил «Где?» «Здесь!» опять ответил китаец и указал на болезненный нарост сбоку пня. «Ничего не понимаю», сказал я своему приятелю. Он сделал нетерпеливый жест и объяснил мне, что птицу поглотило дерево. Он сам видел, как она мгновенно пропала, едва подлетела к нему вплотную. После этого я окончательно перестал понимать его и засмеялся. Однако Джан-бао настаивал на своем. Он говорил, что некоторые деревья с наплывами обладают способностью поглощать зверей и птиц, если только они сядут на них или просто как-нибудь случайно коснутся боком, лапой или крылом. Пропавших птиц и зверей всегда можно найти внутри в древесине. Мне показалось это тем более забавным, что он, только что относившийся с таким недоверием к предрассудкам у дыхейцев, теперь вдруг сам на том же самом месте верил в возможность поглощения ночной птицы сухой старой березой. В ответ на мой смех Джан Бао сказал многозначительно «Дзунья минте нинанка». Хорошо, завтра сам увидишь. Минут через двадцать мы снова взбирались на мыс Суфрен. По пути я стал расспрашивать Джан Бао о чудесном дереве. Он шел некоторое время молча, но затем стал говорить о том, что китайцы много знают таких вещей, которые неизвестны русским. В тоне его речи слышалась убежденность в своем превосходстве над спутником, которому воле и судеб не дано этих знаний. Я старался дать понять ему, что прислушиваюсь к его поучениям. Игра на психологии удалась. Джан Бао сообщил мне, что такие деревья на земле встречаются крайне редко. Это может быть и живое, и сухое дерево, безразлично. Есть опасные деревья, которые поглощают в себя всех животных и птиц. Иногда они вновь отпускают пернатых на волю, а чаще всего задерживают на всю жизнь. Есть и такие деревья, которые, как фотографический аппарат, отпечатывают под корой всех, кто к ним приближается. Человек никогда не подвергается опасности быть поглощенным, но образ его может быть запечатлен в древесине. По мнению китайца, то дерево, которое мы видели сегодня, принадлежит к категории опасных и называется сю-чо-ля. Тогда я спросил, что он думает относительно шаманского дерева. Джан Бао как-то особенно презрительно плюнул. «Тазо совсем дурак», сказал он, и в голосе его послышалась презрительная ирония. Было поздно. Ночной сумрак уже овладел землей. Мы прибавили шагу. Лес начал редеть, тропа сделалась лучше. Наконец впереди показался свет. Это был наш бивак. После ужина мы опять заговорили о дереве, поглотившем ночную птицу. Винзи и Янгу еще более укрепились в своем мнении, что всему причиной шаманское дерево и что все это не более как проделки злого духа. Я указал им, что с нами ничего худого не случилось. На это у Янгуя опять было по-своему веское возражение. Русские живут в городах и селениях и не бывают в тайге, а поэтому им и не приходится иметь дело со злыми духами, которые сторожат у дыхейцев на каждом шагу. Опять ироническая улыбка мелькнула на губах Джанбао. После ужина все стали устраиваться на ночь, а я взял дневник и сел записывать свои дневные впечатления. Покончив с работой, я встал и по тропе взошел на самый мыс. Величественная картина представилась моим глазам. Поверхность океана была абсолютно спокойной. В зеркальной поверхности воды отражалось небо, усеянное миллионами звезд. Было такое впечатление, будто я нахожусь в центре мироздания, будто солнце удалилось на бесконечно далекое расстояние и затерялось среди бесчисленного множества звезд. Все земные радости и горе показались мне такими мизерными и ничтожными, как предрассудки моих спутников о чудесных деревьях Тун около реки Адеми. Когда я очнулся от своих грез, было уже поздно, потому что звезды значительно переместились на небе. В той стороне, где стояло сухое дерево, ухал филин-пугач. Возвратившись на бивак, я еще раз подбросил дров в огонь и, завернувшись в одеяло, лег около костра и тотчас все покончил глубоким сном. День чуть только начинал брежить, когда я разбудил своих разоспавшихся спутников. Пока у дыхейцы грели чай, я, Джан Бао, приготовил все для наблюдений. Скопившиеся на востоке туманы, как будто хотели заслонить собою солнце, но, убедившись бесполезности неравной борьбы, стали быстро таять. Я выждал, когда лучезарное светило немного поднялось по небосклону и начал инструментом брать абсолютные высоты его над горизонтом. Эта работа отняла времени не более часа. Затем мы собрали свои вещи и пошли по старой дороге. Когда мы поравнялись с шаманским деревом, Джан Бао снял котомку и достал из нее топор. Он попросил меня подождать немного и направился туда, где вчера мы видели ночную птицу. При дневном свете оба удыхейцы не так боялись черта, но все же не подходили к дереву вплотную и держались в стороне. Они сели на землю и принялись курить трубки. А я пошел посмотреть, что будет делать китаец. Джан Бао разыскал березовый пень и принялся рубить один из его наростов. Работал он хорошо, как столер. Топор в руках его мог заменить на струк. Когда он срубил выпуклую часть нароста, он стал его стесывать начисто. Время от времени, нагибаясь к пню, внимательно рассматривал место по рубке, часто повторяя одно и то же восклицание «Ай-Я-Ха». Затем он обратился ко мне со словами «Нинанка-Те-Ио-Дзи», то есть «Посмотри, вот ночная птица». Я наклонился к пню и в разрезе древесины увидел такое расположение слоев ее, что при некоторой фантазии действительно можно было усмотреть рисунок, напоминающий филина или сову. Рядом с ним был другой, тоже изображавший птицу поменьше, потом похожий на жука и даже на лягушку. По словам китайца, все это были живые существа, поглощенные деревом для того, чтобы больше в живом виде никогда не появляться на земле. Я пожалел, что со мной не было фотографического аппарата и хотел было зарисовать странные фигуры древесины, но у меня ничего не вышло. Джан-Бао, полагая, что убедил меня, отошел от дерева с выражением удовлетворения на лице. Всю остальную дорогу мы шли молча и вскоре после полудня прибыли в фанзу кивета. Ожидание грузов с реки Кузнецовой отняло много времени. Чтобы сократить его, я предпринимал экскурсии в окрестностях нашей штаб-квартиры. Во время этих прогулок я имел возможность наблюдать, как замерзает река. 20 октября появилась первая шуга. Сибиряки называют ее салом. Это маленькие, тонкие, плывущие по воде кусочки льда. Они увеличивались в количестве и в размерах. 28 числа шуга пошла особенно густо. С 4 по 10 ноября стояла холодная и ветреная погода. В это время на перекатах стал образовываться донный лед. Как объяснить это появление? Вероятно, в образовании его принимает участие холодный воздух, захватываемый пенищейся водою. Может быть, это была также шуга, застрявшая между камнями. Первоначально смёрзшиеся ледяные кристаллики были рыхлые и без труда отделялись отоднопалкой, но потом они сделались твёрже. В течение недели на перекатах они так возросли, что образовались настоящие ледяные пороги с водопадами. Мало-помалу донный лёд стал распространяться от порогов вниз по течению на более глубокие места. Когда его накопилось много, он начал всплывать и поднимать со дна камни разной величины. Около половины ноября на Самарге начался ледостав. Плывучий лёд в массе стал собираться на поворотах реки и образовал торосовые пробки. Лёд ломало и грудами нагромождало на берег. Тогда вода пошла по сухим протокам и затопило все низменные острова. Такие протоки в зимнее время значительно облегчают путешествие, позволяя сокращать путь. К 20 ноября Самарга встала на протяжении 25 километров от Устья, но выше она была ещё свободна ото льда, если не считать заберегов, которые то узкими, то широкими карнизами окаймляли с обеих сторон. При ледоставе вода долго стояла высоко и затем покрылась ледяною корою. Потом уровень её стал понижаться. Тогда лёд осел посредине реки, а у берегов выгнулся и местами обломился, образовав значительные пустоты. Мы как-то шли вдвоём с Джан Бао по берегу реки и о чём-то разговаривали. Вдруг он остановился и сказал «Я за, то есть утки». «Где?» спросил я его удивлённо. «Погоди, слушай», сказал он. Через минуту-две я действительно услышал такие звуки, какие производят утки, когда ищут в воде добычу. «Вот диво», сказал я вслух, «утки в декабре, когда все лужи проморзли насквозь, да где же они?» «Здесь», отвечал Джан Бао, указывая на лёд. «Мы принялись искать птиц». Джан Бао ложился на лёд и по звукам старался определить их местонахождение. В одном месте была большая дыра во льду. Между нижней её кромкой и уровнем воды в реке оказалось расстояние около метра. Я подошёл к отверстию и увидел двух черков, мирно проплывавших мимо меня. Один из них всё что-то искал в воде, а другой задержался рядом, встряхивал хвостиком и издавал звуки, похожие не то на писк, не то на кряканье. Это было любопытное явление. Значит, не все утки улетают осенью. Значит, часть их остаётся зимовать. В пустотах подо льдом они защищены от холода и, по-видимому, находят себе достаточно пищи. Около фанзы кивета была установлена наша походная метеорологическая будка с инструментами и довольно высокая мачта с длинным вымпелом, который позволял судить о направлении ветра, силе его и направлении движения облаков. Наблюдателем был Вихров. 4 декабря рано утром он вышел из фанзы с записной книжкой в руках, но тотчас вернулся и сообщил, что на небе появились какие-то яркие цветы. Я оделся и тоже поспешил на улицу. Был полный штиль. Термометр показывал минус 26 градусов по Цельсию при барометрическом давлении 750 миллиметров. На небе было два слоя облаков. Нижние лежали большими редкими массами, верхние тонкие перистые. Когда солнце поднялось над горизонтом градусов на 10, верхние облака приняли чрезвычайно красивую окраску. Края их, обращенные к солнцу, были точно вылиты из расплавленного металла. За ними располагались цвета бирюзовый, золотисто-желтый, пурпуровый и фиолетовый. Одновременно нижние облака окрасились в оранжевый цвет и стали похожими на дым, освещенный заревом пожара. Явление было недлительным, оно быстро исчезло, вслед за тем началось падение барометра. На небе появились тучи и к вечеру пошел снег. Два дня я просидел за привидением в порядок своих записей. На третий день я окончил свою работу, закрыл тетрадь и вышел из дому, чтобы немного пройтись по реке до переката. Около метеорологической будки я увидел стрелка Глеголу. Он стоял нагнувшись и надевал ошейник на хычу, самую крупную из наших собак. За спиной у него была заброшена винтовка. «Ты куда?» спросил я его. «Хочу на охоту сходить», ответил он, стягивая ремень потуже. «Пойдем вместе», сказал я ему и стал спускаться к реке. Глегола был один из тех людей, которым, как говорят, не везет на охоте. Целыми днями он бродил по лесу и всегда возвращался с пустыми руками. Товарищи подсмеивались над ним и в шутку называли горе-охотником. «Ну что, видел зверя?» обыкновенно спрашивали они его, когда он голодный и усталый возвращался ни с чем домой. «Плохо», говорил Глегола, «ничего не видел». «Уж где тебе добыть зайца? Ты хоть тигра убей, и то ладно будет», иронизировали стрелки. Но Глегола был человек тихий, терпеливый и не обижался на шутки своих товарищей. «Завтра опять пойду», говорил он им в ответ, смазывая свою винтовку, на которую возлагал большие надежды. Итак, я пошел вперед, а через минуту догнал меня и Глегола. Собака у него была на поводке. Река быстро замерзала, за ночь местами забереги соединились и образовали естественные мосты. Чтобы не провалиться, мы взяли в руки тяжелые дубины и, щупая ими лед впереди себя, благополучно и без труда перебрались на другую сторону Самарги. Стояла холодная погода, земля основательно промерзла, а снегу еще не было. пасмурное небо, хмурые посиневшие горы вдали, деревья лишенные листвы и буро-желтая засохшая трава все вместе имело унылый вид и нагоняло тоску. Против фанзы кивета левый берег реки равнинный. Горы здесь уходят далеко в сторону, по крайней мере километров на двадцать. За ними, по словам удыхейцев, будет бассейн небольшой речки Адеми. Обширное низменное пространство, о котором здесь идет речь, покрыто редким смешанным лесом плохого качества. Перелески, если смотреть на них с высоты птичьего полета, наподобие ажурных кружев, окружали заболоченные низины. Изредка кое-где попадались большие старые деревья тополь, липа, осокарь и другие в возрасте от полутораста до двухсот лет. Как только мы отошли от берега, мы сразу попали в непролазную чащу. Неровная почва, сухие протоки, полосы гальки, рытвины и ямы, заваленные колодником и заросшие буйными теперь уже засохшими травами, кустарниковая ольха, перепутавшаяся с пригнутыми к земле ветвями черемушника, деревья с отмершими вершинами и мусор, нанесенный водой. Таков поемный лес в долине реки Самарги, куда мы направились с Глеголой на охоту. Дальше бурелома было как будто меньше, но кустарники и молодые деревья, искривленные, тощие и жалкие, как рахитики, росли в удивительном беспорядке и мешали друг другу. Мы шли с Глеголой и разговаривали. Собаку он держал на поводке, она тащилась сзади и мешала идти, ремень то и дело задевал за сучки. Иногда хыча обходило дерево справа, в то время как Глегола обходил его слева. Это принуждало его часто останавливаться и перетаскивать собаку на свою сторону или наоборот самому идти к собаке. Пусти ты ее, сказал я своему спутнику, в таком лесу едва ли зверь будет. В самом деле, ответил Глегола и стал снимать поводок с хычи. Затем он заткнул его за пояс и пошел со мной рядом. Собака, почувствовав весело встряхнулась и перепрыгнув через колодину, скрылась в чаще. Пробравшись через заросли, мы подошли к краю большого оврага, заросшего внизу кустарниками, а по склонам редким молодняком, состоящим из дуба и белой березы. Тут мы остановились и стали совещаться. Решено было пройти немного по краю оврага, а затем идти к дому, держа направление на приметную сопку, у подножия которой находилась фанза кивета. Не успели мы пройти сотни шагов, как вдруг из оврага выскочила дикая косуля. Она хотела было бежать вверх по оврагу, но в это время навстречу ей бросилась собака. Испуганная коза быстро повернула назад и при этом сделала громадный прыжок кверху. Перемахнув кусты, она в мгновение ока очутилась на другом краю оврага и здесь замерла в неподвижной позе. Глегала быстро прицелился поспешно он снова взвел курок и приладившись нажал на спуск, но опять у него ничего не вышло. Увидев приближающуюся собаку, косуля побежала в чащу леса, сильно вскидывая задом. «Осечка», сказал Глегала и открыл затвор, чтобы вынуть испорченный патрон, но оказалось, что ружье его вовсе не было заряжено. Надо было видеть его досаду. Единственный раз иметь возможность стрелять в стоящего зверя и лишиться такого ценного трофея. И ради чего? Вследствие простой забывчивости. Никогда он не забывал заряжать свое ружье перед выходом на охоту. А тут, как на грех такая оплошность, Глегала был готов расплакаться. «Ничего», сказал я ему, «имей терпение, брат, и на твоей улице будет праздник. Ничего не делается сразу. Ко всему надо приспособиться, и присмотреться». Мои слова, видимо, успокоили его. Он зарядил ружье, и мы пошли дальше. За оврагом среди высокой травы довольно часто попадались лёжки-косуль. «Вот ты теперь знаешь, где надо искать зверя», обратился я к Глегале. «Когда подходишь к ним, всегда иди против ветра». При этом я объяснил ему, что всякий зверь не столько боится вида человека, сколько запаха, исходящего от него. Так мы шли и разговаривали. Наконец, я устал и сел отдохнуть на краю оврага. Вдруг в кустах недалеко от нас послышался виск собаки. Мы бросились туда, и там, у подножия старой липы, увидели следующую картину. Хыча лежала на спине, а над нею стояла большая рысь. Правая лапа ее была приподнята как бы для нанесения удара, а левой она придавила голову собаки к земле. Пригнутые назад уши, свирепые зеленовато-желтые глаза, крупные оскаленные зубы и яростное хрипение делали ее очень страшной. Глегала быстро прицелился и выстрелил. Рысь издала какой-то странный звук, похожий на фырканье, подпрыгнула кверху и свалилась на бок. Некоторое время она зевая, судорожно вытягивала ноги и, наконец, замерла. Как только собака освободилась, она, поджав хвост, бросилась было бежать, но вскоре одумалась и начала лапами тереть свою морду и встряхивать головою. В это время я увидел там другую рысь по размерам вдвое меньше первой. Это оказался молодой рысенок. Испуганный собакой, он забрался на дерево, а мать, защищая его, отважно бросилась на хычу. Мы оба растерялись от неожиданности. Тем временем рысенок быстро пробежал по ветке, спрыгнул на землю и исчез в кустах. Собака же, испуганная появлением нового зверя, сорвалась с места и бросилась на утек. Глегало побежал за рысенком, но ничего не нашел и скоро возвратился. Вот видишь, сказал я ему, теперь ты вернешься в Фанзуке Вета с ценным трофеем, забирай рысь и идем домой. Глегало взвалил рысь себе на плечи и мы вместе направились прямо к реке. Когда мы шли редколесьем, мне раза два показалось, что кто-то рядом с нами быстро бежит по кустам. Мертвое животное было довольно тяжелым и поэтому Глегало часто останавливался и отдыхал. Я предлагал ему вдвоем нести рысь на палки, но он отказался и попросил меня взять только его ружье. Пройдя таким образом еще километра два, мы сели отдохнуть. Глегало стал скручивать папиросу, а я принялся рассматривать убитого зверя и стал гладить рукой по его шерсти. В это время в поле моего зрения попал какой-то посторонний предмет. Я повернул голову и увидел рысенка. Он вышел из травы, внимательно смотрел на меня и, вероятно, недоумевал, почему его мать не может двигаться и позволяет себя трогать. Я не стрелял, но Глегало не мог утерпеть и потянулся за винтовкой. Резкие движения и шум испугали рысенка, и он снова исчез в кустах. На следующем привале мы снова увидели его. Рысенок был на дереве и обнаружил себя только тогда, когда мы подошли к нему вплотную. Так провожал рысенок нас до самой реки, то забегая вперед, то следуя за нами по пятам. Я надеялся поймать и быть может даже приручить рысенка. Наконец лес кончился. Мы вышли на галичниковую отмель реки. Рысенка не было видно, но слышно было, как он мяукал в соседней траве. Вдруг из кустов выскочили сразу три собаки. Среди них была и хыча, вероятно, в качестве проводника. Потому, как они бежали, по их настороженным ушам и разгоревшимся глазам, было видно, что они уже учуяли зверя. Я принялся кричать на собак, бросился за ними, но не мог их догнать, запутался в зарослях и упал. Когда я поднялся и добежал до места, где неистовствовали собаки, рысенок был уже мертв. Мне стало жаль погибших животных. Мать защищала детеныша, а детеныш следовал за мертвой матерью. Я хотел было поделиться своими мыслями с Глеголой, но он имел такой ликующий вид, что я воздержался. Поймали и эту, воскликнул он весело. Ну, слава Богу, вот фарт, завтра я опять пойду на охоту и возьму с собой всех трех собак. Минут десять мы просидели на берегу. У каждого были свои думы. Пойдем, брат, сказал я своему спутнику. Мы поднялись с земли. По небу ползли тяжелые черные тучи. В горах шел снег. От фанзы кивета поднималась кверху беловатая струйка дыма. Там кто-то рубил дрова, и звук топора звонко доносился на эту сторону реки. Когда мы подошли к дому, стрелки обступили Глеголу. Он начал им рассказывать, как все случилось, а я пошел прямо к себе, разделся и сел за работу. Глава восьмая тревога. На другой день стрелок Марунич объявил о своем намерении идти на охоту. Заявление это было встречено дружным смехом. Ему было поручено заведование хозяйством, и эту должность он исполнял все время, пока мы плыли вдоль берега моря на лодках и пока стояли в фанзе кивета на реке Самарге. Весь день он был занят хлопотами по хозяйству. Утром он кашеварил, вечером готовил ужин, потом опять варил чай. В то время, как другие могли ходить на охоту, Марунич был привязан к кухне. Но сегодня он объявил, что ему надоело сидеть без мяса, и потому он забирает всех собак и идет на охоту. Мы сначала приняли это за шутку, но потом убедились, что он действительно решил уйти на целый день. Марунич уговорил остаться за себя Глегалу, а сам начал собираться. Надел полушубок, валенки, большую косматую папаху и рукавицы. Затем он собрал всех ездовых собак на один длинный ремень и с ружьем в руках отправился в лес. Собаки бежали в разброд, путаясь между деревьями и мешали ему идти. Сопровождаемый остротами и ироническими советами он скоро скрылся в лесу. Ночью выпал мелкий снежок и тонким слоем покрыл землю. К утру небо немного очистилось и кое-где образовались просветы. Солнечные лучи, прорвавшись сквозь облака, озарили мягкие очертания отдаленных гор, побелевших от снегов и лес около фанзы кивета. Придя домой, я сел за работу. Надо было записи путевого дневника сличить с вычерченным маршрутом и произвести барометрическую нивелировку. Кое-кто из стрелков остался снаружи. Прошло с полчаса. Вдруг фанзу, как сумасшедший, вбежал Рожков. Схватив винтовку, висевшую на стене, он, стремглав, выбежал из дома. Следом за ним вбежал другой стрелок, потом третий, потом все начали хватать ружья и бежали куда-то, сталкиваясь в дверях и мешая друг другу. На мои вопросы, что случилось, они не отвечали, но по лицам их я увидел, что все были чем-то возбуждены и спешили, чтобы не упустить какой-то редкий случай. Поспешно следом за стрелками вышел и я из фанзы и увидел интересное зрелище. С той стороны, куда пошел на охоту Марунич, неслась испуганная косуля. Ничего не видя перед собой, она вплотную набежала на стрелков около фанзы. Испугавшись еще более, косуля бросилась к реке с намерением перебраться на другую сторону, но на беду попала на гладкий лед, поскользнулась и упала. Она силилась встать, но копытца ее скользили, ноги разъезжались в разные стороны, и она падала то на один бок, то на другой. Все стрелки, захватив ружья, бежали к косуле, растянувшись в одну линию шагов на двести. Первым прибежал Рожков. Он, не целясь, выстрелил в косулю чуть ли не в упор и, как всегда бывает в таких случаях, промахнулся. Затем стрелял следующий, потом третий, и так все по очереди. Наконец косуля поднялась и с большим трудом, скользя по зеркальной поверхности запорошенного снегом льда, направилась к другому берегу реки. Стрелки открыли по ней беглый огонь, но так как все торопились, то никто не попал. Косуля благополучно достигла противоположного берега, сделала прыжок и исчезла в кустах. Кто-то побежал следом за ней, а остальные пошли к фанзе. По жестам и интонациям голосов я понимал, что стрелки укоряли друг друга в промахах и больше всех ругали Рожкова, сделавшего первый выстрел. В это время в лесу показались собаки. Они бежали в разброд, связанные по две, по три в одиночку. Настороженные уши, горящие глаза и порывистое дыхание их указывали на то, что они гнались по следам косули. Собаки пронеслись мимо нас с такой быстротой, что задержать их нам не удалось. Минут через десять пробежал и Марунич, держа в левой руке винтовку, а правой отчаянно жестикулируя. Вид у него был растерянный, папаха сдвинута на глаза, физиономия исцарапана, одежда изорвана. «Где? где?» кричал он. «Кто?» спрашивали изумленные стрелки. «Да коза!» нетерпеливо отвечал он. «Она в вашу сторону побежала!» И, увидев собак на реке, он бросился за ними. «Постой! погоди!» кричал ему Рожков. «Все уже кончено! Коза давно ушла!» Марунич остановился, испытующий посмотрел на реку, потом махнул рукой и воротился назад. Стрелки окружили его, начали осматривать со всех сторон и засыпать вопросами. «Где ты был?» «В чем дело?» спрашивали они. Марунич отдышался, поправил папаху и стал рассказывать, и чем больше он говорил, тем громче смеялись его товарищи. А случилось с Маруничем вот что. Собираясь на охоту, он не зарядил ружья, а обойму с патронами сунул за голенище валенка. Двенадцать ездовых собак, которых он взял с собою, все время сильно тянули за поводки. Опасаясь, как бы они не вырвались и не убежали, он, улучив удобную минуту, задержался у какого-то дерева и привязал их к своему поясу. Как на грех в это время из соседнего распадка выскочила косуля. Вспомнив, что ружье его не заряжено, Марунич стал искать за голенищем патроны, но обойма спустилась так низко, что достать ее рукой он никак не мог. Тогда он сел, снял валенок и вытряхнул обойму. В этот момент собаки, почуяв косулю, бросились под уклон с горы. Марунич рассказывал, что собаки его тащили по земле, как чурбан на веревке. Он кричал, хватался за кусты, камни, за все, что попадалось под руку. Но скоро ему удалось заклиниться между двумя близко растущими деревьями. Поводок наконец-то лопнул, и собаки уже одни погнались за зверем. Следы, оставленные Маруничем на земле были еще свежими, и по ним он легко дошел до своего валенка. Тут же рядом лежала винтовка и обойма с патронами. Зарядив ружье, он побежал за собаками в надежде, что они догонят косулю. Людские голоса, стрельба из ружей и собачий лай привели его к фанзике вета. Когда Марунич узнал, что косуля ушла, он рассердился. Сколько времени я с собаками гнал ее, недовольным тоном, говорил он, не стану я больше ходить для вас на охоту. После этого он принялся вынимать из рук занозы и смазывать йодом ссадины и ушибы, а их было так много, что после этой операции кожа его сделалась пестрой, как шкура пантеры. Полно вам зубоскалить, огрызнулся Марунич на стрелков, которые продолжали комментировать его приключения и покатывались со смеху, глядя на его разрисованную семью. Марунич отправился на кухню и занялся своим делом, а Вихров, собрав всех свободных людей, пошел искать собак. Близился вечер, усталое небо поблекло, посинел воздух, снег порозовел на вершинах гор, а на темных склонах принял нежно-фиолетовые оттенки. Тишина и сумрак спустились на землю. Совсем в сумерки возвратился Вихров с собаками. Одна из них подошла к Марунич и начала лаять. «И ты туда же! Уйди, окаянная!» крикнул он сердитым голосом и пустил в нее головешкой. Глава девятая Филин рыболов Сидение в фанзике Вета особенно было тягостно для стрелков и казаков. Они придумывали всякие способы, чтобы развлечься и чаще всего ходили на охоту. Наиболее удачливым был из них Ноздрин. Уходил он в одиночку на целый день и возвращался совсем в темноте. Однажды он поднялся задолго до рассвета. Сквозь сон я слышал, как он собирался и заряжал ружье. Потом я снова заснул и проснулся тогда, когда уже было совсем светло. Открыв глаза, я увидел Ноздрина. Он был недоволен тем, что рано встал, ходил понапрасну, проголодался и разорвал обувь, которую теперь надо было подчинять. За утренним чаем он рассказал, между прочим, что спугнул в протоке филина, который, по его словам, был в воде. Этот день прошел как-то скучно. Все записи в дневниках были сделаны, съемки вычерчены, птицы и мелкие животные препарированы. Словом, все было в порядке и надо было заняться сбором новых материалов. Весь день мы провели в фанзе и рано вечером завалились спать. Как-то вышло так, что я проснулся ночью и больше уже не мог заснуть. Проворочившись сбоку-набок до самого рассвета, я решил одеться и пойти на рекогносцировку в надежде поохотиться за крохолями и, кстати, посмотреть, как замерзает река. Когда я выходил из дому, чуть брежилось. Неясный свет утра боролся с ночным сумраком, еще господствовавшим над землей. От дома шло несколько троп. Я наугад пошел одной из них. Она скоро разделилась на две, а потом на три отдельных следа. Я взял тот, который шел к реке, два других уходили в горы. Протока, сначала широкая, стала быстро суживаться. В одном месте две галичниковые отмели совсем близко подошли друг к другу. Только узенькая полоска мелкой воды разделяла их между собой. На краю одной из них находился какой-то темный предмет. Мне показалось, что он шевельнулся. Я остановился, чтобы лучше его рассмотреть. Но в это время темный предмет вдруг поднялся на воздух и полетел в лес. Я вспомнил, что вчера вечером Ноздрин говорил о том, что видел Филина в воде. Что он мог тут делать? Я спустился вниз и прямо направился к Гальке. Долголетние скитания по тайге и уроки туземцев приучили меня разбираться в следах. Вода в протоке была чистой, Галька в нескольких местах запачкана экскрементами пернатого хищника, а на свежей пороши по льду десятка два старых и новых следов больших птичьих лап. Значит, Филин прилетал сюда часто. А так как я и Ноздрин видели его на рассвете, то надо полагать, что и впредь его можно будет застать здесь в это же время. Я решил заняться наблюдением и еще раз прийти сюда, но пораньше. Так я и сделал. На следующий день я поднялся, когда было еще совсем темно, оделся и, стараясь не шуметь, вышел из фанзы, тихонько прикрыв за собой дверь. Еще и не начинало светать. Высоко на небе, почти в самом зените, стояла луна, обращенная последнюю четвертью к востоку. Она была такая посеребренная и имела такой ликующий вид, словно улыбалась солнцу, которое ей было видно с небесной высоты и которое для обитателей Земли еще скрывалось за горизонтом. В стороне от месяца над сопкой, очертания которой в ночной тьме чуть были заметны, ярко блистал Юпитер. Со стороны северо-западной тянуло холодным резким ветром. Он сначала резал мне лицо, но потом оно обветрилось. Неприятное ощущение быстро исчезло, и на смену ему явилось бодрящее чувство. Я пошел по старому следу сначала быстрым шагом, а потом все тише и тише. Мне не хотелось спугивать Филина, но все мои предосторожности оказались излишними. На протоке никого не было. Тогда я спустился на гальку и спрятался за колодник, нанесенный сюда большой водой. Потому ли, что я осмотрелся и глаза мои приспособились к темноте, или потому, что действительно начало светать, я мог разглядеть все, что делается около воды. Я ясно различал гальку, следы Филина на снегу и даже прутик, вмерший в лед на другой стороне протоки. Я уже подумал, что напрасно пришел сюда, но для очистки совести решил покараулить еще минут двадцать. и вдруг увидел того, ради которого предпринял утреннюю экскурсию. Большой Филин появился неожиданно и совсем не с той стороны, откуда я его ждал. Он спустился на край одной из отмелей и осмотрелся, затем нагнулся вперед и, расправив каждое крыло по очереди, сложил их по сторонам своего тела. Потом он подпрыгнул, вошел в протоку и встал против течения. Тогда он опустил оба крыла в воду и подогнул под себя хвост, образовав таким образом запруду во всю ширину проточки между двумя отмелями. В этой позе Филин оставался некоторое время неподвижно и внимательно смотрел в воду. Вдруг он быстро клюнул и вытащил небольшую рыбку, которую он проглотил, потом клюнул второй раз, третий и так далее. Вероятно, он поймал около десятка мелкой рыбешки. Удовлетворившись добычей, Филин вышел из воды и, сильно встряхнувшись, стал клювом перебирать перья в хвосте. Он не замечал меня и держал себя спокойно. Ночной пернатый хищник уже намеревался было снова залезть в воду, но в это время из лесу неожиданно выскочил хорек. Как сумасшедший, сломя голову, он бросился через галечниковую отмель и перепрыгнул через узкую полосу воды. Испуганный Филин поднялся на воздух и полетел вдоль протоки. Я видел, как он на лету встряхивался то одним, то другим крылом и вслед за тем скрылся за поворотом. Уже светало. На востоке горизонт окрасился в багрянец, от него кверху поднялось пурпурное сияние, от которого разовели снега на высоких горах, а в долинах дремучий лес еще грезил предрассветным сном. Месяц еще более побледнел, тьма быстро уходила на запад. Теперь больше здесь делать было нечего, и я пошел домой. Когда я подходил к фанзике Вета, из лесу вышли два удыхейца, Винзи и Дилинга, и мы вместе вошли в дом. Я стал рассказывать своим спутникам о том, что видел, и думал, что сообщаю им что-то новое, оригинальное, но удыхейцы сказали мне, что Филин всегда таким образом ловит рыбу. Иногда он так долго сидит в воде, что его хвост и крылья плотно вмерзают в лед. Тогда Филин погибает. Удыхейцы, высмотрев место, куда он прилетает для рыбной ловли, вмораживают в лед столбик с перекладинкой, на которой укрепляется капкан или просто волосяная петля. Ничего не подозревающий Филин, прилетев на место охоты, предпочитает сесть на перекладинку, чем на гладкий лед, и попадает в ловушку. Все амурские туземцы считают мясо Филина очень вкусным и с увлечением за ним охотятся. Последние дни мы как-то плохо питались. Утром пустая каша, в полдень чай с сухарем, вечером опять каша. Стрелки стосковались по мясу. Поэтому, заметив на снегу кое-какие следы, мы нарочно пораньше все встали, чтобы пойти на охоту. Когда необходимые бивачные работы были закончены, пять человек пошли искать зверя. Рожков и Глегала отправились на другой берег реки, Джанбао и Ноздрин вверх по Самарге, а я прямо с бивака стал подниматься на сопку по маленькому ключику, заваленному колодником. Глава 10. Охота был один был один из тех хороших зимних дней, когда в атмосфере надолго устанавливается равновесие. Солнце светило ярко, синее небо, чистый воздух и земля, покрытые белой пеленой, имели праздничный вид. Лес, молчаливый, засыпанный снегом, словно замер в неподвижной позе и всматривался вдаль, где виднелись мягкие очертания каких-то гор, а за ними белые кучевые облака причудливой формы. Старые мохнатые ели, под тяжестью снега опустив к низу темно-зеленые ветви свои, находились в том напряжении, когда бывает достаточно малейшего ветерка, чтобы вывести их из состояния покоя. Иногда случалось, что с верхнего сучка срывался небольшой ком снега. При падении своем снег задевал за другие такие же сучки, и тогда все дерево вдруг оживало. Большие размашистые ветви, сбросив с себя белые капюшоны, сразу распрямлялись и начинали качаться, осыпая все дерево сверху донизу снежной пылью, играющей на солнце тысячами алмазных огней. В такие тихие дни воздух делается особенно звукопроницаемым. Тогда бывают слышны звонкие щелканье озябших деревьев, бег какого-то зверька по колоднику, тихий шум падающего на землю снега и шелест зябликов, лазающих по коре сухостоя. Взобравшись на гребень большого отрога, идущего к реке от главного массива, я остановился передохнуть и в это время услышал снизу голоса. Подойдя к краю обрыва, я увидел Ноздрина и Джан-Бао, шедших друг за другом по льду реки. Отрог, на котором я стоял, выходил на реку нависшей скалой, имевшей со стороны вид корабельного носа высотою более чем в сто метров. Взбираясь по отрогу, я дошел до небольшой седловины и решил здесь же еще раз немного отдохнуть, а затем спуститься к реке по другому распадку. Вдруг из лесу выскочила кабарга. Увидев меня, она шарахнулась в сторону и тотчас скрылась в молодом ельнике. Я хотел было идти по ее следам, но в это время внимание мое было привлечено другим животным. По следам кабарги бежала крупная росомаха. Появление ее было также неожиданно, я не успел даже снять ружье с плеча. Я знал, что кабарга сделает круг по снегу и вернется на свой след, и что по этому же кругу за ней погонится и росомаха. Однако мои надежды не оправдались. Прождав напрасно минут двадцать, я решил пойти по их следам. По ним я увидел, что кабарга один раз как будто споткнулась, а росомаха бежала хотя и неуклюже, но ровными прыжками. Исход этого бегства и погони был очевиден. Скоро, очень скоро кабарга должна будет сдастся. Следы вывели меня опять на седловину, а затем направились по отрогу к реке. Тут я наткнулся на совершенно свежий след молодого лося. Тогда я предоставил кабаргу в распоряжение росомахи, а сам отправился за сахатым. Он, видимо, почуял меня и пошел рысью под гору. Скоро след привел меня к реке. Лось спустился на гальку, покрытую снегом, оттуда перешел на остров, а с острова на другой берег. Я был уже на середине реки, когда услышал окрики. Оглянувшись, я увидел Ноздрина и Джанбао, стоявших у подножья нависшей над рекой скалы и делавших мне какие-то знаки. Я понял, что они зовут меня к себе. Догнать испуганного лося нечего было и думать, и потому, забросив ружье на плечо, я скорым шагом пошел к своим товарищам. Еще издали я заметил, что они ходили недаром. У Джанбао и Ноздрина был веселый вид, у ног их лежали кабарга и росомаха. Странным показалось мне, что я не слышал их выстрелов, и я спросил об этом Ноздрина. «Наша стреляй нету», отвечал за него Джанбао, посмеиваясь в усы. «Как так?» спросил я, ничего не понимая. «Они сами сюда пришли», сказал Ноздрин, закуривая папиросу. Наконец, постепенно из ответов я понял, что случилось. Оказалось, что кабарга, спасаясь от росомахи, случайно попала на утес, нависши над рекой. Джанбао поспешно снял ружье, чтобы стрелять, но вдруг кабарга заметалась. Она поняла опасность, которой подвергалась, и хотела было бежать назад, но путь отступления ей был уже отрезан росомахой. Тогда она стала сжаться к краю обрыва, высматривая, куда бы ей спрыгнуть. В это мгновение росомаха бросилась на нее. Кабарга рванулась вперед, и оба животных, потеряв равновесие, полетели в пропасть. Кабарга разбилась насмерть. Росомаха еще выказывала признаки жизни. Один раз она хотела было подняться на ноги, но тут же упала на лед. В это время к ней подбежал Ноздрин и ударом палки по голове добил ее окончательно. Убившихся животных никак нельзя было назвать трофеями. Оба достались нам случайно. Все трое мы были свидетелями лесной драмы. Я в лесу видел, как она началась, а Ноздрин и Джанбао, как она кончилась. Забрав мертвых животных, мы пошли домой. Западный край неба уже нежился в закатном сиянии. Над снежными полями кое-где разовел туман, и теневые склоны покрылись мягкими фиолетовыми тонами. Через полчаса мы были на биваке, куда уже собрались все охотники. Рожков принес дикую косулю. Теперь мы были обеспечены мясом по крайней мере на трое или четверо суток. Кабарга в тот же день пошла на ужин, а с росомахи сняли шкуру для чучела. Дней через десять я решил предпринять еще одну экскурсию по речке такто, впадающей в самаргу с левой стороны в двадцати четырех километрах от устья. Я намеревался выйти на реку Укумига и от нее через второй перевал выйти на реку Адеми, впадающую в море около мыса Суфрен. На этот раз со мной пошли Ноздрин, Удыхеец, Делюнга и Джанбао. Наше походное и бивачное снаряжение состояло из ружей, топора, двухполотнич палаток и продовольствия по расчету на пять суток. Первую половину пути мы выполнили успешно и к концу второго дня достигли истоков реки Такто, где и решили заночевать в лесу на краю болота, покрытого большими кочками. Каждая из них была почти в метр величины и имела вид гриба, украшенного сверху длинной осокой. Когда палатка была поставлена, Джанбао и Ноздрин пошли за Ельником, а я и Делюнга за травой. Подойдя к одной из кочек, я собрал в горсть всю растущую под ней траву, поднял кверху и сказал удыхейцу «Посмотри, с одной кочки можно срезать травы на постель». «Манга, неу, октанга, делини, то есть нельзя трогать болотную голову», закричал Делюнга. Он убеждал меня уйти на другое место, где нет кочек. Из слов Делюнга я понял, что по обычаю удыхейцев болотные кочки дергать и в особенности нельзя растущую на них траву заплетать в косу. С человеком, позволившим себе такие шутки, непременно случится какая-нибудь беда. Не желая нарушать покоя своего проводника, я направился к опушке леса, где среди тольников росло много веника. Через четверть часа мы вернулись с ним на бивак с большими охапками сухой травы. В это время пришел Ноздрин и сообщил, что он вместе с Джан Бао видел лесу, которая перебежала им дорогу. Стрелок бросил в нее топором. Она остановилась на мгновение и оскалила зубы, а потом повернула назад и скрылась в траве. Когда все бивачные работы были закончены, мы уселись около огня и стали снимать обувь. Разговор опять коснулся лисы. Оказывается, что в китайских поверьях животному этому отводится большое место. Лисы больше, чем другие звери, стараются войти в общение с человеком и тем ослабить свое животное начало. Это им удается, и они часто появляются в виде оборотней. Лисы хитры и злопамятны. Человеку, обидевшему их, они стараются сделать какую-нибудь неприятность. Они делают так, что человек блуждает около жилища и никак не может попасть домой. Во время ненастья залезет в какую-нибудь яму и вымажется нечистотами и тому подобное. По мнению Джан Бао, сегодняшняя встреча с лисой не предвещала ничего доброго. Недолго длилась наша беседа. За день мы сильно устали и поэтому рано легли спать. Глава одиннадцатая. Снежная буря. На другой день первое, что мне бросилось в глаза, это серое небо, покрытое слоистыми тучами. Отдаленные горы тонули в туманной мгле. Там шел снег. Опасаясь пурги, мы решили идти домой. Наскоро напившись чаю с сухарями, мы сняли палатки и пошли в направлении на юго-восток. Сперва мы попали в Осыпи, где я больно ушиб ногу. Потом залезли в ветроломную гарь, причем Джан Бао разорвал свои штаны. Затем мы вышли на зверовую тропу. Вот дорога, сказал я своим спутникам, теперь мы пойдем хорошо. Маманды канкаба, то есть погоди, еще увидим, заметил китаец многозначительно. Покурив немного, мои спутники пошли дальше в таком порядке. Впереди шел Ноздрин, за ним Делюнга, потом Джан Бао. Я замыкал шествие. Не успели мы сделать и полсотни шагов, как вдруг Делюнга схватил стрелка за пояс и сам быстро вышел вперед, все время к чему-то настороженно присматриваясь. Что случилось, спросил я его. Си Исай, то есть сам посмотри, ответил он, указывая на стрелу, воткнутую в землю. Это был какой-то знак, но что он означал, мне было неизвестно. Делюнга обошел стрелу и осторожно двинулся вперед, глядя себе под ноги. Шагов через десять он опять остановился перед заструганной палочкой, лежащей поперек тропы. Это был знак, что отсюда совсем близко насторожен самострел. Действительно, в трех метрах за палочкой виднелась тонкая нить, протянутая через зверовую тропу. Би, вот, сказал Удыхейц, указывая на лук толщиною в человеческую руку с большой стрелой на крупного зверя. Я понял, какой опасности подвергался ноздрин. Не обратив внимания на условные знаки, он задел бы нить и был бы убит наповал. От самострела дальше мы пошли целеною. После полудня погода совсем испортилась, сумрачное небо словно снизилось к земле, белесоватая мгла надвинулась на нас и пошел снег. На вопрос далеко ледофан закивета наш проводник отвечал уклончиво и, по-видимому, сам не знал, где мы теперь находимся, но все же по его соображению к сумеркам мы должны были выйти на реку Самаргу. Так прошли мы по компасу еще два часа. Казалось, гари не будет конца. То встречались участки, совершенно оголенные от леса, то заросшие молодой березой, местность была как-то странно пересеченная, мелкие распадки чередовались с подъемами на увалы с крутыми и пологими склонами, усилившийся ветер, шум в горах, снег и короткие вихри. Все говорило за то, что собирается сильная пурга. Мы прошли уже километров пятнадцать по моим расчетам и давно должны были выйти на реку Самаргу. Возможно, что мы шли и параллельно ей, но теперь за снегом ничего не было видно. Между тем ветер с юго-востока перешел на восток, а теперь дул с северо-востока. Я ориентировался по закону Б.О. Бало и понял, что центр циклона шел прямо на нас, а мы ему навстречу. Ветер, дувший теперь с острова Сахалин, то ослабевал на мгновение, то вдруг словно зверь, сорвавшийся с цепи, бросался на людей. Он то поднимал тучи снега с земли, и тогда казалось, будто в лесу пожар. Мгновенно деревья пропадали из глаз. Порыв ветра уходил, дымовая завеса исчезала, и большие древесные стволы, запорошенные снегом, опять появились в непосредственной близости. Наконец стало смеркаться. Я заметил, что мои спутники начали уставать. В это время мы вступили в густой хвойный лес. Все, словно по команде, бросили котомки. Джан Бао достал смолье, Делюнга принес бересту, я из сумочки вынул кусочек целлулоида, а Ноздрин собрал большую охапку хвороста. Через минуту вспыхнул огонек, и завелась струйка дыма. Ветер отнес ее в сторону. Через несколько минут костер разгорелся как следует. Потом мы поставили две односкатные палатки лицом друг к другу, и принялись таскать дрова. Чем больше смеркалось, тем сильнее неистовствовала пурга. Ночь провели без сна, дремали, зябли, и с нетерпением ждали утра. Наконец появились первые признаки рассвета. Небо стало очищаться, но зато ветер еще более усилился. Он зашел с севера, и, поднимая снег земли, его заметал. Собрав котомки, мы снова пошли вперед, и не успели сделать и сотни шагов, как сразу вышли на реку Самаргу против самой фанзаки Вета. Это всех одновременно обрадовало и рассердило. В такую погоду ночевать в лесу рядом с домом неудачу свою я приписывал непогоде, делюнга болотным кочкам, а джанбао лисе. Китаец и удыхеец считали себя правыми, а мои доводы ошибочными. Через полчаса мы сидели дома, пили чай и рассказывали давно ожидавшим товарищам свои приключения. Около полудня с северной стороны надвинулась черная туча с разлохмаченными краями, и ветер сделался чрезвычайно сильным. Он сломал мачту нашей метеорологической станции до самого основания. К сумеркам стали опасаться за крышу дома и на всякий случай привязали ее к соседним деревьям. Буря свирепствовала всю ночь. Дня через два после этой экскурсии прибыли наконец долгожданные грузы с реки Кузнецовой. К этому времени мой санный обоз был готов и собаки собраны. Глава двенадцатая по горным речкам В организации зимнего путешествия самый важный вопрос составляет собачий корм. Он зависит от количества юколы заготовленной туземцами что в свою очередь зависит от хода рыбы в этом году. Недолов рыбы заставляет удыхейцев убивать часть своих собак и отказываться от дальних выездов на соболевание. 1908 год был средний по ходу рыбы и это дало мне возможность собрать достаточное количество кормовой юколы. Надо иметь в виду что всякая собака съедает больше чем человек и потому самый громадный груз в наших нартах составлял собачий корм. Поэтому в далекое путешествие мы, к сожалению, не могли взять много собак. Каждую нарту тащит один человек и в помощь ему впрягается три-четыре собаки. Обоз нашей экспедиции состоял из семи нарт и двадцати восьми собак, приобретенных у самаргинских удыхейцев. 29 декабря 1908 года мы распрощались с фанзой Кевета и тронулись далекий путь. На старых картах сороковерстного масштаба река Самарга названа Беглянкой и показана маленькой горной речкой. На самом деле она имеет около двухсот километров в длину и охватывает бассейны рек Нельмы и Батчи. Самарга течет в верховьях по продольной долине, а в меридиональном направлении в среднем течении она режет горные складки крест их простирания и поворачивает сперва на юго-восток, а потом на восток, каковое направление и сохраняет до самого впадения своего в море. Во время последней бури ветром намело большие сугробы, а в других местах наоборот совершенно очистило реку от снега. Чистый и прозрачный лед был от 40 до 60 сантиметров толщины. Во многих местах в нем находились пустоты беловатого цвета, расположенные друг над другом. Это были пузырьки воздуха, поднимавшиеся со дна и примерзшие ко льду. Верхние пузырьки были маленькие, вторые побольше, средние самые большие, потом они опять уменьшались и самыми маленькими были последние. Во многих местах лед был смешан с галькой и имел вид мёрзшая вода. Размеры камней во льду были различны и в некоторых случаях исключительно в чистом льду величиной чуть ли не в конскую голову. Под ними ещё полтора метра глубины, где спокойно текла вода. Очевидно, эти валуны были подняты всплывшим льдом с перекатов и плыли вместе с ними до тех пор, пока река совсем не стала. В первый день мы дошли до местности Путугу, а в следующей до устья реки Буй, что значит зверь. Отсюда до знакомой нам сопки Делахчи Самарга течёт в направлении северо-запада на юго-восток. С правой стороны вплотную к реке подходят горы Джангда-Гуляни, состоящие из зеленокаменного порфирита с большими шлирами красно-бурого цвета, которые входят в толщу основной породы то горизонтальными клиньями, то вертикальными куполообразными массами. Как раз напротив с левой стороны реки располагается обширное низменное пространство, поросшее поемным хвойным и смешанным лесом и известное под названием Джангда-Мукудуани. Оно прорезается притоком Уйга и является местом весьма удобным для заселения. На второй день Нового года наш маленький отряд достиг первого большого притока Самарги реки Кукчи. По этой реке через перевал Д лежит путь на реку Супай приток Хора. Местность около Кукчи носит название Мукда. Там я сделал дневку и произвел астрономические наблюдения. Река Самарга от устья реки Кукчи до реки Буй течет почти в меридиональном направлении. Если отсюда идти вниз по течению, то с левой стороны будут слагающиеся из метамофизированных песчаников возвышенности Уаля Силини, протока Ундыка и местности Улини и Си, затем две речки Акджа и Джадо. Самарга проходит в щеках между гор Кабахта, склоны которых состоят из высоких террас, покрытых осыпями. При более близком знакомстве это оказались большие обломки базальтовой лавы. Снаружи метамофизированная порода принимает буро-красный оттенок. Края обломков под влиянием тех же атмосферных явлений несколько округлены. Камни слабо держатся на своих местах и легко обваливаются в долину. Ниже горы Кабахта Самарга принимает в себя приток Джару с перевалом на реку Нельму. Ниже будет местность Саге Мукуданани и два ключика Яй и Амуге. Около устья последней есть выступающая в долину скала с тем же названием. Возле рек Кукчи и Самарги находится высокая кольцеобразной формы гора Кямо. Она очень похожа на древний разрушенный вулкан. Ниже сопки Кямо с правой стороны Самарги находится местность Лухуну и после щек в горах Кабахта до речки Курими и ключика Бугу следует обратить внимание на скалы состоящие из кремнистого сланца. Здесь сохранилась надпись 1885 Д.И. оставленная геологом Ивановым. Я счел своим долгом подновить ее насколько это было возможно. После реки Бугу в Самаргу впадают еще два небольших ключика Умугды и Ульга. Затем следует местность Пугдотани около речки Джами впадающей в реку Буй о которой уже говорилось выше. Географу следует посетить реку Самаргу зимою и посмотреть как она замерзает. Там он увидит весьма интересные явления. В местности Кабахте она русло проходит у левого берега и так подмывает его, что образуется нечто вроде нависшего карниза. Здесь вода волнуется, всплескивается на лед и тотчас замерзает. По-видимому русло реки сжимается с боков и повышается. Подвышаются и ледяные карнизы по сторонам его. В конце концов получается нечто вроде коридора, по которому с большой стремительностью идет вода. Уровень ее находится на высоте глаза человека. Причиной этому является, может быть, опять-таки, донный лед. Мы полюбовались красивым зрелищем и пошли дальше. Если мы проведем условную линию от устья реки Холонку, мыс Сосунова, через среднее течение Самарги около Кукчи, через верхнее течение Анюя и Нижнее Хунгари, то получим идеальную границу двух флор – Маньчжурской и Охотской. Одна из них входит в другую клиньями, причем проводниками охотской флоры будут горные хребты, а проводниками Маньчжурской – долины. Этим и объясняется наличие хвойных лесов лиственница ель-пихта в нижней части Самарги и широколиственных маньчжурских пробковое дерево, орех-виноград, даурская береза и актинидия около реки Кукчи. В связи с таким распределением растительности находится и распределение животных. Когда стало известным, что около Кукчи встречаются все вышеперечисленные представители маньчжурской флоры, можно было вперед сказать, что там должны обитать тигры, кабаны и зюбры, что и подтвердилось в действительности. Фауна нижнего течения Самарги характеризуется главным образом медведем, лосем, кабаргой, лисой, соболем и росомахой. В день нашего прибытия на реку Кукчи туземцы-охотники поблизости от нашего бивака нашли свежие следы большого тигра. Опасаясь за своих собак, я велел их забрать в палатку и всю ночь поддерживать большой огонь. Несмотря на это, перед рассветом, когда костры потухли совсем, собаки всполошились, они ворчали, скалили зубы и жались к людям. С восходом солнца выяснилось, что другой тигр поменьше, судя по оставленным следам, близко подходил к биваку, но предупрежденный собачьим лайм и голосами людей, поспешил ретироваться. Выше Кукчи километров на 12 Самарга принимает в себя второй большой приток Исими, по которому можно выйти на реку Батчи. Между этой рекой и маленьким ключиком Джугда находится сопка Сеганджа-Гялини, а затем еще и ключик Уаки. Правый край долины Исими, при соединении ее с рекой Самаргой, оканчивается сопкой Кахтоа. В трех километрах от нее мы нашли самое большое удыхейское стойбище Ягуатуали. Еще ниже, но немного выше реки Кукчи, другое туземное селение Пифу. Обитатели того и другого жили в юртах Искарья. Эти туземцы сохранили в наибольшей чистоте свой физический тип и все обычаи и нравы лесных людей. С правой стороны Самарги между этими стойбищами мы видим две горы Юку и Чуганьга, состоящие из порфира, потом ключик Сиэли и еще две горы Лендуо и Пяфу, в обнажениях которых виден песчаниковый сланец. В этот день дальше мы не пошли. Вечером я записывал в свой дневник много интересного, а до дыхейцев я узнал, что выше есть еще два стойбища Курнау и Эладзаво, а затем начинается пустынная область. Один из туземцев Ваняка Камедига ножом на куске бересты начертил мне реку Самаргу со всеми притоками. Когда я другая другая высокая гора Пио, в обнажениях ее на реке выступает Андезит. Между этими двумя сопками долина Самарги значительно расширяется и носит название Курнау. Правый край долины образует возвышенности Гула и Дзаа, слагающиеся из хлоритизованного порфирита и известкового песчаника. Ниже долина опять расширяется и образует обширное пространство, покрытое лесом, состоящим из широколиственных пород и известное под названиями Подоляго, Сантала и Экту-Вуани. Там, где Самарга разделяется на две речки, с запада впадает еще небольшая речка Дзо-Вуани, вследствие чего и местность стала называться Эл-Адзаво, что значит трехречья. Около устья ее Самарга шириною 100 метров. От моря до Эл-Адзаво туземцы поднимаются на лодках десять суток, а обратно по воде спускаются в два с половиной дня. Из этого читатель ясно может представить себе, какова быстрота течения реки Самарги. В среднем течении ее встречаются открытые полыньи, а в лесу в местах защищенных от ветра незамерзающие протоки. В морозные дни от них поднимаются испарения. Около таких проталин на чистом льду можно видеть изящные розетки иния, напоминающие узоры на заиндевелых окнах зимою. Если стереть инии рукой, то оказывается, что в этом месте из-за льда торчит травинка или тоненький прутик. Служат ли они объектами, около которых конденсируется пар, или они сами служат проводниками его из воды на поверхность? Вопрос этот может быть выяснен только путем специальных исследований. Чем ближе мы подходили к сихоте оленю, тем больше было снегу. Собаки не видели перед собой дороги и отказывались идти. Они останавливались и оглядывались назад. Джан Бао и один из удухейцев пошли вперед на лыжах протаптывать дорогу собакам, так как за ночь лыжница заносилась снегом. 10 января 1909 года экспедиция наша достигла небольшой речки. За последние дни стрелки и казаки очень утомились и потому я решил сделать дневку. По мере того, как мы удалялись от моря, температура воздуха падала все ниже и ниже. Утром она снижалась до минуса 35, днем термометр показывал минус 26, а к вечеру опять доходил до минуса 32. Воспользовавшись дневкой, я на другой день решил отправиться на экскурсию. Сопровождать меня вызвался Джан Бао. Мы хотели встать пораньше, но оба проспали. Часов девять утра после утреннего завтрака мы взяли ружья и направились на соседнюю сопку. Подъем на нее не был затруднителен и минут через 45 мы были на ее вершине. Отсюда можно было хорошо проследить реку Самаргу от места нашего бивака до горы Миле, о которой упоминалось выше. На этом участке она течет от запада северо-запада к востоку-юго-востоку между базальтовыми возвышенностями, которые, быть может, находятся в связи с кольцеобразной сопкой Кямо. От безымянного ключа вниз по течению географические названия в долине Самарги идут в следующем порядке. По левому берегу от дыровитого утеса Кадасангани ряд невысоких сопок, оканчивающихся утесом Хантааса, за которым расстилается обширное низменное пространство с речкой Пакту. Потом горы опять подходят к речке и на протяжении пяти километров образуют отвесные обрывы. За ними до самой горы Меле другая большая низина, покрытая горелым лесом. Правый берег более гористый. Сначала идет ряд сопок, разобщенных короткими развалистыми долинами, поросшими хвойно смешанным лесом. Ниже реки Пакту начинается равнина, прорезанная лавовым потоком. Западная часть ее носит название Тиряни, а восточная Анго. Затем следует река Фухи, а ниже ее ключик Тюхэ и утес Дукту Домуаген и, наконец, местность Яланчи. Как раз против утеса поля-лиги находятся обрывы горы Миле. Полюбовавшись видом долины реки Самарги, мы спустились в долину реки Пакту и пошли вверх по ней. Я стал присматриваться к следам, которых здесь было довольно много. Вот характерный след зайца. Он двигался мелкими прыжками, гладал кору тольника, затем чего-то испугался и проворно убежал в кусты. Тут же неподалеку виднели следы глухаря. Сначала он шел размеренным шагом, потом остановился, оба следа стали рядом и поднялся на воздух. При первых взмахах крыльев он испещрил снег веерообразными полосами. Немного дальше Изюбр перешел через реку и направился к горам. По пути он тоже гладал кору деревьев и обкусывал кончики мелких веток. Потом попался след соболя, пробиравшегося с колодника на колодник. Так прошли мы километра четыре. Но несмотря на обилие следов, самих зверей мы не встретили. Я хотел уже было повернуть назад, как вдруг Джанбао остановился и сказал «Хайсядзы», то есть медведь. Я взглянул в указанном направлении и действительно увидел старый, уже занастившийся след медведя средней величины. Очевидно, его кто-то побеспокоил в берлоге, в которую он залезает во второй половине октября. Такие медведи-шатуны всегда очень злы и встреча с ними считается опасной. «Его далеко ходи нету», сказал Джанбао, «наша скоро его могу догоняй». Он был прав. Зимой медведь не будет долго ходить по снегу и постарается забиться под первый попавшийся колодник. Мы пошли дальше. Следы шли вдоль сопки зигзагами. Медведь подходил к большим деревьям, заглядывал под опрокинутые корневища, копался в осыпях и разбрасывал мерзлый валежник на земле. В одном месте наводнением нанесло много мелких веток. Сверху их занесло опавшей листвой и засыпало снегом. Медведь залез под этот мусор, но что-то ему не понравилось. Он пролежал, видимо, снова к реке. «Пойдем дальше», сказал я китайцу. Джан Бао осмотрел свое ружье и стал продираться сквозь чащу, стараясь как можно меньше шуметь. Минут через десять он остановился и, не говоря ни слова, протянул вперед руку. Интересное зрелище предстало перед нашими глазами. Большой старый кедр лежал на земле. При падении он разломился на несколько частей. На том месте, где он рос, стоял большой пень, полый внутри и на одну треть открытый с нашей стороны. В середине его сидел медведь. Он разбросал вокруг весь снег и лапами сгреб целый ворох мерзлого мха, которым и обложил себя спереди и с боков до пояса. Большие лепешки мха случайно или преднамеренно лежали у него на плечах и на голове. Сверху мох был украшен его капюшоном из снега. Зверь сидел неподвижно и, по-видимому, спал. Можно было подумать, что он мертв, если бы не пар, выходивший из ноздрей. Нам предстояло или тихонько ретироваться, или стрелять. Джан Бао первый поднял ружье. Два выстрела слились почти одновременно. Снежный капюшон свалился с головы медведя. Он вздрогнул, рванулся было вперед и тут же ткнулся мордой в снег. Наши выстрелы оказались смертельными. Джан Бао остался на месте охоты, чтобы снять с медведя шкуру, пока он еще не окоченел. На обратном пути я встретил у дыхельца Ваника Камедига и рассказал ему о случившемся. «Гыбайта, худо, грех», отвечал он мне и при этом добавил, что они никогда такое сонное животное не бьют. Каждый охотник знает, что всякого зверя сперва надо разбудить криком или бросить в него камень и стрелять только тогда, когда он подымется со своей лёжки. Это закон, который нельзя нарушать. Человек, не соблюдающий его, рано или поздно поплатится жизнью. В тот же день убитые животные было доставлено на бивак. Часть мяса мы взяли с собою, большую часть отдали туземцам, а шкуру доставки её весною на пароходе в город Владивосток. Дня через два мы дошли до ключика Салали, по которому нам надлежало подниматься на Сихот и Олинь. Тут был пустой балаган, выстроенный гольдами, которые ежегодно после Нового года приходят сюда с Амура и соболюют на землях, принадлежащих самаргинским удыхейцам. Пользуясь своей численностью, они не обращают внимания на протесты последних. Сопровождавшие нас удыхейцы расположились в балагане, а мы в своем шатре. Мне хотелось определить географические координаты устья ключика Салали, но так как небо было не совсем чистое, то я решил совершить еще одну экскурсию по реке Самарге. Истоки ее находятся в высоком горном узле, откуда берут начало реки Анюй, Копи, Хор и Самарга, текущие в разные стороны от Сихот и Алиня, таким образом с Самарги можно выйти на Уссури, Амур и обратно к морю. В верховьях Самарга течет вдоль Сихот и Алиня в направлении от севера северо-востока к юго-юго-западу. От ключика Салали она начинает отклоняться к югу, потом к юго-востоку. Долина реки Самарги около моря не широкая, но выше Кукчи она значительно расширяется. Небольшие разбросанные сопки, сглаженные контуры, многочисленные мелкие ручьи и общая заболоченность их долин свидетельствуют о постоянных эрозийных процессах и о древнем строении Сихот и Алиня, который по существу представляет собой остатки бывших когда-то величественных гор. Подтверждение этому мы находим и в плавниковом лесе, скопившемся большими завалами на поворотах реки и там, где она разбивается на протоке. В нижнем течении Самарги завалов нет вовсе. Самым верхним притоком Самарги будет река Дагды. Туземцы говорят, что там часто встречаются кости сахатых, из чего они делают вывод, что лоси уходят туда умирать. Это их место упокоения Буниа. Географический состав горных пород от ключика Сололи до дыровитого утеса характеризуется главным образом глинистыми сланцами с плетниковой и листовитой отдельностью. Кроме того, здесь встречается еще какая-то темная порода, похожая на Нандезит. В верхнем течении реки интересно отметить Налиди. Под этим именем надо понимать воду, идущую поверх льда. Просачиваясь по трещинам в горных породах, она выходит в береговых обнажениях на дневную поверхность и тотчас покрывается тонким слоем льда, который не выдерживает давление ноги человека. Глубина Налидей различна от 1 до 10-15 сантиметров. Издали их можно узнать по заиндевелым деревьям и по клубам пара, который поднимается от воды утром при восходе солнца и вечером, когда температура воздуха понижается. Если воды из береговых обнажений выходит много, она бежит вниз по реке до тех пор, пока не найдет какое-нибудь отверстие во льду. Тогда здесь образуются красивые бирюзового цвета водопады с водоворотами. Если вода по трещинам горной породы выходит на дневную поверхность высоко над рекой, то, стекая вниз по береговым обрывам, она намерзает в виде очень красивых ледяных каскадов, которые все увеличиваются в размерах и кажется, будто здесь действительно был водопад, но замерз. на самом деле воды выходит так мало, что летом можно пройти мимо и не заметить ее вовсе. Мы сделали небольшой опыт над измерением температуры воздуха. Вечером после заката солнца, когда началось излучение тепла от земли, термометр в лесу показывал минус 24 градуса. Там же термометр на открытом месте в незащищенном древесной растительностью показывал минус 28. Вот почему все животные на ночевку забираются в самую глушь тайги. Это делают и люди, находя в чаще леса защиту от холодного ветра. Горы, окаймляющие верхнюю часть долины Самарги, покрыты хвойно-смешанным лесом. Берега реки еще некоторое время дают приют широколиственным древесным породам ясеню, белой березе, клену, ольхе и тонкоствольным тольникам, но вскоре они начинают уступать свои места лиственнице, еле и пихте. Среди пернатого населения верхнесамаргинских лесов характерны снегири. Добродушные, миловидные птички эти имеют очень красивую пурпуровую окраску. У самок преобладают желтые тона. Снегири подпускали нас к себе очень близко. Они пили воду, поднимая кверху свои головки, немало не смущаясь присутствием людей. И только неосторожное движение кого-нибудь из нас заставляло их с криком подниматься со льда и садиться на ветви ближайших деревьев. Недалеко от Гольцкого балагана удалось застрелить северного рябчика. Самец выдал себя тонким поразительным криком и шумом полета, похожим на глухую дробь барабана. Среди тольников я заметил восточного воробьиного сыча с желтыми ногами и желтым клювом. Он подпустил меня к себе очень близко, но все же нахохлился, стал переступать с ноги на ногу и поворачивать голову чуть ли не на все 180 градусов. Глава 13. Обратный перевал через Сихот и Олень. 20 января 1909 года мы покинули Самаргу и направились к Сихот и Оленью на ключик Салали, который имеет общее направление от северо-запада к юго-востоку и в нижней своей части протекает по местности совершенно равниной среди густого хвойного леса плохого качества. Многие деревья стояли в наклонном положении, имели отмершие вершины и были украшены бородатым лишайником. В километрах в четырех от Самарги начинается подъем, сначала медленный, а потом крутой. На самом перевале, высота которого оказалась равной девятистам десяти метрам над уровнем моря, стояла маленькая деревянная кумирня, поставленная китайскими скупщиками пушнины в честь старого духа дорог Лао-Батау. Восточный склон Сихот и Олиня со всеми реками, текущими в море, удыхейцы называют Ада-Намузани, а западный склон в бассейне притоков Уссури Ада-Цазани. Сообразно этой терминологии и туземное население прибрежного района называет себя Уде-Снаму, в отличие от людей, обитающих по рекам Иману, Бикину, Хору, Анюю и Хунгари, носящих название Уде-Сдезаха. Западный склон Сихот и Олиня значительно положи восточного. Спустившись с перевала мы вышли на какую-то маленькую речку, которая текла к северо-западу. По сторонам выселись небольшие сопки, покрытые исключительно хвойным лесом. По мере удаления от водораздела горы становились выше. В километрах восьми от перевала слева подошел еще какой-то ручей. Тут мы и заночевали. На другой день километров через десять мы дошли до реки Чуина, которая течет здесь с юга на север. Теперь глинистые сланцы остались сзади. И сначала появился мелкозернистый песчаник, а затем какая-то кварцитовая метаморфизированная порода, относящаяся, по-видимому, козаической сланцевой группе. Еще на реке Самарге от удыхейцев я слышал, что на реке Чуине есть дерево, которое выросло не на земле, а на другом живом дереве, стоящем на корню. Теперь наш проводник опять повторил то же. Я просил его показать мне это чудо и сам стал внимательно смотреть по сторонам. Долина Чуина покрыта хвойным лесом, несравненно лучшим, чем на самом Сихоте-Алине. Около реки в изобилии росли ольха довольно крупных размеров и тольники, имеющие вид строевых деревьев, но с мелкими ветвями почти от самого корня. Места повыше заняла лиственница, а ель и пихта отступили на самые вершины гор. Наконец-то я увидел то замечательное дерево, о котором так много говорили удыхейцы. Это был осокорь с большим наплывом с северной стороны, метрах в десяти над землей. Сверху в наплыве было естественное углубление, заполненное разным мусором и перегнившей листвою. Случайно в него попало семя, высыпавшееся из еловой шишки. В этом углублении и выросла стройная елочка в метр величиною. Река Чуин некоторое время, около 15 километров, течет параллельно Сихоте Оленью по продольной долине, а затем поворачивает на запад. В этом месте она проходит между двух скалистых сопок, образующих как бы ущелье. Дальше долина Чуина приобретает резко выраженный денудакционный характер. Широкие низины чередуются с отдельными сопками, которые в шахматном порядке подходят к реке то с одной, то с другой стороны. Образцы горных пород, собранных мной по пути следования от истоков кустю реки Чуина, располагаются в таком порядке. Сначала идут филитовый и кремнистый сланцы, потом песчаник, витрофир, друзы мелких кристаллов и рогово-обманковый порфирит. Последние пять километров река Чуин протекает по лесистой равнине и встречает Хор большую реку около двух метров глубины по фарватеру и с быстротой течения четыре километра в час в малую воду. Истоки реки Хора находятся далеко в горах. От сихот и олиня они отделяются особой горной складкой и верховьями реки Анюя. Хор течет по кривой от северо-востока на запад, так что выпуклая часть его дуги обращена к югу. Из притоков Уссури он занимает самый обширный бассейн, отделяемый от реки Бикино хребтом Синку. Течения его быстрые. Чистая прозрачная хорская вода с такой стремительностью сходит в реку Уссури, что мутную воду последней прижимает к противоположному берегу. Устье Хора находится под 47 градусами северной широты и 134 градусами восточной долготы от Гринвича. Самым большим притоком Хора считается река Сукпай. Она имеет длину около 20 километров и течет на запад северо-запад. По ней лежит путь через ихот и олень на реку Кукчи, впадающую в Самаргу, о чем уже говорилось выше. Около устья Сукпая истори живут удыхейцы. Это самое верхнее стойбище, имеющее почтенную давность. Иногда туземцы поднимаются по хору выше и доходят до реки Сор, по которой лежит путь на реку Танмасу, Тармасунь, приток Анюя, но долго там не задерживаются и всегда спешат снова вернуться на Сукпай. От устья последнего хор течет на юго-запад. На этом участке правый берег его гористый. Здесь можно отметить только два ручья Буггайе и Кадаа, а с левой стороны ручей Тынг-Тыма и рядом с ним сопку того же имени, затем ключик Танда и небольшую речку Чуку. Далее хор делает небольшие изгибы. После юрт Чуку, расположенных недалеко от устья речки того же имени, с правой стороны описание местности идет в следующем порядке. Небольшая речка Калами, затем долина сужается, около ключика Джуача, хор проходит в щеках. До ключика Актага правый берег нагорный и скалистый. Далее на протяжении 25 километров долина хора значительно сужается и становится изломанной. То с одной, то с другой стороны реку подпирают скалистые сопки. После речки Актага справа впадает ручей Тулами, а в шести километрах от него хор опять проходит в щеках и делает длинную узкую петлю. Здесь стояли юрты Джонни Га и рядом с ними ключ, носящий тоже название. Внизу по течению с правой стороны скалистая сопка Билли и ключ Кимми. Затем долина вновь расширяется и река устремляется на юго-запад, принимая в себя еще два ключика Бианко и Безымянный. Чтобы познакомиться с географией Левого берега, читателю необходимо вновь совершить плавание по хору, начиная от речки Чука. Справа будут два ключа Сой и Джульма Адани, затем в начале узкого места долины горный ручей Ясыга, а против реки Кимми ключ Кикалю. В пяти километрах от поворота хора на юго-запад есть опасный перекат, а ниже большой камень по самой середине реки. Весь левый край долины гористый, причем гребень хребта, окаемляющего долину с левой стороны, украшен скалами Яагу. Это место, где в хор впадает река Капан, а против нее ключик Бианко, о котором говорилось выше. Еще ниже километрах к десяти хор принимает в себя большой приток Катен. Последний при устье разбивается на два рукава, из которых западный наиболее длинный, идет параллельно хору и носит название протоки Хаде. Недалеко от этой протоки с юга подходит небольшая речка Алло. Как бы следуя указанному ею направлению, хор делает поворот и тоже течет к северу на протяжении десяти-двенадцати километров. С крутых левобережных склонов сбегает ключик Пянк Кулукчи. Затем горы далеко отходят в сторону и здесь правый берег делается гористым, а левый низменным. Река Хор становится шире, глубже и разбивается на протоки. Она течет в строго широтном направлении, причем скорость течения ее увеличивается до трех восьмидесятых метров в секунду. С правой стороны в хор впадают ключик Джоо и речка Дукчи-Силини, затем речка Уфа, ключики Имага, Секин, Самагда и Янгу. Тут же находится протока Юмгма, немного ниже ее второй опасный порог, а еще ниже речка Дунгу. Здесь когда-то стояла Кумирня и был последний китайский поселок, состоящий из двух фанс. Высокие скалистые сопки Анбан прорезываются руслами ключиков Дальми, Унгуни, Дальма, Секчи и Кокуя. Здесь сопки кончаются. Хор выходит на равнину, имея направление течения к северу. Следуя принятому нами правилу, укажем сперва речки ручьи и название местности с правой стороны, а потом с левой стороны. У горы Анбан от хора отделяется одна из самых больших проток. Вновь с рекой она соединяется ниже километрах в 12. Отсюда начинают часто встречаться столбы лесоустроителей с разными знаками и зимовья, сложенные из бревен. Хор несет свои воды среди большого смешанного леса. Миновав протоки Буо и Джакфти, хор делает крутой поворот на запад. Здесь в углу с правой же стороны широко раскинулось 60 корейских фанс, носящих название селения Александра Михайловского. Здесь же находится и переволок Табань-Тамань-До на Кию, которым пользуются туземцы, направляющиеся в сторону Хабаровска. Судя по тому, что долина Кии изрезана множеством протоков, старец, вообще, судя по тем следам, которые оставила здесь вода, видно, что эта река еще в недавнем прошлом была руслом Хора. Читателю остается проследить только левый край долины Хора от того места, где Хор вышел из гор на равнину. Сначала Хор разбивается на две протоки, причем левая называется Джигдыма, ниже еще две протоки, большая и малая Були, и юрта Магаджи, близ устья реки Мутен. Здесь последний раз к Хору подходят одинокие сопки, Нита-Фуниа, ниже переволока, представляющие собой остатки более высоких гор, частью размытых, частью потопленных в толщах патриотичных образований. После переволока Хор течет на запад, каковое направление и сохраняет до впадения своего в реку Уссури. С высоты птичьего полета бассейн реки Хора представляется лесистой горной окраиной. Наиболее ценной породой является кедр. Он занимает все возвышенные места по среднему течению до Чуина. По теневым склонам гор произрастают ель, пихта, каменная береза, а на санцепеках липа, дуб, клен и осоколь. Внизу около самой реки поемные леса, состоящие из самых разнообразных хвойных и широколиственных пород с преобладанием ясеня, ильма, тополя, черемухи и тольника. Последние образуют густые заросли по галичниковым отмелям и островам. От устья реки Чуина мы пошли вверх по хору и через какие-нибудь пять-шесть километров подошли к речке Сальму, впадающей в него с правой стороны. В этих местах долина хора не широка и окаемлена сопками, имеющими такое очертание, что сразу можно сказать, что слагаются они из пород изверженных вулканами. Адресуясь к дневникам, я нашел в них под соответствующими номерами серый гранит. Дальнейший наш путь шел по речке Сальму. Она имеет длину около 35 километров и имеет истоки на перевале между реками Хором и Мухенем, впадающим в Амур. Первые пять километров она течет с севера на юг, потом километров на двадцать в широтном направлении. При этом становится очень извилистой и разбивается на мелкие протоки, совершенно недоступные даже для плоскодонных туземных лодок. Последние десять километров Сальму снова склоняется к югу и впадает в Хор двумя рукавами. Долина Сальму непомерно широка, гор за лесом не видно вовсе, впрочем, раза два они подходят к реке пологими скатами. Лес березовый и лиственничный. Ближе к перевалу стали попадаться заболоченные мари, покрытые сухостойной лиственницей. Дня через два мы подошли к перевалу. Речка, служившая нам путеводной нитью, сделалась совсем маленькой. Она завернула направо к северу, потом к северо-западу и стала подниматься. Подъем был все время равномерно пологий и только под самым гребнем сделался крутым. На перевале стояла небольшая кумирня, сложенная из тонких еловых бревен и украшенная красными тряпками с китайскими и эрографическими знаками. На вершине хребта лес был гораздо гуще. Красивый вид имеют густые ели, украшенные белоснежными капюшонами. Надо было немного передохнуть. Пока мои спутники курили, я производил измерение абсолютной высоты перевала и определил ее в 604 метра. Спуск с водораздела в долину реки Содома-Бирани оказался гораздо круче, чем подъем с восточной стороны. Дорога, протоптанная соболевщиками и служившая нам нитью, была хорошо накатана, и это в значительной степени облегчило нам продвижение с грузовыми нартами. Для таких новичков, какими являлись стрелки, подъем на лыжах в гору был гораздо легче, чем спуск с нее. Для неопытного спортсмена даже небольшой уклон к низу всегда является причиной падения. Но перед нами был большой и крутой спуск, к тому же собаки имели нарты с грузом, которые напирали сзади и развивали все большую и большую скорость. Стрелки были в затруднительном положении. Уссурийские казаки потрунивали над ними и давали советы, как быть. Мои спутники выпрягли собак, сняли лыжи, пустили нарты вперед и, сдерживая их на веревках, стали легонько спускаться вниз. Так сделали все, за исключением Марунича. Он решил спускаться на лыжах, а чтобы собаки не тянули вперед, он привязал их сзади, рассчитывая, что они будут сдерживать нарты, упираясь лапами в снег. Но получилось наоборот. Я в это время находился внизу под перевалом, когда позади себя услышал все приближающийся шум. Я оглянулся и увидел Марунича. Стоя на лыжах и изо всей силы стараясь упираться в дышло своей нарты, он, стремглав, несся к низу. Собаки, вместо того, чтобы следовать за нартами, обижали его справа и слева и, напрягая все силы в растяжку, мчались вперед и тем еще более увеличивали скорость движения. Марунич несся вниз все быстрее и быстрее, что-то кричал и нельзя было разобрать, кричал ли он от испуга, просил ли помощи или предупреждал, чтобы идущие впереди сторонились и давали ему дорогу. Едва я успел отскочить в сторону, как он вихрем пронесся мимо меня и вслед за тем точно от взрыва кверху поднялось большое облако снежной пыли. Марунич с нартами врезался в мелкий ельник, собаки оторвались и побежали дальше. Такой спуск мог кончиться очень плачевно. Казаки бросили свои нарты и, ловко лавируя между деревьями, спешили к Маруничу на выручку. Когда я приблизился к месту катастрофы, то увидел нарты, лежавшие в снегу вверх полозьями и вылезающего из-под них злополучного Марунича. Он весь был в снегу, лицо его выражало крайнее недоумение. Видно было, что он сам не понимал, как попал в такое положение. Он ощупывал свою голову, руки, как бы желая убедиться в их целости. В это время прибежали остальные люди и окружили его. С хохотом они сравнивали себя с товарными поездами, которые остановились на запасные пути, чтобы дать дорогу курьерскому поезду. Марунич не отвечал им. Он обтирал рукавом мокрое лицо и пробовал вытащить нарты из снега. В это время собаки его вернулись назад. Считая их главными виновниками своего падения, Марунич схватил палку и бросился было за ними вдогонку, но запутался в постромках и опять упал в сугроб. Стрелки и казаки снова покатились с хохоту. Они помогли ему подняться на ноги, поймали собак и затем пошли за своими нартами, а я, Гольд Косяков и Джан Бао пошли дальше. За перевалом река Садама-Берани начинается маленьким ручейком, текущим в западном направлении на протяжении пяти километров. Тут она сливается с другой, такой же горной речкой, бегущей с северо-востока. Как раз у места слияния их мы нашли юрту и около нее семью у дыхейцев. Туземцы укладывали нарты и, видимо, собирались куда-то перекочевать совсем. На вопрос, кто они и куда собираются, мужчина ответил, что он с реки Хора, зовут его Миану из рода Кимунку, что живет он на реке Хор и прибыл сюда на соболевание, но тигры потаскали у него почти всех собак, поэтому он решил уступить им свое место и уйти обратно на реку Хор. Я сказал дыхейцу, что буду здесь ночевать, и просил его остаться с нами для того, чтобы завтра указать нам место, где чаще всего держатся полосатые звери, выжившие его садома Берани. Туземная женщина, услышав, что муж ее согласился на мою просьбу, совершенно равнодушно и молча стала разбирать нарты и таскать имущество обратно в юрту. Когда подошли казаки, было как раз время для остановки на бивак. Все дружно взялись за работу. Одни ставили палатку и налаживали печь с трубами, другие рубили дрова, третьи резали траву для постелей. Марунич готовил обед. Когда начало смеркаться, я велел всех собак забрать внутрь помещения и всю ночь поддерживать костры на биваке, а сам вместе с Косяковым пошел в юрту у дыхейца. Миану был мужчина лет тридцати восьми, невысокого роста, бедно одетый, обветренное и загорелое лицо его, из-за скорузной руки, говорили о том, каким тяжелым трудом он добывал себе средства к жизни. В глазах его можно было прочитать тревогу и заботу, а в глазах жены покорность судьбе. Я стал его расспрашивать о реке, на которую мы вышли. Он сообщил мне, что все правые притоки верхнего Мухена считаются хорошим охотничьим местом. Горы между Нефикцией и Мэка подвергались сильному разрушению, вследствие чего здесь образовалось много скал, имеющих причудливые формы. Это самое тигровое место в крае. Где бы они ни ходили, всегда туда возвращаются. Там они выводят и тигрят. Все охотники знают это, и потому никто не хочет соболевать около запрещенных скал. Тигр, который повадился у него таскать собак, пришел именно оттуда. Это очень дерзкий зверь. Сначала он посещал Удыхейца ночью, а теперь повадился ходить и днем. Не позже, как сегодня утром, он унес еще одну собаку, пятую по счету. Теперь у Мяну остались только две сучки и один щенок. Когда Удыхеец закричал на тигра, он ощетинился, показал зубы, заревел и стал бить себя хвостом по бокам. Из этого Удыхеец заключил, что ему семьей грозит смертельная опасность. Он решил уйти обратно на реку Хор, оставив щенка в распоряжении царственного зверя. Были сумерки, когда я вышел из юрты и направился к своему биваку. После ужина я снова вернулся в юрту Удыхейца. Ребятишки его уже спали, жена его готовила ужин, а сам он исправлял ремни у лыж. Я подсел к огню и стал расспрашивать его о страшных утесах Мэка. Мяну некоторое время молчал, и я думал, что он не хочет говорить на эту тему, полагая, что я хочу взять его в проводники. Место совсем худое. Наши люди никогда туда ходи нету, наконец ответил он. С этого начался разговор. Скалы Мэка считаются недосягаемыми. Это пристанище черта Анку. Там всегда завывает ветер. Проходящие мимо люди постоянно слышат, как вверху кто-то свистит. Иногда слышны голоса, шум лыж, удары топора. Вот почему скалы Мэка называются Анку Джугдыни, что значит жилище злого духа Анку или Амба Джугдыни, потому что там всегда держалось много тигров. Они в качестве собак служат Анку и исполняют его поручения. И долго еще говорил мне этот человек про лесные страхи, которые все больше и больше разжигали мое любопытство. После ужина жена его тоже легла спать, а мы все еще сидели у огня и вели дружескую беседу. Незаметно разговор перешел на другие темы. Мяну спрашивал меня о том, как живут туземцы на берегу моря, и вспоминал кое-кого из своих старых знакомых. Затем мы как-то оба замолчали. Я перенесся мыслями в прошлое и вспомнил свое длинное путешествие через ехот олень, через Сибирь, когда ехал на Дальний Восток. Мяну тоже о чем-то задумался и молча смотрел на огонь. Вдруг он вздрогнул, на лице его выразился испуг. Я видел, как он побледнел и приложил дрожащую руку к лбу. Что случилось? спросил я его в тревоге. Куты, мафа, тигр, близко ходи, есть, прошептал он чуть слышно. Я прислушался, но ухо мое не уловило ни малейшего шороха. Тогда я взял ружье и вышел из юрты. Была светлая ночь. Луна более полная и яркая, чем накануне, только что скрылась за тучкой, нашедшей на нее с севера запада. Порой она показывалась на мгновенье, и тогда казалось, будто облако стоит на месте, а месяц бежит сквозь него в другом направлении. В кротком сиянии звезд на небе, в чисто морозном воздухе и в беззвучном движении воды в полынье всюду царило невозмутимое спокойствие. Река казалась широкой белой аллеей, обсаженной по сторонам высокими старыми елями и уходящей вглубь леса. В нашей палатке было темно, из чего я заключил, что там уже все спали. От притухших костров кверху вздымались дымки тонкими струйками, пахло гарью. Я осмотрелся и прислушался, но кругом царило полное безмолвие. Такая тишина кажется подозрительной. По ту сторону реки стеной стоял безмолвный лес, озаренный луной. Как-то даже не верилось, что в природе может быть так тихо, словно весь мир погрузился в глубокий сон. Я возвратился в юрту и сказал Миону, что не заметил ничего подозрительного. На это он мне ответил, что хотя я и не видел ничего и не слышал, но все-таки тигр был поблизости. Все люди знают, что если человек вдруг испугался без всякой видимой причины, значит, страшный зверь подошел к его жилищу. Тогда я сказал, что можно один или два раза выстрелить в воздух или бросить несколько головешек в сторону леса. Он ответил, что это не поможет. Тигр отойдет на время, потом снова явится, и тогда будет еще хуже. На другой день я не хотел рано будить своих спутников, но когда я стал одеваться, проснулся Глегало и пожелал идти со мною. Стараясь не шуметь, мы взяли свои ружья и тихонько вышли из палатки. День обещал быть солнечным и морозным. По бледному небу протянулись высокие серебристо-белые перистые облака. Казалось, будто от холода воздух уплотнился и приобрел неподвижность. В лесу звонко щелкали озябшие деревья. Дым от костров, точно туман протянулся полосами и повис над землей. Мяну был на ногах. Жена его готовила завтрак, сам он чистил ружье, а ребятишки играли костями рыси. Во время еды он сказал, что проводит нас только до того места, где обыкновенно держится тигр, а затем вернется назад и, не дожидаясь нашего возвращения, пойдет на реку Хор. Я знал, что отговаривать его было напрасным трудом, и потому сказал ему, что хорошо помню свое обещание не задерживать его дольше полудня. Когда все было готово, мы надели лыжи и пошли вслед за нашим провожатым. Он направился по протоке вдоль обрывистого берега, поросшего вековым лесом. Во многих местах яр обвалился и обнажил корни деревьев. Одна ель упала. При падении своем она увлекла большой кусок земли. Здесь, по снежному сугробу, шла хорошо протоптанная тропа. «Ни одного человеческого следа нет, все тигровые», сказал Миону, указывая на тропу. «Видно было, что зверь ходил здесь очень часто. Тропа была хорошо утоптана, и тигровые следы блестели так, как будто они были проложены по мокрому снегу и затем замерзли. Стоило только насторожить здесь ружье или самострел, чтобы нанести зверю тяжелую рану, но удыхеец предпочитал уступить ему не только место, но и всех своих остальных собак. Отсюда мы начали подъем в гору. Снег в лесу не был достаточно глубок, и потому все валежины на земле отмечались тенями, которые то розовели, то синели, в зависимости от того, как высоко поднялось солнце над горизонтом. Также синела и тигровая тропа, пока не разбилась на несколько следов. Один был совсем свежий. Удыхеец оказался прав. Ночью тигр действительно подходил к его жилищу. Я обратил внимание на то, что следы были не одинаковой величины. Очевидно, Миону навещал не один зверь, а два, так как следы шли в разброд и часто навстречу один другому. Значит, тигры охотились за собаками каждый сам по себе. Мы взяли свежий след и прошли по нему сверсту. Он направился в гору и завел нас в непролазный бурелом, заросший молодым ельником. Там мы нашли совершенно свежую лёжку. Тигр лежал на боку, закинув голову вверх. На снегу получился точный его позитив. Голова с ушами, шея, корпус и вытянутые лапы. Лёжа он легонько помахивал хвостом и разбросал снег в стороны. Разбираясь в следах, мы установили, что он вдруг чего-то испугался и, вскочив на ноги, некоторое время стоял неподвижно. Потом отбежал немного и опять остановился. Вероятно, мы были причиной его испуга. Как неосторожно мы шли, но всё же шум от лыж в тихом морозном воздухе должен был быть слышен на довольно большом расстоянии. Тут Мяну остановился и заявил, что дальше он не пойдёт и посоветовал нам быть осторожными, так как тигр понял, что его выслеживают. После этого он повернул назад, а мы пошли дальше по следу. Тигр сделал большой круг в направлении к реке Садома-Берани, но вот след пересечён один раз, другой. Нам стало ясно, что тигр хочет обороняться и напасть на своих врагов из-за угла. Тогда я решил оставить опасную игру и идти прямо на бивак. Вскоре мы нашли лыжню, принадлежавшую Миану. Он почему-то бросил старую дорогу и пошёл под гору целяною. На биваке я застал только одного Марунича. На вопрос, где остальные люди, он ответил, что все пошли на охоту вверх и вниз по реке. Около юрты удыхейцы торопливо укладывали нарты. Я подошёл к Миану. Он был не в духе. Из расспросов выяснилось, что он едва не поплатился жизнью за то, что ходил с нами по тигровому следу. На обратном пути как-то вышло так, что кутым афа, то есть тигр, путая следы, оказался недалеко от старой лыжни. Услышав приближение удыхейца, он пришёл в ярость. Миану видел, как он залёг за буреломом и ждал приближения двуногого врага. Тогда удыхейц круто свернул в сторону и очень быстро спустился с горы в долину Садома-Берани. Я сказал, что он упустил удобный момент для выстрела, но, по мнению удыхейца, лучший способ отделаться от страшного зверя – это уступить ему дорогу. Когда нарты были уложены, Миану привязал щенка к дереву, запряг двух взрослых собак и пошёл по нашей дороге вверх по реке Садома-Берани. Жена его стала палкой подталкивать нарту сзади, а ребятишки на лыжах пошли стороной. Щенок, которого Миану отдавал тигру, навострил свои ушки и затем, повернувшись задом, изо всей силы стал тянуться на ремешке, стараясь высвободить голову из петли. Марунич подошёл к щенку и, отвязав ремешок, на руках отнёс в нашу палатку и накормил его кашей. Щенок как-то сразу освоился с новой обстановкой и через полчаса уже заигрывал с какой-то собакой, но той не нравилась фамильярность Малакасоса, она долго ворчала и скалила на него зубы. Незадолго до сумерек возвратились стрелки и казаки с охоты. Все они видели тигровые следы. Глегала подстрелил одну каборгу. Это было как раз кстати, потому что каша нам надоело и всем хотелось мясного. К вечеру мороз усилился. В нашей палатке было очень уютно, да красна раскалённая печка распространяла кругом тепло, на ней шумел чайник, казаки поправляли ремешки у лыж и делились свежими впечатлениями, смеялись, вспоминали спуск Маруннича с перевала, а я делал записи в путевой дневник. Щенок пробрался в палатку, стрелки гладили его, тормошили а он шалил, валялся на спине и легонько кусал им руки. Так как место это было опасным, то мы решили установить очередь для карауливания бивака. Один раз ночью собаки подняли большой шум, мы забрали их всех в палатку и развели большой костёр. Лишь только начало светать, Марунич разбудил меня. Я произвёл метеорологическое наблюдение и приготовил планшет для съёмки, а когда утренний завтрак был готов, мы вдвоём стали будить разоспавшихся стрелков и казаков. Наши утренние сборы заняли времени не больше одного часа. Каждый знал, что ему надо делать. Движения каждого человека были согласованы и потому уборка палатки и укладка походной печки, увязка нарт и запряжка собак делались всегда без лишней проволочки. Когда собаки были запряжены, курильщики, как всегда, побежали к костру, чтобы закурить на дорогу. Затем, надев на себя лямки и прикрикнув на собак, стрелки и казаки друг за другом гуськом тронулись в путь. Отойдя от бивака шагов полтораста, я оглянулся назад и увидел тонкую струйку дыма, поднимавшуюся от костра к верху. Начало съёмки всегда отнимает несколько больше времени, чем производство её в пути. Надо выверить шагомер, взять обратный азимут на последний отрезок вчерашнего пути, надо взять пеленги на видимые высоты и так далее. Когда я кончил проделывать все манипуляции, я вдруг вспомнил, что забыл в биваке барометр. Ничего не оставалось больше делать, как вернуться назад. Стрелки и казаки ушли уже порядочно вперёд. Я не стал их окликать в надежде, что догоню на первом же перевале. Когда я подходил к биваку, мне показалось, что что-то большое, жёлтое, быстро мелькнуло в кустах. Я остановился и прислушался, но так как ничего подозрительного не видел, то решил, что мне это показалось. Времени нельзя было тратить даром. Я подошёл к дереву, на котором висел барометр, снял его с дерева и стал надевать себе на шею, для чего снял шапку, но нечаянно выронил её из рук. Нагибаясь к земле за шапкой, я увидел на снегу отпечатки больших тигровых лап. Сознание своего одиночества в присутствии такого страшного и дерзкого зверя наполнило моё сердце страхом. Я поспешно сунул барометр в боковой карман, надел шапку и, постоянно оглядываясь, пошёл по нартовой дороге. Я не бежал, шёл спокойно, держа указательный палец на спуске затвора своего ружья. Потом я прибавил шагу и через несколько минут достиг поворота реки. Долина расширилась. Вдали около второго поворота я увидел стрелков и казаков. Чувство страха оставило меня, и я спокойно приступил к съёмке. Долина Садама-Берани залегает между двух отрогов Хорского хребта, идущих в широтном направлении. В обнажениях виден всё тот же гранит, и изредка встречается какой-то плотный песчаник. Долина Садама-Берани, пока она течёт в горах, покрыта великолепным лесом, состоящим главным образом из кедра с небольшой примесью других хвойных деревьев. В верхнем течении Садама-Берани разбивается на столь мелкие протоки, что кажется, будто вода прямо идёт по лесу и вовсе не имеет русла. Она просачивается между корнями деревьев, исчезает среди каменистых россыпей и потом вновь появляется на дневную поверхность. Как только река выходит из гор, хвойно-смешанные леса кончаются, и на сцену выступают широколиственные леса, состоящие из дуба, берёзы, осины и прочих пород. Здешняя осина имеет столь светлую кору, что я сначала принимал её за берёзу, и только подойдя вплотную, заметил свою ошибку. Ближе к устью лес начинает редеть. Всё чаще и чаще появляются заболоченные полянки, число и размеры их всё увеличиваются и, наконец, становятся преобладающими. Самым верхним притоком Мухена является речка Алчи. Около устья её есть выходы бурого угля на дневную поверхность. Алчи осталась у нас правее и сзади. Немного ниже садом Бирани в Мухень впадают с той же стороны правой, ещё две речки Нефикца и Мыка, что значит чёрт. Последняя получила своё название от скал, находящихся в её верховьях, служащих якобы местом обитания злых духов. Все перечисленные четыре речки заслуженно считаются зверовыми. В вершинах их живут лоси, ниже и зюбры и кабаны. Леса в верховьях Мухеня довольно богато населены пернатыми. Я видел ворон, дятлов, поползней и снегирей. Они наполняли лес криками и ударами клювов по стволам сухостойных деревьев. Вороны и ронжи при нашем приближении улетали прочь, дятлы прятались за ветвями и только одним глазом поглядывали на проходящих людей. Только поползни и снегирии держали себя независимо и свободно, даже в тех случаях, когда мы подходили к ним совсем близко. После принятия в себя нефикцы Мухень становится чрезвычайно извилистым. Ничтожный склон долины, медленное течение, все это характеризует старческий возраст реки. С левой стороны против Мука и нефикцы расстилаются болота, покрытые сфанговым мхом и поросшие редкой лиственницей. Горы где-то далеко осинеют вдали. Еще ниже Мухень принимает в себя с левой стороны приток пунчи и два ключика дайхалга и нючхалга с ржавою болотную водою. Может быть, это обстоятельство и является причиной того, что в Мухень идет мало киты. Зато он богат частиковой рыбой всевозможных пород, начиная от муксунов и кончая карасями. В нижней части Мухень пролегает среди обширных низменных пространств качковатых и заболоченных. Древесная растительность встречается только группами по рекам, потом исчезают и одиночные деревья, и на сцену выступают ольховники и тольники, имеющие вид высокоствольных кустарников, которые как бордюрами окаймляют берега реки, ее притоков, старец, заводей и слепых рукавов. Пять дней мы шли по реке Мухенью, следуя всем ее изгибам, которые удлиняли наш путь по крайней мере в два или три раза. Во время пути мы кормили собак два раза в день, немного утром перед выступлением в поход, сухой рыбой и затем вечером на биваке жидкой гречневой или чумизной кашей, сваренной с юколой. Сначала они неохотно ели кашицу, и это вынуждало нас прятать от них на деревья наши лыжи, обтянутые кожей, ремни, обувь и прочее имущество, иначе все это было бы сразу съедено. На мухине у нас пала одна собака. Я велел оттащить ее немного в сторону и бросить в кусты. Вскоре мы стали биваком. Вечером собаки вели себя неспокойно, они грызлись друг с другом и рвались с привязи. На другой день утром обнаружилось исчезновение двух собак. Я думал, что они убежали совсем, но незадолго перед выступлением в поход обе беглянки вернулись, они облизывались и животы их были вздуты. Где они кормились? Строго спросил Крылов. Собака собаку всегда кушай, отвечал Джан Бао. Желая удостовериться в этом, я надел лыжи и вместе с Крыловым сбегал туда, где была брошена дохлая собака. Действительно, она оказалась съеденной более чем наполовину. На снегу виднелись собачьи следы, они шли от нашего бивака и обратно на бивак. Мы поняли, что на длинные переходы можно брать больше ездовых собак. По мере того, как число нарт будет сокращаться вследствие расходования продовольственных грузов, слабых собак можно убивать и кормить наиболее молодых и сильных животных. Река Мухень привела нас к реке Немпту, в которую она впадает с правой стороны. Еще шесть километров и мы дошли до устья последней. Река Немпту берет начало с Хорского хребта и имеет в длину около двухсот километров. В верховьях она захватывает истоки Мухеня и состоит из двух речек, протекающих по узким долинам среди скал. По словам туземцев, там много всякого зверья, в том числе и тигров. После слияния Немпту склоняется к северо-востоку. Долина реки завалена большими камнями, промежутки Километров через двадцать Немпту поворачивает к северу. Это направление она сохраняет очень долго и по пути принимает в себя следующие притоки. С левой стороны Си, Дайхео, Темсо и Байенсор, а с правой Анхалга, Юшки, Полян, Осима и Мухень. По выходе из гор река начинает делать меандры и чем дальше, тем больше. В некоторых местах во время большой воды река сама выпрямляет свое русло и входы в старице заносит илом и песком. Так образовалось множество заводей, слепых рукавов, длинных озерков, которые сопровождают реку с обеих сторон. Не доходя километров пятнадцати до озера, Немпту делает крутой поворот к востоку, затем еще раз меняет направление на северо-восточное, которое и сохраняет до конца. Течение ее медленное, вода тепловатая, ржавого цвета, Немпту впадает в озеро Синдинское, и при устье образует множество островов, которые становятся все ниже и ниже, наконец сравниваются с горизонтом воды и превращаются в мели. Само озеро имеет неправильно округленную форму, суженную северо и расширяющуюся на юге, с небольшим заливом с западной стороны. Древний его берег Восточный, в недавнем прошлом, в геологическом смысле, все пространство, занимаемое реками Немпту до притока Анхалга и Мухень до притока Мэка, представляло собой обширные водные пространства. Только плоские возвышенности Аур и Мухеньский Увал казались островами, покрытыми древесной растительностью. В это древнее озеро впадало множество мелких речек, составляющих ныне притоки Мухеня и Немпту. С течением времени громадный водоем заполнялся выносами рек, в него впадающих. Заболоченная низина, о которой здесь идет речь, не высохла и по сее время. Гумусовый горизонт нарастает чрезвычайно медленно. Берега возвышаются над уровнем воды в реке не более как на 25-275 сантиметров и потому в дождливое время года все низменные места, все едва заметные для глаза углубления снова заполняются водою. Особенно большие болота располагаются около южной стороны Синдинского озера. Было бы ошибочно думать, что озеро питается водою только из рек Мухеня и Немпту. Повышение уровня воды его зависит и от Амура. И в этом случае наблюдается уже знакомый нам процесс засорения озера песком и илом. В ненастное время года мутная Амурская вода входит в спокойное Синдинское озеро и отдает ему тот материал, который находится в ней во взвешенном состоянии. С Амуром Синдинское озеро соединяется двумя рукавами. Один, наиболее длинный и узкий, направляется на запад к селу Сарапольскому, а другой, короткий и широкий, впадает в так называемую Синдинскую протоку. Кроме Немпту в озеро впадают еще две маленькие речки с юго-запада Бухта и с юго-востока Тон. Между этой последней и рекой Немпту образовалось еще маленькое озеро Доцен, соединяющееся несколькими протоками как с обеими названными реками, так и непосредственно с озером Синда. День был уже на исходе. На западе пламенела заря, когда мы поравнялись с лысой горой Кадар на правом возвышенном лесистом берегу озера. Освещенные закатными лучами, покрывающие ее снега, окрасились в нежно-розовые тона. Место для ловли рыбы, сушилка, составленные лодки на берегу и так далее, все указывало, что где-то недалеко есть люди. Собаки тоже, как бы почуяв близость человеческого жилья, пошли бодрее. Вот и дорога, вот и свежие следы лыж. Кто-то недавно рубил дрова. И действительно, едва мы вышли на Синдинскую протоку, как увидели с правой стороны огоньки. Это было Гольдское селение Люмами. Мужчины все ушли на охоту. Дома остались старики, женщины и дети. Выбрав одну из фанц побольше, я постучался в дверь. Из нее вышли две женщины. Узнав, что мы пришли издалека, они пригласили нас к себе и стали помогать распрягать собак. Через час мы сидели на теплых канах, сбросив с себя обувь и верхнюю одежду. Женщины угощали нас чаем, мучными лепешками с сухой рыбой. Мы решили никуда дальше не идти и отдохнуть в селении Люмами как следует. Дальнейший наш путь шел к верховью Анюя и по реке Коппи к морю. Обычно таяние снегов в бассейне правых притоков Анюя происходит чуть ли не на месяц раньше, чем в прибрежном районе. Уже в конце февраля стало ощущаться влияние весны. Снег сделался мокрым и грязным, в нем появились глубокие каверны. Днем он таял и оседал, а ночью смерзался и покрывался тонкой ледяной корой. Я опасался распутицы. Мне казалось, что реки будут в таком состоянии, что я не смогу двигаться ни на лодках, ни с нартами. Но старики Гольды говорили, что Анюи всегда раньше вскрывается в нижнем течении, и что в верховьях будет хорошая санная дорога, а по ту сторону водораздела мне придется воду добывать из прорубей. Тогда я вспомнил значение сихоты олиня, протянувшегося параллельно берегу моря, и, приняв во внимание затяжную весну на восточном его склоне, велел своим спутникам готовиться к походу. Глава четырнадцатая Опять к морю 27 февраля мы расстались с Люмами и через двое суток дошли до другого селения Найхин, расположенного около устья Анюя. Здесь я остановился у старого своего приятеля Гольда Николая Бильды. Он сообщил мне, что по Анюю сообщение не сегодня-завтра должно прекратиться, и будет лучше, если я спущусь по Амуру до речки Гау, затем, пойдя по ней до истоков, перевалю на реку Мын-Эму, поднимусь по этой последней и через второй небольшой перевал выйду на Анюю около местности Улема. Это обычный путь запоздавших Гольдов соболевщиков в том случае, когда им надо возвращаться из прибрежного района на Амур. Я мог встретить их на пути и воспользоваться проложенную ими дорогой. Надо заметить, что в Уссурийском крае снега обычно выпадают во второй половине зимы. Совет Николая Бильды был очень разумен, и я решил им воспользоваться. Все пространство между устьем реки Анюя и высотами, на которых расположено село Троицкое, и все острова, прилегающие к этому берегу, в основании своем слагаются из скатанной речной гайки, тогда как все берега Амура состоят из ила и песка. Это свидетельствует о том, что весь правый берег Амура, о котором здесь идет речь, намыт рекой Анюем. В недавнем прошлом она имела устья значительно ближе к селу Троицкому. Можно проследить, как Анюй постепенно перемещал русло к юго-западу, пока не дошел до возвышенного берега около Гольцкого селения Найхин. Ныне он стал заносить Галькой и Амурскую протоку Дырен. В недалеком будущем она тоже обречена на исчезновение. Тогда Анюй проложит себе новое русло где-нибудь около селения Таргон и, может быть, смоет самый Таргонский остров. Речка Гяу протекает по одной из таких старых проток Анюя. Она имеет длину около 10 километров и берет начало с горного хребта Мэнэму, который хорошо видно с Амура. Увалы между многими селениями и старицами Анюя покрыты редколесьем, состоящим из липы, ильма и дуба. Хребет Мэнэму расположен в направлении от юго-запада к северо-востоку. Одним концом он подходит к Анюю. Отсюда к северу отделяется от него длинный отрог, соединяющийся с высотами селения Троицкого. Река Гяу привела нас сначала к этому отрогу. Перейдя его, мы попали в марь. Судя по растительности, она должна быть заболоченной. Далейший путь пролегал к югу через невысокую седловину между хребтом Мэнэму и упомянутым отрогом. Тут за сопками поблизости протекала и сама река Мэнэму. Истоки ее находятся в горах, служащих водоразделом между ней и бассейном Габели. Она течет с северо-востока по сравнительно узкой горно-лесистой долине. Один из притоков ее близко подходит к конюю. Их разделяет только невысокая сопка Амбанку Хайбекчи. Здесь и есть тот переволок, о котором не говорил Николай Бильды. В 1909 году старики-туземцы предсказывали раннюю весну. Действительно, в конце февраля началось уже таяние снегов. Горные ручьи как-то сразу наполнились водою, вешние реки, казалось, находились в состоянии покоя, но из-под льда доносился шум, похожий на отдаленный гром. Слышно было, как он дрожит под напором быстро бегущей под ним воды. Местами лед стал подниматься к верху и взламываться у берегов. Всюду появились проталины. Посредине реки лед был прочный, но в тех случаях, когда необходимость заставляла приближаться к берегу, надо было идти с палкой в руках. Вообще, реки Анюй-Мын-Эму плохо замерзают. Во многих местах круглую зиму стоят открытые полыньи. Гольды объясняют это обилием рыбы, которая якобы гуляет, дышит и не дает воде замерзнуть как следует. Но как только подул холодный ветер северо-западный, лед на реке немного окреп. Это в значительной степени облегчило наше путешествие. Перейдя через реку Амбанку Хаян-Бикчи, мы вышли как раз к местности Улима на Анюе, где я решил сделать дневку и астрономически определить точку своего стояния. Место для наблюдений было выбрано на гальке, а шатер был поставлен несколько в стороне в лесу, где не так было ветрено. Я не стал терять времени и, воспользовавшись хорошей погодой, дважды произвел поправки хронометра и взял несколько высот до и после кульминации. Во время наблюдений в трубу инструмента на солнце были видны три пятна, расположенные наискось в одну линию. Самое большое пятно было верхнее, меньшее среднее и самое маленькое нижнее. Большое пятно можно было наблюдать даже просто сквозь дымчатое стекло. На другой день мы на большом дереве вырезали надпись 20 марта 1909 года астрономический пункт Арсеньев. Когда все было закончено, я сделал распоряжение готовиться к походу вверх по Анюю, но в это время случилось происшествие, задержавшее нас в Улеме еще на четверо суток. День выдался на редкость хорошей. Было тихо, светло и в меру холодно. Живительный прохладный воздух подбадривал, но не знобил, дышалось легко и на душе было весело. Пока стрелки готовились к походу, я с Крыловым, захватив с собой собаку Кады, отправился на разведку. В местности Улема весь правый берег Анюя на небольшом протяжении представляет собой низменное пространство, изрезанное бесчисленным множеством мелких проток и старец. Рытвины, ямы и канавы встречались нам чуть ли не на каждом шагу. Они соединялись друг с другом, сходили на нет и пересекались под различными углами. Прибавьте к этому пригнутые к земле и обезображенные наводнениями деревья, кусты, росшие в беспорядке и завалы колодника в перемешку с мусором, нанесенным сюда водою, и вы получите полное представление поемного леса, у которого мы стали биваком. Удыхейцы сказали правду. Здесь оказалось так много тигровых следов, что можно было подумать, будто все тигры, сколько их есть в уссурийском крае, собрались на Анюй для зимовья. Однако скоро я заметил, что всего было только два следа. Один большой, старый, другой поменьше, свежий. Следы шли вдоль по рытвенным и каналам в ту и другую сторону, шли поперек, делали круги и возвращались обратно. В одном месте мы натолкнулись на совершенно свежий след зверя. Крылов спустил собаку с поводка, но она не бросилась вперед, а глубоко уткнувшись носом в снег, принялась обнюхивать каждую травинку, мимо которой мы проходили. Через минуту Кады опять пошла по рытвенам весьма осторожно, затем остановилась и стала прислушиваться. Раза два она ложилась на брюхо, поджав под себя задние ноги и вытянув вперед передние лапы, потому как вела себя собака и по настороженным ушам видно было, что она что-то учуяла. Нервное настроение собаке передалось и нам, и я не был уверен, что если бы в эту минуту выскочил тигр, то стрелял бы в него спокойно. Кады не решалась идти вперед, и мы тоже замерли на месте в томительном ожидании. Наконец, Крылов не выдержал, он подошел к собаке, осмотрелся и погладил ее. Она не шелохнулась. Тогда мы оба перешагнули через нее. Кады тихонько встала и поплелась сзади. Пройдя шагов с десяток, Крылов пропустил собаку вперед, но через несколько сот шагов она опять остановилась. Прижав уши, она стала озираться по сторонам, потом вдруг поднялась и торопливо побежала назад. Обойдя Крылова, Кады плотно прижалась к моим ногам. Я стал гладить ее и почувствовал, что она дрожит. Значит, тигр где-то поблизости. Любопытство и страх наполнили мое сердце. Оно усиленно билось, и мне казалось, что я слышу каждый его удар. Волнение сказалось и на дыхании. Мы оба замерли на своих местах, напрягая слух и зрение, но ни малейший шорох не нарушал глубокой тишины леса. Вдруг в тайге гулка щелкнула мерзлое дерево, словно электрический ток пронизал меня от головы до ног. Крылов круто повернулся в сторону шума. Собака вздрогнула и еще больше стала жаться к людям. Прошло некоторое время, прежде чем мы поняли, что это была шутка мороза. В это время Кады снова пошла вперед. Мы последовали за ней. Она вела себя очень странно, шла по кривой и заглядывала в середину пространства, которое обходило по спирали. Это обстоятельство заставило нас удвоить внимание. В центре круга, который мы описывали, находился огромный тополь, росший в сильно наклонном положении. Можно было подумать, что он лежит на земле. Около тополя снег был примят, местами изрыт, и в пространстве между деревом и землей что-то виднелось. Некоторое время мы стояли в нерешительности. Под ногу мне что-то попало. Я нагнулся и поднял замерзший клубень корневища папоротника. Крылов взял его и бросил по направлению к тополю, но там было по-прежнему тихо. Тогда мы направились к дереву смелее. Это было логовище тигра. Тополь оказался дуплистым по всей длине, причем открытая часть дупла была обращена к земле. Снегу под ним не было вовсе, а сухая трава сильно примята. Кругом и в особенности в самом логовище валялось много перегрызенных костей. Видно было, что полосатый хищник долго пользовался этим логовом. На соседнем дереве, на высоте, которую я едва достал концом ружья, виднелся ряд продольных царапин. Я обратил внимание Крылова на ободранную кору. Я живо представил себе картину, как тигр вышел из логовища, зевнул, посмотрел вправо и влево, потом поднялся на задние лапы, оперся передними в дерево и, выгнув спину, стал расправлять свои когти. На снегу около тополя было много старых следов, больших и малых, значит, в логовище ютился сперва один тигр, потом он ушел, а его место занял другой зверь, помоложе. Было неизвестно только, ушел ли тигр сам на охоту или мы спугнули его. Вероятно, он ушел сам, иначе он не упустил бы случая поживиться собакой, которая сама пришла к его жилищу. Осматривая следы, крылов удалился немного, а я остался на месте, и чем дольше я оставался один, тем страшнее казалась мне вся обстановка. Мне казалось, что страшный зверь возвращается к своему логовищу, и, увидев около себя человека, сначала останавливается и смотрит в недоумении, потом ползет на брюхи вот именно по этой самой рытвине, что находится сзади. Вдруг какой-то шум заставил меня вздрогнуть и повернуться назад. На соседнее дерево села ворона. Через минуту возвратился Крылов, и мы пошли обратно по своим следам. Над сумрачным лесом раскинулось бледное, зелено-голубое небо, окрашенное на западе в желтые и оранжевые цвета. Кругом стало как будто еще тише. Белый снег немного порозовел, стал заметно холоднее. Скоро мы выбрались на протоку, но по ошибке пошли не в ту сторону и вышли на Анюй на полкилометра выше того места, где мы расположились биваком. На душе сразу стало легче. Лес, предательский, полный опасностей, остался позади, а впереди растилалась широкая полоса реки, покрытая снегом. Закат уже начал темнеть, кое-где на небе замигали первые звезды, на смену усталому дню, на землю торжественно спускалась ночь. Через полчаса мы подходили к биваку. Там все было в порядке. Палатка поставлена, из трубы ее вместе с дымом влетали искры, а рядом с нею на подстилках из хвои и сухой травы отдыхали ездовые собаки. Очередной артельщик готовил ужин. Вечером я занялся дневниками, потом сделал необходимое распоряжение и рано лег спать. Ночью я проснулся и, открыв глаза, увидел сияние звезд через окна палатки. Царившая кругом тишина нарушалась чьим-то легким храпом, да слышно было, как ворчали две неполадившие между собой собаки. Потом они, видимо, разошлись, и тогда вновь воцарилось спокойствие. Минут через пять я уснул вторично. Вдруг меня разбудил сильный шум. Я вскочил на ноги. Мои спутники тоже проснулись и недоумевающе смотрели по сторонам. Снаружи были слышны визг, лай и вой. Собаки, как сумасшедшие, рвались на своих поводках. Марунич, Глегола и Вихров наскоро надели сапоги и выбежали из палатки. Я тоже начал спешно одеваться. Темнота на горизонте сквозила, день начал брежеть. По небу двигались большие облака, а за ними блестели редкие побледневшие звезды. Земля была окутана еще мраком, но уже можно было рассмотреть все предметы. Белоснежная гладь реки, пар над полыньей и деревья, одетые в зимний наряд, казалось, грезили и не могли очнуться от охватившего их оцепенения. Первое, что мне бросилось в глаза, это собаки. Они перепутались ремнями, сбились в кучу и боязливо озирались по сторонам. Некоторые из них сорвались с привязи и, поджав хвосты, бегали около бивака. Что случилось? Почему такой переполох? Должно быть, приходил тигр, сказал Крылов, вышедший в это время из палатки. Я велел посадить собак на место, развести огонь и согреть чай. Моей собаки нет, вдруг крикнул Марунич не своим голосом. Мы с Крыловым подошли к нему, и тут на снегу увидели капли крови и свежие следы тигра. Теперь все стало ясно. Полосатый хищник задавил и унес собаку. Все стрелки сбежались к Маруничу, а я взял ружье и пошел на ближайшую разведку. Помня уроки Дерсу, я принялся внимательно изучать следы и по ним без труда восстанавливал картину происшествия. Тигр шел по реке вдоль нашего берега. Увидев бивак, он встал за бурелом, застрявший на галичниковой отмеле у поворота реки. Здесь он долго стоял, потом лег на брюхо, вытянув вперед свои лапы. Затем он перебрался через бурелом и по рытвине, идущей параллельно берегу, подкрался к биваку. Эта рытвина своим обрывистым краем всего ближе подходила к месту, где были привязаны собаки. Выскочить из засады, схватить одну из собак и опять скрыться в зарослях было для него делом одной минуты. Наконец собаки успокоились. Тогда на смену им выступили стрелки. Неописуемое возбуждение воцарилось среди них. Все говорили, рассказывали друг другу, как произошло нападение тигра, как кто спал и что слышал и что видел во сне. У каждого был свой план, где искать зверя и как отбить у него собаку. За чаем обсудив все спокойно, мы решили взять с собой четыре ружья и идти по следу тигра. Если он понес собаку к логовищу, то мы застанем его там, а если он бросит свою добычу и убежит, то мы насторожим ружья около тополя, затем возвратимся и будем ждать результатов. Так мы и сделали. В шесть часов утра я, Крылов, Рожков и Глегала отправились в путь, захватив с собой все необходимое для настораживания винтовок. Утро было тихое, туман над полыньей сгустился еще больше. Золотисто-розовые лучи восходящего солнца олели на высоких облаках в небе и на восточных склонах гор, покрытых заиндивелыми кедровниками. День обещал хорошую погоду. Следы тигра шли прямо в лес. По ним видно было, что зверь, схватив собаку, уходил сначала прыжками, потом бежал рысью и последние пятьсот метров шел шагом. Оборванный собачий поводок волочился по снегу. Отойдя с километр, он остановился на небольшой полянке и стал есть собаку. Заслышав наше приближение, тигр бросил свою добычу и убежал. Когда мы подошли к собаке, она оказалась наполовину съеденной. Мы стали настораживать здесь ружья. Кстати, вот как это делается. Для этого в землю вбивается два кола на небольшом расстоянии один от другого. Вместо вбивания кольев, если позволяет обстановка, можно воспользоваться стволами растущих вблизи деревьев, что еще лучше, так как щепа и свежевзбитые в землю колья могут вызвать у зверя подозрения и излишнюю осторожность. К кольям привязывается ружье перпендикулярно к тому направлению, по которому предполагается ход зверя. На тигра винтовка настораживается. Судя по величине его, на высоте от 17 до 35 сантиметров от колена человека. Когда ружье укреплено, оно заряжается, взводится курок, а в промежуток между скобой и спуском вкладывается деревянный рычажок, за длинный конец которого прикрепляется прочная волосяная нить или вычерченный тонкий шпагат, который протягивается через след зверя и привязывается к какому-нибудь предмету, к ветке куста, дереву, камню и прочее. Не следует сильно натягивать шнур из-за ворон, которые всегда в большом количестве слетаются нападаль. Если они сядут на бечевку, то своей тяжестью могут произвести выстрел. Тигр, привыкший к чаще грудью рвать заросли, мало обращает внимания на шнурок, который коснется его тела. Он продолжает лезть вперед, натягивает шнур и ранит себя в убойное место. Таким именно способом мы поставили четыре винтовки в расчете, что с какой бы стороны тигр не пришел, он непременно должен попасть в настороженное ружье. Покончив с этой операцией, мы замели свои следы еловыми ветвями и возвратились на бивак. Когда стало смеркаться, я велел Вихрову разложить около собак костер и выставить вооруженного часового. Ночь прошла спокойно, выстрелов не было слышно. Раненько утром Рожков и Крылов сбегали на лыжах к настороженным винтовкам и сообщили, что ночью тигр приходил к своей добыче. Обойдя собаку по большому кругу, он подошел к ней с противоположной стороны, но, предчувствуя что-то неладное, не решился тронуть ее. Не доходя шагов двух до бичевы, тигр прилег на брюхо. Судя по тому, что снег под ним подтаял, он лежал в этой позе довольно долго. Перед рассветом зверь снялся и пошел назад. Рожков и Крылов следили его некоторое время и дошли до логовища, откуда он убежал, заслышав приближение людей. Надо было окружить настороженными ружьями и самое логовище. Эту работу взялся выполнить Крылов с двумя стрелками, а я остался на биваке. Совсем в сумерки они возвратились и сообщили, что на обратном пути на берегу одной из проток они нашли штабель мороженой рыбы. Вот со всех четырех сторон оплетенный ивовыми прутьями. Рыба принадлежала должно быть удыхейцу маха келандига. Тигр разломал плетенку и лакомился рыбой. Судя по следам, это было сделано вчера ночью. Когда стало смеркаться, мы забрали всех собак к себе в палатку. Правда, это доставляло нам множество неудобств, но мы решили запастись терпением. Вторая ночь тоже прошла спокойно. Тигр ходил вокруг логовища и около мертвой собаки. Он чуял опасность и не хотел рисковать своей жизнью. Но я решил стоять здесь хоть неделю и ждать, когда голод сделает его менее терпеливым и менее осторожным. однако тигр оказался умнее, чем я думал. Весь день мы просидели в палатке. Каждый использовал случайную дневку по-своему. Стрелки починяли одежду, налаживали собачью упряжь, исправляли нарты. К вечеру я оделся и вышел из палатки. День только что кончился. Уже на западе порозовело небо и посинели снега. Горные ущелья тоже окрасились в мягкие лиловые тона и мелкие облачка на горизонте зарделись так, как будто они были из расплавленного металла, более драгоценного, чем золото и серебро. Кругом было тихо. Над полыньей опять появился туман. Скоро, очень скоро зажгутся на небе крупные звезды и тогда ночь вступит в свои права. В это время я увидел удыхейца маха, бегущего к нам по льду реки. Он был чем-то напуган. Что случилось, спросил его Косяков. ГП, отвечал он, куты мафа, оно инаки, дзя бензгиги, то есть худо, тигр унес одну собаку. При этом он добавил, что зверь далеко не ушел и ест собаку поблизости от его жилища. До наступления полной темноты оставалось не больше полутора часов. Я рассчитал, что если я побегу за ружьями, туда и обратно два километра, а затем полтора километра до юрта Удыхейца и еще до тигра, вероятно, с полкилометра, на что потребуется не менее часа, то тигр за это время успеет съесть всю собаку и спокойно удалиться. Подумав немного, я спросил Удыхейца, есть ли у него ружье. Он ответил, что имеет берданку, но стрелять священного зверя не будет, но так как Катыму Мафа сам напал на его дом, то он обещал проводить меня и указать место, где сейчас тигр находится. Тогда я решил идти с Удыхейцем, а Крылов и Рожков побежали в лес за ружьями. Через 20 минут я был уже в юрте Маха. Жена его с двумя детьми сидела испуганная, забившись в угол и разложив у входа в жилище большой огонь. Собаки тоже были собраны в юрту и привязаны к жердям, поддерживающим корье крыши. Удыхеец достал из-под изголовья свое ружье и подал его мне. Это была старенькая берданка кавалерийского образца. Я осмотрел ее, все было как будто в порядке. Я оттянул замочную трубку и нажал на гашетку. Мне показалось, что пружина действовала слабо, потому что не было той резкости, которая требуется при спуске ударника. Я спросил его, не делает ли ружье осечек и как оно бьет. Он ответил, что винтовка исправна и бьет хорошо. В это время я услышал позади себя шепот и почувствовал запах багульника. Обернувшись, я увидел, что жена маха откуда-то достала деревянное изображение человека величиной в 20 сантиметров без рук, согнутыми ногами, вытянутой физиономией и синими бусинами вместо глаз. Она повесила закоптелого идола на веревочку к одной из стоек очага, называла его именем Косолянку, что-то шептала и жгла перед ним листья багульника. Мне теперь некогда было ее расспрашивать о бурхане, которому она вверяла охрану своего дома или просила оградить мужа от страшного зверя. Я стал торопить удыхейца. Он переобулся, взял копье в руки. Перед тем, как идти, маха заявил мне, что это не он идет бить тигра, а я, и что копье он берет с собой только так на всякий случай. Я понял его и подтвердил, что вся ответственность за убийство грозного зверя ляжет исключительно на меня одного и что его семья тут ни при чем. После этого мы надели лыжи и пошли. Он впереди, а я следом сзади. Пройдя шагов двести по реке, мы свернули в небольшую проточку. Пока удыхеец бегал к нам на бивак и пока я осматривал его ружье и патроны, произошло событие, которое мы никак не могли предусмотреть. Тигр перешел ближе к юрте и, расположившись под яром на льду протоки, принялся за собаку. Не подозревая, что зверь так близко, мы шли по протоке, удыхеец впереди, а я сзади по его следу и довольно громко говорили между собой. Вдруг маха сразу остановился, а так как я не ожидал этого, то наткнулся на него и чуть было не упал. Я посмотрел на своего спутника. Лицо его выражало крайний испуг. Тогда я быстро взглянул в том направлении, куда смотрел туземец и шагах в тридцати от себя увидел тигра. Словно каменное извояние он стоял неподвижно, опершись передними ногами овмерзшую в лед колодину и глядел на нас в упор. Мне показалось, что зверь сделал коротенькую гримасу и на мгновение оскалил зубы. Шерсть на спине его поднялась дыбом и тотчас опустилась. Мне показалось, что у него дрогнули усы и он дважды медленно повел кончиком хвоста налево и направо. В таких случаях в мозгу на всю жизнь особенно ярко запечатляются какие-нибудь две-три несущественные детали. Я не могу сказать, чтобы в этот момент я особенно испугался. Вернее, я просто растерялся и оцепенел, как и мой спутник Маха Келандига. Вдруг я вспомнил про ружье. Надо стрелять, мелькнула мысль в голове. Обязательно надо стрелять, а то будет поздно. Я приложил приклад к плечу и нажал спуск. Курок щелкнул, но выстрела не последовало. Быстро я снова взвел курок и опять не произошло выстрела. В это время шага к 25 сзади меня показались рожков и крылов. Видя, что я целюсь в тигра и не стреляю, они решили открыть огонь по зверю с дальнего расстояния. Но тут случилось то, чего опять-таки никто не ожидал. Их ружья, пробывшие двое суток на морозе и, вероятно, густо смазанной маслом, тоже дали осечки. Тигр простоял на месте еще минуты две, затем повернулся и, по временам оглядываясь назад, медленно пошел к лесу. В это мгновение мимо нас свистнули две пули, но ни одна из них не попала в зверя. Тигр сделал большой прыжок и в один миг очутился на высоком яру. Здесь он остановился, еще раз взглянул на своих врагов и скрылся в кустарниках. Тогда мы вчетвером отправились на то место, где только что стоял тигр, и там на льду за колодником увидели наполовину съеденную собаку. Взволнованный я сел на бурелом и не знал, что делать. Винтовка удыхейца была у меня еще в руках. В сердцах я швырнул ее как палку в кусты. Когда удыхейц узнал, что все три ружья дали осечки, он пришел в неописуемое волнение. Я стал ругать его берданку, но у него на этот счет были свои соображения. Тигр в его глазах стал еще более священным животным. Он все может, под его взглядом и ружья перестают стрелять. Он знает это, и потому спокойно смотрит на приближающихся двуногих врагов. Разве можно на такого зверя охотиться? Эти рассуждения казались удыхейцу столь резонными, что, не говоря больше ни слова, он поднял свою винтовку, сдунул затвора снег и молча отправился по лыжнице назад в свою юрту, а мы сели на колодину и стали обсуждать, что делать дальше. Обменявшись мнениями, мы решили насторожить два ружья по сторонам мертвой собаки. Третья сторона была защищена высоким яром, но четвертая оставалась открытой. Как быть? Вдруг мне пришла в голову счастливая мысль насторожить в этом месте самострел. Поставив ружья, мы замели следы и по льду протоки направились обратно к юрте. Удыхеец дал свой самострел, показал, как надо его ставить, но опять упомянул, что в покушении на жизнь тигра он участия не принимает. Я опять должен был успокоить его и сказать, что это наше дело и за него он не будет отвечать. Тотчас же мы с Крыловым вернулись к мертвой собаке. Закрыв самострелами доступ к ней со стороны протоки, мы забрались на противоположный крутой берег и стали караулить тигра. Было поздно. На западе уже поблекла последняя полоска вечерней зари. На небе одна за другой зажглись яркие звезды. Казалось, будто вместе с холодным и чистым сиянием их спускалась на землю какая-то непонятная грусть, которую нельзя выразить человеческими словами. Мрак и тишина сливались с ней и неслышными волнами заполняли распадки в горах, молчаливый лес и потемневший воздух. Я сидел за кустом и не смел шевельнуться. Иногда мне казалось, что я вижу какую-то тень на реке. Мне становилось страшно, я терял самообладание, но не от страха и не от холода, а от нервного напряжения. Наконец, стало совсем темно и нельзя уже было видеть того места, где лежала мертвая собака. Я поднял ружье и попробовал прицелиться, но мушки не было видно. Надо идти, сказал я тихонько Крылову. Начинает сильно морозить, я чувствую озноб. У меня ноги тоже озябли, ответил казак и поднялся с места. Через полчаса мы были в юрте, там все уже спали, только у дыхеет сидел у огня и ожидал нас. Мы с Крыловым согрели воду, поели мороженые рыбы, напились чаю, затем легли на медвежью шкуру и тотчас заснули, как убитые. Утром часов шесть меня разбудила жена у дыхеетца. Она сварила нам две рыбины с икрой и чумизой. Все уже бодрствовали, только я один заспался. Первое, что я спросил, не было ли ночью слышно выстрела. У дыхеетца ответил, что он всю ночь не спал, но ничего не слышал. Я попросил его сходить к настороженным ружьям. Он тотчас начал одеваться, а мы стали завтракать. Минут через двадцать Маха вернулся взволнованный и сообщил, что тигр попал на стрелу. У дыхеетц не задерживался около мертвой собаки, не рассматривал, как следует, следов. Он видел только спущенную тетиву самострела и кровь на снегу. Сообщение это сразу подняло наше настроение. Если тигр ранен серьезно, то он далеко не уйдет и заляжет где-нибудь поблизости. Наскоро закусив, я, Крылов и Маха, Каландига побежали к месту происшествия. Было тихое морозное утро. Солнце только что начинало всходить. Уже разовели восточные склоны гор, обращенные к солнцу, в то время как в распадках между ними снег еще сохранял сумеречные лиловые оттенки. У противоположного берега в застывшем холодном воздухе над полыньей клубился туман и в виде мелкой радужной пыли садился на лед, кусты и прибрежные камни. Когда мы прибыли на место, то в глаза нам прежде всего бросился взрыхленный снег и на нем многочисленные ярко-красные пятна крови. Из осмотра следов выяснилось, что тигр пришел к мертвой собаке незадолго перед рассветом. Обойдя ружья, он остановился с лицевой стороны и, не видя преграды, потянулся к своей добыче, задел волосяную нить и спустил курок лучка. Стрела попала ему в лапу. Тигр сделал громадный прыжок и, изогнувшись в левую сторону, старался зубами вытащить стрелу, но лапы его все время скользили по льду за порушенному снегом. Извиваясь, он свалился в полынью, но тотчас выбрался из нее. Тут же валялась помятая зубами и успокоил зверя. По следам видно было так же, что тигр долго бился, чтобы достать наконечник. Он ложился то на бок, круто сгибал свое тело, упираясь лапами во всякую неровность льда. Наконец он забился под яр. Здесь, упершись спиной в скалу, передними лапами в бурелом, а задними в смершуюся гальку, ему удалось зубами захватить наконечник стрелы и вырвать из своей лапы. Здесь на снегу было больше всего крови. Освободившись от стрелы, тигр тотчас направился в лес. Сначала он волочил лапу, но затем стал на нее легонько наступать. Солнце взошло, и хотя на небе не было ни единого облачка, но цвет его был странный, белесоватый в зените и серый ближе к горизонту. Все наше внимание было сосредоточено на следах тигра. Он шел и выбирал места, где были гуще заросли и меньше снега. След, оставленный правой лапой, был глубокий, а левый только слегка отпечатывался на снегу. Видно было, что зверь берег больную ногу и старался не утруждать ее. Крови становилось все меньше и меньше, и, наконец, она исчезла совсем. Значит, зверь был ранен не тяжело, и потому вряд ли нам удастся его догнать скоро, тем более, что и снег в лесу был недостаточно глубок и позволял животному двигаться без особых затруднений. Чем дальше, тем лес был гуще и больше завален буреломом. Громадные старые деревья, неподвижные, словно окаменевшие, то в одиночку, то целыми колоннадами выплывали из чащи. Казалось, будто нарочно они сближались между собой, чтобы оградить царственного зверя от преследования дерзких людей. Здесь царил сумрак, перед которым даже дневной свет был бессилен, и вечная тишина могилы изредка нарушалась воздушной стихией, и то только где-то вверху над колоннадой. Эти шорохи казались предостерегающей грозными. Один раз мы подошли было близко к тигру. Он забрался под бурелом и лежал на боку, видимо, зализывая рану. Он так был занят этим делом, что не заметил, как мы подошли к нему почти вплотную. В таких случаях надо быть очень осторожным. Капитан, шепнул мне удыхеец, не надо торопиться. И в этот миг я услышал сильный шум и увидел большое пестрое тело, мелькнувшее по другую сторону лесного завала. Зверя заметил и рожков, но не успел выстрелить, как и я. Было около полудня. Здесь у бурелома мы отдохнули и закусили сухой юколой, которую предусмотрительно захватил с собой удыхеец. На общем совещании решено было продолжать преследование зверя, но туземец остался при особом мнении. Он говорил, что дальше гнать зверя бесполезно, потому что он ранен слабо, успел оправиться и не только не избегает бурелома, а наоборот всячески старается идти там, где гуще заросли и больше валежника. Доводы у дыхееца были убедительны, но мы все же решили еще раз испробовать счастье. После скудного завтрака глотав немного снега, чтобы утолить жажду, мы пошли снова за тигром. По следам было видно, что он сначала пошел прыжками, потом рысью, а затем опять перешел на шаг. Но вот поимный лес остался позади, и теперь мы вступили в старый кедровник. Громадные стволы хвойных деревьев выселись кверху и словно пилястры старого заброшенного храма поддерживали тяжелый всвод. Внизу рядом с ними разросся молодняк, и старые и молодые деревья переплелись между собой ветвями и были густо опутаны ползучими растениями, которые образовали как бы сплошную стену из зарослей. Девственный лес стоял плотной стеной. Сосредоточенное молчание наполняло весь лес. Зеленая полутьма, словно какая-то невыносимая тайна, тяготела вокруг, и невольно зарождалась мысль, не лучше ли вернуться, пока не поздно. Вдруг шедший впереди крылов остановился и, указывая на землю, сказал тихонько, тигр нас обходит. Действительно, наискость и поперек следа преследуемого нами тигра шел еще другой такой же след. Предательская хромота на левую лапу выдала тигра с головою. Стало ясно, что выведенный из терпения настойчивыми преследователями, он решил сам перейти в наступление. Для этого он сделал большую петлю и, перейдя свой след дважды, решил где-нибудь устроить засаду. Дело становилось серьезным. Мы удвоили внимание и пошли еще медленнее. Метров через пятьсот тигр пересек свой след в третий раз. Мы так увлеклись охотой, что не заметили, как исчезло солнце и серый холодный сумрак спустился на землю. Вверху, сквозь просветы между ветвями деревьев, виднелось небо в тучах. «Манга», говорил дыхеец, поглядывая наверх, «тамна и масса сагдыби, то есть плохо, тучи, снег большой будет». В лесу стало совсем сумрачно. Казалось, будто стволы деревьев вплотнее сдвинулись между собою, чтобы преградить нам дорогу. Казалось, что лес, видя, что не в силах остановить людей, преследовавших его зверя, позвал на помощь небесные стихии. Я взглянул на часы. Было около пяти часов пополудни. Скоро солнце должно было скрыться за горизонтом и наступят сумерки. Взвесив все шансы «за и против», мы пришли к заключению о необходимости возвратиться хотя бы для того, чтобы утолить голод, который все настойчивее давал себя чувствовать. Вместе с тем появилось и другое чувство, чувство горечи и досады на неудачу. Крылов и Рожков ругались, поглядывая в стороны тигровых следов. И в самом деле обстоятельства принуждали оставить поле за зверем, в то время, когда он уже начал было сдаваться. Но голос благоразумия подсказывал, как бы тигровая шкура не была дорога, своя все же дороже. «Имасаби», сказал Удыхеец, то есть снег будет. Я взглянул на небо. Оно быстро темнело и как будто спустилось к земле, и от этого становилось неприятно и жутко. На лице своем я почувствовал прикосновения падающих сверху снежинок. В это время опять над тайгой пронесся порыв ветра. Лес зароптал, зашумел, когда ветер ударил с другой стороны, потом налетел сзади и оборвался. И тотчас весь воздух наполнился белесоватой мутью, в которой потонули соседние сопки, земля и все, что было видно до сих пор. Ветер налетал порывами, и в промежутках между ними слышно было шуршание снега большими хлопьями, падающего на землю. «Надо торопиться», сказал Крылов, «а то как бы нам не пришлось ночевать в лесу». Мы прибавили шагу, но от этого не пошли скорее. Лыжню быстро заносило снегом, она чуть только была заметна, скоро следы пропали совсем. Крылов остановился, тогда отдыхеец пошел вперед, он хорошо знал эти места и прокладывал новую дорогу через снежные сугробы напрямик к своей юрте. Стало совсем темно, так темно, что трудно было рассмотреть, что делается о шагах десяти. Ветер и снег, словно сговорившись, с ожесточением набрасывались на все, что попадалось им на пути. Изредка сквозь мглу виднелась какая-нибудь ель, ветви, которые неистово качались из стороны в сторону. Иногда из темноты неожиданно выплывали то большой пень, запорошенный снегом, то валежина на земле или сухостой, лишенный сучьев. Мы шли дальше, а они, как привидения, проносились мимо и исчезали бесследно в ночной мгле. Удыхеет скоро вывел нас на какую-то старицу, которая шла, как мне показалось, вовсе не туда, куда надо. Точно понимая мои мысли, он повернулся ко мне и лаконически сказал, «Далеко нету». Минут через пятнадцать старица вывела нас на тропу. Последняя круто повернула влево. Здесь порывы ветра сделались сильнее. Я начал зябнуть и стал опасаться за своих стрелков, которые легкомысленно оделись легко, чтобы на лыжах было удобнее преследовать зверя. Идти становилось все труднее и труднее. Мешали встречный ветер и рыхлый снег, в котором глубоко тонули лыжи. Я совершенно забыл про тигра и думал только о том, как бы поскорее добраться до юрты. Напрягая остаток сил, я еле волочил ноги. У меня сильно озябли руки и ознобилось лицо. Как раз в эту трудную минуту мы подошли к месту, где были насторожены наши ружья около мертвой собаки. Это всех нас подбодрило. Еще минут десять хода, и я увидел между деревьями красноватые клубы дыма, которые вместе с искрами вырывались из отверстия в крыше юрты. Слава Богу! Опасность миновала. Наученный горьким опытом, я схватил горь снега и, повернувшись спиной к ветру, стал натирать им лицо. Это было нестерпимо больно, но я тер долго и крепко с сознанием, что это нужно и даже очень нужно. А немевшая на щеках кожа стала понемногу отходить, пальцы на руках тоже сделались подвижными и чувствительными. Теперь можно было войти в теплое помещение. В юрте ярко горел огонь, распространяя свет и тепло. Жена Маха тотчас принялась варить ужин, а мы согрели чай и с аппетитом взялись за сухари. После ужина удыхиец расстелил нам медвежьи шкуры. Мы разулись и легли на них с величайшим удовольствием. Я пил чай и слушал, как пурга бушует снаружи. «Хорошо, что мы вовремя повернули обратно», высказал я вслух свои мысли. «Дальнейшее преследование тигра было бы совершенно невозможно. Вьюга замела бы его следы, и мы напрасно только измучились и потеряли бы время». У удыхийца на этот счет были свои соображения. Тигр священное животное, его охраняют леса и горы. Бороться с ним с помощью оружия никогда не следует, можно только шаманить и просить его удалиться в другое место. Крылов пробовал было ему возражать, но он не соглашался с ним и в подтверждение своих слов приводил целый ряд доказательств. Три ружья дали осечки, раненый стрелой зверь скоро оправился, лесная чаща старалась скрыть его, создавая нам всяческие препятствия, а когда мы почти совсем уже догнали его, вдруг неожиданно разразилась буря, ветер замел его следы и принудил нас вернуться. Удыхийц был глубоко убежден, что если бы мы продолжали преследование запретного зверя, несомненно, случилось бы несчастье, мы заблудились бы в тайге и погибли бы от голода и вьюги. Слушая его слова, я стал дремать. Сильные порывы ветра потрясали юрту до основания. Вьюга злобно завывала в лесу точно стая бешеных животных, которые с ревом неслись куда-то в пространство. По соседству с юртой качалось и скрипело какое-то дерево. На крышу кусок коры дребезжал разными тонами, в зависимости от того, усиливался или ослабевал ветер. Убаюкиваемый этими звуками, изябший и утомленный долгой ходьбой на лыжах, я крепко уснул. Ночью меня разбудили какие-то звуки. Открыв глаза, я увидел, что огонь в юрте был притушен, в очаге только тлели уголья. Прямо против меня на берестяном коврике сидел Маха. В руках у него были шаманский бубен и колотушка. Он пел что-то заунывное и прижимал лицо свое к бубну, отчего звук его голоса, отражаясь от туго натянутой кожи, то усиливался, то ослабевал до шепота. Маха пел и в то же время бил тихонько колотушкой в свой бубен. Перед удыхельцем на веревочке висел тот самый деревянный идол с глазами и синих бус, перед которым вчера женщина жгла листья богульника. Постепенно пение Маха перешло в речитатив. Он поднялся со своего места, взял топор, два маленьких деревянных колышка и железный котел, в который положил четыре уголька и вышел из юрты. Я поднялся и пошел за ним следом. Снаружи Бог знает, что творилось. Была абсолютная тьма. Ветер чуть было не опрокинул меня с ног, словно кто сгудел и в ропоте его слышались недовольства, жалобы и угроза. Через минуту я освоился с мраком и кое-как огляделся. Удыхиец вбил два колышка в снег перед входом в свое жилище. Затем обошел юрту и у каждого угла, повертываясь лицом к лесу, кричал и бросал один уголек. Потом он возвратился в жилище, убрал идола с синими глазами, заткнул за коре свой бубен и подбросил дров в огонь. Затем маха сел на прежнее место, руками обтер свое лицо и стал закуривать трубку. Я понял, что камланье кончено и начал греть чай. Минут пять мы просидели молча. Потом я начал говорить о пурге, перешел к тигру и осторожно коснулся деревянного идола, повешенного на веревочке. Я спросил его, что означает камланье колышками и угольками. О, это изображение духов, сказал удыхеец. Затем он сказал мне, что трижды чувствует себя виноватым перед тигром. Во-первых, потому что он сообщил мне о похищенной у него собаке. Во-вторых, потому что дал мне свое ружье и лучок. И в-третьих, потому что вместе со мной ходил преследовать раненого зверя. Он просил косоленку оградить его дом от тигра, для чего наговоренными колышками закрыл доступ к юрте и окружил жилище священным огнем со всех четырех сторон. Теперь он может по-прежнему ходить без опасения на охоту. Выкурив трубку, маха стал укладываться. Я тоже последовал его примеру, но долго не мог уснуть. Часа через два буря стала понемногу стихать. Ветер сделался слабее, и промежутки затишья между порывами стали более удлиненными. Сквозь дымовое отверстие в крыше виднелось темное небо, покрытое тучами. Снег еще падал, но уже чувствовалось влияние другой силы, которая должна была взять верх и успокоить разбушевавшуюся стихию, чтобы восстановить должный порядок на земле. На другой день мы все встали довольно поздно, немного закусили печеной рыбой и отправились на свой бивак. С юго-запада тянулись хмурые тучи, но уже кое-где между ними были просветы, и сквозь них проглядывало голубое небо. Оно казалось таким ясным и синим, словно его вымыли к празднику. Запорошенные снегом деревья, камни, пни, бурелом и молодые елочки покрылись белыми пушистыми капюшонами. На сухостойной лиственнице сидела ворона, она каркала, кивая в такт головою, и неизвестно, приветствовала ли она восходящее солнце или смеялась над нашей неудачей. Невдалеке виднелась наша палатка, и около нее струйка беловатого дыма поднималась кверху. Это Марунич готовил себе утренний завтрак. Через три дня мы были около устья реки Гобели, памятной нам по маршруту на реке Хуту в прошлом году, где мы едва не погибли с голоду. Все большие притоки Анюя находятся в верхнем его течении. Если идти вверх по течению, то первой рекой, впадающей в него с левой стороны, как мы уже знаем, будет река Тормосунь. Потом в двух днях пути от нее река Гобели. Затем в половине дня расстояние с левой же стороны две реки, малая и большая Пади, а за ними с четырех километров река Дымни. По ней я и наметил путь на реку Копи, впадающую в бухту Андреева. На этом участке между Гобели и Денми Анюй протекает в меридиональном направлении по чрезвычайно узкой и изломанной долине, обставленной высокими горами с остроконечными вершинами. Места эти можно было бы сравнить со Швейцарией, если бы эта красота не была такой дикой и суровой. Петрографические образцы, взятые мною из обнажений с обеих сторон реки, идут в следующем порядке. Гнейс, слюдяной сланец и кремнистый песчаник, по-видимому, относящиеся к азоическим метаморфизированным. Оставив свой отряд около устья реки Денми, я с двумя аудыхейцами и Джанбао поднялся еще по Анюю километров на тридцать и стал биваком на правом нагорном берегу. Вечером у огня мои провожатые на бересте начертили мне план верхнего Анюя со всеми притоками. Их география все время переплеталась с рассказами о разных приключениях то со зверями, то со злыми духами. Джанбао вставлял свои критические замечания, которые поражали меня то верностью, то своеобразной китайской фантазией. Например, он был убежден, что тигр в каждом человеке видит чушку и потому хочет его съесть. На всякий случай у него были готовые примеры, взятые из жизни предков Китая, а все, что исходит из великого срединного царства, достоверно и не подлежит сомнению. Уверенный тон, которым говорил Джанбао, сильно действовал на удыхейцев, и я видел, что авторитет моего приятеля поднимался все выше и выше. Это нисколько не задевало моего самолюбия, и я со вниманием слушал повествования всех троих. Не помню, как я заснул и не знаю, долго ли сидели у огня мои спутники, рассказывая друг другу, разные были и небылицы. На другой день мы все полезли на сопку к одинокой еле, чтобы последний раз взглянуть на Анюй. Он уходил куда-то далеко на юго-юго-запад. Вдали виднелся хребет Тальдаки-Янгини, закутанный в облака. За ним были истоки хора. Еще ежнее виднелось много гор, расположенных как бы в беспорядке, но имеющих, по-видимому, один общий узел, с которого берут начало четыре главные реки северо-уссурийского края – Хор, Анюй, Копи и Самарга. По словам удыхейцев, истоки Анюя слагаются из трех маленьких горных речек. Место слияния их называется Эладзаво. Там есть солонцы, где всегда держится много сахатых. Ниже есть пещера, откуда выходят горячие пары. Есть и водопад, но места те запретны, так как там хозяйничает буинь Адзани. 25 марта утром я присоединился к своему отряду и в тот же день пошел дальше вверх по реке Дэнми. Если встать лицом против течения, то движение вверх по реке Дэнми проходит в юго-восточном направлении. Река Дэнми небольшая, но она разбивается на много проток, которые летом из-за их засоренности должны очень мешать плаванию на лодках. Но теперь зимой они облегчали наш путь, давая возможность без труда переходить из одной протоки в другую, пересекать петли реки в любом месте. Путеводной нитью нам служила нартовая дорога, проложенная гольдами. Правда, она была занесена снегом и заплыла наледями, но плавник везде был прорублен, разобран, вследствие чего наше продвижение происходило довольно быстро. Чем дальше я уходил от Амура, тем больше отставала весна. Николай Бельды был прав, на Дэнми уже совсем не было проталин, не было талого снега, и воду для питья нам приходилось добывать из проруби. Петрографу стоит посетить Дэнми. Он увидит древнейшие слоистые породы. От устья к сихоте олиню они идут в следующем порядке. Сильно перемятые глинистые и филитовые сланцы, потом амфиболит и эпидеорит. Геолог увидит здесь большие пороги вроде водопадов, гроты, пробитые водою, слоистые породы, поставленные на голову с белыми, желтыми и черными прослойками. Некоторые слои во время повторной дислокации образовали красивую плойчатость. Одни имеют плетниковую отдельность, другие при выветривании рассыпаются на мелкие чешуйки, третьи оказываются очень устойчивыми и, несмотря на все климатические невзгоды, только снаружи покрываются какой-то твердой корой, по внешнему виду, совершенно отличной от основной породы. За день мы прошли далеко и на бивак стали около первой развилки, которую удыхейцы называют Дзаво. Этим же именем они называют и речку, по которой можно выйти в самые истоки реки Наргами, приток Буту. На этом биваке произошел курьезный случай. Вечером после ужина один из удыхейцев стал раздеваться, чтобы посмотреть, почему у него зудит плечо. Когда он снял нижнюю рубашку, я увидел на груди у него медный крест и спросил, что это такое. Удыхейц спокойно ответил, лоца чектами севахини, то есть русский медный севахи. Чтобы читатель понял, в чем дело, надо сделать маленькое разъяснение. Дух, помогающий человеку севон, изображение его называется севахи, причем этот севахи бывает и медный, и железный, и деревянный. Шаманы на основании снов делают севахи в виде человечков, фантастических зверей, рыб, птиц, насекомых, иногда тех и других вместе в разных позах, в разных комбинациях. Причем такая фигурка нашивается под одежду к больному месту, на живот, на грудь, на плечо. Их возят с собой на охоту. Севахи крупных размеров держат в юртах, им мажут губы кровью и салом убитых животных и так далее. «Кто тебе его дал?» спросил я у дыхейца. «Лоца-самани», то есть русский шаман. После этого он сам стал меня расспрашивать о том, почему у них, у дыхейцев, много есть разных севахи, а у нас русских только один, почему всегда он изображает человека с раскрытыми руками, почему его носят на груди. В заключении он выразил свое неудовольствие по адресу какого-то фоки, который привез ему лоца в севахини, но не сказал, зачем его надо носить. Если для удачной охоты, то на какого зверя, а если против болезни, то какой именно? Забавным мне показалось столь естественное недоумение у дыхейца, которого, по-видимому, сначала где-то окрестили, потом с каким-то фокой послали крест с приказанием носить на груди. От места скрещивания двух перекладинок шло сияние, вроде расходящихся во все стороны коротких лучей. Джан Бао сказал, что это его перья. Вот почему у лоца савахини всегда руки раскрыты, и вот почему он улетел на небо. И опять начались разговоры про летающих людей, у которых на спине и руках вырастают крылья, и у китайца, и у дыхейца были свои аргументы. Первый обосновывал свои доказательства на мнениях древних мудрецов, а у дыхейц ссылался на какого-то гольского шамана, сильнее которого не было еще никого на земле. Еще один день пути, и я подошел к подножию сихоты Алиня. Река Дэнми здесь течет вдоль водораздела с некоторым уклоном к северо-западу, обходя, насколько возможно, многочисленные отроги хребта. Местность, где мы остановились, представляла собой как бы большую котловину. Кругом выселись горы, состоявшие из плотных метаморфизированных песчаников и зеленоватых кремнистых глинистых сланцев. С той поры, как мы расстались с Анюем, широколиственные древесные породы стали быстро сокращаться в числе. Сначала они уступили место сибирской лиственнице, а теперь и эту последнюю стали вытеснять Аянская ель и Белокорая пихта. Только по самому низу долины, около воды, еще виднелись стальники, ольха, рябина и еще какие-то деревья, лишенные листвы, которые по внешнему виду издали определить было трудно. Узнав от проводников, что самый перевал через сихотый олень покрыт хвойным лесом, я выбрал место, где заросли были не так густы и стал готовиться к астрономическим наблюдениям. Казаки срубили несколько больших деревьев так, чтобы открыть возможно большую часть неба. На следующий день утро было тихое, солнце взошло в туманной мгле, воздух был наполнен мельчайшими снежными кристалликами. Немного позже на небе опять появились круги и ложные солнца, потом поднялся ветер и нагнал облака с разлохмаченными краями. Однако мне все же удалось вычислить поправку хронометра и взять несколько высот солнца до и после кульминации. Во время наблюдений я заметил, что солнечные пятна, впервые замеченные мною несколько дней назад, остались в том же соотношении друг с другу, но переместились к верхнему краю диска. Был уже конец марта. Со дня на день надо было ждать оттепели, а путь нам предстоял еще длинный. Продовольствие наше тоже быстро иссякало. Надо было торопиться. Мучимый этими сомнениями я почти всю ночь не спал и поэтому, как только появились первые признаки рассвета, поднял на ноги всех своих спутников. Чем ближе к Сихоте Алиню, тем подъем на его гребень становился все круче и круче. Самый перевал представляет собой седловину, имеющую вид площади высотою около 1100 метров над уровнем моря. Со стороны Анюя он был настолько крутым, что нартовую дорогу Гольдам сегзагами. С правой стороны тропы какой-то благочестивый китаец, вероятно, скупщик мехов, поставил небольшую деревянную кумирню и повесил в ней лубочную картинку с изображением многочисленных божеств с прищуренными глазами и сияниями вокруг голов. Против этой кумирни на дереве я прибил свою доску, на которой ножом было вырезано время нашего перехода через Сихот и Олинь, фамилии моих спутников, а также который мы окрестили именем Русского Географического Общества. Пока стрелки и казаки отдыхали на перевале и курили трубки, я с удыхейцем успел подняться на соседнюю вершину высотой в 1300 метров. Чем дальше к югу, тем гребень Сихот и Олиня все повышался приблизительно до 1700 и 1800 метров. Это и был тот соколь, с которого берут начало Анюй и Коппи. Когда мы вернулись, то уже не застали своих товарищей на перевале. Следы указывали, что они, не дождавшись нас, пошли дальше. Нам ничего не оставалось делать, как только постараться догнать их. Как при подъеме на перевал, так и при спуске с него явственно видна была нартовая дорога. Она шла с километра по лесу и затем вдруг вышла на обширное маревое пространство, покрытого сфанговым мхом и поросшее редкостойным замшисто-хвойным лесом. Перед нами развернулась слегка всхолмленная местность, обставленная небольшими сильно размытыми сопками. Нигде эрозионный ландшафт не выражен так типично, как в верховьях реки Коппи. Минут через двадцать хода тропа перевела нас к какому-то мелкому оврагу, который вскоре оформился в долину, идущую в направлении к юго-востоку. В километрах в трех от перевала наш безымянный ключик впал в небольшую речку, подошедшую справа. Это и есть Иту, верхний левый приток Коппи. Здесь она течет в широтном направлении. Прошлой ночью был небольшой мороз, весенний талый снег хорошо занастился, что в значительной степени облегчало продвижение нашего обоза. Под уклон горы стрелки и казаки шли очень скоро, а мне, наоборот, приходилось очень идти медленно. Река Иту делала бесчисленное множество мелких изгибов, которые я должен был наносить на планшет. Это вынуждало меня часто останавливаться, чтобы делать все новые и новые измерения. Идя с Удыхейцем, я спрашивал его, как дальше пойдет река, и он указывал мне отдаленные предметы, к которым мы подойдем вплотную. Удыхейц видел, что я подносил к лицу инструмент, прищуривал левый глаз и сквозь диоптер смотрел вдаль. Ему казалось, что я целюсь точно так же, как из ружья. Вот теперь стреляй в то сухое дерево, говорил он, указывая мне на одинокую лиственницу, стоящую на конце обрывистого мыса. Когда я отнял от глаза буссоль, он спросил меня, как, попади, есть? Есть, отвечал я ему. Через несколько минут мы подошли к приметному дереву. Он побежал к нему и стал внимательно осматривать кору, рассчитывая на ней найти какие-нибудь следы моей стрельбы из буссоли. Потом он вернулся ко мне и стал засматривать через плечо в планшет. «Где это дерево?» спросил он. «Вот здесь», отвечал я, указывая на мыс, изображенный горизонталями. «Хм», усмехнулся он. «Моя, понимай», продолжал он. «Один ружье, пуля, стреляй, другое, карточка, стреляй». «Как это ружье стреляй? Ни пуля нет, ни карточка нет, ничего нет. Куда попади?» Объяснить ему сущность съемки мне не удалось. Однако мы разговорились. Я узнал, что в 1898 году он был проводником у геолога Эдельштейна. Фамилию его он забыл, но имя и отчество помнил хорошо. Он подробно рассказывал мне, как они шли зимой, где поднимались на сопки и как собирали образцы горных пород. Случилось, что Удыхеец отстал, а я ушел вперед. Теперь долина круто повернула на юг, по сторонам стали появляться явственно выраженные древние речные террасы с основанием из глинисто-кремнистых сланцев. Заболоченные хвойные леса остались сзади, и на сцену вновь выступила лиственница. Кое-где виднели следы, оставленные старыми пожарами. На местах выгоревших хвойных деревьев выросли березняки. Всюду встречались следы сахатых, но самих животных не было видно. Их спугнули стрелки и казаки, идущие впереди с обозом. Вдруг я услышал позади себя крики «Адианан! Адианан!» То есть «Погоди! Погоди!» Обернувшись, я увидел Удыхейца. Он бежал и делал мне знаки остановиться. «Что-то случилось», подумал я, и сел на один из стволов, вмерзших в лед. Через несколько минут прибежал Удыхейц. «В чем дело?» спросил я его. «Вот на этом самом месте у Якова Самойловича нарта сломалась», сказал он, запыхавшись. Я невольно усмехнулся и подумал. Дикая тайга, редкое население, но какие прочные следы оставляет за собой каждый путешественник. О нем говорят. Через десять-двадцать лет можно на месте проследить маршрут каждого исследователя, узнать, как он шел, где ночевал, чем болел, какие у него были успехи и промахи, каковы были отношения между участниками экспедиции, кто с кем ладил, кто с кем поссорился и так далее. Да где же это записано? Нигде. Люди уходят, а дела их остаются, и об этих делах из поколения в поколение будут передавать туземцы. И не только то, чему они сами были свидетелями, но и то, что они усмотрят по следам, оставленным в пути и на биваках. Тайга не город, где легко скрыться. Молодым путешественникам это надо иметь в виду. Все хорошие и худые поступки их сохраняются там на многие годы. Горный хребет с зубчатым гребнем был изрезан глубокими баронкосами и ледопадами. У подножия ближайшей сопки виднелись два небольших темных пятна. Они передвигались. Это были лоси. Услышав звуки человеческих голосов и увидев дым на биваке, осторожные животные проворно скрылись в березнике. Десять лет тому назад здесь ночевал Эдельштейн. Тут заночевали и мы. После перехода через сихот и олень порядок рабочего дня пришлось изменить. Днем солнце начинало уже сильно припекать. Снег становился очень рыхлым, под ним стояла вода. Часа в четыре температура снова понижалась, а ночью морозило так, что промоины опять покрывались слоем льда, выдерживающим давление лыж. Хотя у нас и были дымчатые очки, но это мало помогало. Мы все очень страдали глазами от солнечных лучей, отраженных от блестящей заностившейся поверхности снега. Тогда я решил выступать с бивака как можно раньше и идти до десяти часов утра. Затем мы ставили палатку и прятались в нее от солнца, а после четырех часов пополудни вновь шли до самой темноты. Согласно этому расписанию, на другой день удыхейцы разбудили нас ночью, когда еще не было ни малейших признаков рассвета. Мы скоро собрались и пошли дальше по реке Итту. Она течет все время к юго-востоку и местами разбивается на мелкие рукава, забитые плавником, переправа через которые доставляет немало трудов не только летом, но и зимою. В некоторых местах около заломов скопилось много гальки, вследствие чего уровень воды в реке повысился и образовались широкие водопады. Еще одна теснина и мы вышли на реку Копи. Верхнее течение реки Копи представляет собой дугу, обращенную выпуклой стороной на север. Выше Иту она принимает в себя две небольшие горные речки Буланиза и Дю, а ниже на 8 километров речку Иоли, о которой у местного населения нет никаких сведений. На ней никто не бывал, потому ли, что она безрыбная, или там нет промысловых зверей, или потому, что около устья ее находится сопка Амакома-Мача, перед которой все гольды и орочи совершают поклонение. Провожавший нас Удыхеет Сазамбу, соблюдая прадедовские обычаи, тоже преклонил перед ней свои колени и на один из камней положил кусочек красного кумача и два листочка табаку. Осмотр таинственной сопки не отнял много времени. Со стороны реки Копи она представляется руинами древнего замка, уже поросшего вековыми деревьями. Многочисленные скалы, украшающие ее гребень, имеют весьма причудливые очертания. Одна из них, самая большая, похожа на человека, это и есть Амако-Мамача. По этому поводу у копинских орочей есть сказания о борьбе великана Кангей с двумя великаншами Амако и Атынига. Все они окаменели. Кангей остался в верховьях реки, Амако село около устья Иоли, а Атынига еще ниже по течению около реки Джакуме. Это было в очень давние времена. С тех пор они стоят уже много веков и окарауливают порядок в долине Копи. Вот почему к именам их прибавили слово мамача, что значит прабабушка. К востоку от реки Иоли находится гора Инда и Лоса, командующая над всеми сопками этой части прибрежного района. На вершине ее есть озеро, из которого берет начало река Хадим. Длинные отроги горы Инда и Лоса вынуждают реку Копи отклоняться к юго-востоку и вторично описывать большую дугу, но уже в обратном направлении. После Иоли в очередном порядке идут две реки, сравнительно близко расположенные друг от друга Джауса и Джакуме, представляющие собой естественные соболиные питомники. Как мы не старались уйти от весны, она все-таки догнала нас на реке Копи. Дни ненастные чередовались с днями солнечными и теплыми. Поверх льда в реке стояла талая вода, она тотчас выступала на снегу позади лыж, всюду появились промоины, днем они вскрывались, а к утру опять затягивались тонким слоем льда. В тех случаях, когда их нельзя было обойти стороною, мы выстраивались в одну шеренгу и по данному сигналу все разом бросались вперед. Лед начинал выгибаться и на поверхности его появлялась вода. Задержись кто-нибудь хоть на мгновение и кончено. Быстро бегущая вода сразу затянет неудачника под лед. Все спасение заключалось в быстроте передвижения. К счастью, перебеги через такие промойны кончались для нас благополучно. Река Копья протекает по долине по речного прорыва. Горы то вплотную подходят к реке стоя с другой стороны одновременно, то удаляются от нее так, что их за лесом совсем не видно. Теперь вместо глинистых сланцев и песчаников на сцену стали выступать массивно кристаллические породы. Гранофир эпидодисизированный и кварцевый порфир и тому подобное. За последние дни мы все очень устали. Наши нарты были почти пустые, но тащить их по талому снегу было тяжело. Лямки резали плечи. Из двадцати восьми собак, взятых нами самура, в живых осталось только девять. Они едва плелись, так что нартовые ремни висели фистонами. До вершения несчастья я и мои спутники стали болеть. Лучи солнца, отраженные от снега, слепили глаза. Дымчатые очки и мало помогали. Нахлобучив шапки как можно глубже, мы шли, опустив головы так, чтобы видеть только то, что было в непосредственной близости под ногами. Первый день апреля был особенно утомительным. Надежда найти людей около реки Джакуме не оправдалась. Я видел, что мои спутники нуждаются в отдыхе более продолжительным, чем ночной сон, но опасение, что ледоход может захватить нас в дороге, заставляло идти через силу. Особенно тяжело было идущему впереди. Он должен был прокладывать дорогу. Когда он выбивался из сил, его заменял следующий, потом третий и так далее. Сначала эта смена происходила через полчаса, потом через пятнадцать, десять, пять минут, и наконец обоз остановился совсем. Делать нечего, надо было устраиваться на бивак, и я уже стал присматривать место поудобнее, так, чтобы его не затопило водою при воспалении реки. Как вдруг издали донесся собачий лай. Как немного надо, чтобы воодушевить усталых людей и животных. Собаки вскочили на ноги и натянули по стромке. Обоз тронулся. Впереди за поворотом виднелась большая полынья, а за ней устье какой-то реки. Это была Бяполи. Один берег ее был низменный, а другой возвышенный. На самом краю его стояла юрта. Из отверстия в юрте поднималась кверху голубоватая струйка дыма. Когда последняя нарта была вытащена на берег, я почувствовал себя настолько усталым, что, войдя в юрту, не стал дожидаться ни обеда, ни чая, лег на циновку и тотчас уснул. Когда я проснулся, были уже сумерки. В юрте горел огонь. По одну сторону его вместе со мной были стрелки и казаки, а по другую сторону сидели сам хозяин дома, его жена и удыхеец Цазамбун. Глава семьи был мужчина лет пятидесяти семи, сильной проседью в волосах. Он был широк в костях, имел нос с горбинкой, под слеповатые глаза, носил бороду и редкие усы. Родом он был Самура. Отец его, как я узнал впоследствии, был полукореец, полугольд, а мать Орочка. Нашего нового знакомого звали Лайгур. Его жена Чегре родилась около Таргона и тоже была метиской. В жилах ее текла смешанная кровь. Она была тоже лет пятидесяти, ниже среднего роста, с морщинистым лицом и маленькими пестросерыми глазами. Минут через десять женщина сняла котел с огня и стала по чашкам разливать похлебку, сваренную из юколы, сухой китовой икры и жидкой чумизы. В это время в юрту вошел Рожков и сообщил, что начинает идти снег. Это известие как будто обрадовало всех. Непогода сулила отдых на весь завтрашний день. После чая мы недолго еще сидели. Меня опять стало клонить ко сну. Я откинулся на спинку и сам не помню, как уснул. Ночью я проснулся и не сразу смог сообразить, где я нахожусь. Кругом было темно, край моего одеяла заиндевел. Снаружи слышался какой-то шум, словно кто-то песок бросал лопатой на корье. Это ветер наметывал снег на стены юрты. Я повернулся на другой бок, подобрал под ноги одеяло и хотел было снова уснуть. Как вдруг ухо мое уловило другой звук, который заставил меня вздрогнуть. Это был человеческий крик. Вероятно, мне послышалось, подумал я, и стал опять завертываться в одеяло. Но в это время крик повторился, протяжный, словно вымученный сквозь слезы. Я быстро сбросил себе одеяло и сел. В юрте было темно, только в очаге тлели две головешки. Снаружи забывало вьюга. Сильные порывы ветра иногда спадали до штиля. И вот в минуту одного такого затишья я в третий раз услышал тот же крик о помощи и затем плач. Где-то погибает человек, может быть, женщина, ребенок. Я разыскал у дыхейца цазамбу и стал трясти его за плечо. Он сел и, покачиваясь про сонья, спросил, что случилось. Я сказал ему, что слышал чьи-то крики снаружи и что надо идти на помощь. «Ничего», сказал он мне, «это больная девка. Скоро будет светать и тогда ей дадут кушать и принесут дрова». «Да где же она находится?» продолжал я допытывать сонного у дыхейца. «Там», отвечал он, указывая рукой на один из углов в юрте. Вслед за тем он так решительно улегся на свое место, что я понял, что поднять его мне не удастся. Тогда я принялся будить кого-то из своих спутников. Кажется, это был Ноздрин. Старик сел и стал искать свою обувь. Я не стал его дожидаться и выбежал из юрты. Сильным порывом ветра меня чуть было не опрокинуло на землю. Снежная пыль ударила в лицо. Я ухватился за край юрты и прислушался. Минута ожидания показалась мне томительно долгой. Затем я вернулся в юрту, захватил спички, кусок бересты, несколько смолиных щепок и, выйдя наружу, направился в том направлении, которое указал мне цазамбу. Ветер был очень сильный и порывистый. То он завывал тоненьким голоском, то вдруг виск его превращался в яростный рев. Точно зверь, сорвавшийся с привязи, он бросался на все, что встречалось ему на пути. Как бы самому не заблудиться, подумал я, но в этот момент наступило короткое затишье. Крик о помощи рассеял мои опасения. Я быстро пошел вперед. Глаза мои уже несколько успели привыкнуть к темноте. Сквозь снежную пыль я различил ствол большого кедра и рядом с ним что-то темное. Подойдя поближе, я увидел маленькую юрту, наполовину занесенную снегом. Тихий плач и стоны исходили из нее. Я быстро откинул полок у дверей и вошел внутрь помещения. В темноте что-то зашевелилось и притихло. Я достал спичку и зажег бересту. При первой вспышке огня я увидел в углу юрты какое-то человеческое существо одетое в лохмотье. Я увидел широко раскрытые испуганные глаза и черные растрепанные волосы. Когда береста и смолиные щепки разгорелись, я сложил дрова и разжег костер. Теперь я мог хорошо рассмотреть с кем имею дело. Юрта была маленькая, грязная, на полу валялись кости и всякий мусор. Видно было, что ее давно уже никто не подметал. На грязной изорванной циновке сидела девушка лет семнадцати. Лицо ее выражало явный страх. Левой рукой она держала обрывки одежды на груди, а правую вытянула вперед как бы для того, чтобы защитить зрение свое от огня или может быть для того, чтобы защитить себя от нападения врага. Меня поразила ее худоба и в особенности ноги, тонкие и безжизненные как плети. Пока я возился с огнем, девушка сидела неподвижно и испуганно наблюдала за мною. «Не бойся», сказал я ей по-удыхейски. «Мне холодно», отвечала она, поникнув головой и тихо заплакала. Немедля немало я сходил в общую жилую юрту и принес оттуда одеяло, чайник с водой, несколько кусков сухарей. Одеялом я накрыл ей плечи, повесил чайник над огнем, а сам сел по другую сторону костра. Понемногу она стала приходить в себя. Выражение страха в глазах ее сменилось недоумением. «Ты больна?» спросил я ее. «Ноги болят», отвечала она. «Я не могу ходить». Когда закипела вода, я подал ей кружку чая и сухари. Я не торопился расспрашивать ее. Надо было, чтобы она присмотрелась ко мне и перестала чуждаться. Через час она успокоилась совсем и стала связно отвечать на мои вопросы. Я услышал печальную историю. Она была сирота, рано потерявшая родителей, умерших от эпидемии оспы, когда ей было около четырех лет. Как и почему она попала к лайгуру, не знаю. Когда она достигла десяти лет, с ней начались делаться припадки, которые полтора года назад кончились параличом нижних конечностей. Девушка, лишенная ног, не могла быть работницей, к тому же она грязнила в общей юрте. Тогда ее изолировали в особое помещение. Убедившись, что она неизлечима, Лайгур и Чегре перестали о ней заботиться. Ей не всегда даже давали есть. Она давно уже не мылась и не расчесывала своих волос. Одежда на ней истлела, ногти сильно отросли на руках и на ногах. Летом она мучилась от комаров, а зимой от холодов, в особенности по ночам, когда не хватало дров. Жестокий старик не раз говорил ей о том, что ей надо умереть, и она сама считала, что это был бы лучший способ избавиться от страданий. Мне стало жаль эту ни в чем не повинную страдалицу. Надо было ей что-то сказать, как-то утешить, помочь, и я солгал, что пришлю ей хорошего лекарства, а я акто, которое вернет ей силы и здоровье. Костер догорал, надо было еще принести дров. Я встал со своего места и вышел из юрты. Начинало светать, но буря не унималась. Ветер с воем носился по лесу, поднимая с земли целые облака снежной пыли. Они зарождались вихрями, потом превращались в длинные белые языки, которые вдруг внезапно припадали к земле и тотчас вновь появлялись где-нибудь в стороне в виде мечущихся туманных привидений. Когда я вернулся в юрту, больная сидя дремала у огня. Тихонько поправив огонь, я тоже пошел спать. Проснулся я поздно. Первое, что проникло в мое сознание, был сильный шум ветра, который сделался еще порывистее. Он сотрясал юрту до основания и грозил ее опрокинуть совсем. Эта угроза была настолько реальной, что удыхейцы привязали юрту ремнями за стволы и корни ближайших деревьев. Первое, что я сделал, это пристыдил Лайгура и его жену за бесчеловечное отношение к безногой девушке. Вероятно, утром Цазамбу рассказал старику о том, что я будил его и сам носил дрова к больной, потому что, войдя в ее юрту, я увидел, что помещение прибрано, на полу была положена свежая хвоя, покрытая сверху новой циновкой. Вместо рубища на девушке была надета, правда, старая, но все же чистая рубашка и ноги обуты вунты. Она вся как бы ожила и один раз даже улыбнулась. Вскоре пришла старуха и сказала, что будет мыть и чесать больной голову. Двое суток свирепствовала пурга. За это время мои спутники основательно отдохнули. Я заполнял свои дневники, вычерчивал пройденный маршрут и несколько раз навещал больную девушку. Я говорил ей, чтобы она не падала духом и опять пообещал выслать ей хорошее лекарство. К вечеру пурга стала стихать, а ночью и небо очистилось. Я воспользовался этим и занялся астрономией. На солнце опять появилось два больших пятна и третье поменьше справа и внизу. За последние два ненастных дня снегу выпало много. Дружное таяние его могло пресечь всякую возможное сообщение по реке. Надо было торопиться скорее выйти к морю. Поэтому я выслал Лайгура иудыхейца Цазамбу вперед протаптывать дорогу. Вечером я позвал старуху в юрту больной и строжайше наказал ей ухаживать за девушкой, сказав, что я опять вернусь и проверю, как она держит свое обещание. Бедная девушка в ночь накануне нашего выступления с ней сделался сильный припадок. Мне дали знать. Я застал ее в полном беспамятстве. Она лежала на спине бледная, как полотно. Взяв ее руку, я не нащупал пульса. Зрачок не реагировал на свет. Она умерла. Мы тронулись в путь. Весь день мои мысли раздваивались. То я сосредоточивал внимание свое на маршрутной съемке, то думал о смерти безногой девушки. Мой длинный жизненный путь пересек жизненный путь какой-то совершенно мне чужой больной девушке и оборвал его. Мы родились в разных местах, в разное время и шли разными дорогами, пока не встретились на реке Коппи. Она умерла, а я продолжал свой путь и буду идти по нему дальше. Таковы были мои мысли в день выступления с реки Бяполи. Я не сразу от них смог отделаться. Мало помалу новые образы и новые впечатления стали их заслонять. Они начали блекнуть и теперь остались только в воспоминаниях. После притока Джукуме Коппи повернула на восток, отклоняясь то немного к северу, то немного к югу. Это широтное направление она сохраняет до впадения своего в море. Отсюда до устья реки около 120 километров. Теперь долина сделалась заметно шире. Денудационный характер ее выражен рядом больших котловин, чередующихся со щеками. На пути к морю путешественник видит с правой стороны высокую сопку Чуйхайни, а за ней в самом русле реки шаманский камень Тараки, состоящий из обогащенного эпидотом и хлоритом без кварцевого порфира. Мимо него туземцы всегда проходят с опаской, стараясь не вспоминать злых духов. Немного дальше есть две ничем особенно незамечательные сопки Байлаки и Баки. С левой стороны в копе впадают две речки Чунико и Кумуку, разделенные гранитной горой Каданку, потом небольшая возвышенность Ку и за ней базальтовые столбы. Это и есть Атынига Мамача. Все сопки оголены от леса, места старых пожарищ заросли березняком. Тут же я заметил малину, сухой прошлогодний войник и Иван-Чай. После пурги в атмосфере водворилось равновесие. На небе исчезли последние бровки туч. Снег, пригретый весенними солнечными тучами, быстро оседал. Талая вода, сбегающая с гор, распространялась по льду реки. Всюду появились большие промоины. Словом, здесь, в низовьях копе, мы застали ту же картину, что и на Анюе месяц назад. С каждым часом, с каждым километром идти становилось труднее. Представьте себе полную распутицу. Снег превращается в мокрую кашу, и река накануне ледохода, и вы поймете то состояние, в котором находились мои спутники. Они выбивались из сил, и с такой страстностью стремились к морю, словно это было целью их жизни. Собаки совершенно не тащили нарт, но зато были полезны в другом отношении. Они как-то чутьем узнавали, где непрочен лед, и сами сворачивали в сторону. Как не тяжело идти на лыжах по мокрому снегу, но это был единственный безопасный способ продвижения. Производить съемку тоже становилось трудно. Надо было зарисовывать рельеф в горизонталях, смотреть под ноги, обходить опасные места, и ощупывать палкой лед чуть ли не на каждом шагу. Между Бепали и Тепты, о которой будет речь ниже, тянутся андезитовые лавы, прорезанные глубокими оврагами, по которым бегут горные ключи Мананге, Майми и Но. Правый берег представляется рядом массивных террас, являющихся основанием для возвышенностей Кангасу, Сумукуло, Дабайса и Агубуани, против них по другую сторону реки располагается лесистое низменное пространство, прорезанное речкой Чиняку. 8 апреля мы подошли к реке Тепты, по которой можно выйти на реку Мука, впадающую в Бачи. Это обычный путь для удыхейцев, совершающих зимнее путешествие вдоль берега моря на собаках. Здесь мы застали одну семью удыхейцев, состоящую и старика лет шестидесяти, и двух женщин, матери и дочери пятидесяти и двадцати лет. За последние дни у моих спутников от ярких солнечных лучей, отраженных от снега, так разболелись глаза, что надо было хоть на один день сделать дневку, хоть один день просидеть в относительной темноте или с повязкой на глазах. Удыхейцы жили в большой просторной юрте. Старик сам предложил нам остановиться у него. Обе женщины тотчас освободили нам одну сторону юрты. Они подмели пол, наложили новые берестяные подстилки, сверху прикрыли их медвежьими шкурами. Мы, можно сказать, разместились даже с некоторым комфортом, ногами к огню и головами к берестяным коробкам, расставленным по углам и под самой крышей, в которых женщины хранят все свое имущество. Вечером старик принялся оттачивать копье. На мой вопрос, куда он собирается, Удыхеец ответил, что он завтра хочет пойти поискать Сахатова по свежевыпавшему снегу. Я попросил его взять меня с собой, на что он охотно согласился, но предупредил, что встать придется на рассвете. Чтобы выспаться и собраться с силами, я нарочно лег спать пораньше. Было еще темно, когда Удыхеец разбудил меня. В очаге ярко горел огонь, женщина варила утренний завтрак. С той стороны, где спали стрелки и казаки, несся дружный храп. Я не стал их будить и начал осторожно одеваться. Когда мы с Удыхейцем вышли из юрты, было уже совсем светло. В природе царило полное спокойствие. Воздух был чист и прозрачен. Снежные вершины высоких гор уже озарились золотисто-розовыми лучами восходящего солнца, а теневые стороны их еще утопали в фиолетовых и синих тонах. Мир просыпался. Прямо от юрты мы свернули на реку Тепты, придерживаясь ее левого берега, но вскоре по маленькому ключику стали подыматься в горы. Перейдя небольшой кряжек, мы начали спускаться в соседнюю долинку. На свежевыпавшем снегу действительно было много новых следов. Среди них я узнал лисий, он тянулся цепочкой и был с поволокой в сторону движения животного, затем каборжей, оставленный ее маленькими острыми копытцами, а рядом другой, весьма похожий на медвежий, но значительно меньшей размерами. Это шла росомаха. Старик удыхеец не обращал внимания на них и шел все дальше до тех пор, пока не нашел то, чего искал. Бой хактани, то есть дорога Сахатова, сказал он, указывая на широко расставленные большие следы. В это время вырвавшиеся из-за гор солнечные лучи сразу озарили всю долину, проникая в самую середину леса и мгновенно превращая в алмазы и ней на обледеневших ветвях деревьев. С первых же шагов было видно, что лося долго следить не придется. Он шел лениво, часто останавливался и, по-видимому, дремал. Один раз он даже попробовал лечь, но что-то принудило его подняться и идти дальше. Мы умерили шаг и удвоили осторожность. Минут через двадцать следы вывели нас на прогалину, поросшую редкой лиственницей. Вдруг мой спутник остановился и подал мне знак, чтобы я не шевелился. Я взглянул вперед и увидел лося. Он лежал на снегу, подогнув под себя ноги и положив голову на брюхо. Я осторожно поднял ружье и стал целиться. Но в это время Удехеец громко крикнул. Испуганный лось вскочил на ноги и бросился бежать. Я выстрелил и промахнулся. Второй мой выстрел был также неудачен. Я рассердился на старика, думая, что он подшутил надо мной и в этом духе высказал ему свое неудовольствие. Но Удехеец тоже был в претензии и заявил, что если бы он знал, что я промахнусь, убил бы его на бегу. Я ничего не понимал. Сам он крикнул, сам вспугнул животные слежки, сам не помешал и теперь еще в претензии. На это старик мне сказал, что стрелять в спящего зверя нельзя. Его надо сперва разбудить криком, и только тогда можно пускать в ход оружие. Такой закон людям дал тигр, который сам перед тем, как напасть на свою добычу, издает оглушительный рев. Человек, нарушивший этот обычай, навсегда лишается успеха на охоте и даже может пострадать. Преследовать лося теперь было бесполезно, поэтому мы решили вернуться, но только по другой стороне реки Тепты, где было чище и меньше зарослей. Там мы увидели свежие следы волка, по-видимому испуганного моим выстрелом. Потом нашли следы двух колонков. Они подрались, один из них полез на дерево, а другой побежал в сторону. Теперь мы шли без опаски, свободно разговаривая вслух. Вспоминая свою молодость, Удыхеец рассказывал о том, что раньше, когда у них были фитильные ружья, нужда заставляла их особенно осторожно подкрадываться к зверю. Он помнил рассказы стариков о том, как один охотник подкрался спящему лосю и положил на него тоненькую тольниковую стружку. Возвратившись на бивак, он сказал об этом своим товарищам. Тогда другой охотник надел лыжи и пошел по его следу. Он скоро нашел лося, тихонько подкрался к нему, снял стружку и принес в табор как доказательство, что он действительно снял ее с животного. В этом рассказе много невероятного, но все же он иллюстрирует прежние времена, когда удыхейцы умели лучше выслеживать и скрадывать, чем теперь. Около полудня мы возвратились на бивак, где застали всех в сборе. Остальная часть дня прошла за различными мелкими заботами. Вечером после ужина я пошел в юрту к удыхейцу и стал расспрашивать его о том, как было раньше. Сначала разговор наш не клеился, но потом старик оживился и стал говорить с увлечением. Он говорил о прошлом, когда зверя было гораздо больше. Тогда люди понимали зверей, а теперь все животные стали пугливыми. В этот вечер он рассказал мне много любопытного. Один из эпизодов был особенно интересен. Речь шла о том, как один охотник приручил молодого лося. Он условился со своими сородичами, что приведет лося живым в селение, но с условием, чтобы они увели подальше собак и не выходили бы из юрт, пока он их сам не позовет. На другой день, захватив с собой достаточный запас юколы и охапку сухой травы, смоченной в растворе соли и высушенной на солнце, он пошел за зверем. В этот год зима была глубоко снежная и загнать Сахатова не представляло особых затруднений. Удыхеец очень скоро нашел след молодого лося и стал его преследовать и довел его до такого состояния, что обессиленные животные остановились, ожидая смертельного удара копьем, но человек не тронул его. Отдохнув немного, Сахатый поднялся и пошел дальше. Охотник последовал за ним и опять, когда утомленный зверь лег, человек расположился тоже на отдых. Такое совместное хождение по тайге продолжалось несколько суток, причем каждый раз человек устраивался на отдых все ближе и ближе к животному. В конце концов, лось понял, что охотник зла причинить ему не хочет и стал к соседству человека относиться спокойнее. Тогда удыхеец начал подкармливать лося, время от времени бросая ему пучки соленой травы. Через несколько дней они уже поменялись ролями. Раньше вставал лось и за ним шел человек, теперь первым поднимался человек и за ним следовал Сахатый. Направление держал удыхеец и привел его в селение сородичей, но последние не выдержали. Узнав, что по опушке леса ходит человек с лосем, они выбежали к нему навстречу. Увидев приближающуюся толпу, лось испугался и убежал в лес. Слушая старика, я невольно подумал о том, что, возможно, первобытные люди стояли к животным ближе, чем теперешние туземцы. Между ними и дикими зверями было больше общения и, быть может, и больше взаимного понимания, чем теперь. Охотники целыми днями наблюдали за животными, изучали их нравы и повадки, знали, как подойти к ним и как их приручить. Лошади, собаки, рогатый скот и все вообще домашние животные приручены первобытным человеком. Горожане ушли от природы и навсегда утратили общение с четвероногими, но иногда и среди них встречаются отдельные личности, у которых, как атовизм, сохранилась способность влияния на животных. Обычно это свойственно лучшим дрессировщикам. После реки Тепты характер местности заметно изменился. Начались столообразные горы, громадный лавовый покров, захвативший весь бассейн реки Хади с главным ее притоком Тутто распространился и далее на юг. Вот почему по нижнему течению Копи мы видим пологие сопки с плоскими вершинами, слагающиеся из базальтов. В километрах в 30 от Устья река делает большую излучину к северу. В северо-западный угол этой излучины впадает речка Никми, а немного ниже находится селение Улема. Здесь Хади ближе всего подходит Копи. Их разделяет кратчайший путь на императорскую гавань. В селении Улема я застал Ороча Савушку Бизанка, с которым мы плыли на лодках вдоль берега моря к реке Самарге. Он сообщил нам, что Иван Михайлович Чочо из того же рода Базанка, обеспокоенный нашим отсутствием ввиду надвигающейся распутицы, выслал его нам навстречу. Савушка дошел до Улема и здесь решил дождаться ледохода, а затем с четырьмя Орочами на двух лодках идти нам на помощь. Я поблагодарил Савушку за внимание и рассказал ему, как мы шли, как охотились на тигров и что случилось с нами на реке Бепали. Селение Улема состояло из трех деревянных домиков, в которых проживало семь мужчин, шесть женщин и семь детей, всего двадцать человек. Туземцы с рек Ходи и Тумнина считают себя настоящими Орочами. Копинских жителей они тоже считают своими людьми, но говорят, что язык их немного другой и потому называют их Орочами Копинка. В этот день мы дальше не пошли и заночевали в селении Улема. Один раз я проснулся и видел Орочи, сидевших Хукамина. Они что-то рассказывали друг другу и упоминали о макома моча и какие-то каменные бревна. Я хотел было послушать эти рассказы, но сон против моей воли осилил меня. Убаюкиваемый их говором, я снова крепко уснул. На другой день Савушка поднял нас задолго до рассвета. Он распорядился заменить наших усталых собак свежими. Немедля, немало мы уложили свои нарты и тронулись в путь. Ночью был туманный мороз, мокрый снег занастился, все деревья заиндивели, сквозь мглу на небе чуть-чуть виднелись две-три крупные звезды. К моменту восхода солнца мы отошли от селения Улема километров на двенадцать. Еще пятнадцатого марта, когда мы были в Верховьях и Ту, в полдень на снегу при температуре минус полтора градуса я заметил странные живые существа, по внешнему виду очень похожие на пауков. Они двигались торопливо и каждый раз, когда я хотел поймать их, старались зарыться в снег. Второй раз я увидел эти странные создания около Бепали. Термометр показывал плюс три. Они были вялыми и двигались медленно. На пути от Улема к морю на рассвете я снова имел возможность наблюдать этих странных насекомых. Пока было холодно, они довольно энергично копались в снегу. Но как только взошло солнце и температура повысилась до плюс пяти, они стали замирать и еле-еле двигались своими длинными паукообразными ногами. Савушка называл их имаса кулигами. Имаса снег, кулига всеназемные ползающие живые существа черви, гусеницы, насекомые, змеи. Они всегда появляются весной и даже при морозах, когда лужи промерзают насквозь. Иногда их бывает так много, что можно подумать, что снег покрыт пылью. Чем ближе к морю, тем больше исчезали широколиственные древесные породы. Первым отстал тополь, потом клен, отстал также кедр, зато преобладающими сделались аянская ель, белокорая пихта и даурская лиственница. Изредка попадался тис. Ближе к морю лавовый покров вытянулся длинными плоскими языками и в таком виде застыл. В последовательном порядке по течению они имеют следующее название. С правой стороны Дзюгбу, около которой в копе впадает небольшая речка Май. Затем будет местность Тектано и за ней сопки Талинко, Даукей, Сунтукале и Гулика. С левой стороны после горы Юшангу гора Салало Гуляни. Через нее тоже лежит путь на реку Хадим. Обнажение сопки Гулика представляет собой великолепный обращик столбчатого распадения базальтов, причем столбы лежат горизонтально, как поленица дров. Я остановился и стал рассматривать отдельные глыбы лавы. Никодамайни, то есть это каменные бревна, сказал Савушка. И опять на сцену выступил Кангей, который из целых бревен сложил много костров и хотел сжечь всю землю, но ему не позволили Амако и Атынига. Сам он превратился в скалу и костры его тоже окаменели. За сопкой Гулика река Копи выходит на равнину Дзоусано и разбивается на несколько больших проток. Характер береговых обрывов, далеко отодвинутых в сторону и заболоченные острова между протоками свидетельствует о том, что раньше здесь был морской залив и что маленькие речки Яна, Улике и Копка самостоятельно впадали в море. В те времена устье реки Копи находилось около сопки Гулика. Мы рассчитывали дойти до моря к трем часам дня, но после полудня погода стала портиться, небо покрылось тучами и повалил крупный влажный снег, затем поднялся ветер. Мангасуалабо, то есть плохой ветер со стороны острова Сахалин, говорил Савушка, надо торопиться, опять будет скоро пурга, скорее вперед идем. Только к сумеркам мы услышали шум морского прибоя. Вот и лиственничная роща, вот и юрты орочей. Кто-то вышел нам навстречу. Я сразу узнал приземистую фигуру Карпушки. Сарадея, Сарадея обменивались орочи приветствиями. После скудного ужина, состоявшего из сухой юколы, утомленные тяжелыми переходами, мы легли ногами к огню и мгновенно уснули под завывание пурги и шум морского прибоя. Шесть суток продержала нас ненастная погода. Наши продовольственные запасы иссякли. У орочей ничего нельзя было купить. Они сами жили впроголодь и ждали, когда вскроется река, чтобы заняться весенним ловом рыбы. 17 апреля сильный ветер и волнение с моря взломали лед и устья реки. Карпушка и Савушка сейчас же отправились на рыбную ловлю, а я пошел по берегу поохотиться на каменушек. Проходив напрасно около часа и отчаявшись в успехе, я уже хотел было повернуть назад, но в это время увидел какое-то странное пятно на снегу. Сначала я подумал, что это проталина, но скоро заметил на ней движение. Я притаился за кустами шиповника и стал наблюдать. Предмет, привлекший мое внимание, действительно оказался проталиной, на которой столпилось несколько десятков больших птиц. Они, по-видимому, зябли на снегу и поэтому сбились в одну кучу. Некоторые падали на снег, но тотчас поднимались и, распустив крылья, вытянув длинные шеи, старались снова как-нибудь втиснуться в общую кучу. Я отступил тихонько назад, обошел птиц стороною и, подкравшись к ним, возможно, ближе, выстрелил из ружья. Мгновенно вся стая с криками поднялась в воздух. Сначала птицы полетели в разброд, но скоро выстроились большим косяком и направились вдоль берега моря на север. Одна из птиц осталась на месте. Она еще была жива. Подойдя ближе, я узнал восточную белобокую казарку. С богатой добычей я вернулся домой. Часа через два вернулись и орочи. Они поймали на перемет двух крупных тайменей весом около 12 килограммов каждый и небольшого осетра весом около 8 килограммов. Из остатков сухарей мы сварили нечто вроде каши. На обед мы имели гуся, а к ужину отварную рыбу самого высокого качества. На другой день мы распрощались в копе и в сопровождении савушки и карпушки на большой морской лодке отправились в императорскую гавань. Зимний поход от Амура до берега моря по Анюю дымни и ту и копи был нами успешно закончен. Глава пятнадцатая Я хотел было подняться и сесть, но почувствовал сильную истому и ломоту в костях. Я чувствовал головокружение и усталость еще большую, чем вчера, чем сегодня до сна. Спи, надо много спи, сказал мне один из стариков. Я откинулся назад и опять утонул во сне. На другой день проснулись мы совершенно разбитыми и совершенно неспособными ни к какой работе. Все члены словно были налиты свинцом, чувствовался полный упадок сил, даже поднять руку было тяжело. Когда проснулись рожков и ноздрин, я не узнал своих спутников. У них отекли руки и ноги, распухли лица. Они тоже смотрели на меня изумленно испуганными глазами. Оказывается, и я сам имел такой же болезненный вид. Старики Орочи посоветовали подняться, походить немного и вообще что-нибудь делать, двигаться. Это легко было сказать, но трудно было исполнить. Орочи настаивали, они помогли нам обуться и подняться на ноги. Они принялись рубить дрова и просили нас то одного, то другого сходить за топором, принести дрова, поднять полено и так далее. Я убедил Рожкова и Ноздрина не отказываться от работы и объяснил, в чем дело. Кишечник и желудок отвыкли работать, и от этого мы заболели. Нужны движения, нужно дать встряску организму, нужен физический труд, хотя бы через силу. Головокружение, тошнота и сонливое состояние не оставляли нас весь день. Трижды мы вылезали из юрты, кое-как двигались и ничего не ели. Так проболели мы две недели. Силы наши восстанавливались очень медленно. Обе старушки все время ходили за нами, как за малыми детьми, и терпеливо переносили наши капризы. Так только мать может ходить за больным ребенком. Женщины починили всю нашу одежду и дали новые унты, мужчины починили нарты и выгнули новые лыжи. Наконец мы оправились настолько, что могли продолжать путешествие. Я назначил днем выступления 14 января 1910 года. С вечера мы уложились, увязали нарты и рано легли спать, а на другой день со свежими силами выступили в путь. Как сейчас вижу маленькую юрточку на берегу запорошенной снегом протоки. Около юрточки стоят две туземные женщины, старушки с длинными трубками. Они вышли нас провожать. Отойдя немного, я оглянулся. Старушки стояли на том же месте. Я помахал им шапкой, они ответили руками. На повороте протоки я повернулся и послал им последнее прости. Удыхейцы снабдили нас продовольствием на дорогу и проводили, как они сами говорили, на шесть песков, то есть на шесть отмелей на поворотах реки. Они рассказали нам путь вперед на несколько суток и указали, где найти людей. Мы расстались. Зимний переход по реке Хунгарь в 1909 году был одним из самых тяжелых в моей жизни. И все же каждый раз, когда я мысленно оглядываюсь во времени назад, я вспоминаю с умилением двух старушек, которые оказали нам неоценимые услуги и, может быть, спасли нас от смерти. Путешествие наше близилось к концу. Сплошная тайга кончилась и начались перелески, чередующиеся с полянами. С высоты птичьего полета граница тайги по выходе в долину Амура представляется в виде ажурных кружев. Чем ближе к горам, тем они казались плотнее и чем ближе к Амуру, тем меньше было древесной растительности и больше луговых пространств. Лес как-то разбился на отдельные куртины, отошедшие в стороны от Хунгари. Сознание, что Амур недалек, волновало нас, и как-то без всякого повода, на основании одних лишь предположений, мы уверили себя, что к вечеру непременно дойдем до села Вознесенского, расположенного с правой стороны около устья реки Хунгари. В этот день с бивака мы выступили в обычное время и в полдень, как всегда, сделали большой привал. В два часа мы миновали последние остатки древесной растительности. Дальше перед нами на необозримом пространстве растелалась обширная поимная низина, занесенная снегом, по которой там и сям отдельными бурожелтыми пятнами виднились вейник и тростник, менее других погребенные сугробами. Здесь, с правой стороны реки, мы нашли небольшую фанзочку, в которой жили трое корейцев дроворубов. Они не говорили по-русски, и, как я не пытался узнать, далеко ли до села Вознесенского, толку добиться не мог. Корейцы что-то болтали и спорили между собой. Не помогло и черчение по снегу. Надо было взять себя в руки и, невзирая на просьбы Рожкова и Ноздрина, остановиться на бивак и отдохнуть как следует, а завтра со свежими силами выступить пораньше и засветло дойти до Амура. Я этого не сделал, уступил своим спутникам и, несмотря на позднее время, пошел дальше. Вскитание по тайге надоело нам. Одеты мы были плохо, питались кое-как и потому, естественно, всем нам хотелось поскорее добраться до Амура. Простая элементарная логика говорила о необходимости устроить бивак хотя бы в прибрежных кустах, где все же можно было собрать достаточно мелкого хвороста. Но, как бывает иногда, находит какое-то помутнение рассудка. И вот ни на чем не основанная уверенность и надежда, что Амур так недалек, что если мы пойдем бодро и будем идти долго, то непременно достигнем цели, заслонили разумную осторожность. В самом деле лес кончился. Разве это не признак, что Амур недалеко? Положим, что поимные луга протянутся километров на 8-10, не более. Без сомнения мы сегодня же будем в селе Вознесенском. Так говорили мои спутники. Доводы их показались мне убедительными. Я махнул рукой и подал знак двигаться дальше. От корейских фанс река сделалась извилистой. Еще некоторое время по берегам попадались одиночные кусты, но они скоро исчезли. Там, где река разбивалась на протоке, образовались молодые острова, еще не успевшие покрыться растительностью. Пора было остановиться на бивак, но так как мы решили во что бы то ни стало дойти до села Вознесенского, то этой мысли не суждено было воплотиться в действительность. Она мелькнула только и бесследно исчезла. К тому же ночевка под открытым небом была абсолютно невозможна. Еще час другой ходьбы и мы вероятно будем на Амуре. Часа через два начало смеркаться. Солнце только что скрылось за облаками, столпившимися на горизонте, и окрасило небо в багрянец. Над степью пробегал редкий ветер. Он шелестел засохшую травою, пригибая верхушки ее к сугробам. Снежная равнина безмолвствовала. Вдруг над головой мелькнуло что-то белесоватое, большое. По бесшумному полету я узнал полярную сову открытых пространств. Я предвестница мрака, за мною ночь идет, словно пророчила она своим появлением. Сова скрылась, и вместе с нею, казалось, улетела и угроза, оброненная ею по пути. Мы шли еще некоторое время. На землю надвигалась ночь с востока. Как только скрылось солнце, узкая алая лента растянулась по горизонту, но и она уже начала тускнеть, как остывающее раскаленное до красна железа. Кое-где замигали звезды, а между тем впереди нигде не было видно огней. Напрасно мы напрягали зрение и всматривались в сумрак, который быстро сгущался и обволакивал землю. Впереди по-прежнему плес за плесом, протока за протокой сменяли друг друга с поразительным однообразием. «Что за диво?» сказал молчавший до сего времени Рожков. «Давно бы надо быть Амуру?» «А ты почему знаешь, что ему давно надо быть?» возразил Ноздрин. «А и в самом деле», подумал я, «почему мы решили, что Амур недалеко?» «Быть может, до него еще целый переход?» Эта мысль напугала меня, и я постарался отогнать ее прочь. Через час ночь окончательно вступит в свои права и принудит остановиться, идти в темноте наугад целяною по глубокому снегу трудно для здоровых людей, но совершенно не по силам было для нас, утомленных такой длинной и тяжелой дорогой. И днем-то мы часто сбивались с главного русла и залезали то в Старицу, то в Смежную протоку. Как только кончился лес, стало заметно холоднее. Над Смежной равниной пробегал холодный резкий ветер. Мы стали зябнуть и выбиваться из сил. Прошло еще часа два, а мы все шли. Ночь окончательно вступила в свои права. Стало так темно, что мы то и дело натыкались то на обрывистый берег, то на ледяной тороз, то на колодник, вмерзший в мокрый песок. Впереди ни малейшего признака жилья, ни одного огонька. На небе горели бесчисленные звезды. Они сильно мерцали и в морозном воздухе переливались всеми цветами радуги. Случайно мы остановились все сразу. В таких случаях самое худшее решение ни на что не решаться. Через час, даже через какие-нибудь полчаса будет уже поздно. Тогда я обратился к обоим спутникам с короткой речью. Я сказал им, что мы попали в очень опасное положение. Мы не рассчитали своих сил и без всяких данных решили, что Амур недалеко. Если мы пойдем вперед, то вынуждены будем заночевать в открытом поле и без огня. За это мы поплатимся в лучшем случае отмороженными конечностями, а в худшем уснем навеки. Единственный способ выйти из бедственного положения оставить здесь нарты и налегке с одним топором идти назад по протоптанной дороге. Рожков и Ноздрин молчали. Не давая им опомниться, я быстро пошел назад по лыжнице. Оба они сняли лямки с плеч и пошли следом за мной. Отойдя немного, я дождался их и объяснил, почему необходимо вернуться назад. До Вознесенского нам сегодня не дойти. Дров в этих местах нет, и значит остается один выход идти назад к лесу. Мои спутники ничего мне не ответили. Путь назад был длинный, а силы наши на исходе. Занастившаяся дорога позволяла не смотреть под ноги, протоптанный след сам направлял наши лыжи, и для того, чтобы выйти из него на целину, нужно было употребить довольно большое усилие. Значит, сбиться с дороги мы не могли. Однако усталость дала себя чувствовать очень скоро. Около полуночи Ноздрин начал отставать. Опасаясь, как бы он не отстал совсем, я велел Рожкову пропустить его вперед и подбадривать словами. Мы шли как пьяные и качались из стороны в сторону. Я трижды поймал себя в дремоте во время коротких остановок. Около часа ночи Ноздрин стал просить разрешения на отдых, обещая нас догнать очень скоро. Тогда я прибегнул к обману. Впереди виднелась какая-то длинная темная масса. Я сказал, что это лес, где мы разведем костер и остановимся совсем. Поверил ли мне Ноздрин или его уговорил Рожков, но только он пошел дальше. Темный предмет оказался возвышенным берегом реки, но, к сожалению, совершенно голым. Я сказал, что ошибся, что лес начинается не от этого, а от другого мыса. Оба стрелка шли безучастно и ни слова не говорили. Вот и второй мыс. На нем тоже не было леса. Надо было опять что-нибудь выдумать, иначе мои спутники потеряют уверенность в своих силах и остановятся. Рожков стоял, согнувшись, опираясь на палку, а Ноздрин уже готовился сесть в сугроб. «Лес! Лес! Я вижу лес впереди!» закричал я, на самом деле ничего не видя. Собрав остатки последних сил. Мы все тихонько пошли вперед. И вдруг действительно в самую критическую минуту с левой стороны показались кустарники. С величайшим трудом я уговорил своих спутников пройти еще немного. Кустарники стали попадаться чаще в перемешку с одиночными деревьями. В два с половиной часа ночи мы остановились. Рожков и Ноздрин скоро развели огонь. Мы погрелись у него, немного отдохнули и затем принялись таскать дрова. К счастью, поблизости оказалось много сухостоя и потому в дровах не было недостатка. Разгребая снег, мы нашли под ним много сухой травы и принялись ее резать ножами. В одном месте ближе к реке виднелся сугроб в рост человека. Я подошел к нему и ткнул палкой. Она уперлась во что-то упругое. Я тронул в другом месте и почувствовал тоже упругое сопротивление. Тогда я снял лыжу и стал разгребать снежный сугроб. При свете огня показалось что-то темное. «Балаган!» закричал я своим спутникам. Тотчас Рожгов и Ноздрин явились на мой зов. Мы разобрали корье и у себя на биваке сделали из него защиту от ветра. Затем мы сели на траву поближе к огню, переобулись и тотчас заснули. Однако сон наш не был глубоким. Каждый раз, как только уменьшался огонь в костре, мороз давал себя чувствовать. Я часто просыпался, подкладывал дрова в костер, сидел, дремал, зяб и клевал носом. Как реакция после напряженной деятельности, когда надо было выиграть время и заставить себя преодолеть усталость, чтобы дойти до лесу? Вдруг наступил покой и полный упадок сил. Теперь опасность миновала. Не хотелось ничего делать, ничего думать. Я безучастно смотрел, как перемигывались звезды на небе, как все новое и новое светило, словно алмазные огни, поднимались над горизонтом, а другие исчезали в предрассветной мгле. На другой день к вечеру мы были в селе Вознесенском. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...